Салют всем с вами, Флейн, а вот и новый сюжет, так что мы начинаем. Иди, внучек, поиграй с гамма-бунтой, дай дедушке поработать. Шибутный трехлетний сырвиголова, с так напоминающим об умершем друге кувшином песка за спиной белыми глазами бабушки, улетел играть с огромным и страшным в гневе, но совершенно не умеющим отказывать детям гамма-бунтой. Надо будет потом передать гамме отличного табака за неоценимую помощь с детьми. Без него было бы намного труднее. Пес, что случилось? Появившийся боец Анбу молча передал своему Хакаги стопочку писем от дайме малых стран с требованиями угомонить его шиноби от нечестивых действий на их территориях. Двенадцать малых стран. Три обычные страны с постоянными скрытыми деревнями. В каждой скапливаются нукинины и отбросы. В каждой проводят жесткие проверки населения на склонность к управлению чакры. Тратятся громадные деньги на организацию производства амуниции и оружия для шиноби. В стране снега создаются подразделения, напоминающие самурайские. Тяжелый вздох стал ответом на речь молодого Анбу. Значит, сведения подтверждаются скоро снова война. Я так хотел передать Конохамру пост без осложнений. Вы решились? Да, я уже стар и многое не могу сделать. Единственное, почему я до сих пор ему не передал пост, это эти убийства. Кстати, как там дело у Кибы? Он ничего не нашел, никаких прямых улик, только тут уж и страны демоны и все. Но теперь ей во многих малых странах продают, так что это только косвенное предложение. Митсури едва удерживает их сына от опрометчивых действий, но я даже не знаю, может, он прав? И нам надо нанести удар первыми? Нет. Этого только и ждут, точнее, даже надеются на такой исход. Они слишком хорошо подготовили местность для обороны, когда Альянс только начал восстанавливаться после Четвертой Мировой. Тогда они просто испугались, а теперь пытаются заманить нас в ловушку. Тем более другого выбора у них нет, им не одержать победу в нормальной войне против Альянса. Вот они этими стычками и убийствами пытаются спровоцировать нас. Так что можешь сейчас же отправить сообщение в ИО, о том, чтобы не вздумали вестись на провокации. Быстро. Стоило бойцу раствориться в шумшине, как Хакаги из Неможона схватился за голову. Прибывший в его внутренний мир Сонгаку, только что бушевавший в негодовании от подлого нападения, извиняющий скорчев морду, утихомирился. Появившийся во внутренний мир Наруто дружески поприветствовал остальных восьмерых биджул, уже какое-то время обитающим там. За прошедший год было убито 19 дженчурики, а если посмотреть на два года назад, то эта ужасающая цифра станет равна 27. Им просто надоело переселиться из одного дженчурики в другого, а уж после той ночи, когда Альянс провел удачное запечатывание восьмерых биджу в младенцев, после чего их как бы отправили по деревням ни один малыш не добрался туда. Была недельная паника, превратившаяся в шок и ужас, после того как биджу вернулись во внутренний мир Наруто и дружно отказались запечатываться в младенцах. После было долгое расследование и поиски подходящих под чакру биджу носителей. Поиск прошло успешно, новые дженчурики разъехались по домам, а затем в течение трех месяцев погибли, причем часть умерла от излишек чакры биджу. На повторное запечатывание, пока идет это идиотское противостояние, согласились только Маттебе, Сонгаку и Шукаку. Остальные отказались покидать внутренний мир Наруто, который после того, как он получил силы самого Рикуда, стал фактически домом для хвостатых. Они спокойно могли прийти сюда, жить здесь, так что в этом никаких проблем не было. Но по прошествии последних двух недель Маттебе, Сонгаку и Шукаку вновь оказались в его печати. И больше не хотели покидать ей. Потому что им так же больно, когда умирает их носитель, как и ему. А кроме того, они просто боялись, что к ним снова начнут относиться как к проклятию. Как это произошло и кто это был, Сонгаку? Шиноби, скорее всего из стран волн, чаи, дождя и источников. Атаковали подло. Сначала отравили всех выбросом облака газа, а когда все Ирьянины оказались выявлены, нанесли точечные удары паром. Мы подумали вначале, когда они одновременно кинули техники воды и огня, что будет удар молнией, а не самим паром. Это точно Кикигинкой. Затем нас заморозили. В буквальном смысле, мы едва могли шевелиться от холода. А они резали нас, не обращая никакого внимания на наши действия. Когда я выплеском чакры снеса туха ладрыга, применили гендюцу. Скорее всего, танец теней, и песнь сирены, но возможно, что были индивидуальные иллюзии. И на нас набросилась наша же охрана. Помню боль в затылке и миг темноты, а затем уже вместо перерождения иду сюда. Следующей их целью, скорее всего, будешь ты. Ты селенный мудр, а кроме того, имеешь достаточный авторитет для предотвращения войны. Я взглянул на впервые за долгое время заговорившего нормального Смехвостого. Киллер Биббл, пожалуй, единственный из дженчерики, кто умер от старости. Но сейчас не до воспоминаний о старом друге. Сейчас главная разумность слова Смехвостого. Скорее всего, ты прав. По крайней мере, так у них появится шанс спровоцировать нападение. Жаль, конечно, наоборот, хоть и стал отцом, но вот за ум в отличие от меня так и не взялся. Именно поэтому своим приемником я назвал ученика Шакамару, сына Сарута Биасуму и Курина Юхи. Асума Юхи хотя Конохамару был бы лучше, чем он, но сам знаешь. Если я умру слишком скоро многие попытаются манипулировать им, не допустить умного и жесткого Юхи до управления Конохай. В общем, надо как можно быстрее избавиться от бремени власти, а уж затем можно послужить оприманкой. Решив все для себя и не слушая большего выражений, Наруто вышел из внутреннего мира и повелел собрать старейшим деревней глав кланов, а также тайно отправил своего клона к дайме страны, за ним клонок Юхи, клонок Кебе, единственному главе клана, отсутствующему в Конохе. Буквально через час собрание полного совета Конохи было открыто. Я хочу сказать, что мне уже не по силам занимать пост Хакаги. Я снимаю с себя эту должность и передаю Юхи Асуме. Он селен, умен, в 10 лет закончил академию, в 17 стал Анбу, с 30 находился в отряде ликвидации, в 40 стал заместителем капитан Анбу, в управлении которого находился весь отряд ликвидации. Прекрасно разбирался в политике Конохи, не раз выполнял мои личные задания по сбору информации, официально был правой рукой советника Коноха Мэру. Женат, имеет троих детей. Поднял благосостояние своего клана до огромных высот, но при этом ни разу не воспользовался информацией, полученной от меня или Коноха Мэру. По моему мнению, он достоин стать седьмым Хакаги. Речь Наруто произвела большое впечатление. Все по-новому взглянули на сегодняшнее собрание. Многое стало понятно. Первым решил высказаться старейший Наконохи, глава клана Нара, Шикомару Нара все же решалась судьба его ученика. Я поддерживаю решение Узумуки Наруто по поводу его ухода с поста Хакаги, также согласен и с кандидатурой его приемника. Я хорошо научил его думать и анализировать. За Шикой выступили все остальные главы кланов, а также представители Совета Джанинов. Все поддержали кандидатуру Юхи. Затем голос взяла старейшина гражданской части Конохи. А вот я считаю, что Юхи Асума не такой уж идеальный кандидат на пост Хакаги, как вы его здесь описали. Его практически не знают обычные жители, а его силы не знают Генины и Чунины. Мало кому известно, что он руководил отрядом ликвидации. И совсем мало людей знают, что свое богатство он заработал без важной информации, которую собирал для вас, Хакаги, поэтому я не считаю его достойным кандидатом на пост Хакаги. Справедливые упреки, но вы можете предложить более достойного кандидата. Как насчет вашего сына? Или Сарада Учхо? А может, стоит обратить внимание на Наю и Манако? Все они достойны такого поста. По залу быстро прошелся ряд шепотков. Но вставить слово Наруто не успел, его опередила на уже 10 лет как занимающий пост председатель Совета Джанинов, при этом являясь главой клана Яманако. Ная не сможет в ближайшие годы-два занять пост Хакаги. Она беременна. Ждет своего третьего, точнее, третьих, у нее двой не будет. Так что никакого напряжения не надо. Не дам над своей дочкой издеваться. Со всей сторон на удачливую бабушку посыпалось поздравлений. Даже Наруто, уже предчувствуя серьезный разговор, не мог не улыбнуться. Баруто не сможет занять пост Хакаги. Он не заинтересован в политике. Сейчас для него самое главное его дети и восстановление клановых печатей и технику Зума Кинамикадзе. Он официально хочет объединить эти кланы и готовиться к этому. На пост Хакаги ему плевать. На удивление никто не стал спорить с тем, что его сын не хочет занять пост Хакаги. Но буквально через мгновение он понял почему. Значит, у нас остается только Сара Дочиха, талантливый Иренин, сильная Кунаичи, мать, воспитывающая в одиночку двух сыновей и дочь, наследница великого клана Учих с активированным вечным Мангекишеринганом. Она популярна у обычного населения, генинов, все джанины знают о ее силе, как и кланы. Она гениальный финансист и поднявший благосостояние большого клана Учиха. Вот значит как. Синдром Саски или «Все беды от Учиха» снова в деле. Я должен был догадаться, откуда эта стерва брала деньги гениальных финансист. Скорее гениальный интриган. Несмотря на всю мрачную славу отца и непонятки с матерями, она смогла фактически возглавить остатки Учиха, которые собрал ей отец, и сделать из них великий клан. Да, она очень сильная Кунаичи, однако стоит ей только пригрозить смертями кого-либо из близких, как она мгновенно встанет в просящую позу мол, чего изволите, хозяин? В общем, уважать эту без преувеличения сильную женщину я уважал, а вот относиться к ней по-доброму не получалось. И тут даже не в том дело, что она изменила и залетела от другого, когда встречалась с моим сыном, а в ее поведении. Она постоянно ведет себя как стерва, готовая на все ради своей выгоды. Впрочем, таким же был ей отец. Я против Сарады. Снова вставший Шакамар Унара меня обрадовал. Ведь никаких полных доказательств о том, что Сарада именно такая, какой я и представляю, у меня нет. Насколько мне известно, кроме всем известной вражды между кланами Узунки, Хьюга и Вакзаки Юхи с одной стороны и клана Мучиха с другой, есть еще недовольство Акимичи, Нара и Яманака из-за Туманного Чая. Подробности я не буду раскрывать, извините за это. Затем это ей интрижка с юным тогда еще сыном Конохэмро, что буквально взбесило весь клан Сарутаби. А затем это ей дочь с геномом на собаку и практически официальным запретом на пребывание в Суне. И таких подобных им случаев еще очень и очень много. Так что да, ей знают, но знаю не с лучшей стороны. В то время как при Юхиасу никто подобных слухов рассказать не может. Все начали перешептываться, и если старейшина выглядела разозленным, то вот выражения лиц большей части совета кланов понравились Наруто. Они выглядели радостными. Им явно не пришлось по душе идеи попасть под руку этой стервы, которая по-настоявшему любила только своих детей. Хм, пожалуй, в таком случае я поддержу шестого Хакаги и Юхиасуну. Высказавшийся дайми заставил всех приумолкнуть, а затем все заговорили с новой силой. После слова представитель совета Джанина Фрава Цуна. Я работал с обоими кандидатами. Что Юхиасума, что Сарада очень-очень сильны. И в бою оба без раздумий бросаются прикрывать товарищей. Вот только у них разные понятия товарищей. Если для Асумы это все представители Альянса и простые жители, то у Сарады это ей ближний круг и представители деловых партнеров. За обычных жителей она не заступится просто так. Да, не сделает ничего воврет, но без хотя бы просьбы им не поможет. Так что как Хакаги лично меня больше устроит Юхиасума. Все снова помолчали, а затем начали голосовать. Наруто вздохнул с облегчением, когда большинство проголосовало за Юхи. В итоге седьмым Хакаги стал Юхиасума. Ты уверен? Я думаю, она не стала бы радоваться такой вашей встрече. Да и о детях и внуках ты подумал? Как они воспримут такую твою смерть? Думаешь, их в порыве ярости хоть кто-то сможет остановить до того, как они наделают глупостей? Именно поэтому, Шакамару, я тебе это все и рассказываю. Именно ты должен будешь остановить их. А насчет уверенности я уже слишком стар, чтобы надеяться на жизнь, и мне с каждым ушедшим другом все хуже. Я не хочу пережить всех. Из самых первых моих друзей остались только ты, Киба, Дейна. Вот и все, остальные уже умерли. Как и все старшие поколения. И я точно знаю, что у тебя стали отниматься ноги, и даже Иренины уже не способны помочь. У Инны в любой момент может случиться второй инфаркт, а рядом уже не окажется первоклассного. Ирья Нинакиба до сих пор оплакивает Акамару и Тентин. Если бы не мое поручение, я думаю, он опередил бы меня. Но всегда давать ему поручение не выйдет. И хоть сейчас я отправил его на расследование нападения на караван с Джинчирики, затем вы с Юхи отправите его на расследование, и моей смерти больше таких дел не будет. Он отправится вслед за мной, на встречу с Тентин. Как я отправляюсь на встречу с Химатой. Так что не уговаривай, я не останусь. Лучше сообщи, что меня сняли с поста Хакаги за вышедшие из строя мозги и именно этим объясняемое действие. Хорошо, я понял, но тогда почему трава, а не более опасные деревни дожди? Канан и Нагата. Я не могу тронуть деревню дождя из-за них. Понятно, когда мне начать распускать эти слухи. Когда я сверну с выбранного маршрута и направляюсь вместо его в траву. И не медли, но и не спеши, а как бы проговорись случайно, знаю и знаю. Тогда удачи. И надеюсь, что перед этим ты успеешь с всё, чего добился долгими тренировками за эти годы. Я всегда рад называться твоим другом. Знаю, я также горд называть тебя другом. И надеюсь, что ты сможешь удержать Канаху от войны после того, как я умру, до того момента, как Асума полностью возьмёт власть в свои руки. И прошу, присмотри за Каной. Она окончательно перестала слушать своего отца, да и меня уже начинает игнорировать в мелочах. А у тебя внук и внучка такого же возраста, как Шёлковый ходит. Ха-ха-ха. Представь, ты уже пятый, кто обращается ко мне с такой просьбой. Но тебе, в отличие от других, я не откажу. Я присмотрю за твоей младшей внучкой. Спасибо, старый друг. И прощай. Бывший Хакаги быстро, очень быстро покинул Канаху. Он соврал своему другу, что сначала двинется в сторону Ивы под охраной отряда Шинобе, как раз направляющегося туда как бы. Пускай я так и не смог переиграть тебя в шоги, мой гениальный советник, но вот собрать информацию о том, что в тот отряд почему-то вошли только добровольцы, причём в основе все не очень сильные джанины, было просто. Я благодарен тебе за старание поддержать меня, но вот вести на убой целый отряд профессионалов я не могу себе позволить. В почти неминуемой Пятой мировой войне, Канахе, как и Альянса в целом, понадобятся такие бойцы. Поэтому я постарался как можно быстрее оказаться на границе с травой. Хм. Какое чувство свободы, а ведь я иду разрушать и убивать, ты идёшь защищать мир и покой многих. Если сейчас ты полностью уничтожишь траву, то Пятая мировая, которая будет во много раз разрушительнее и смертоноснее тебя, возможно, пройдёт мимо вообще, а возможно, наступит намного позже. Вот-вот, слушай кису, Наруто, она дело говорит. Ты идёшь уничтожать вражеских шиноби, а не мирную деревеньку, если побуянишь с постами, то вообще можешь не задеть мирных жителей, а все шиноби-травы к тебе сами сбегутся. Пускай этот ян этот нахвостый получит у меня за такое обращение ко мне, двухвостые кошки-демону, но он прав. Тебе вовсе не обязательно уничтожать мирных жителей, достаточно только уничтожить шиноби, а дальше малые страны сами сожрут эту деревеньку. Спасибо, друзья. Спасибо за то, что вы всегда меня поддерживаете. Наруто уже перешёл границу с травой, когда Ку-Куау, Пятихвостый, самый лучший сенсор, почувствовал приближение огромного, не меньше двух сотен, отряда шиноби-что же, это только на руку. Не придётся искать посты шиноби-травы. Быстро перейдя в режим отшельника и в режим хвостатого, Наруто начал готовить девять огненных рассенсорикенов, в то время как два клона практически самостоятельно отделившиеся от его тени создавали совместную технику воды и молнии. Всё же он за практически столетия многому научился. В результате, когда на ветке деревьев недалеко от него прыгнули сразу несколько шиноби, он запустил в них только три огненных рассенсорикена. Однако и этого хватило с лихвой для того, чтобы уничтожить оказавшихся неготовым к нападению шиноби-травы хин. А ведь это не шиноби-травы, точнее, не только они, там мелькали символы Стран Мороза, Демонов, Луны, Источников и ещё нескольких стран. Тем временем вопишивших от вида миниатюрных огненных тайфунов шиноби понеслись остальные рассенсорикены. Наруто даже несмотря на результат техник начал складывать печать в освобождении воды и одновременно готовить технику на основе ветра, придуманную лично им, его небольшую гордость, футан, морозный ветер. Вместе с водой эта техника получалась очень похожа на техники клана Юки. Честно говоря, Наруто придумал эту связку в память о первом убитом им шиноби. Как только огонь начал гаснуть, Наруто запустил сначала связку воды и молнии. Это было дико пускать воду в только начавший заканчивается пожар. Пар, динамические взрывы, сверки молнии, клубящиеся водоворотами вода. Идеальная смертельная ловушка для не успевших понять, что происходит, врагов. Кокуау, сколько ещё врагов ты чувствуешь? 73 двигающиеся чакры под тем болотом, что ты устроил. Пытаются выбраться на поверхность ещё 42. Значит, минус 85. Неплохо. Договорить покойные ему не дали появившееся облако ядовитого газа. Вот оно как бывает. Скорее всего этот отряд шёл за его головой, а теперь сам попался. Интересно, как они узнали, что Наруто сегодня уйдёт из деревни, по идее, неспешно направится на встречу с отрядом охраны. Предательство или шпион только так, и хуже всего, если оба. Ядовитые облака тем временем практически достигли Наруто, в него полетели синбоны со взрывстёгами вот только он успел раньше. Активировавшаяся печать освобождения воды ударила подобно штормовой волне по аду и скрывающимся под его перекрытием шиноби. А затем в воду полетела техника морозного ветра. Вода превращалась в лёд, но неравномерно, а как бы гирляндами, и эти гирлянды льда ломались от давления воды и летели, словно маленькие злые пчёлы. Я же начал опять создавать ресенсюрикены, только без подпитки магмой, а также призвал печать абсолютной защиты, которую когда-то мне установила, постаревшая, но всё ещё счастливая Карен. Она так и не смогла выбросить из головы Саски, да, у неё не было ни внуков, ни детей, зато она смогла всю себя посвятить воспитанию чужих детей, например, детей Саски. Честно говоря, этот идиот у меня до сих пор вызывает двойственные чувства. Во-первых, его измены Сакури это вообще моё сознание отказалось принимать. Я, когда узнал об этом, просто молча врезал ему и ушёл, и наверное где-то год вообще не общался с ним. Тогда так многие с ним поступили. Это явно пошло ему на пользу, по крайней мере слухов о том, что он изменяет Сакури, больше не было. Во-вторых, его дочь как он смог поломать ей жизнь, не издеваясь над ней, мало кому понятно до сих пор. В-третьих, этот гад попытался занять моё место, как только порядок в деревнях Ариянса был наведен. Нет, вы только вдумайтесь, прийти к действующему Хакаге и сказать, чтобы он освободил местечко и дал управлять деревней ему. Ну и всякой другой мелочи хватало. Я помню, как на 18-летие Сарады мы с Хинутой прийтили их на три недели у себя. Я имею в виду Сакуру, Сараду и маленького Итачи. Они просто уже не могли жить с ним. Были у нас, пока Саски не ушёл на очередную миссию, где неожиданно для всех скончался от яда нового призывателя Саламандр. Ну ладно, плевать мне теперь на семейство Учхо, а вот Карин до сих пор жаль. Познав большинство Таинфуинджуцу, она решилась на эксперимент. Печать абсолютной защиты без жертвы вот только она ошиблась в расчётах, и сама стала жертвой, пускай и непосмертно, но быть Шиноби она уже не могла, а я, как единственный и неповторимый ей лабораторный кролик, получил универсальную защиту от простых атак. Пока Наруто вспоминал хитросплетение дружбы и вражды с семейством Учхо, защита отразила более сотни синбонов со взрывтегами. И тут, пробивая защиту, ударил какой-то луч. У Зумаки было больно, и плечо, пробитое насквозь, горело адски, левая рука не шевелилась. Он получил память всех отправленных в лес неподалёку клонов. К встреченному им отряду спешило подкрепление, сейчас сильно уменьшившееся в численности подкрепление. Вот это было уже плохо. Курама, Мика Наруто в образе леса димана запусками не беджудом и вошалевших врагов. Взрывы гремят повсюду от него на многие метры, огненные хвасты просто сметают и сжигают всех, кто окажется поблизости. Но случается то, чего он совсем не ожидал. Амато Рассо. Чёрное пламя Учхо. Превозмогая чудовищную боль, Наруто посмотрел туда, откуда подошло подкрепление к врагу, и откуда по нему ударило такое знакомо дикая Амато Рассо. Как он и предположил когда-то, Учхо не умер неизвестно где, он, как все его родичи, выждал момент, и спровоцировал новую резню. Чёртова кровожадная тварь, не заслуживающая жизни. И ей ещё смело прикать в чем-то его дочь. Теперь на фоне всех своих родственников она выглядит просто образцом благочестия. Удерживать форму Лиса Наруто уже было не в моготу, но вот использовать её на одну большую Биджу дому вполне. Раз. И мощная, совсем не напоминающая прошлые маленькие шарики, бомба Биджу ударила по подлеску, где стоял самый упорный и самый ненавистный для Наруто противник. Жаль только, что Учхо это не убило. Вон он стремительно несётся к Узумаке со своей любимой чадарибохом молнией. А тот падает в воздухе, на высоте около 20 метров от ближайшей верхушки деревьев. Всё же Наруто постарел, так подставиться раньше он мог только специально, а теперь пробившая его грудную клетку объятая молниями рука стала сюрпризом, вот только не ясно, приятным или нет. Ведь теперь Наруто ничего не мешает использовать эту печать. И он избавит этот мир от последнего, как он искренне надеется, истинного Учихи. Печать 9 Биджу, путь разрушения Биджу дому. Миг. И вместо Кокона абсолютной защиты появляется огромная бомба Биджу. О, даже умирая он слышит отчаяние в крики Саски, и это его дико радует. Миг тишины и покоя. Миг перед смертью. Как же он длинен и одновременно короток. Бух. Шикамару смотрел на огромную воронку от очень мощной техники. Глубина кратера составила более 600 метров, радиус 2,5 километра. Интересно, что заставило Наруто применить такую технику здесь? В том, что это был Наруто, Шико не сомневался. Больше просто некому было это сделать. Нара, Инузука, идите сюда, у нас, кажется, свидетель этого беспорядка. Позвавший их Миги, как обычно, обращается к ним по фамилиям, но в этот раз Шикамару не обращает на это внимания, гораздо важнее информация от возможного свидетеля. Гораздо важнее его авторитета у этой женщины. И, кажется, Сарутаби уже расколола пойманного Шинаби. Я у нас с братом есть одна способность. Все, что видит он, могу увидеть и я. Для этого мне надо только закрыть глаза и сосредоточиться. Командир отставил меня на месте привала, сказал, что не доверяет этому союзнику малых деревень и сказал, что если что-то случится, нужно передать Каге результат этой необычной стычки. Необычной? В каком смысле? В месте, где началась стычка, должен был находиться специальный отряд, к которому мы шли на усиление, потому что намечалась очень опасная цель для них, и союзник отправился в этот раз с нами. А тут с их стороны раздается сигнал обнаружения цели. Но мы и направились к ним, чтобы проверить и объединить отряды наконец. А вот дальше грохот взрывов, этот старик, запускающий в нас площадные техники ужасной силы. Наш союзник как его увидел, расплылся в широкой улыбке, сказав, ты действительно самый непредсказуемый Шинаби, Наруто, закричал, а матерасу. Из его глаз наставшего огромным девятихвостым лисом старика опалилось черно-пламя. Этот монстр повернул в нашу сторону голову и выпустил большой черный шар. Больше я ничего от брата не видел. От спустя миг огромная черная сфера образовалась в той стороне и рванула вот и все. Целью отряда был шестой Хакаги Канохи. Кто ваш союзник? Да. Про союзника ничего не знаю, кроме того, что он выглядел как старик с одним ухом и красными глазами. Все слушавшие этот допрос переглянулись между собой. Саски Учхо? Скорее всего. И если это так, становится понятым, как они узнавали о наших планах и почему в последнее время Сарада ходит с опущенной головой. А Наруто, он, мертв. Погасла специальная печать, которую, отправляясь в камень, он не оставил. Эта поездка изначально задумывалась как приманка. Поэтому он и сложил с себя обязанности Хакаги. И целую неделю после этого провел с семьей и кланом. А в последний день навестил кладбище. Он собирался одним махом уничтожить врагов, но, как говорил, словно чувствовал, что это будет его последняя схватка. И оказался прав Саски. Видно, это действительно судьба. Так получается, он, быстрый взгляд на кратер, в котором уже начала скапливаться вода, обещая в скором времени превратить его в озеро. И испытующий взгляд на двух стариков. Вполне мог пожертвовать жизнью, чтобы уничтожить Саски. Значит, они оба мертвы. Мне бы очень хотелось в это верить, но надо убедиться в том, что Саски действительно мертв. Мы уже один раз поверили в то, что он умер и что в итоге. Хакаги погиб в бою с ним. Надо будет уточнить все это, причем кроме совета кланов с седьмого Хакаги и Сара-Доучха. Отвлекшись от разговора, все посмотрели на подскочившего к ним Барута, который по идее должен был оставаться в Канохе. Дядя Шакамару, беда. Мизукаги был ранен в ходе покушения на его жизнь, произведенного Шиноби из Страны Когтя. Страна Волны непосредственно Деревни Тумана просит Альянс начать согласно условиям союзных договоров войну со Страной Когтя. Глава клана Нара вздохнул и посмотрел в небеса. Наруто, ты мне казался всегда немного глуповатым, но вот интуиции твоей я завидовал всегда. И вот и сейчас, ты пошел и уничтожил гниль Канохи, не увидел как твой Альянс, созданный с целью остановить войны в мире Шиноби, сам развяжет Пятую Мировую Войну. Пускай ты и понятия не имеешь о двух попытках Сарады отравить тебя, но ты ей никогда не доверял. Как, впрочем, и я, предотвративший их. И если бы не долг крестного в защите, узнав о смерти Наруто, Шикамарус проводил Сараду от излишне взволнованной Канохи в качестве посла в Туман, а сам отправился на место сражения для расследования. И на нее в Тумане нашли доказательства враждебных действий против Альянса союзом Малых Деревень. Уж тут она, истинная учиха, любительница крови и боли, не упустит своего. А значит, со стороны Канохи у Тумана будут все гарантии участия в войне, а если учесть, что и песок, и камень сейчас просто мечтают отомстить малым деревням Шиноби Пятой Мировой Войне быть. Неизвестно где и когда. Вы должны оставить эту душу в покое и уйти назад в мир живых. Нам этого больше не надо. Мы хотим покоя и не хотим больше смертей своих носителей. Но вы должны быть. Иначе прервется очень важный нить. Но в некоторых измерениях ведь нас нет. Почему бы этому измерению не стать таким? Но вы были в нем. И если вас не станет, у меня есть предложение. Слушаем тебя. Вы отправляетесь в измерение, где раньше вас не было, и живете там. Там вас никто не сможет сделать своими носителями, ведь им этого просто неизвестно о факте вашего существования. Но нам нужен носитель. Чтобы не буянить. А иначе те найдут способ запечатать нас. Пошли с нами душу Наруто, если он там есть, заменя его нынешнюю душу. Он станет нашим носителем, а затем найдет тех, кому сможет передать нас так, чтобы носители уважали нас и жили долго. Иначе все просто повторится. Это вне правил и законов. Я не... Иначе мы никогда не оставим Наруто и сгинем в небытие вместе с ним. Хорошо. Шантажист у малолетней. Вот уж не думал, что на том свете есть птицы. Едва разлепив глаза, я, со все возрастающим удивлением, огляделся. Небольшой лесок, в котором поют, разбудившие меня, птицы. Недалеко услышаны голоса людей. А здесь не так уж и плохо. Ха-ха-ха, ой, умру от смеха. Наруто, ты не на том свете, лучше внимательнее присмотрись к себе. Курама? Да и смех остальных явно слышен. Это что за? И тут я посмотрел на себя так ладно, спокойствие какое спокойствие. У меня снова оранжевый костюм, как в детстве. Какого фига здесь творится? И руки мелкие, и я сам по ощущениям мелкий. Что за подстава? Ой, мой живот. Наруто, хватит, умоляю успокойся мы все объяснимой, живот от смеха болит. Объясняйте немедленно. Что? Здесь? Происходит? Мы договорились с шинигами. Это не твой мир, там мы все погибли. В этом мире раньше никогда не было биджу, поэтому он отличается от твоего очень сильно. Но, мы здесь живы. Поэтому воспринимай эту новую жизнь, как подарок от нас. И не вздумай кричать, что недостоин, у нас есть и условия к этому подарку. Ты находишь нам новых носителей, но таких, которые не будут использовать нас в качестве оружия. По крайней мере без нашего согласия. Мда я даже не знаю что сказать. Такого я точно не ожидал. Но я постараюсь, дайте бы, найти вам лучших носителей из всех, которые у вас были. Я отблагодарю за новую жизнь. А теперь пойдем посмотрим, что мы имеем и где именно мы оказались. Быстро выйдя из леса, Наруто невольно замер. Перед ним лежала Кынаха, но не та Кынаха, которая осталась в другом мире, а Кынаха, из его детства. Такой она была допеяна, да что там, до нападения Рачимару и Песка. Интересно, а сколько мне лет? Выгляжу на девятьдесять, но так я выглядел до самого выпуска из Академии. Голодное и неуютное детство сказывалось. А вот еще вопрос, Наруто словно громом поражен и замер на месте. С места, на которое он вышел из леса, открывался чудесный вид как на Кынаху, так и на скалу с лицами Хакаги. И вот увидев последний Наруто и замер. На скале было пять лиц. Пять. Пятым было лицо бабули Цунади. А четвертым. Четвертым было лицо его отца, Минатана Микадзе. Неужели в этом мире его родители погибли? Но ведь никаких биджу в этом мире не было. Но были Учхо. Точно, его родители погибли не по вине Курамы, хотя и от его лап, а по вине Учхо. Черт. 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 Слезы невольно начали катиться из глаз. Почему в его детстве всегда мрак и отчаяние? Почему его ненавидят? Наруто, наконец-то я тебя нашла. Ну, сейчас ты у меня гребешь. Раздавшийся из-за спин женский голос заставил сердце пропустить удар. Он уже слышал этот голос у себя во внутреннем мире, когда учился управлять Чикрой Курамы. Голос Кушины Узумуки. Мама, неожиданно обнявшие его руки, были руками мамы, Наруто прожил практически сто лет, но даже так, сейчас он ревел как простой одинокий ребенок, который вдруг нашел свою маму. Ну, хватит плакать, подумаешь, не получаются у тебя эти техники, это ведь не конец. Посмотри на своего отца. Он был Хакаги пока его не отравили, и теперь он не может использовать Чакру. Но он ведь не сдался из этого и теперь управляет магазином печатей, которые делаем мы вдвоем. Он рисует и делает заготовки под печати, а я напитываю их Чикрой. Итак, заметь, получается даже быстрее, чем у обычных Шиноби. Так что не расстраивайся, все у тебя в жизни будет хорошо, ты только знай, что мы с отцом любим тебя любого. Даже не Шиноби. Мама и папа живы. Черт, как хочется плакать от счастья. Но нельзя расстраивать маму еще сильнее. Пускай сейчас она и думает, что я реву, судя по всему, из-за заваленных экзаменов, но это не может продолжаться слишком долго, иначе она будет беспокоиться. Но все же, мои родители живы. Я счастлив уже от этого. Пойдем домой, Наруто. Мы приготовили праздничный стол, или ты совсем не заботишься своей маленькой сестренке, у нее же заболит животик, если она столько скушает сладостей, сколько мы приготовили. У меня есть сестра? Знаете, хвастоты, а мне этот мир начинает нравиться. И я ни капли не жалею, что попал сюда стоп. Это что получается, я снова смогу напинать саски? Увидеть Химату? Блин, хвастоты, да за этот подарок я еще очень и очень долго не смогу заплатить, поэтому буду искать вам самых лучших носителей из всех возможных в этом мире. Идем я не хочу, вредить сестренке. Это все, что я смог выдавить из себя сквозь слезы и душившую меня радость от обретения семьи. Дом, в который отвела меня мама, находился на окраине Канохи, недалеко от кварталов Нара и Яманука. Выглядел он как небольшой двухэтажный особнячок, выполненный под старину. Загнутая крыша была покрыта красной черепицей. Вокруг домика росли кусты шиповника и малины, закрывая обзор на внутренний дворик, на котором росла Сакура. Наруто улыбнулся, в оставленном позади мире, первый дом, где они с Химатой жили вдвоем, был практически копией этого домика. И теперь приятные воспоминания об этом чудесном времени, когда Цунади добивалась признания его, как Хакаги от совета, а они проводили время после свадьбы с Химатой только вдвоем. Это были, пожалуй, самые беззаботные и радостные дни за всю его жизнь. Нет, и потом были моменты, а бывало ли целые сутки, такими же радостными и светлыми, но они были перемешаны с темными или просто серыми воспоминаниями и чувствами. Так что домик в колючих кустах для него был поистине светлым образом. И вот этот снова дарит ему свет и радость. Он будет здесь жить вместе со своей семьей, со своими родителями и младшей сестренкой. Как же сейчас хорошо он себя чувствовал, такого с ним не было уже очень давно, наверное, около 15 лет, с момента, как ему сказали, что у него родилась третья внучка. А затем были похороны Химаты. Нет, вот эти мысли пускай идут прочь, сейчас все хорошо, он живет вторую жизнь. И даже если здесь Химата не любит его, он найдет способ заставить ее полюбить себя. И они снова будут счастливы вместе. За всеми этими мыслями о том, чего надо достичь, он даже не заметил, как прошел вслед закушенный внутрь дома. Внутри было очень чисто. Привыкшись за последнее время к дому, где живет куча маленьких детей и шумных подростков, Наруто, честно говоря, уже и не помнил, когда он дома видел такой же порядок. Кроме того, Наруто обратил внимание на развешанные по стенам дома в отдельных рамочках различные печати. Тут были простые взрыв тиги, и печать элементов, и даже печати гинджутсу. Причем выполнены они были разными людьми. Как ставшим мастером этого направления, Наруто мог точно сказать, что здесь висят работы двух учеников в этом направлении. Скорее всего это удачная работа его и сестры. Анисан. Где ты ходил? Все уже давно готовы. Мы ждали только тебя, а тебя все не было, и не было. Мама даже пошла тебя искать. Почему ты сразу к нам не пришел? Маленькая, наверное, лет четырех-пяти, соломенная волосая девчонка, состроила обиженную мордашку и надулась. Нда. Сестренка. А ведь и правда похожа им из ней. Явно видно, что она такая же непоседливая и проказливая, каким был и я в детстве, да. А ведь мне придется, либо играть роль мелкого пацана, шебутного и непослушного, либо резко повзрослеть. А почему бы и нет? Проваленные экзамены и, наверняка последующая за этим насмешки, дадут мне отличный повод повзрослеть. И это отлично, так как играть в детство у меня может плохо выйти. Опять расстроился из-за своего контроля. Но ведь печать и тебе он, в отличие от папы, не мешает делать, так что не расстраивайся. Ты очень хороший. Вот. Ты сам видишь, у тебя есть талант, просто именно в нинджутсу и гинджутсу успехов пока нет. Я уверена, и в будущем, приложив такие же усилия, которые ты направил на фуинджутсу, ты сможешь и в этих областях добиться успеха. Мама грозно посмотрела на сестренку и пригласила всех к столу. Вечером в дом у Зумаки, когда всех детей отправили спать, а Минато ушел чертить печати, к своей подруге заглянула Микото Учхо. Как он, Кушина? Плохо, Микото. Очень плохо. Вчера, после экзамена, я его целых три часа искала по всей Канохе и нашла его щем в лесу напротив реки. Он очень сильно переживает о своей «никчемности» в основных дисциплинах Шиноби. Он так хотел быть похожим на отца, стать Хакаги, как он найти самую лучшую девушку и жениться на ней. Иногда, его пожелания очень сильно смешат меня, а вот Минато спокойно их подтверждает и всячески старается поддержать его, и Айу. «Скажи, тебе Саски ничего не рассказывала о том, как к Наруто относятся в Академии? Просто, если его еще и там достают? Я боюсь за него, Микото. Он совсем забывает о том, что многого достиг в искусстве печатей, или забывает про довольно высокий для его возраста уровень владения тайджутсу. Поэтому я и просила тебя поговорить о Наруто с дочерью. Мне совершенно не хочется, чтобы из-за каких-то болванов мой сын натворил глупостей, способных испортить всю его жизнь. Понимаю. Моя младшенькая влюбилась в этого гордеца Наджих Юга из побочной ветви, так теперь совершенно не знаю, как поступать с ней. Айтачи и вовсе учудил. Ты только представь, он привел в дом девушку. И ладно бы без клановы или вообще не Шиноби, так нет, он привел домой Хануинузука, дочь Цуны. И утверждает, что нашел свою единственную и неповторимую. Как тебе это? Хотя, Итачи действительно может это себе позволить. Фугаку души не чает в своем старшем сыне. И для него главные критерии выбора невесты для сына, чтобы была красивой, здоровой и не было про нее никаких слухов. Да уж. С Саски все очень плохо выглядят. Побочная ветвь, а насчет Итачи, Хана замечательная девушка, я иногда даже забываю, что она из этого агрессивного клана. Она очень добрая и заботливая, кроме того, в клане она занимает должность Ирьянина, а ты сама знаешь характер у Ирьянинов и музыка более мягкий. Так что, не воспринимай ее так серьезно и вдобавок, неужели ты хочешь, чтобы твоего сына гения крутила как или нибудь девушка вроде той Жанка Митарыши? Не дай коми. Вот этого я точно не вынесла бы на Яфониха, но даже кажется практически идеальной кандидатурой в жену для Итачи. Нда. Ценность всего познаются в сравнении. А насчет Наруто, дочь ничего особенного не говорила, кроме того, что он постоянно пытается превзойти всех и за этого выставляет себя дураком. Поэтому над ним на уроках часто смеются, но, как она сказала, намеренно его никто не обижает. Смех иногда бывает острее и бьет больнее клинка. Особенно болезнен для мальчиков смех девочек. И уж мы с тобой должны это прекрасно понимать. Я рассказала ей обо всем этом, а также сказала, использовать его только против того, кто ненавидишь, иначе ты никогда не сможешь прослыть с хорошей девочкой. И многие мальчики, а в особенности честные Хьювы, не станут с тобой дружить из этого. Знаешь, по-моему, она тогда сильно испугалась и больше делать так точно не будет. Эх, и почему она влюбилась в этого Хьюва, лучше влюбилась бы в того же Шакамару, или твоего сына, а так я никогда не позволю клану Хьювы нанести печать подчинения на свою дочь, а они никогда не позволят одному из своих гениев покинуть клан. Это для нее будет очень печальный опыт в любви. Кстати, завтра ведь пересдача экзаменов в Академии, как думаешь, твой сын на этот раз справится, или опять провалит экзамен? И зная его, я даже не знаю, что будет лучше для него. Провалить экзамен и стать ремесленником, скорее всего никогда не узнающим, что такое убийство. Или пройти его и стать убийцей. Он ведь такой добрый в душе, что я если честно даже не представляю, как он сможет убивать. Кушина замерла с открытым ртом, вот такого она не ожидала. Услышав таких выводов от матери теперь уже точно двухшиноби. Причем очень логичных и правильных выводов, очень верно описывающие ей сына. Излишне добрый и доверчивый. Кушине если честно тоже было трудно представить, его убивающим хладнокровно, как того требовала профессия шиноби. Он сам выберет. Это его жизнь и судьба. Мы не имеем прав решать за него. Да, тут ты права. Ну ладно подруга, пойду я домой. Удачи твоему сыну на завтрашних пересдачах. Пока. Тем временем в комнате Наруто происходил еще один разговор. Наруто, мы тут сделали осмотр твоей системы чакры. И с ней что-то не так. Она не приспособлена под вашу чакру. Нет, нашу чакру она выдерживает, хотя и не в полном объеме. Важно другое. Кто-то из Хьюб поставил на тебя блокиратор контроля чакры, причем настолько искусный, что думаю даже Цунади не заметила его. Его главная особенность заключается в том, что когда ты напрягаешься для какой-либо техники у тебя начинаю резонировать танкетцию техника у тебя не получается. Вы можете убрать это. Да. Но тебе будет больно. Так что возьми, что-нибудь в зубы и сожми их. Заниматься тобой мы будем до самого утра. Так что терпи. И еще Наруто, хоть Курамо и убеждает подождать с рассказом тебе, но я думаю это неправильно. Твои гормоны, они сейчас характерны для 12-летнего пацана и никакой разум их не остановит. Наоборот в некоторых ситуациях взрослый разум наоборот еще только хуже сделает. Поэтому подготовься к тому, что ты начнешь обращать внимание на девушек и девочек. И я советую тебе найти дом красных фонарей, где ты будешь спускать пар. А иначе у тебя просто в один момент снесет крышу, и даже мы, уже ничем помочь тебе в таком случае не сможем. То есть вы советуете пойти мне к женщинам? А как же хима-то? А ты готов ей уложить в постель в ближайшие полгода? Конечно нет, как минимум до 17. Еще 5 лет. Значит вы даете мне максимум полгода? Однако. Ха-ха-ха. Представляю морду Джерая, когда он об этом узнает. И лицо мамы. Черт, она же на мне живого места не оставит, если узнает, что я в ближайшее время собираюсь сходить в дом красных фонарей. Придется делать все в большой тайне. А разве в подобном деле может быть иначе? Ладно посмеялись и хватит, приготовься сейчас будет больно. Едва Наруто успел засунуть в рот деревянную ручку, как его начало буквально выгибать от боли. И так его выгибало и скручивало на протяжении всей ночи. Утром Наруто едва смог подняться. Однако от этой ночной пытки польза была не только системе чакры. В голове ныне 12-летнего пацана прошла хорошая трясучка, уложившая мысли и чувства блондина по полочкам. И теперь, впервые как зашел в дом, он первым делом оглядел окружающую обстановку на предмет опасностей, ценностей и наличии бывших увлечений. И надо сказать был сильно удивлен. В комнате стоял деревянный стол, две обычные табуретки, один простой стол, у которого не было даже тканевого покрытия, массивная, но грубая кровать, небольшой шкаф, в котором висело два оранжевых костюма и несколько разноцветных футболок и шерт, вот собственно и вся мебель в комнате. Главное, что в комнате привлекало взгляд, это был мольберт и небольшая стопочка чертежей рядом с ним. Быстро просмотрев их все, Наруто понял, что его хобби судя по всему было либо только создание печатей, либо создание новых печатей и тренировки в искусстве Шиноби, если судить по спрятанным под кровать наборам сюрикенов и кунаев. Скорее всего второй вариант. Но обратил внимание на уже законченные эскизы печатей, среди них было несколько довольно интересных и абсолютно оригинальных для меня. Например, печать, судя по символам, выпускающей вонючий газ, который как я прекрасно знал из серии опытов, проводимых мной для создания морозного ветра, стремительно охлаждал воздух. То есть кроме неприятного запаха, противник получал еще и легкое обморожение. Или печать в маскировке, заставляющая судя по всему свет искажаться в определенной маленькой области, из-за чего Шиноби применившие становится невидим для глаз. И хотя эта печать на самом деле полный бред, а если эту печать поставить на ловушки или препятствия? По-моему это гениальное изобретение специально для ловушек и лагерей. Об этом я не подумал, но если взглянуть на дело с этой стороны, то эта печать и правда, очень полезна. По запаху и чакре хорошую ловушку найти практически невозможно, а вот визуально иногда бывает просто. Но вот с этой печатью визуально ты никогда не найдешь ловушку. Братик, ты сам проснулся? Вошедшая в комнату сестренка заставила отвлечься от мыслей о гениальности здешнего меня. Вспомнив мимолетом, что вчера она мне показалась точной, только более юной, копией моего девчачьего образа Хинги, то теперь присмотревшись к ней на свежую голову, я увидел различия. Во-первых, это волосы, они хоть и соломенного цвета, однако больше напоминают мои отца волосы, короткие и на вид хрупкие, а значит, что даже когда она подрастет, ей прически будут напоминать скорее темари, чем копировать мамины. Во-вторых, это зеленые мамины глаза, в то время как мой клон всегда старался сделать их голубыми как у меня. В-третьих, более высокий лобик, и хотя с возрастом, возможно, это пройдет, сейчас она мне напоминала молодую, очень молодой темари. А ей белая одежда, наподобие того платья, что носит мама, еще больше усиливала впечатление о ей схожести с темари. Анисан, пойдем завтракать. Заняться своими печатями сможешь и потом. И вообще сегодня день переэкзаменовки, подготовься получше, а то мне больше неохота видеть твою грустную морду, как вчера. Пойдем. Выйдя из комнаты, я подумал, как же похожи эти миры по отношению ко мне. Что в одном, что в другом меня считали неудачником и слабаком. И пускай различий в этих мирах есть, но их немного. Так идя по коридору и лестнице вслед за сестренкой, я не переставая думал о разнице миров и совершенно упустилась в виду очень важную деталь. То как мало у меня информации об окружающем меня мире. В полдень придя на переэкзаменовку в ни капли не изменившейся академии я был удивлен количеством учеников, сдающих ей тому, что среди них есть знакомые лица. Вот например, что здесь делает Хана Бехюга, младшая сестренка Химаты. Или вон сидит Киба с черным щенком и тугой повязкой на груди Киба девушка. Да ну, бред. Это наверное его сестра. Больше я никого из знакомых не увидел, разве что вон тот парень на первом ряду, волосами очень похож на Сакуру. О, входит экзаменатор и ладная рука, принимается как учитель и экзаменатор на все сто процентов. Ладно допускаю, что это сволочь Мизучи еще не раскрыли и он остается преподавателем. Но что здесь делает Арчимару? Он что тоже учитель академии? Не верю. Однако судя по поведению других он им прекрасно знаком и они его не так уж и боятся. Ха-ха-ха. Хе-хе-хе. Угу-гу-гу. Буха-ха-ха. Муха-ха-ха. Тем временем мой внутренний мир сотрясался от хохота девяти биджу, вот под лицем смешно, а я сейчас не знаю, что делать. Потому что все мои инстинкты прямо кричат о том, что этот тип опасен и надо как можно быстрее его прихлопнуть. Наруто, ты только представь Саски уходящего на учебу к Арчимару назад в Академию Шиноби. Эээ. Нда. Забавная картинка, но не понимаю с чего над ней надо так ржать. Так успокоились быстро, экзамен начинается. Вначале хочу сказать вам, что это для вас всех последняя попытка сдать экзамен на Шиноби и получить протектор Канохи. Кто провалится сегодня, больше никогда не сможет стать Шиноби. Черт, начал лекцию именно Арчимару, значит он здесь самый главный из трех преподавателей. Это плохо. Но не хочу я ему ничего сдавать и все тут. Вначале думаю, справедливо будет позволить сдать нашему ушибленному другу, который теперь точно может сказать, чем отличаются удары учих от ударов Синджу. Сакура и Харуна, прошу, продемонстрируйте, хоть на этот раз, нам свои техники, а то в прошлый раз мы видели только быстро летящую тушку, со стороны женских раздевалок летящую за мечу. Харуна. Это что брат Сакуры? И она его не убила за подглядывание за девушками? Вот это да. Наруто, ты сидишь. Курама, ты чего это такое спрашиваешь? Что на этот раз ты задумал? О, великий шутник. Рассказать тебе страшную тайну этот парень и есть твоя первая любовь Сакура Харуна. Что? Чего? Ну это уж перебор, хочешь снова поплавать в море или с несчастной? Наруто, успокойся. Курама говорит правду, от этого парня идут такие же волны колебаний и чакры, как и от Сакуры, а они индивидуальны для каждого, даже у близнецов, знаю, знаю. Не бывает похожих волн чакры и даже у единомышленников они отличаются друг от друга. И так получается этот парень Сакура, а тогда та девчонка? Без сомнения Киба. Черт. Вот это неожиданно. Интересно, а есть еще кто-то из знакомых, кто поменялся полом? Мозги кипят. Киба девка, Сакура, парень. Да только от осознания этого мозги закипают, и из ушей валит пар. Пока я отходил от шока от осознания разности этого мира с моим родным. Реальность наверное решила окончательно меня добить. Сакура быстро сложив хинги, перестал перед всеми в образе Сакуры. По крайней мере для меня этот образ был именно образом Сакуры. Причем его образ был точной копией моих секси-джуцу, то он есть образ был без одежды, прикрывая самые смущающие места легкими листочками. Даже не облаками, а маленькими листочками. В дом красных фонарей придется идти в ближайшие недели. А если такое еще повторится, то в ближайшую ночь. Знаешь Наруто, по моему мнению тебе досталось сильно озабоченное тело, уж больно быстро эти гормоны у тебя производятся. Так Сакурай, оно быстро убрал это непотребство, ты плохо влияешь на членов комиссии. Арчимару среагировал очень быстро на фонтаны крови из носа мезучей руки. А вот то, что последовало за этим окончательно показало, что данному миру я не нравлюсь. Быстро вали отсюда, Сакурай сдал. Следующая пойдет Хиноби Хьюго Хиноби, так понятно Хиноби, если ты не выйдешь, то без вариантов провалишь эту попытку и тогда то, что ты перескочила через класс, уже ничего не поменяет. Как ты думаешь, твой отец сильно обрадуется, что его единственная дочь и наследница клана, не смогла сдать простой экзамен? Все я больше ничего слышал Хиноби, единственная дочь Хиаши. Это значит, что в этом мире нет Хиноты, моей жены черт. Но почему так? Мне дали семью, но забрали любимую. Почему со мной так обращаются? Наруто, а ты не думал, что даже если бы ты нашел здесь Хиноту, она была бы не той Хинутой, которую ты любил? Может это не просто так? Может даже хорошо, что ей в этом мире нет, заткнитесь. Прошу пока заткнитесь. Сейчас мне очень плохо, но я понимаю ваше мнение, я не говорю, что согласен с ним, но и изменить уже ничего не могу. Просто ну не могу я просто так воспринять информацию о том, что моя любимая девушка не существует или уже умерла в этом мире. Просто не могу и все. Поэтому просто помолчите. Весь оставшийся день далее я помню только урывками. Как сдавал экзамен. Как ходил, гулял по канухе. Как смотрел на кладбище канухи на могилу Джирая и Хирузена. Как плевал на могилу Данза. Как нашел магазин с алкоголем. Как давал в глаз одному из бойцов Анбу, почему-то пытавшемуся остановить меня от Чугато. Как бегал по деревне от Анбу. Как целовал Тентин и Шазуне, встретив их около Ичирыку. Как бегал по деревне уже от Пятой Хакаги, которая явно пожаловалась на меня. Как случайно залетел на горячие источники, где в это время купались девушки примерно возраста моего тела, при этом я поцеловал троих из них. Точно помню, что целовал троих, а вот их лиц темное пятно. Черт, да у меня даже после сильнейших пьянок и гористей такого не было, вспомни смерть Хинаты, смерть Тентина и убийство Гары там у тебя было, что-то похожее. Единственное отличие это то, что рядом с тобой тогда были друзья и родные, они снизили тогда твою печаль и горе. Здесь таких людей не оказалось или они не успели до тебя добраться. Кстати, как ты сейчас себя чувствуешь? А что? Что ты не в порядке со мной? Или с окружением? Ко мне кто-то подходит? Твоя интуиция просто поражает. К тебе подходит твоя мама и пятая, а кроме того нас окружило кольцо из тридцати Анбу. А за ними мелькают недовольные тобой кунаичи. Нет, изредка попадают в свои шиноби, но кунаичи больше. Порядка двадцати парней всего четверо. И знаешь, я не думаю, что прорыв кольца Анбу тебе сильно поможет, я даже начинаю думать, что они нас охраняют от них, а не наоборот. Курама, ты со мной согласен? Курама? Братья и сестры предлагаю забиться в самый дальний угол внутреннего мира Нарута и пока не отсвечивать, ему после головомойки от матери, наверняка устроят проверку у Яманыки, а нам совсем не надо быть пока обнаруженными. Кто согласен со мной? Все? Отлично, прячемся. Наруто, нас не будет порядка недели, не меньше, возможно, двух недель не будет, ты не переживай, с нами все в порядке будет. Удачи. И особенно ей много сейчас понадобится мне. Боясь как кролик, разлепил глаза. И тут же закрыл. Может они этого не заметили и примут меня за мертвого. Можешь не притворяться, все равно не поможет. Не покатило. Жаль, умирать не охота вот нисколечко. А в то, что моя мама порвет меня на кусочки, у меня после даже короткого взгляда на ее лицо сомнений нет. Видно, я очень многое успел натворить в канухе. Блин, хоть бы память в полном объеме вернулась, тогда будет не так жалко умирать зная за что. Скажи, кто научил тебя пить спиртное и ходить в такое непотребство, как дом красных фонарей? А я что еще и там побывал? Вообще об этом не помню. Но, кажется, у меня появился свет в конце тоннеля. Так кто у нас может обучить ребенка всем этим непотребствам? Называть когото, кого я не видел опасно. Может быть такая же ситуация, как Сакура и Кебой. Так думай, голова кто из тех, кого ты видел, подходит на такую роль? Причем ему скорее всего потом неслабо влетит от мамы, значит надо называть того, кого не жалко. На язык так просится Рачимару, но боюсь, если скажу его, могут и не поверить. Эх, придется рисковать. Надеюсь, ты не был девушкой, когда я был на кладбище Канохи, передо мной появился беловолосый парень, он сказал, что его зовут Джиро и он может, научить меня многим секретам искусства Шиноби, но для этого я должен смей ему свою решимость и пройти три его испытания. Первое, выпить бутылку Саки. Второе, заглянуть на горячие источники, когда там купаются девушки и оценить их по достоинству. Третье, пойти в дом Красных Фонарей и провести там ночь, я провалил испытания так. Я не провел всю ночь в доме Красных Фонарей и теперь не узнаю секреты того великого Шиноби, который был по силам Равен Бачан, а кроме того был с ней в одной команде. Ну, хоть две его просьбы я выполнил. Наверное, он мне хоть что-то даст за это. Наруто, скажи какие просьбы этого извращенца, ты выполнил? Голос пятый буквально дрожал от сдержанного гнева и ярости. А Самуи колотила крупная дрожь. Бенва, я угадал. Джиро и здесь был таким же, как и в том мире. Извращенным отшельником. И этого человека Минато предлагал в крестное нашему сыну. Да, я его могилу перероял и косточки по ветру пеплом пышу. Заставить делать моего сына такое не прощу. Мама тоже переключила свою ярость на бедного, давно умершего человека. И я был искренне рад этому. Моя смерть откладывалась. Но, пожалуй, стоит отречься от всех возможных проблем, поэтому извини не состоявшийся в этом мире крестный, но я тебя сейчас еще глубже закопаю. А он просил сделать меня три вещи. Целовать каждую встреченную красивую девушку на протяжении дня. Плюнуть в Арчамару и Данзо. И поставить фингал и шиноби в маске. Тихий всхлип, донесшийся со стороны Цунады, заставил мысленно возликовать. А ей дальнейшие слова заставили, так же мысленно, извиниться перед Жирай. Я его сама выкопаю и в море его останки утоплю. Чтобы уж точно никому его извращения больше не навредили. И тут мама задала вопрос, который, если честно, я уже слышал от Хакаги. Но на который по сути не ответил. А какие поручения ты выполнил? Целовал каждую встреченную умную красивую девушку. Дал в глаз шиноби в маске. Правда потом прибежали еще шиноби в масках и я испугался, что они меня побьют. А вот Арчамару я не нашел. Поэтому не плюнул на него. Зато я нашел могилу Данзо и плюнул уже на нее. Обе женщины застонали. И обе быстро обменявшись взглядами начали действовать. Цунада резко развернувшись, пошла, улаживать дело с так и пушащими жаждой моей крови девушками. А мама, схватив меня за руку, пообещала дома поговорить со мной о том, что было, но уже вместе с отцом. Не понял и что, это все. Не будет и каких допросов, мол откуда знание техник, не будет проверки мыслей и памяти у Яманука, и никаких проверок у Хьюк. Что-то слишком легко, а может это все ждет меня позже. Хм. Вполне вероятно. После разговора с родителями, меня наверняка отведут на более пристальный допрос к Хакаге, а уж там меня и со всем пристрастием допросит. В кабинете пятой Хакаге. Цунада смотрела на семерых бойцов Анбу и не могла понять, почему капитан отряда Юга Узуки привела их сюда, а теперь похихикивает в уголке кабинета. А затем она вспомнила разговор с Наруто, которого ловили вчера всей деревней, то теряя его на совершенно пустых улицах, то находя его в таких местах, как женская половина горячих источников или дом красных фонарей. А именно вспомнила о том, что призрак Джирайя поручил сделать ему. Поставить фингал человеку в маске. Маске. Всем снять маске Анбу. Усилившийся смех Узуки показал правильность данного решения. Однако как бы Цунада не готовилась к тому, что увидит ей глаза, не сдержать песк удивления, ни изумления на лице не удалось. У каждого бойца Анбу было бы и по два фингала. По два фингала у элитных, прошедших множество миссий, матерых убийц, которые поставил ей два окончившей академии, еще ни разу даже не принимавшего участия ни в одной миссии пацан. Как? Как он это сделал? Он же еще по сути ребенок. Ага, ребенок. С чудовищной скоростью реакции, печатью мебоха молнии и превосходным тадюдсу. Он как минимум на уровне токубицу Джанина по всем его характеристикам, вы просто этого не видели, от вас он только убегал. А нас буквально избивал. Я этого ничуть не стяжусь. Я его поймал в каменную ловушку в одном переулке и знаете как он из нее выбрался? Создал чадари. И просто разнес ловушку. А затем использовал печать парализации. И поставив мне оба фингала и пару синяков, слинял в сторону горячих источников. Следом за ним заговорил другой боец Анбу. А когда я его обездвижил своей тенью, знаете что произошло? Из его тени появился клон. Натуральный и сильный теневой клон. И использовав футан, порыв тайфуна, просто смел меня с крыши. А у земли меня ждало сразу два теневых клона с активными рассингонами, которые предложили выбор. Либо я добровольно снимаю маску и подставляюсь под их обычные кулаки, либо они меня будут бить чадари и рассингонами. И знаете, чувствуя его ки, у меня не было шанса отказаться. Вво! У пацана чудовищно сильная ки, даже мой ненкин, когда мы оказались рядом с ним, просто стоял и дрожал. А затем что-то сорвало мою маску и я увидел двоих Наруто, которые в следующий миг мне поставили эти украшения для глаз. И так говорил каждый из взрослых, опытных Анбу. У Цунады чуть челюсть не отвалилась. Бойцы Анбу говорят, что им не стыдно получить финговый от 12-летнего пацана, который к тому же еще и не с первой попытки сдал проходной экзамен в Академии. Как это назвать? И этот гордостью Литашина Беконохи. Неизвестно, что бы она говорила этим. Анбу Цунады, если бы не вмешалась Юга. Простите меня за смех Хакаги, но даже если над этими клоунами и хочется от души поржать, но все, что они сказали правда, у этого мальчишки просто уничтожающая жажда крови. Даже я на миг, после того как он ее полностью направил на меня, не смогла совладеть со своим телом. В результате удостоилась поцелуя печати сна. И проснулась я только под утро. Когда вы уже нашли этого негодника? После этого я проверила всех Анбу и вот 7 наиболее пострадавших перед вами, а еще 10 имеют один фингл под глазом, 7 куна и че Анбу можно сказать стали моими подругами по поцелуи и сну. И все они описывают одну и то же, чудовищная скорость, великолепные знания Нин, Тай и Фуинджуцу, а также жажда крови, к этому стоит добавить неплохую тактику и невозможность применения большинства техник и приемов из-за опасений сильно навредить ребенку и думаю вы сможете понять почему отряды Анбу такие. Потери. Вхихи. Извините, просто не могу удержаться в подобной ситуации. Да, если взглянуть со стороны обычного шиноби или жителя, ситуация действительно выглядела смешной. Но вот для цуна до особых поводов для радости не было. Один мальчишка, даже если допустят, что он гений не уступающий очихе и тачей, даже с условием не причинять ему особо сильный вред, причем выполнялось это условие с обоих сторон, походя укладывает отряд практически из 30 Анбу. Вопрос в компетенции Анбу прям таки витает в воздухе после таких мыслей. То есть юга ты хочешь сказать, что мальчишка только что закончивший Академию, причем не с отличием закончивший, а лишь со второй попытки, в легкую разобрался с практически 30 бойцами Анбу? И причина этого ты хочешь сказать в том, что Наруто Узумаки Генни Тайджутсу, Нинджутсу и Фуинджутсу с огромной скоростью реакции и жаждой крови, имеющей блестящие тактические способности, так? Вот только тот Узумаки Наруто, которого знаю я и который живет в деревне, подходит только под описание Генни Фуинджутсу, все остальное не про него. Он никогда не был тактиком, для него имеется только прямая дорога. Он неплохой бояец в ближнем бою, но не гений Тайджутсу. И ему вообще не дается Нинджутсу из-за ужасного контроля чакры. А уж про жажду крови, от этого добряка и шутника я вообще слышать не хочу. Поэтому Узумаки, у тебя есть неделя, чтобы доказать мне существование того, кого ты мне сейчас описала. А иначе у отряда Анбу появится новый капитан, который вернет форму разленевшихся бойцов Анбу, поняла? Да. Я предоставлю вам убедительные доказательства моих слов. Учиха Саски была в ярости. Ходя по своей комнате, она вспоминала события, приведшие ей в такое состояние. Позавчера этот придурок Сакурай, отчегото вбившая себе в голову, что она станет его девушкой, предпринял очередной план по ее завоевании. Этот недалекий попытался подсунуть любовное письмо в ей шкафчик, и, наверное, все было бы ничего, она его, как обычно, просто порвала бы, если бы не одну. Но шкафчик находился в раздевалке девушек, а Сакурай зашел туда как раз тогда, когда практически все девчонки их класса переодевались в ней. Разумеется, он тут же покинул раздевалку, улетая от двух одновременных и очень сильных ударов. Ейя и Синджу. И в принципе эту историю можно было считать законченной, еле бы девчонки не услышали его разговора с другими парнями, о том, что ему очень жаль, что он так мало рассмотрел прелести его обнаженной девушки. После этого даже те девчонки, которым направился Сакурай, которые из-за этого не особо ладили с Учхой, признали, что он полный козел. А Саске в это время радовалась тому, что ей избранник практически не обращает на прелести других девочек внимания, впрочем, как и на нее. Тяжелый вздох, вырвавшийся из уст ледяной принцессы, заставил ей подружек удивленно посмотреть на нее. Ну и пускай смотрит. Все равно, пока она не добьется взаимности, она никому ничего не скажет, как бы они ей не просили. Правда поддаться на последующие за этим уговоры, сходить на горячий источник, все же пришлось. А вот того, что случилось на этих горячих источниках, она, наверное, теперь не забудет никогда. Да как он посмел сделать с ней такое? Это ведь было и первый поцелуй. Так Саске спокойно, дыши ровно. И попробуй снова проанализировать то, что случилось на горячих источниках, только умер эмоции. Сперва все было как обычно. Затем из раздевалки разнесся женский крик, и оттуда выскочил этот гад, Узумуки. Так спокойно, спокойно. Он пробежавшись по воде, что тогда меня очень сильно удивило, ведь для этого нужен очень хороший контроль чакры, который отсутствовал у Наруто как факт, как я думала. Затем выбежав на середину Онсина, он огляделся и направился прямо ко мне. От него повалила такая жуть, что я даже пальцем боялась пошевелить. В результате он меня поцеловал в губы, а затем также неспешно осматривая застывших в шоке голых девушек направился к Майты, которую тоже поцеловал в губы, после чего он неспешно обошел всех остальных девчонок, находящихся вон синие, целуя их в шею, щечку или носик. После того как он обошел всех, Наруто сложил ручную печать и использовав неизвестную технику исчез, причем это явно была не техника замены, это было что-то намного более сильное и универсальное. А затем большинство девчонок заорало в голос. А из раздевалки вырвалась одетая и запыхавшаяся пятая Хакаги вместе с судя по фигурам тремя девушками Анбу. Быстро осмотревшись и не найдя нарушителей, они так же быстро, как и появились, ушли. Тут ход воспоминаний был прерван, вошедший в ей комнату улыбающейся матерью, которая ехидным голоском спросила у своей единственной дочери, «Это правда?» Мне рассказали, что моя дочь сегодня целовалась с мальчиком, «Неужели ты настолько уже выросла?» «Но учти все парни-волки!» «Так что...» «Мама!» «Прекрати немедленно!» «Этот гад сам меня поцеловал и еще непременно пожалеет об этом!» «Так что я в этом не виновата!» «И нотации об осторожности с мальчиками мне читать не надо!» «Вот когда этот окажется в больнице с переломами, вот тогда и скажешь мне, какие мальчики опасные!» Саски уже мысленно приготовилась к ответной перепалке с матерью, с которой уже полгода была в не самых лучших отношениях за как думала мама, о правильного выбора понравившегося парня, и она даже пошла на открытую ложь о традициях кланах Юг, ведь если все бы обстояло так, как говорила мама, эти люди из побочной ветви давно бы подняли восстание, а так маме просто не понравился мой выбор. Но вот появившаяся на лице матери довольная улыбка вызвала у нее настоящую лавину страха. «Что?» «Почему мама кажется такой довольной?» «Хорошо, я подожду твоей попытки с мне, что тебе нечего опасаться мальчиков, а затем мы поговорим». Тентин напряженно смотрела на радостно бегающего по магазину отца. И не могла понять, почему новость о том, что ей поцеловал этот дурак у Зумаки, его так обрадовала. Через какое-то время ей терпение лопнуло. «Отец, может ты уже объяснишь свое поведение? Почему ты радуешься, что у твоей единственной дочери таким нахальным образом вырвали поцелуй?» «Ты не понимаешь?» «Как я слышал, он целовал в губы только тех, кого считал красивыми, а значит тебя он считает очень красивой, раз поцеловал так долго, ведь с той же шезунью он целовался меньше. И что? Почему ты радуешься, что нахал, поставивший все канаху на уши, считает твою дочь красивой?» Отец очень внимательно оглядел ее и задал вроде бы безобидный вопрос, который однако очень насторожил его дочь. «Скажи, чем занимается семья и клан Узумаки?» Тиньцин давно знала, что отец просто дико желает войти в какой-либо клан Канухи и старается сделать для этого все, что может. Продает им оружие со скидкой, говоря, что это только из-за уважения перед их кланом. Несколько раз пытался заигрывать с молодыми женщинами из различных кланов, но те быстро послали его. И вот теперь пытался выдать свою дочь за клановых. Первая его попытка была, когда он неимоверными усилиями все же смог запихнуть свою дочь в одну команду с представителем клана, в то время как в классе их было совсем ничего, не больше семи человек. Это в следующем, более младшем классе, где, кстати, учатся Узумаки, больше половины класса клановые, а вот им по мнению отца не повезло. Хотя по мнению самой Тиньцин очень даже повезло, меньше народу воспринимало слово отказа неправильно. Хотя за команду отцу определено, как-то попозже, надо будет сказать спасибо, очень хорошие и понимающие ребята подобрались. Как помешанная на тренировках Рок Ли, так и хладнокровный Нейджи Хьюга, который даже первое время действительно нравился девочке, пока не заметив ей взгляды не отозвал ей в сторонку и не рассказал о порядках в клане Хьюга. Вот после этого рассказа Тиньцин и поклялась себе, что никогда и ни за что не выйдет замуж за Кагали Бэйс Хьюг. И вот теперь, похоже, должна последовать вторая попытка ей сосватить за кланового. А ведь сколько она сил потратила, чтобы отец не узнал о том, что ей нет-нет, да поступали предложения встречаться от клановых мальчиков. И вот отец узнал о таком. Хм, а ведь никакого предложения не было, был только ошалевший от радости дурак Наруто, который бегал по деревне и целовал всех девушек подряд. И если он действительно дурак просто ошалевший от радости, то все будет хорошо, даже если она подыграет отцу, а вот если он не тот, за кого себя выдает. Будет плохо. Поэтому прежде чем принимать решение, надо внимательно все разузнать об нем. Ой, кажется, я сильно задумалась и пропустила время ответа, вон как папа начинает раздражаться. Клан из семьи Узумки специализируется на печатях. У них даже есть свой магазин печатей. Правильно. И знаешь, теперь я даже рад, что ты не смогла завоевать этого недальновидного монаха Хива, но вот что мы бы делали в клане, который только и сражается, что голыми руками. А тут есть возможность объединить наши магазины и получить великолепный шанс попасть сразу в главную семью клана. Так что, дочка, ты должна соблазнить и стать женой этого Наруто Узумуки. Ну вот, о чем я и говорила. Шизу не облегчено упала на диван. Как же она устала, что сегодня, что вчера, да и завтра будет день тяжелый. Распределение по командам очередного выпуска Академии. Сегодня она только проверка этих самых выпускников и подбором их по возможностям в команде и занималась. А вчера... Вчера... Шизу не слегка покраснела. Это, конечно, был не первый ей поцелуй, но и привыкнуть к ним она не успела, точнее не стала. Тяжелая работа помощницы пятой Хакаги для семнадцатилетней девушки была настолько утомительной, что не оставляла времени на личную жизнь. Девушка, например, помнила, что последний раз ходила на свидание два года назад. А последний поцелуй с мальчиком был три с половиной года назад. Собственно, тогда она и попала в силки Цунады, ведь тем мальчиком, с которым она тогда целовалась, был младший брат нынешней Ри Пятой Хакаги. После его смерти сначала она стала просто ученицей выдающегося Иринина Цунады, затем и правой рукой в управлении больницы. Собственно, после этого вся ее личная жизнь я сосредоточилась на поддержке Синджу, которая из-за поста пятой Хакаги все меньше и меньше могла заниматься другими своими обязанностями, такими как глава клана Синджу, глава центральной больницы Канохи и ведущего Иринина всей деревни. Часть из этих обязанностей легла на плечи Шизуни. Так что этот поцелуй первый за долгое время вернул на некоторое время ощущение, что она девушка молодая и желанная, а не загруженная ей работой до предела трудовая лошадь, какое у нее в последнее время возникало все чаще и чаще. Хм. Хорошее чувство. Как же давно я этого не ощущала. Надо будет потом сделать что-то хорошее этому мальчику. Наруто Узумаки. Так, стоп. Наруто Узумаки. Я же видела его документы сегодня. Быстро встав с дивана молодая девушка подошла к столу заполненному разными документами и быстро перебрав часть из них, нашла документы на того блондина, что поцеловал я. Хитрая улыбка появилась на лице сама собой. Она вроде хотела отблагодарить его. Что же сейчас она его отблагодарит, так и отблагодарит, что он сейчас обрадуется, а потом взводит, так же как взводит через некоторое время она, когда рутина снова погрузит ее на свое дно. О, это будет благодарность, совмещенная с местью. Интересно, какие глаза ты сделаешь завтра на распределении команды, когда поймешь, в какую команду попал? И когда поймешь, что лично для тебя это будет означать? Наруто вошел в свой внутренний мир. Даже сейчас в нем продолжались изменения. Вон там из земли забыр бил родничок, на месте широкой реки поднимались горы, сужая реку, делая ей более стремительной, создавая на ней пороги, перекаты и водопады. А там заканчивал свое извержение вулкан. Нда. Красиво. Даже когда он был молод в том мире, здесь не было вулкана, как, впрочем, и буйной горной реки. На ее месте всегда была спокойная, тихая, равнинная река. Да и вон тех скал с нависшими над ними грозовыми тучами, постоянно озаряющимися вспышками молнии, тоже не было. На их месте была одинокая скала, вершину которой изредка били молнии из стоящих высоко в небе грозовых туч. И вообще, внутренний мир сильно увеличился и стал более агрессивным, полностью подходящим для молодого человека, уже достигшего внутренней гармонии, но еще не сладевшего с внешним миром. Такого уровня обычно достигают к 16-17 годам, да и подобные напряжения гормонального фона, которые мне описали биджу, более подходят под этот возраст. И все это я понял только после разговора с отцом о том, откуда берутся дети. И последующих причитаний мамы о том, что она вовсе не собирался так рано становиться бабушкой, и что я должен быть более аккуратным при выборе девушек. А о том, чтобы сходить еще раз в дом красных фонарей, и вовсе мысли быть не может, потому что это стыдно и все из-за этого будут надомно и смеяться. В общем обычный, очень хорошо спланированный и подготовленный разговор родителей с парнем-подростком. И если заменить подростка пацаном 12 лет, это получится уже жутко. И неправильно. А значит, дело не столько в теле прошлого Наруто, которое ныне стало моей, а в чем-то еще. У меня были подозрения о том, из-за кого происходят данные изменения. К несчастью, вчера ночью попасть во внутренний мир я так и не сумел, уж больно кардинальны были изменения в нем. Но вот сейчас я узнаю все от них. Эй! Вы где спрятались? Учтите, все равно отвечать на вопросы придется. Это для меня жизненно важно. Первой, как всегда в таких ситуациях, появилась Маттеби. Единственная, как Наруто думал, избежу с полной совестью. У остальных она либо вообще отсутствует, либо присутствует в каком-то урезанном виде. Что тебя интересует? Что со мной происходит? Почему такие изменения во внутреннем мире? Почему мой гормональный фон не соответствует моему возрасту сейчас? Почему мои гормоны ведут себя как у подростка? Ответь, Маттеби. Это может, лучше Курама тебе все объяснит? Курама. Буквально в тот же миг перед ними появилась облачка дыма, из которого возник девятихвостый лис. Точнее говоря, очень сердит и Курама. Мы же договорились, неделю не появляться так близко от входа. И что в итоге? В первый же день все было позабыто. Успокойся, Курама. Это я вас сюда позвал для очень важного разговора. Ты можешь мне объяснить, что происходит с моим телом? Почему так стремительно идет выработка гормонов? Что происходит с внутренним миром? Но это ты будешь недоволен. Так что прошу, не перебивай, я все постараюсь рассказать сам. Ты помнишь свое состояние последние лет пять в том мире? Хорошо, так вот, тогда твое состояние было еще хуже. Мы все, все биджу находящиеся тогда в твоем внутреннем мире, можно сказать, ежечасно латали твое тело. Ну и за пять лет непрерывных действий для нас это стало естественным в общем, когда мы только прибыли в этот мир, мы продолжили свое дело. И прежде чем до нас дошло, что мы делаем неправильно, результат стал неисправим. Тогда мы поддерживали жизнь и силы в одном старике, а сейчас в молодом теле это стало словно ускорителем роста. В общем, по нашим выводам, вскоре наступит лавинообразный рост тела до уровня 16-17 лет, которым сейчас соответствует твоим внутренностям к потребностям. Кроме этого нами замечены изменения твоего психического возраста. Думаю, вскоре он практически будет соответствовать твоему будущему виду, составив примерно 20-23 года. Поэтому, раз в этом мире нет хинуты, ты просто обязан будешь найти себе другую девушку. И с Сокурой нам в этом плане повезло и не надо так зыркать на меня, мое отношение к этой неблагодарной дуре ты прекрасно знаешь. Лучше поспеши в Академию на распределение команд. А мы снова спрячемся у тебя в подсознании, хотя и не так глубоко, как в прошлый раз, почему-то мне кажется, что никто не полезет к тебе в голову. Скорее всего тебя снова распределят в команду атаки, только если в прошлый раз это произошло из-за того, что ты дженчурики, то теперь ты сам в этом оказался замешан. А сейчас проваливай отсюда, а то опоздаешь. Наруто медленно повернулся и вышел из внутреннего мира. Да, нечто подобное, если смотреть логически он ожидал. Но то, что через некоторое время он начнет стремительно расти, было абсолютно неожиданным, да и снижение его психологического возраста даже непонятно, хорошо это или плохо. В общем, он опять в неприятностях, как в старые добрые времена. Но пожалуй, ему следует оставить размышления и действительно поторопиться в Академию. В Академии на него опять дохнуло прошлым. О, как давно он не видел таких взглядов, полных презрения и гнева. Правда, тогда в основном это были взгляды обычных жителей, сейчас практически всей женской половины класс. У парней при взгляде на него преобладали совсем другие чувства, зависть и сочувствие. Нда. Погулял, называется, вчера по деревне, затушил горе. Думается мне, что вчера в горячих источниках было много посетительниц. О, снова эта змеяка. Но почему я его вчера не встретил? Вот о ком я совершенно точно не буду жалеть, так это о нем и об Учихо, который, к слову, сейчас отсутствовал в классе. А Ками, пускай с ним что-то бы случилось и он больше никогда не смог бы быть Шиноби. Тем временем, вошедший в класс Арачимару начал свою речь о достоинстве и благородстве профессии Шиноби, а затем перешел на важные значения в этой профессии команды. После он начал распределение по командам. Команда номер семь. Учихо Саски, Сакурай Харуна. Так, ну это как всегда. Правда, в этот раз Сакура уже не сможет бегать за Саски. Или хихихи, вот это был бы прикол. Жаль такого не было. Ура, я в одной команде с любимой Саски. Ура! Видишь. Видишь, быть нам вместе, это судьба. Да ну нафиг. Но не может такого быть. Просто не может. Иди лесом, Сакурай, я уже много раз тебе говорила, я не твоя любимая, ты мне вообще не нравишься. Ответила сидящая передо мной девушка с длинными черными волосами, прекрасной стройной фигуркой и милым улыбчивым лицом, до этого мило болтающая с соседкой. Это Саски. Милая, умело разговаривающая и смешливая девушка. Однако. Это точно шутка судьбы. Правда, я точно не знаю над кем, над Омной или Ним. Харуна, Учхо заткнитесь. Потом пофлиртуете, в другом месте. Третий член вашей команды Шинабурами. Наставник Кокоши Хаэти. Команда номер восемь, Чи. Я не в одной команде с Учхой. Очень необычно. Мне реально стало интересно, кто мне достанется в команду. Команда номер десять. Синджа, Иназуки Экиба, Узумуки Наруто. Наставник Анка Матараши. Вы издеваетесь? Как она стала наставником? Она же специалист отдела дознания. Почему ей сделали Синдсием? Да и состав команды ничего не могу сказать про Синджу, но вот Киба, он она не боец в прямом смысле этого слова. По крайней мере, в том мире Киба специализировался на поиске обнаружения. Так что как формировали нашу команду, мне пока не понять, может, действительно в этом мире Экиба и Анка изменились. Вон стал же Белый Змея учителем, и ничего. Пока Наруто сидел и размышлял о составе своей команды, случилась еще одна неожиданность. После того, как забрали шестую команду, в дверь вошел Кокаши не опоздав. Вот что это такое. Как он пришел, не опоздав, без книжки точно, здесь же Джирай просто не успел выпустить ни одной своей книги. Как вчера сказал отец, когда мама ушла готовить, он был великим Шинаби, освоившим Синчакру и ставшим Синином в возрасте пятнадцати лет. Но отец предложил его мне в крестное вовсе не из-за силы или из-за того, что он был наставником отца, нет. Джирай дал ему почесть рукопись своей единственной книги, которая, к несчастью, так и не появилась в свободном доступе. Но я просто поражаюсь дурному влиянию книг извращенного отшельника, потому что пока другой причины, почему знаменитый Кокаши перестал опаздывать, я не вижу. О, а вот и Анка. А одежда на ней так и осталась провокационно-соблазнительной. Длинные чулки-сеточки, длинный же серый плащ, распахнутый вовсю ширь. Тонкая черная футболка, поверх которой натянута еще одна сеточка-рубышка и короткая юбка. В общем, мужская часть класса явно оценивает несправедливость мира, сравнивая ее со своими наставниками. И сравнение им явно не нравилось. Да. Вот если бы они знали то, что про нее знаю я, они бы так не завидовали. Помешанная на тренировках, малодисциплинированная, с постоянно включенными режимом садиста, одинокая и разозленная девушка. Вот какой была Анка Митараши. Ужас, а не наставник. Команда номер 10, за мной. Поднявшись на крышу Академии, мы усилились на одной из многих лавочек, стоящих тут, которые, кстати, многие другие команды тоже использовали для начала знакомства. Ну что, начнем знакомство. Я Джанин Канохи, специализация Яда Ген Дюдсу. Мечтаю убить одну тварь и найти себе мужа. Ненавижу предательство, интриги и научные эксперименты над людьми. Люблю Данго. Теперь ваша очередь и начнем мы, пожалуй, с единственного паренька в нашей компании. Однако, по сравнению с Кокоши, она сейчас рассказала о себе уже достаточно много. Так почему бы не ответить ей тем же, тем более, нам с ней работать, возможно, больше года, и укрывать очень важную информацию я не буду. Наруто Узумаки, Генен Канохи, наследник клана Узумаки. Специализации Нин Дюдсу и Фу Ин Дюдсу, Силен Втай Дюдсу и Кин Дюдсу, но не могу сделать даже слабую Ген Дюдсу. Не имею призыва. Ненавижу предательство и честолюбие. С удовольствием выгнал бы из администрации Канохи половину чиновников. Люблю свою семью, свой клан. Мечтаю укрепить клан Узумаки счастливой семьей, своей семьей. Эй, и не надо на меня так возмущенно смотреть, все сказанное мной. Правда. Хотя кому-то в такой светлой курточке с мехом и черным щенком на голове это не ясно, судя по возмущенному виду. Зачем ты врешь? Специализации в Нин Дюдсу. Да ты даже обычные хинги едва смог сделать. Так что не ври. Аф. Видишь, Итайчи со мной согласен. Не ври. Киба, да ты тут стала с самого детства опираться на факты, а не как тогда, только после войны. Это реально заставляет пересмотреть всю твою характеристику, которую я тебе выставил по знаниям прошлого мира. Нда. Информации – вот самая главная вещь в любом мире. Надо срочно собирать информацию хотя бы об окружающих меня людях, а не основываться больше на той, что устарелась с момента моей смерти. Киба, все, что я сказал, правда. Я это могу доказать Сенси, а после приветствия можно мы ненадолго займем тренировочный полигон. Мисс Правдолюбка, кажется, была удивлена. Ну, ничего, сегодня она удивится еще не раз. Хэн. Давайте продолжим знакомство, хотя вначале уточню, Хэнги – это самая основа гендюцу, смешанная с нендюцу. Так что вспомни, что он сказал, а затем обвиняй. Представься. Киба Инидзука, Гинин Канохи, младшая дочь главы клана Инидзука. Специализации, поиск и обнаружение, сильно втойдут в свою прохожу обучение на Ирьянина. Мечтаю превзойти свою мать. Люблю свой клан, свою семью и своего четвероногого напарника. Ненавижу сдавак и врунов. Особенно врунов. Анка кивнула и повернулась к последней, еще не представившейся девушке. Меня зовут Синджуа, Гинин Канохи, младшая дочь заместителя главы клана Синджу и вероятная наследница клана Синджу. Специализации – тадюцу и рьендюцу. Сильно в нендюцу. Есть призыв. Слизни. Мечтаю снова сделать клан Синджу великим. Нравится один мальчиком мороженое. Ненавижу сдавак, врунов и предателей. Имею активный Кики Гинкой – дерево. Хюма, не страшно раскрывать такое. Я, девочка, удивившая всех своей открытостью, даже не меняя позы задумчивости, ответила «Вы никогда не пойдете на манипулирование людьми, вы сами хлебнули этого в достаточной мере». Поэтому предлагаю другим тоже сказать, активен или нету Кики Гинкой. Она в этом плане нас никогда не предаст и не обманет. Однако, похоже, что и здесь жизнь Анка испортили. Жалко ей, умереть во время конца Четвертой Мировой, с единственным желанием убить Рачимару очень грустно и печально. Сломанная душа. У клана Узумаки нет улучшенного генома. У клана Инидзука, можно сказать, нет улучшенного генома. И вот эти ответы, прозвучавшие практически мгновенно, кажется, очень сильно задели наставницу. В конечном счете, сколько ей сейчас лет? Около девятнадцати-двадцати. Не настолько много, как кажется из-за несчастий. Уж Нарутата это прекрасно знает. И, честно говоря, смотря сейчас на восторженное и благодарное лицо этой девушки, он понимал, что поможет ей выйти из этой тьмы любыми способами. Даже самыми радикальными. Спасибо. Думаю, на сегодня хватит или нет? Кто-то собирался подтверждать свой навык специалиста в Ниндзюцу, или признается, что брехал как старый кобель. Ну вот. Началось. А ведь теперь не время моей помощи для восстановления Канохи, и убежать от этой колючки уже надолго не получится. Придя всей командой на полигон номер десять, первым делом, даже не сговариваясь, генино сделали разминку под одобрительные слова Митараши. А затем Нарута несколькими привычными движениями рук, создал несколько защитных печатей, которые укрепили без того мощный барьер вокруг полигона. Да, в прошлом мире ни у одного полигона к моим двенадцати годам уже не работала эта система. Ни куполов, ни тем более барьеров не было. А здесь, пока существовал кусок клана Узумаки, все эти основанные на печатях еще вполне работали, некоторые даже умудрялись получить новые печати. А затем, после разминки, Нарута просто как-то лениво призвал Чидари, причем на двух руках сразу. Без ручной печати войдя в состояние шагов Бога Грома, он уже через секунду был около чучел. Еще миг и от трех десятков маки и вор остаются только лохмотья. Катон, огненное погребение. Огромный язык пламени, вырвавшийся из-за арта Узумаки, сразу сжег еще один отряд манекенов, а полетевший в третью группу Росенсерикин просто стер их всех в порошок. Стоило Нарута обернуться, как ему удалось наблюдать попытку трех девушек поспорить по размеру глаз с собой. И сейчас между ними было на удивление много похожих черт. И невольно Узумаки стал одной из причин того, что произошло дальше. Недовольная и покрасневшая от раздражения Кеба не выдержала, и кинулась мстить Нарута за испорченную речь, которую она приготовила для того, чтобы посмеяться над врунишкой. Однако судьба, а самая главная душа Шина без более чем полувековой истории, решила иначе. И теперь Кеба сильно злилась. Поэтому она, не глядя, кинулась на Нарута, не увидев торчащую из земли словно кинжаловушка обломок манекена. И, разумеется, Кеба напоролась на него. Резко вскрикнув от неожиданной боли, она рухнула в объятии появившегося рядом Нарута, который совершенно позабыл о щенке Ненкине, и потому сам споткнулся и завалил девушку на землю. В результате они оба, лежащие на траве и соприкасающиеся губами друг с другом, пылали, словно алые розы. Секундой Нарута из положения, лежа, совершает немыслимо кульбит, отскакивая от ревущей девушки, у которой кроме боли в ноге появилась боль в сердце. Ведь этот гад мало того, что выставил ей дурой, не разбирающейся в техниках и стилях, которая даже родной для нее стиль боя нормально не может выучить, так еще и украл ей первый поцелуй. Гад. У девушки началась истерика от осознания того, какая она на самом деле слабочка по сравнению с тем, кого она всегда считала неудачником. Она начала выкрикивать самые, и по ее мнению, подходящие под описание блондина фразы, даже не пытаясь слушать ни извинения, которыми сыпал Нарута, ни смех наставницы, ни тихое бормотание себе под нос Синджу, ни еще одних смешков с внешней стороны барьера. В это время напротив прозрачного для них, благодаря специальной печати, барьера, сидели на нехитрых складных стульчиках две женщины, пятая Хакаги и Узуки Йога. Они тихонько общались, посмеиваясь над тем, что только что произошло в барьере. Нда. Придется признать, что он гений и в Ниндюцу. Но никакого ки не было, и, судя по его движениям, он просто хорошо освоил стиль быстрой смерти Номикадзе, а вовсе не является гением еще и в Тодюцу. Узуки улыбнулась на столь упрямое поведение Хакаги. И не смогла не заметить. Вчера вы говорили нечто подобное про Ниндюцу. И не забывайте, у меня еще шесть дней на то, чтобы доказать вам, какой силой на самом деле владеет этот мальчик. Хакаги вынуждена была согласиться со своей подчиненной. Но гораздо удивительнее для нее было то, что происходило на тренировочной площадке. А там творилось очень много необычного, настолько, что Цунади даже заговорил об этом вслух. Хорошо, хорошо. Я подожду до конца этой недели. Но все же, кто бы мог подумать, что Наруто знает и владеет такими техниками, да еще три, и была грубо перебита. Нет. По анализу, который я ночью незаконно провела над ним, у него четыре элемента. Главный и более массивный ветер, вторичные элементы молнии и вода, а огонь у него слабейший из доступных ему элементов. Землей он вообще пользоваться не сможет. Но даже так четыре элемента в таком возрасте. Знаешь, я начинаю верить тем фантазиям, которые вы все вместе мне рассказали. Но ты рисковала, пробираясь в комнату ночью. К парню. На что капитан Анбу, практически не обращающий внимания, либо просто не до конца поняв слово Хакаги, просто пожала плечами и ответила. Возможно, но мне кажется, что Сенсорика как раз одно из его слабых мест, как, например, элемент камня, пожалуй, девушке. Вы не заметили, как он быстро погладил ей по голове, когда упал и в отличие от нее, при поцелуе он совсем не смутился и даже проявил некую инициативу. Жаль, что он так быстро опомнился, иначе я могла бы точно сказать, просто ли это его естественной реакцией, или он действительно много целовался и не только. Узуки с непониманием уставилась на покрасневшую и запинающуюся Синджу. То есть ты хочешь сказать, что он уже мог познать женщину? На что Югито только вздохнула. В Сунде, его нашли в доме красных фонарей. Об этом многие принимавшие участие в поисках знают. Вот только всего несколько человек, в том числе и родители Узумаки, знают, что его нашли в комнате обнаженного, развлекающегося сразу с двумя девушками. У пятой Хакаги буквально отвалилась челюсть. Как так? Пацан, едва достигший совершеннолетия, идет в дом красных фонарей и снимет двух жриц любви? Это абсолютно ненормально. Югито, а ты уверена, понявшая все по своему капитан Анбу, также ответила в том, что его не подменили? Да, уверена. Собственно, тот обряд в основном проводился для этого утверждения, а вот то, что им никто не управляет через неизвестные нам способы мысленных закладок, я утверждать не возьмусь. Для этого советую проверить его Яманако, но проверить так, как будто ничего серьезного не произошло. Если это закладки, он может и погибнуть, ведь основная цель большинства мысленных закладок как раз предотвращение попаданий в плен и разглашение важных секретов. Хорошо, я поговорю с Яманакой Наичи, думаю, как крестный Наруто, он не откажется от незаметной проверки. А поводом-поводом будет не специальная атака разума Наруто со стороны Ина. Сможешь осуществить это так, чтобы девочке самой захотелось атаковать его разум? Узуки улыбнулась. Хакаги, вы даже не представляете, как легко это будет сделать. Ведь Ина Яманако была в тот день в горячих источниках, в секции раздевалки, и, насколько мне известно, он забрал силы ей и первый поцелуй. Они слишком жестоко выйдут. Она не перестарается. Новая улыбка вышла более жуткой, чем все остальные. У нее просто не хватит сил на полноценную атаку, а если сразу образовать утечку ей чакры из головы, тем более, если это будет делать сам глава клана Яманако и любых последствий можно будет избежать даже при неблагоприятном воздействии. И Наруто этого заслуживает. Цунади, осторожно покосившись на девушку, несколько минут обдумывала все мысли, пришедшие ей в голову и наконец решила. «Действуй!» Как оказалось, многое можно узнать о человеке, просто поговорив с тем, кто знает родителей этого человека. Сейчас юночь хуже, наверное, в десятый раз начинала пищать по духу матери о том, что ей интересно послушать об Узумуке Наруто, и если мать раньше непреклонно отказывалась, то теперь, когда в ход пошел козырный туз, она сильно колебалась, даже не подозревая о темных и злодейских планах дочери. А та думала только об одном — она должна отомстить этому Наруто за то, что он так бесцеремонно украл у нее первый поцелуй, и даже словечком не перекинулся с Сакураем, который, как обычно, в наглую заявил о своем праве быть с ней. Как будто она какая-то вещь. Но тут голову посетила настолько нелепая мысль, что она даже перестала ждать приходу мамы, которая отправилась на сбор информации об Наруто, ведь, как она заявила, Саске пора менять мальчика. И вот теперь, обдумывая пришедшую ей в голову мысль, Саске полностью одобряла мамины решение о прекращении всяких отношений с Нейджи Хьюго до момента получения мчунинского жилета так точно. А мысль была простенькой, что бы она сделала, если бы ей признался в любви Наруто. Случайно взглянув на себя в зеркало, Саске была в шоке, ей лицо пылало от нестерпимого жара, словно она все еще ощущала нежность его рук там, в горячем источнике. О, Ками, что со мной сделал этот ненормальный узумки? К ей счастью, именно в это время пришла мать, вот только вид у Миката был слегка пришибленным. Знаешь, дочь, если ты хочешь заполучить Наруто, то тебе придется очень сильно постараться, чтобы обойти конкуренток. У Саске чуть челюсть не отпала. Мама что, бредит? Каких конкуренток, мам? Его вся женская половина школы ненавидит, а если смотреть на тех, кто не учится в школе, он для них не интересен. Миката грустно улыбнулась. Ошибаешься, дочка, по всем фронтам ошибаешься. Во-первых, школа. Ты знала о том, что несколько лет назад в город вместе с Дайми страны приехали несколько десятков ни в чем не привыкших отказывать себе дети и аристокрытов, и в один вечер они столкнулись с маленькой девочкой из клана Синджу. Поскольку их было много, а девочка только начала постигать путь Шиноби, они победили и схватили ее. Подонки уже собирались приступать к игре, изнасилуют девочку, когда появился Наруто с печатью парализации. Он спас эту девочку. Как думаешь, какие чувства она испытывает к нему? И это еще не все. Помощь в учебе не слишком умной, зато трудолюбивая и очень сильной девочки догадалась, о ком я говорю. Нет. О, Ками. О твоей лучше подруге Майта Гай. И не надо на меня так удивленно смотреть. Ее томные взгляды и вздохи видела вся Академия, а ты даже не знал об этом. И ты еще смеешь называть себя ей подругой? Но и это еще не все. Один из шпионов твоего отца принес весть из клана, но собаку, которые недавно начали искать способы породниться с кланом Музумуки. И одним из вариантов они предлагают свою девушку, Тимари, но собаку, выдать за Узумуки Наруто. Вот теперь Саски так и не смогла скрыть удивление от ситуации. Мам, а зачем клану, фактически управляющему стороной ветра и скрытой деревней, родниться с маленьким кланом? Из-за сокровища Узу, деревни скрытого водоворота. Как показала практика, только тот, кто имеет кровь Узумуки, может попасть в лабиринт под руинами Узу. И вот там невоспитанный или малознающий просто погибает. Сейчас, собственно, и не встретишь полукровок этого клана, который всегда славился своей любвеобильностью, особенно молодая мужская его часть. Поэтому раньше полукровок с красными волосами было много. Но сейчас их практически не найти. Все сгинули в лабиринте, где хранятся в запечатывающих свитках огромные богатства раньше самой богатой скрытой деревни мира. Поэтому не удивляйте ни тому, что скоро Наруто будут обхаживать многие клановые девушки, причем не только из наших деревень, ни тому, что он скрывает свои таланты. Ты ведь не знала, что он практически мастер фуиндицу. Так что еще раз советую, поторопись, дочка, если ты правда заинтересовалась им с любыми действиями, поспеши. Ответ матери так поразил юная учиха, что у нее невольно вырвался, на самом деле быстро решаемый в уме, вопрос. А почему сами узумаки не возьмут эти сокровища? Миката раздраженно посмотрела на дочь. И чему она ей так долго учила? И кто их будет защищать? Даже в Канухе, если они привезут сюда сокровища узу, от них скорее всего избавятся. В других деревнях будет и того хуже. Но если они поделят богатство между родственными кланами, с которыми на крови подписан договор о помощи, тогда возродится деревня водоворота, где у руля опять будут узумаки. И знаешь, что самое противное в этой истории? Никто просто так не позволит такому альянсу пройти к богатствам спокойно, но при этом и они сами их не получат. И это все понимают, поэтому раньше таких походов за кровью не было, но раньше было больше узумаки. А сейчас, как мне кажется, многие спохватились, что еще немного, и сокровища будут запечатаны навсегда. Вот они решили положить товар первого сорта под бочка производителя узумаки. Так что, дочь, если он тебя действительно заинтересовал, берись за него сейчас, пока конкурента кот наплакал. А иначе уведут его. Саски задумалась. И не только о том, что мама ошибается с ей конечной целью, но и узумаки, как клане, и о отдельном их представителе. Папа, я в этом никуда не пойду. Мне стыдно это надевать. Державшую в руках дорогую одежду, из черного бархата, Тентин буквально кричала на отца. Ну, пойми ты, наконец, если ты его в этом наряде пригласишь, то утром я окажусь в его постели, а днем мне вручат несколько купюр и выставить на улицу. Пойми, пап, такое только в домах костных фонарей носит. Ни одна уважающая себе девушка в костюме этой, кисы, не выйдет на улицу и не покажется в нем, кому попало. И еще, пап, не забывай, он младше меня, пускай всего на год, и ему скорее всего на это наплевать. Зря ты так, дочка. Эх, не хотел я это говорить тебе, уж больно у тебя язык не сдержан бывает. Но ты знаешь историю нашего рода? Нет? А надо ей знать. Мы когда-то были кланом Шиноби, пока в боях с кланом Юки не погибли почти все. Затем было бегство из стран демонов, в которой мы проживали. Нас становилось все меньше и меньше, пока мы не достигли страны водоворота. Там правил не Дайми, а Узукаги. Он позволил нам отдохнуть, набраться провизии и продолжить путь, ведь в стране водорота может быть только один клан. Клан Узумуки. После этого мы перебрались в Канаху, но здесь нас отказались принять кланом, ведь мы не сохранили ни наши техники, ни носителей кейки генка и улучшенный геном маскировки. Свитки призыва хамелеонов. Вот чем гордился наш клан. Но все это пропало, как думают многие. Прошу, поклянись сейчас мне, что никому никогда, кроме своих детей, не расскажешь о том, что я тебе сейчас скажу. Тентин удивленно и изумленно посмотрела на отца. Такой истории своего рода нет, клана она абсолютно не ожидала. И в то же время ей стало очень интересно, что еще скрывает, казалось, такой простоватый отец. Клянусь. Ни кейки генкой, ни свиток призыва не были потеряны нашим кланом. Даже сейчас в твоих жилах бежит кровь с улучшенным геномом, который позволяет тебе искусно маскировать чакру, изменять свойства запаха. Она дарит просто удивительные способности при имеющемся призыве хамелеонов. Наши шиноби могли буквально растворяться в воздухе, и такими, невидимыми для врага, атаковать. Но свиток он сейчас хранится в лабиринте у Зумаки, которому мы его отдали на хранение до момента появления у нас шиноби. Но ты все сама, думаю, поняла. Ты первая, кто за долгое время в нашем клане стал шиноби. Я, и мама, и дедушка, очень гордимся тобой. Но стоит кому-то прознать про твои гены, тебя могут просто забрать. Поэтому я и хочу защитить тебя браком с клановым. А если это, к тому же, будет у Зумки, то и вовсе прекрасно. Наруто, с все нарастающим внутри смехом, смотрел на метание матери. Только что он сообщил родителям, кто состоит с ним в команде и кто у них наставник. А также, что с завтрашнего дня у них будут совместные тренировки и миссии, поэтому он будет приходить домой поздно вечером. И вот после этого и началось представление. Почему Танка категорически не устраивала Кушину, как наставник. И вот сейчас она всячески пыталась придумать способ сменить наставника или перевести из команды самого Наруто. Наруто полностью же погрузился в себя, этот разговор был ему неинтересен. Когда он был Хакаги, ему тоже не понравился один из товарищей по команде его дочери, и он перерыл все документы на этот счет. В результате ничего. Если члены команды и наставник признаны подходящими друг для друга и команда сформирована, ей изменения не нужны, и она не может быть изменена никаким образом, кроме естественных, таких как смерть членов команды и становление их Чиунинами или Нукининами. Поэтому о решении матери он не волновался, хотя от самого ее поведения на душе становилось удивительно тепло. Думал он сейчас о своем поведении на представлении в команде и на тренировке. Нет, насчет раскрытия части из своей силы Наруто нисколько не переживал, ведь любая маска, которой он бы сегодня мог прикрыться, слетела бы с него во время первого же настоящего боя. Он просто не сможет подвергнуть опасности членов команды и наставника из-за такой мелочи, как раскрытие не особо важного секрета, относящегося только к нему. Поэтому о раскрытии части своих сил он уже давно подумывал. Но вот то, как он реагировал на девочек, ему с его возрастом абсолютно наплевать, что он-ка старше двух других, разницы в этом нет, ему не нравилось. Это было неправильно. Он, проживший целую жизнь, не должен так реагировать на эти действия и разные случайности. Но он реагировал. Да, Курама говорил, что возраст и тело и души скоро станут равны, но не сейчас же и не так. Он себя последим из негодяев ощущает, поцеловав девушку, годящуюся ему во внучке. Ха! Друг мой, ты неправильно думаешь. Да, у тебя душа старика, но сколько лет твоему телу? И насколько тебя воспринимают окружающие? На 12 лет. И твоя реакция была нормальной для твоего возраста, на который тебя воспринимают все окружающие. А тот твой поход в дом красных фонарей, который твоя душа восприняла спокойно, их очень шокировал. И лично я думаю, что именно из этого тебя поставили в группу Анка, и именно из этого так бесится сейчас твоя мама. Так что успокойся я, пока тело не закончит ударными темпами расти, даже не думая об этом, позволяя иногда гормонам управлять своим телом. Я не советую тебе делать это. Я просто говорю, чтобы в подобных случайных ситуациях ты позволял телу действовать, и мало того, что ты зародишь сомнения в умах людей типа Анбу, так еще и самих девушек настроишь против себя. А удовлетворять свою похоть, ты можешь в том же доме красных фонарей. И не рычи на меня. Я подсказала тебе самую лучшую из версий твоих дальнейших действий. Какую версию ты можешь назвать наихудшей? Чтобы я просто зал, мата тебе. Ты долго будешь сдерживаться, лишь совсем изредка скидывая все больше растущее напряжение у красных фонариков, потому что тебе никто не позволит каждый день туда ходить. И наконец взорвешься, гормоны и потребности тела вытеснят на некоторое время твой разум, и ты изнасилуешь первую попавшуюся девушку. Ужас. И насколько он реален на все сто процентов. Ты должен выбрать одну из более старших девушек, наподобие Анко и Шезуне, для постоянной связи. И даже так, думаю, придется оставшиеся добирать либо в доме красных фонарей, либо завести еще одну девушку. Почему это? С постоянной девушкой более-менее согласен, но почему мне придется еще и на стороне действовать? Вспомни Химоту. Она после ваших игр отдыхала по 8 часов, правда, ты это все списывал на тяжелую работу по дому, совершенно не замечая, что перед сексом она была свежа и училась от силы. Но после трех, чаще всего четырех часов у нее заканчивались силы. А ты практически утолял все свои потребности, Но сейчас, после столь любезно сделанных тебе улучшений некими личностями, которых сейчас нет здесь, твоя выносливость и желание увеличились практически втрое. И уже не важно, какой бы ни была девушка сильной и сколько бы у нее не было желания, она в одиночку не сможет тебя удовлетворить. Поэтому тебе, даже несмотря на твое правильное желание требовать девушке только того, чего и сам даешь ей, придется искать себе еще девушек. Слушай, можно вопрос? А была вообще необходимость прятаться у меня в подсознании или они просто меня боятся? И да, и нет. Но это сюрприз, поэтому я тебе его не расскажу полностью. Это не несет тебе никакого вреда, мы проверили трижды. Это будет тебе в будущем очень полезно. А так рвануть в подсознание, пока любая чиха или яманока подходит к тебе, у нас бы хватило времени. Особенно при величине твоего внутреннего мира, достигшего по размерам примерно половины от территории Страна Огня. Причем цены настолько понятные тебе сравнения, остальные, кроме, возможно, Курамы, никогда не интересовались, как им казалось, бесполезной информацией. Кстати, я появилась здесь еще и потому, что мы решили не только объяснить тебе всю напрасность твоих моральных терзаний, но и сказать, что вместо шести дней нас не будет две недели, даже скорее всего пятнадцать дней. Так что пока. Удачи в отношениях с девушками. Вот ведь подстава. Это определено подставой от Курамы, которая помнит, что во время моей молодости, после того, как я стал Хакаги, но еще до рождения Барута, мне предлагали воспользоваться правом кланов, находящихся на краю гибели, и как официальному представителю, взять несколько девушек в жены. Правда, для этого также требовалось разрешение от уже имеющихся женщин, связавших свою судьбу со мной, и разрешение совета кланов. Собственно, именно поэтому Саски не воспользовался этим правом в том мире. И я тогда не воспользовался им, даже имея разрешение от Хинуты, с которой поговорили раньше меня, потому что считал несправедливым делать то, что ты запрещаешь делать своим любимым. Я ведь даже мысли не мог позволить себе, что моя Хинута будет с кем-то другим, так почему она должна не только представлять, но и видеть это же. А сейчас ситуация немного другая. Насколько я понял, мое желание не сможет воплотить ни одна девушка в одиночку. В то время как я могу черт. Но неправильно это. Чувствую себя мерзавцем, ищущим оправдания для того, чтобы иметь сразу несколько жен. Я себя так же чувствовал, когда учился политике и взаимоотношениям со скрытыми деревнями Альянса. Но тогда от моих решений зависели тысячи людей, а теперь только я и, возможно, девушки, которые согласятся пойти на такое. Ну, Биджу, как же это в вашем стиле? Создадите проблему и усядитесь где-то в сторонке, наблюдая за ищущими решения данной проблемой людьми. А, ладно. План на ближайшее время, найти подходящую мне по всем параметрам девушку и заставить ее влюбиться в меня. Ну, а про остальное подумаем уже вместе с ней, может, она вообще откажется делить меня с кем-то еще? Ведь, в конце концов, это решение действительно не только мое. Ой, черт. Про главное препятствие к данному решению я и не вспомнил, а что там я его даже не сразу увидел. Родители. Мои родители, как представители клана Узумаки, которые должны дать подтверждение меня, как официального представителя клана. Нда. Проблемы. И они мне нравятся. Как же давно у меня не было таких проблем все больше вроде «Убийца убил подчиненного или купленного нами чиновника, что делать, Хакаги?» Или «Если мы убьем вот тех, мы ослабим ту-то деревню, разрешите провести миссию, шестый». Иногда были особо гнусные, у таготоклана есть такой-то геном, и у них есть дети и молодые женщины, прикажете выкрасть и распределить, как наложниц, только женщин, или попытаться захватить и правильно воспитать их детей. В этом случае возможны вот такие потери, а если просто оставить их, детей, это усилит вот те кланы, поэтому может лучше вырезать их. И на какую деревню лучше всего повесить этот набег, чтобы нам не мстили, а мстили им. Кстати, именно после такой просьбы я впервые закопался в тайные архивы, чтобы быть точно уверенным, что мой клан погиб не так. Реальность оказалась жестокой. Да, деревню Узу уничтожила не Канаха, а союз трех великих деревень, но вот остатки клана были намного больше одной кушины Узумуки. Правда, среди них не было ни одного шиноби, но, тем не менее, это все равно были люди клана Узумуки. Рабочие, строители домов, кузнецы, фермеры и многие другие обычные люди, без которых не может обойтись ни одна из скрытых деревень. И вот их не пустили в Канаху. Даже не так, а просто не пустили, а забрав наиболее приглянувшиеся вещи, выгнали из страны огня на все четыре стороны. Ну, точнее две, в сторону страны молний, надо сказать, никого не отправили. Собственно, так семья Кариной оказалась в траве, а мать горы в песках. Как же я счастлив, что еще долго не залезу в эту выгребную яму под названием «Большая политика», где любое благо для одной стороны непременно ослабляет другую. И как же жаль, что этого избежать вообще не удастся, все же в будущем именно я стану главой клана Узумуки, и мне придется отстаивать благо клана от посягательства других. Наруто так увлекся размышлениями и воспоминаниями, что не заметил, как мать обратилась к нему с каким-то вопросом. А если учесть, что в этот момент он подумал о том, что ближайшие лет десять-пятнадцать не столкнется с политикой, то ничего удивительного нет в том, что на его лице появилась глупая, но счастливая улыбка, которая щегато просто взбесила маму и он, получив подзатыльник, был направлен спать. И лишь уходя к себе в комнату и услышав окончание разговора отца с матерью, Наруто понял причину того удара и его удаление к себе. Вот видишь, он уже мечтает о том, как окажется у нее в постели, а ты говоришь, что все ему понятно вчера объяснил, и он больше так не будет. Но это не так. Пойми, милая, благодаря этому году Джерайя, чтоб ему уши и гомякалась, наш мальчик уже познал близость женщин и так просто от этого не откажется. Я вчера с ним в основном именно о том говорил, что девушка должна подходить мужчине, иначе будет плохо. И если он все же выберет ее, давай просто доверимся ему, он очень умный мальчик, и я уверен, он сможет выбрать ту, кто станет ему прекрасной спутницей жизни. Но она, да, ей репутация плоха. Но скажи, как часто ты ее действительно видела в компаниях разных мужчин? Я лишь дважды, и то оба раза с тобой вместе. А ты? Три раза и все нее кинули в разное время, заявив, что она не честна с ними. Хм, ты поможешь мне побольше узнать о ней? Я уже задействовал всех своих должников и друзей в этом деле. А пока давай не будем больше при детях так срываться. И еще любимое, у меня, когда я был Хакаги, был подобный случай. Тогда родители тоже были недовольны выбором комиссии, насчет того, в какую команду попало их чадо, и они его просили оттуда перевезти. Тогда ничего не получилось, нет такого закона, который позволяет изменять состав команд. Так что давай просто соберем всю информацию, которую сможем и предоставим ему все решить самому. Хорошо, милый. Хоть это кажется чертовски несправедливым. Анка Митараши, честно говоря, до сих пор была в шоке от того, что вчера к ней ворвалась помощница Пятой Хакаги и отдала приказ о ее назначении на должность наставника команды генинов. Попытка отвертеться была прервана условиями вхождения клана Митараши, последним представителем которого она была в Канаху. А именно пунктом о том, что раз в 10 лет один из членов клана обязан становиться наставником генинов. А поскольку она последний представитель клана, то именно ей придется становиться наставником, иначе клан Митараши будет официально распущен, а все клановое имущество перейдет в собственность деревни. Для Анка это был страшный удар. Ей пришлось подчиниться такой жестокости, но вот зарубку в памяти о том, что надо как-то отомстить будет этой помощнице Хакаги, она сделала. Команда оказалась немного страной, две девочки и паренек, хотя обычно все наоборот, два мальчика и девочка. Поскольку перед тем, как отправить ей на встречу с командой, ей по-быстрому объяснили, что именно она должна спрашивать, как оценивать завтрашнюю проверку, примерно какой должна быть эта проверка, то сейчас Анка в голове была каша. Но не занималась она никогда с детьми, даже если в плен попадали вражеские генины, она ими не занималась. К своему огромному облегчению. Но вот сейчас она, совершенно не подумав, вместо шаблонного ответа наставника ответила волны искренне полно. И только когда прозвучали ей слова, Анка поняла, что рассказала, и едва сдержалась, чтобы не покраснеть от стыда так облажаться. Но на удивление, поспешно переведенная стрелка разговора на мальчишку выявила наследника, пускай практически уничтоженного, но все еще сильного клана Узумуки. Дальше продолжила юная Нидзука, которая неожиданно оказалась химией своего клана. А когда представилась последняя девушка, оказавшаяся будущей наследницей клана Синджу, Анка перехватала дыхание. Нет, она слышала о том, что команда ее Хикуриной будет полностью состоять из наследников кланов, но даже представить себе не могла, что в одном классе их будет столько. А ведь есть еще Химеучиха и Хьюга, да и наследник Абурами вроде подходит под этот класс. И тут у нее сложилась в голове мозаика того, почему ее так стремительно вырвали и поставили наставникам команды. Кланы не хотят отдавать своих наследников под обучение бесклановых шиноби или представителям сильных кланов, которые смогут воспользоваться в будущем таким положением. Быстро вспомнив других наставников, Митта Раши полностью подтвердила свою версию. Насколько она поняла, учить Учиха будет представитель клана Хатаки. А поскольку в Канухе не особо много таких кланов, и в нынешнем классе просто половина это наследники, ей призвали из-за неохватки людей. Анка успокоилась, осозав, что нет никакой каверзы. Вот и все. Кстати, спор между Узумакей и Нитшкука все не заканчивался, вот Анка и обратилась к ним с предложением см своей силы. Придя на полигон, все генины начали разминку. А затем-затем была демонстрация возможностей Узумаки Наруто, наследника клана когда-то владевшего целой скрытой деревней. И забываться, вестись на его глупые пассажи или как бы неловкие ситуации с девочками совершенно не стоит. Тот, кто может в 12 лет выдавать с десяток техника ранга, совсем не дурак и неудачник, о котором слышал Анка, а если он смог настолько удачно притвориться, скрывая свои силы, то недальновидным Наруто тоже не назовешь. И лучше вспомнить, какие направления искусства Шинаги ему хорошо даются. И Нитзука кинулась на него с кулаками, и вдруг с вскриком споткнулась, упала вместе с запнувшимся и щенка Наруто, отчего дети поцеловались. О! Да! Теперь неловкость в команде точно будет просто дикая, можно будет множество раз подшутить над ними. Акеба продолжала. Ревя, она постоянно пыталась всячески старалась оскорбить Узума Аке, что все извинился за свою неуклюжесть. Под конец истерики Наруто все же смог не только извиниться перед Кебой, но и, не пытаясь даже слушать возражения, не замечая мелькающие кулачки девушки, подхватив ей на руки и положив щенка на ей живот, быстро побежать в центральную больницу Канохе. Нда! Повезет его девушке, благородный, сильный и явно неглупый парень, был, судя по всему, еще и добряком. Эх, и почему среди моего поколения таких практически не было? Да, будь паренек хоть года на четыре постарше, Анка попыталась бы добиться его внимания. А так слишком молод. Вздох, к сожалению, молодая девушка покинула полигон, совершенно не замечая изучающих взглядов от наблюдающего за ней капитана Анбу. Человек был очень осторожен, стараясь, чтобы двое спорящих людей не почувствовали его чакру, потому что если почувствуют, он может прощаться с жизнью. Канан, как там поживает Нагата? Он очень переживает, что так глупо попался в ловушку, и очень сожалеет, что не смог пройти весь путь по лабиринту Узумуки. Ничего, это даже не особо страшно, он ведь выживет. Нет. Поэтому мы и пересадили его ринегом Яхика. Папа нет, Каги Ханза Саламандр, позвольте мне, а не этой глупышке Саи отправиться соблазнять этого Наруто. У Саи прекрасные и смертоносные техники, которыми она может научить пользоваться многих, в то время как внешне она больше похожа на мальчика. Поэтому я должна, должна? Нагата заставила тебя что-то пообещать? Канан, вы Саи и моей дочери, пускай не по крови, но вырастил вас я. И я не желаю, чтобы мои дочери грустили. Ты ведь помнишь о Мадаре? Если мы не достанем для нее одно из сокровищ Узумаки, она уничтожит деревню. И помнишь, тогда, на прошлой неделе, я приносил вам фотографии различных молодых людей, да, мальчишек, если честно. Так вот, Саи сама выбрала Наруто, и сказала, что это такой тип, который ей нравится. Так что не стоит думать и защищать сестру там, где это не нужно. Ну, а если он ее все же обидит, то клан Узумаки станет еще ближе к своему уничтожению из-за смерти одного Узумаки. Пап, ты лучший. Я знаю, я знаю. Но давай поговорим лучше о твоих выходках на тренировках и с другими джанинами. Пойми, ты сейчас, благодаря своей технике, совершенного оригами, сильнее многих из них. И сражаться на пределе своих сил в таких спаррингах трое твоих противников выйдут из больницы лишь через месяц, а перося вовсе через полгода, пока мы потихоньку соберем его копчик и сделаем ему новый. О чем это я? Ты же проводишь спарринги только с теми, кто слишком восхищается Саи, разумеется, не желаешь им уступить свою милую сестренку? А значит, о снисхождении для них просить бесполезно. Мой охранный сокол. Папа, ты же знаешь, как я ненавижу это прозвище. Ну, ладно-ладно, угомонись, все, хватит. А-а, помогите, убивают. Папа. Стой! Трус несчастный. В старых катакомбах неожиданно задрожали камни, и из земли появился человек, похожий на дерево, такой же скрюченный узловатый, с огромной кроной и столи ветвей, то ли костей над головой. Я нашел описание этой техники. Ха-ха-ха. Неужели вы, глупые людишки, думали, что смогли меня остановить? Теперь техника массового древесного копирования у меня, жаль, что эти клоны, в отличие от теневых, не могут появиться сами, но они не исчезают после ранения. А кроме этого я нашел тюрьму моей матери. Жаль, уничтожить, или просто повредить ей не выйдет. Только мама способна это, или тот, кто равен ей по силе. Проклятие, еще немного, и я бы смог снова увидеть мою маму-богиню-кролик. Но для этого мне нужна огромная сила. Тысяча жертв, принесенных в мое имя? Нет, боюсь, этого будет мало. А вот десятки сотен тысяч могут и помочь. Но такой масштаб боюсь, мне одному с этим не справиться даже за всю моя жизнь, а клонов надо растить не менее пяти лет, в то время как если я не хочу навеки лишиться разума мамы, мне надо уже сейчас начать перенаправлять силу в нее. Что же делать? А ведь будут еще и те, кто сопротивляется, такие как шиноби-шиноби-войные убийцы-наемники. Хидден. Да, мой господин. Появившийся из тени обломка стены человек с огромной косой смотрел на человека растения как на своего бога, но любой, заглянувший в его голову человек, ужаснулся бы его мыслям. Ведь преобладающей мыслью этого человека была одна как убить стоявшее перед ним растение. Ведь он практически прямая угроза его богу. А значит, его истинный враг. Вот только сейчас он не может его убить уже все перепробовал не получается к великой грусти Хиддена. Мне нужны убийцы. Много, и не важно, шиноби это или нет. Хотя последние будут получше, так что собираю на самом деле всех, но самое лучшее предлагай шиноби. Их целью будут деревни и города всего мира. Их противниками будут все, кто может сражаться. Их главный наградой станет господством над землями, где они смогут творить все, что угодно, а также защиту их близких. Единственным условием будет убивать с моим именем на устах. С именем Зицу, сына богинь и кролик. Наруто, честно говоря, уже не особо надеялся на то, что это испытание будет на захват колокольчиков. Уж больно разными оказались миры, даже дело не в том, что тут некоторые люди выжили, а некоторые умерли. Здесь даже мировых войн было на одну меньше. Кроме того, здесь смогли выделиться самураи, они заключили союз сузумаки когда-то давно и специально для них были разработаны печати хранилища, или как их называли сами самураи, печати ножны. В результате они могли носить огромное количество разного оружия, брони и других припасов. В результате всего этого сейчас страна железа управлялась сегуном и самураев, а деревня стальных клинков официально считалась одной из великих скрытых деревень. И подобных примеров несовпадения было множество, я если честно очень сильно удивляюсь, что из знакомых мне людей пропали только Хинута и Конохамыру. И да, веселый мальчишка из Сарутаби, впоследствии ставший моим советником и фактически ректором Академии Шинуби, после одного неприятного инцидента о котором он так мне всего и не рассказал, пропал. Просто, как и Хинута не родилась. Все это, знали 10 моих теневых клонов которых я вчера вечером создал на подходе к дому, в одном темном переулке и отправил заниматься самым моим нелюбимым и соответственно малоизученным вопросом Шиноби шпионажем. Ну, просто мне это раньше не нужно было, у меня всегда были для этого специалисты из Анбу, или на самый крайний случай Шакамару и Сай. А вот теперь, я об этом очень жалею, но прекрасно понимаю, что во всем невозможно добиться совершенства, я и так достиг очень многого в разных областях искусства Шиноби. Но если честно, то я сейчас прибедняюсь, нет конечно по сравнению с такими монстрами поиска и шпионажа как Киба и Лиса я полное ничтожество, но вот собрать в своей деревне информацию о своих же друзьях и наставниках это я мог и сделал. На подходе к полигону его встретили однокомындец. И еще раз извинился пред Кибой, за то, что так повел себя с ней. Но судя по лишь легкому фырканию последовавшему за этим, в этот раз его посетила неудачи. Но тем не менее, кибы по крайней мере больше не бросалось на него. Именно так они достигли полигона. В полной тишине. Нда. Сразу видна разница между Анкой и Кукаши. Если второго моя группа в день испытаний ждала до полудня, то Анка уже была на полигоне, когда мы собрались за полчаса однозначенного времени. Оделась она точно так же как и вчера, вот только добавила перчатки с тесьмой, на которые болталось небольшое колечко. Хм. Если я правильно все понимаю, именно эти два колечка станут нашими колокольчиком. Задача утруднилась и облегчилась одновременно. Во-первых, чтобы получить оба колечка ваша задача сегодня пройти один тест. По результатам теста вы получите назначение на миссии, тот кто пройдет тест, отправится ухаживать за цветами в серую оранжерею Яманука, а тот кто провалится пойдет чистить общественные туалеты. И поскольку нам надо обязательно выполнить оба задания, а колечек только два, один из вас в любом случае отправится на эту зловонную миссию. Хи-хи. Кстати, Наруто тебе запрещено пользоваться фуином ни джутсу в этой охоте за лучшее место, а и тебе запрещено пользоваться улучшенным геномом, кебаставь своего щенка здесь около скамейки. Я хочу посмотреть, на что вы способны без своих сильнейших сторон. Интересно. У меня возникает ощущение, что Хатаки Какаши считала нас идиотами. И выдал нам абсолютно дурацкое задание. Нынешнее задание было продуманным как те задания, что я видел в бытность Хакаги. Какого я забыла таком? Нет, в принципе это возможно, за долгие годы забыть такую мелочь, но вот то, что я об этом вспомнил, не сразу, а и с большим трудом. И это неправильно, за этим, что-то есть. Что-то касающегося именно меня. Но времени сейчас, хорошенько все обдумать не было. Пришлось срочно, подхватив девочек на руки, прыжками уходить в лес. Не то, чтобы они сами с этим не справились, но прыгнули они бы наверняка в разные стороны и обговорить план мы не сможем уже так просто. Нам нужен план, нам нужно время так остановка. Мы у самой границы полигона. Отпускаю слегка порозовевших девушек на землю. И задаю сейчас самый важный вопрос, Ая, ты знаешь технику клонирования? Любую. Нам девушка отрицательно кивнула головой и по-моему мнению сильно смутилась. Да, знаю. Нет, она не подойдет древесной клоны. Пока моя самая сложная техника из элемента дерева на сегодня. Жаль. Но в 12 лет древесной клоны. Пожалуй, она сильно преуменьшила силу своего генома и его контроль. Киба. Ну вот и это смущается. Да что с ними? Неужели не знать или плохо знать техники копирования это плохо? Иллюзорные. Давай их больше из-за контроль не выдерживаю. Да и нам это обычно не надо. Мы ищем так с ней все понятно. Действительно, даже знание иллюзорного клона для инозуки на совсем обычно, а что уж тут говорить про более продвинутые техники. Инозуки бойцы, следопыты и отличные контрразведчики, но не более, не стоит требовать от них гинджутсу высокого уровня или сносного нинджутсу. Они учатся не этому. И наверное именно из-за этого она стесняется. Так я тоже в пролете с этим запретом. А значит ходу отсюда. По дороге вокруг полигона и обговорим план, лично я предлагаю. Через полчаса из отведенных трех Анка все так же стояла в центре полигона и ждала. Нет она понимала, что отняла очень много ее учеников запретами, но иначе все могло быть по-другому. Ей просто бы задавили. Как она узнала из принесенных вчера вечером дел этой тройцы, причем принесла их сама капитан отряда Анбо, у них просто удивительный и даже пугающий потенциал. Наруто Узумаки неофициально носит титул мастера печатей, как оказалось имеет предрасположенность к четырем элементам прекрасно пользуется ими. Очень силен в дальнем бою, и в среднем бою, и за печатей, и в ближнем бою используя стиль мгновенной смерти на Микадзе поэтому и там будет непростым орешком. Син Джоа официально носит титул наследницы древа, по силе своего Кике и Гитая не уступает далеким прадедушкам табирами и хаширами. Достигла выдающихся успехов для своего возраста в Ириен-джуцу. Немного знает Ген-джуцу. В ближний бой лучше даже не соваться, порвет. Неплоха на средней дистанции. Слабовато, но все же может сражаться на дальней дистанции. И на Зу Кике бы практически добилась звания мастер поиска, что ее потянуло в боевую сторону сил клана, никто не знает, но после этого стала усиленно тренироваться именно в стиле боя четвероногого. Для ее возраста просто великолепно овладела клановым стилем боя. Универсально смертоносно на средней и близкой дистанции, не владеет ничем дальнобойным. Фактически из всех троих членов команды она в бою слабейшая. Зато при поиске или преследовании. В общем универсальная команда атакующего типа. И в нападении эти ребята втроем, без ограничений, скорее всего, не оставили бы мокрого места от нее, даже несмотря то, что она Джанин. Она до сих пор не понимает, как у 12-летнего пацана хватает чакры на 10 техник ранга. Или того, как вроде бы тихонь я расправилась с попытавшимся излишне жестко к ней подкатить выпившим ток убитцу Джанином. Она его просто разорвала изнутри, проткнув его кожу всего лишь маленьким зернышком. Так что нет, без ограничений нельзя с этой командой. Хм. Задумали обмануть меня иллюзорным клоном Ахитро. На живого Наруто сейчас повесили иллюзорный двойник, под защитой которого и скрывался этот мелкий. А второй иллюзорный двойник был с двумя девушкам, которые неторопливо и относительно тихо передвигались. Относительно тихо. Да они же специально шумят, чтобы привлечь мое внимание и отвести его от Наруто. Очень неплохо. Но это все же. Это не то, что сможет победить меня. Быстро призываю трех гипнозмей и направляю их к девушкам, а сама бегу в страну единственного бойца дальнего боя, который пошел в рукопашную. Хм. Это его просчет. Ого. Нет, похоже, это мой просчет и тех, кто собирал в Академии о нем информацию. Быстрые, круговые, скупые движения, это вовсе не стиль на Микадзе, больше похоже на стиль боя Хью. И к нему теперь очень трудно подойти к человеку. Призывая и выпуская как причудливые снаряды более десятка змей, я наконец замечаю, что одна из них укусила его. Ну вот и все, теперь он будет парализован в течение минуты, уж больно усилен я от этих змей. Пуф. Что? Как? Тогда? Развалившийся на несколько капель крови яда второй иллюзорный двойник выиграл время для команды Наруто. Захват прижавшей руки к телу был словно стальной. Их утенка вовремя отпрыгнула, разница в росте была видна сразу, ей руки в районе локтей были прижаты к ее бокам, а по рукам Наруто изредка хлопались ее груди. Вот этого она уже простить ему не смогла. Резко спиралью раскрутившись Анко спиной, точнее тем, кто висел на ее спине, врезалась в дерево. Наруто болезненно зарычал и лишь на мгновение ослабил зажим, чтобы изменив хватку ухватиться за ее груди. Ну все паршивец, ты сам напросился. Анко начал уже собирать ручные печати в технику пламенной ауры, как два сюрикена разрубили эти семки от перчаток и кольца упали в руки подскочившей Назуки, которая мгновенно отправила их в полет в сторону Аи. А сама Киба тем временем подскочила к разжавшему хватку Наруто и ударила его среагировал очень быстро и перехватил удар. Правда удивление на его лице направленное на Кибу явно показывало, что сделал он это только на рефлексах, как сама Анко оскакивает от него, как только он окончательно разорвал хватку. Ты чего? У нас же все получилось, мы достали кольца. Так а зачем ты лапал Сенсия? Тебе нельзя это делать. Она же наш Сенсий. А ты? Почему ты ее так унизил? Однако меня защищают. Даже немного приятно. Киба, я благодарна вам за столь лестное отношение ко мне, но поверьте это я расслабилась и позволила ему это сделать, а не он сам это сделал. В большинстве случаев когда Кунаичи оказываются в захвате врага мужского пола, облапывание начинается сразу, как противник понимает. Наруто ты читал свитки с указаниями тактики по захвату вражеских шинобедлян Буканухи. Мальчишка покраснел, затем побледнел. Значит читал без разрешения. Ой. Я прошу прощения это вышло случайно. Я просто увидел у отца в запираемой тумбочке разные свитки и вот пожалуйста не ругайте отца. А паника и страх появившийся на лице этого мальчишки, в сочетании с его словами вызвали бурю веселья со стороны Анка. И это еще больше усилило печаль на лице девочки с обоковода. В результате некоторой похожести ситуации, произошедшей с самой Анка в детстве, она быстро разобралась из-за чего юная инузуки попала в такую печаль. Киба, я принесу тебе этот же свиток, а также свиток с подобным для девушек Анбу, но за это ты пообещаешь не ходить так, как советуется в том свитке, даже если тебе очень охота привлечь внимание каготу определенного. Ты поняла? И еще бы она позволила двенадцатилетней девчонке вырядиться, как советовал свиток с методами обольщения и мягкого захвата цели для девушек бойцов Анбу. Причем как прекрасно знала Анка, многие таким образом нашли и захватили не только свои цели, но и забрали себе понравившихся мужчин, большая часть которых вскоре стала их мужьями. И это были уже немало повидавшие Куна Ичи с семнадцати-двадцати лет, а не мелочь которая абсолютно пока не понимает мальчиков. Так что пока только теория для нее и остается, и пожалуй стоит всю ситуацию рассказать ее матери, чтобы смогла присмотреть за ней. Синси, я считаю неправильным отправлять Наруто чистить, но я и перебил сам вроде как не справившийся с заданием. Ай, все в порядке, я просто создам около сотни клонов, к несчастью это мой предел сейчас. Ну, а они уже сделают все вместо меня. Так что не надо, лучше и отправляйтесь в оранжерею яманок. И считайте, что я подарил вам цветы. А затем исчез в созвуком грома. Уанка буквально отпала челюсть. Полет бога грома? Это вообще как? Синси, я думаю, что сейчас стоит отдохнуть. А затем идти в оранжерею яманока. Обе ее собеседницы просто кивнули, все еще пребывая под шоком от того, что сделал мальчишка. А вот я судя по ее улыбке поняла намного больше и остальных. И постаралась это разъяснить двум непонимающим девушкам ситуацию, в которой оказался их партнер по команде. И только не говорите, что не заметили как он пострадал от того рывка к Синси. Его ноги наверное сейчас адски горят от лопнувших капилляров. И уж двигаться на них ему и вовсе сейчас невозможно. Поэтому он использовал технику своего отца. Две пары глаз непроизвольно стрельнули на место, откуда исчез мальчик, а затем обменялись удивленными взглядами. Этот мальчишка поражал их все больше и тем временем издалека за действиями на полигоне наблюдали две очень важные женщины Шиноби. Я придушу эту мелочь. В его возрасте никто не может пользоваться вратами без страха смерти да он даже сам себе ноги покалечил. Но приведут его сегодня в больницу, но я ему устрою. Узуки посмотрела на Хакаги насмешливым взглядом. Она помнила, как ей рассказывали, что она вела себя как капризный ребенок в детстве но при этом она уже тогда была смертельно опасная. Но вот говорить об этом вслух нет, сказать ей Хакаги, что она ведает про ее слабости и она может охренеть как далеко поехать на задание. Ну пятое Хакаги, что насчет Тайджи Цузумки Наруто? И надо ли мне его провоцировать на Яке? Синджу скривилась, словно действительно была недовольна успехами своего крестника. Или она недовольна, что он так долго умудрялся скрывать подобное от нее. Да и вообще от всех остальных надо признать тоже. И вопрос, где он тренировался, не оставляет мысли многих из здравомыслящих людей Анбу. И сошлись во мнении, что если такой полигон можно было создать или найти, другие просто называли его так, как хотели, проявляя неуважение и даже мысли, что это сами Узумаки используя свои печати создали такой полигон. Так, а вот это надо сказать очень и очень смелое предположение. Но может в Канухе и существует скрытый полигон, о котором узнал Наруто или он его помогал создавать, то найти его могли только Узумаки. Нет, не стоит я поверила тебе и Деманбу. Вы выполнили мое поручение. Узуки так задумалась, что не сразу сообразила, что ей больше не надо раскручивать этого маленького монстрика на проявление жажды убийцы. Искренне этому порадовалась. Но вот прояснить один возникший вопрос она просто обязана. Хакаги, как вы думаете, целесообразно ли будет оставлять такого гения среди этой команды? Цсунада кинула на нее недовольный взгляд, немного наморщив лоб, оглядела и высказалась. Нет и да. Он до ближайшего экзамена на Чунина будет в этой команде и это не обсуждается, никаких экзаменов и проверок на соответствие звания раньше времени не будет. Чтож, ей это устроят. Главное, чтобы он потом не отказался от пути Шиноби для руководства кланом. Мината, привет старый друг, как дела? Слышал, твой парень отмочил после ели с данного экзамена такое, что просто ух. Но вот беда, там на горячем источнике была и моя дочь, Ина. Иначе не стоит, ни ты должен извиняться не передо мной. Знаешь, мы с Иной навестим вас по случаю праздника, удачного окончания детьми Академии. Вы не против? Нет. Нисколько не против. Я думаю, тогда он не совсем виноват, но я тебе потом все расскажу. Единственное, о чем прошу, это поговори с дочерью. Пускай она хотя бы выслушает Наруто. А то она в своей гордости пошла в маму, а думаю, ты это и так знаешь. Знаю. Я поговорю с ней. Ух, худо. Вот нафига я использовал открытие врат в таком теле. Привык к своему старому, где я спокойно открывал шесть врат, вот и не подстраховался. Вообще, в последние дни я что-то явно помолодел, причем ей только телом, но и душой, и что страшнее, разумом. И вот это напрягало. А что будет, если я совсем впаду в детство? Вот этого совсем бы не хотелось. Да, сейчас нету времени из моего детства, когда меня все ненавидели. Но вот забывать, каким я тогда был дураком, это страшно. Верить человеку просто потому, что он признал тебя. Любить без малейшего намека на взаимность, даже скорее при полном понимании, что тебя презирают. Служить деревне, в которой тебя мечтают убить, растоптать и унизить практически каждый житель. Все это очень страшно. И пройти через такое, сохранив внутри себя свет и радость жизни, было очень непросто. Очень. А особенно, когда внутри так и стучала ярость и гнев в Курамы. Да, трудно. Но он справился. Почти. Ухмылка, появившаяся на лице облокотившегося ворота центральной больницы Канахио-мальчишки, заставила шедшего у него поинтересоваться, как он появился из воздуха, молодого Шиноби в ранге Генина остановиться и развернуться. Здоровье важнее любопытства. Наруто же вспоминал то, что было после войны, о том, как он готовился к занятию поста Хакаги, как создавались правила Альянса, а он быстрыми темпами учился политике и психологии и экономике, а также манипулированию. Именно тогда он по своему мнению отошел от света, а судьба Сакура и поступки его, друга, и вовсе отбросили его от той идеалистической веры в людей, которая у него была, хотя и не уничтожила полностью. Собственно, он до последних дней надеялся на людей, на их здравомыслие. Но он научился распознавать тех, кто наслаждается тьмой и тех, кто просто познал тьму. И если вторых он так же как и раньше пытался уговорить и помочь, то первых безжалостно убивал. Также он начал убивать из-за политики. Потому что иначе было бы еще больше жертв. Вот его недостойное оправдание. Но он это делал. Даже когда пошел на свой последний бой, он собирался убивать невиновных, еще могущих измениться. Наверное, даже хорошо, что он не достиг тогда деревни. Но было славно умереть, осознавая, что последний убитый тобой был реальным мерзавцем. И на этом его путь закончится. Но судьба подарила ему еще один шанс. Вторую жизнь. И он вовсе не собирался коверкать и тьмой, не сейчас по крайней мере. Он будет бороться с тьмой, но только если встретит. Не искать Акацуки, если они есть в этом мире, не искать Мадару он не будет. Это не его дело. Это дело тех, кто... кто может. Примерно углядя все, чем он владел в бытность Хакаги, Наруто мог признать, победить Мадару сейчас, пока он не воскрешен. У него есть ограничения по чакре он может. А вот другим для этого придется очень и очень постараться подобраться к нему большой толпой, например. Но он этого не будет делать. Он хочет прожить спокойную жизнь, найти девушку или девушек, если они не будут возражать друг против друга, создать семью, возглавить и возродить свой клан. Вот чего хотел от этой жизни Наруто. Не стоит также забывать об его обещании Биджу. Вам плохо? Что с вами? Сказал кто-то рядом, прямо за плечом Наруто. Быстро повернув голову, он увидел Тентина и даже успел обрадоваться. Правда когда в ей глазах сначала отразилось узнавание, а затем страх, радость как-то пропало. Интересно, что он встретил Тентина и Шазуни и поцеловал их в тот день, об этом он помнил точно. Неужели из-за этого? Ну, отчасти возможно. Слушай, извини меня за то, что было в тот день, я просто был обманут и если честно мне понравилось целовать красивых девушек, да, я признаюсь, что мне понравилось. Но идея изначально была не моя. А кому может не понравиться в ей глазах страх сменился ужасом. А затем обреченностью. Значит я красивая. А не хочешь со мной еще поцеловаться? У Наруто отпала челюсть и ему показалось, что даже ноги перестали болеть. Этого просто не могло быть. Нет. Тогда это вышло случайно. А теперь уже ты вольна решать но правильнее целовать только того кого любишь. Я знаю. Я прекрасно это знаю, но а будь что будет? И почти ревущая Тентин рассказала историю своей жизни а это была именно история жизни ведь пока не сделал ничего кроме того как отбрыкивается от выхода к отца. А она так хотела приключений так хотела повидать мир увидеть много необычного попробовать много необычного а ее заставляли выйти замуж за кланового за любого кланового только для того чтобы защитить ее и по мнению ее отца лучшим кандидатом был именно он Наруто Узумаки как будущий глава клана который хранил реликвии их бывшего клана Шиноби да история неприятная я мог бы сделать вид что заинтересован тобой затем просто отдать тебе эти реликвии но я собираюсь так сказать вести не слишком достойное поведение для парня девушки не поняла и вообще что это за лабиринт в котором Узумаки хранят сокровища в своем мире я не видел на руинах Узуше никаких подземелий но это подождет а вот отношения в семье Тентин нет поэтому уточняем я имел ввиду что у меня будут другие девушки кроме тебя это для всех остальных быстро доходит поэтому если ты не хочешь супруга из клановых и не боишься пересудов о неверном парне ты станешь моей девушкой у Тентин полностью отпала челюсть но хуже всего было то что она впала в столбняк о него и так уже начали ноги отваливаться еще немного и будут серьезные последствия так что прошу Тентин думай быстрее ты ты дурак я отказываюсь да дурак ей не столько же как в том мире она еще девчонка девчонка которая из-за того что ты до сих пор не переоценила не свек со своим перерождением убежала вся в слезах от тебя ей сейчас около 13-14 лет какого фига ты творишь для нее встреча с мальчиком это не товар которым можно пользоваться для своей безопасности даже видя причину такого предложения она просто не сможет перебороть свой страх и нерешительность да другие причины у нее могут быть а уж если упоминать о том что я открытым текстом упомянул что буду встречаться с другими девушками в общем она права сам дурак но тут мне пришлось прервать свои размышления и схватить пробегающего мимо Иренина за руку ноги все же болели неслабо где он вошедший в темную пещеру человек буквально проглотил уже готовые сорваться слова когда его покровительница настолько не в духе любое лишнее слово может привести к смерти ваш правнук мертв после того как он сбежал с этой они остановились в стране горячих источников в одном из самых дорогих гостиничных домов на всю столицу а утром вашего внука нашли сбитого с перерезанным горлом а ей нашли опозоренной и мертвой в соседнем номере мы продолжаем искать кто это сделал древняя старуха сидящая на троне из человеческих костей и словно укутанная в тени вздохнула и вновь посмотрела на застывшего перед ней война одного из последних истинных кланов ночи все же призывные животные шиноби страшно ненавидели их пожирателей жизни и всегда когда чувствовали старались найти убить а за ними шли их хозяева шиноби убивали убивали всех очень мало из выживших кланов можно было назвать полноценными ведь у них то не было воинов то рабочих а этот клан можно сказать и не был затронут уничтожением в нем живы были войны самки рабочие и самая главная одна из двух ее соперниц точнее будущих химиклан ночных летонов аришаната и теперь когда ей беспутный внучек погиб так глупо она снова может стать фигурой ведь больше у королевы ночи не было сыновей и внуков а значит и женить их на ней она не сможет что ты думаешь но договорить ей не дала появившаяся проекция шиноби нет монаха с огромной трехлезвийной косой я приветствую королеву ночи ужасную и смертоносную нарожту трое стражу мгновенно окруживших незваного гостя и вытащивший из ножен свою дайву ночных летунов появившийся рядом с троном хранитель с нагитанами нисколько не впечатли незнакомца можно даже сказать по промелькнувшему у него на лице презрению сожалению и алчным взглядом не на экипировку а на самих воинов ей окружение он служитель демона войны убийства Джошина и пришел он не в материальном облике пытается заключить с нами союз если так то надо послушать а затем решать оценивающая незнакомца королева даже не подозревала что он вовсе не тупой последователь своего бога и так же оценивает их как они его ему очень понравился воин с двумя кривыми мечами сразу видно по глазам матерый убийца но и других взгляд не лучше ему даже жаль становится что он не может прямо сейчас их убить они бы были неплохим перекусом для его вечно готовящего неизвестно что готовящего в нижнем мире бога но нельзя надо собирать армия я пришел просить вас вступить в союз окоцуки этот союз сейчас насчитывает многие сотни нукининов ну или будет всего ведь второй день собираю армии разбойников тоже мне армии собрались тысячной толпой и думают сильнее всех и множество чудищ из неподвластным призывом земель только как ими управлять никто не знает и тому подобное главной целью нашего союза является создать идеальный мир для всех нас но для того придется пройтись по деревням и городам всех стран не поддержавших нас чтобы они утонули в собственной крови чтобы у них не было ничего после нас ни домов ни друзей ни их жизней так что вступайте в окоцуки вы будете грабить насиловать и убивать они вас будут у королевы как и у всех находящихся в зале отпали челюсти что это за приглашение в союз это скорее напоминало требования сдачи или угрозу столь же неприглядное и нисколько невыгодное мы подумаем м незнакомец понял все достаточно быстро хидан я приду через три дня и мне будет нужен точный ответ и фигура исчезла и вот что теперь делать думала королева наблюдая за убирающимся по углам стражниками ох и удивилась бы она если бы узнала что виновник всего этого переполоха сейчас сидит на горе и думает а что мне дальше делать все кого я знал я уже обошел но этого явно будет мало так где мне взять еще может объявление задание подать великие деревни так пошлют же так как дальше быть пойду-ка я в тайное владение этого одноглазого данза в больнице я провел два самых неоднозначных дня правда это были также два самых спокойных дня за все время моего пребывания в этом мире их не портили ни возмущение и родители и цунади которые были мне не привыкшему к таким проявлениям искренней заботы даже приятны извинения от моих товарищей по команде и наставника тоже были приятными ругань от них же когда они пришли выполнять мое задание а оказалось что мои теневые клоны уже все выполнили была намного им неприятной как и приход одной странной анбу которая перемахнув через подоконник просто смотрела на меня непонятным взглядом ну а вы чего хотели с закрытыми глазами то морды ушастые я и так едва благодаря вам же чувствую все же сенсорика это не мое из меня самого по себе очень плохой сенсор а эта незнакомка которую определила Мататаби по запаху как женщину постояв минут десять просто развернулась и ушла обратно через окно ну и кто мне скажет зачем она приходила был еще более странный приход ко мне что-то Яманука нет позже из разговора стало понятно что инаичи отец ина оказался в этом мире моим крестным но лично для меня большим шоком чем это оказалось поведение которая стеснялась меня нет из небольшого намека родителей я понял что она в тот злосчастный день стала моей жертвой да и тонкие намеки самих старших Яманук явно свидетельствовали о том что мне желательно извиниться перед их дочерью но почему она меня стесняется страх злость даже гнев с такой ситуацией понятны и легко объяснимы но стеснение да я вообще за всю жизнь всего лишь несколько раз наблюдал за ее смущением и всякий раз это было связано с ей проявлениями любви любви к Саске любви к Саю любви к своим детям внукам а теперь получается ко мне не не что-то я стал заговариваться но не может ина влюбиться в меня ведь так в результате так и не придя к какому-либо решению на этот счет я попросив ее родителей выйти из палаты извинился перед ней за тот случайный поцелуй и получил в ответ технику Яманука по вышибанию души и слезы и носил воплем о том что я дурак затем в палату из которой только что вылетела его дочь в слезах зашел инаичи честно говоря от немедленного побега из палаты меня удержало только выражение изумления на его лице а затем быстро проверив не навредила ремнина своей случайной техникой он извинился передо мной за поведение дочери и попросил не сердиться на нее а лучше заглянуть на ужин к крестному после выписки из больницы нет теперь мне точно понятно чувство ина но совершенно непонятно как так вышло была правда одна возможность ина влюбилась не в меня нынешнего а в меня того который был до моего появления в этом мире и если так непонятно как мне вести себя с ней притвориться местным наруто у меня не выйдет я просто не знаю всего того что знал он а изменения моего характера наверняка доставит ей боль в общем она точно не будет рада своей первой влюбленности как и в прошлом мире мне искренне жаль из этого в общем эти два дня были занимательными как в плане полученной информации так и в плане моего восприятия именно этого мира я действительно понял что это не мое прошлое а другой неизвестный мне мир и действовать в нем я дальше буду без оглядки на свой мир решать все что мне выпадет на голову так как решил бы в первый раз и начну я пожалуй с извинений перед тентиной и на и если первую ни в коем случае нельзя ожидать встретить возле ее дома то у второй я проведу семейный ужин вот такие мысли крутились у меня в голове до того как меня нашел посыльный от Хакаги с требованием немедленно явиться в ей кабинет зайдя в рабочий кабинет пятой Хакаги наруто был слегка удивлен наличием здесь все остальные его команды значит миссии интересно неужели эта кошка всегда будет моей первой миссией оказалось нет слушайте внимательно страна железа и лично Сегунтабеша попросили клану Зумаки предоставить им мастера печати на неопределенный срок для постановки печати на четыре сотни молодых самураев платит он как за миссию оранга кроме того вам будет выдано миссия с ранга сопровождение охрана отрядов 30 самураев вам обязуются предоставить тренера по кинджутсу чтобы не скучали так что вот я хотела спросить наруто ты сможешь выучить печать оружейного хранилища за неделю и если да согласитесь если вы на эту миссию она официально пойдет как миссия в ранга плюс будут две миссии с ранга после таких миссий поставить вас на миссии дранга мы не сможем поэтому сейчас я вас спрашиваю пойдете ли вы на эту миссию или тихо побудете в деревне с месяц прежде чем отправитесь на серьезные миссии ребята начали переглядываться лично наруто эта неожиданность была как манна небесная он ведь уж заметил а что будет дальше биджу же обещали взрывоподобный рост и как ему объяснить всем вокруг почему он так быстро растет поэтому вариант с отъездом из деревни практически идеален но вот для кибы это может быть не так уж здорово они в отличие от наруто должны полноценно развиваться а не только восстанавливать телесную крепость учителей их кланов во время миссии рядом не будет что существенно скажется миссию это будет хорошее первое испытание для нас это была ая вспоминая что она может уже сейчас делать древесных клонов это действительно будет полезно для нее а вот киба как интересно у нее со стилем бой и нитзука я согласна путешествие это здорово и киба закатив глаза явно унеслась в свои фантазии да маленькая девчонка мечтающая о путешествиях а не юная девушка и уж тем более не парень тьфу-тьфу хоть это понять можно она ведь действительно совсем недавно стала девушкой и вполне вероятно не все для нее успело измениться я согласен на миссию но насчет печати мне надо на нее сначала взглянуть и я смогу сказать сколько времени потребуется на ее запоминание и создание Цунади довольно кивнула отличное настроение начало распирать ей изнутри судя по виду эта миссия была очень важна для нее нет скорее для канухи но вот заставить команду состоящую из наследников действующих кланов выполнять раньше положенного миссии в ранг она не может отлично значит ты сейчас отправляешься домой и изучаешь эту печать а остальные готовятся к дальнему походу на этом команду вежливо попросили уйти из кабинета оставшаяся в кабинете хакаги анку выглядела после ухода своих подчиненных совсем не такой радостной как секунду назад сегодня она была одета намного несоблазнительна и доступна чем прежде обратила внимание цунада никакой сеточки муки колготок юбка длиннее чем обычно с боковыми разрезами для свободы движения длинно черные то ли колготки то ли чулки скрывающие достаточно много нормальная футболка и жилет чунина поверх которого накинут плащ в общем вид намного более пристойный хм может шизуни наградить за такое своевольное ей привлечение оно ведь явно пошло как минимум ей на пользу а вот команде пока неизвестно вчера кланы поблагодарили хакаги за столь экстравагантный выбор наставника после того как закончили собирать информацию и после этого сбора у них появились вопросы к Арачумару почему он оболгал девушку и распустил про нее такие слухи почему он дважды встречался с ей парнями после чего эти полностью уверены в том что вытащили счастливый билет парни резко рвали с ней отношения почему он поселился в доме напротив нее трижды вслед за ней приезжая и последний вопрос имеющийся уже только у нее по крайней мере она на это очень надеялась зачем он четырежды пытался поить разными зельями кхи легкое покашливание вывело из своих мыслей и она вновь сфокусировала свое внимание на анка которая заметив что на нее наконец обратили внимание задала свой вопрос ради которого собственно и задержалась в кабинете хакаги скажите какие неожиданности вы ожидаете от этой миссии почему вы запросили у них подтверждение умная девушка вопроса почему именно они не прозвучало понимает что с этими печатями могут работать только узумуки а единственная сейчас действующая шина без узумуки находится как раз ей команде вопросы же которые она задала для нее как командир группы действительно важны поэтому стоит пожалуй раскрыть карты неожиданности в этой миссии не допускается вас займите гунт бешу в послании именно так и указал будут сопровождать 30 самураев оранга над ними поставлен кешеров реклинков думаю даже ты слышала о нем как об одном из немногих шранговых самураев так что неожиданностей в пути быть не должно а вот в самой стороне железа вам придется быть настороже и не в смысле того что вас прикончит нет с вас будут сдувать пылинки они всеми правдами и неправдами попытаются оставить наруто у себя им жизненно необходим иметь узумаки и ради него они пойдут на многое поэтому будь внимательней на обратном пути все пройдет еще более гладко поскольку он через некоторое время снова понадобится им собственно из-за опасения что они могут не удержаться я взяла это подтверждение ну и для совета кланов чтобы не говорили мол детей отправляем на серьезные миссии даже в некотором роде довольным голосом сказала все понятно разрешите идея как только занка закрылась дверь из угла кабинета донеслось нам не вступать с ними в контакт вообще тень на стене раньше точно принадлежавшая шкафу зашевелилась и приняла вид одного из гений в клан очхо и тачи да вы резерв на случай если сигун нашел какое-либо средство контроля над шиноби ты знаешь что за последние пять дней узумаки сильно изменился на мгновение затянувшаяся тишина была прервана удивившим хакаги ответом нет не знал я недавно с миссией еще не успел выслушать все новости и сплетни конохи так как он изменился цунади очень внимательно на него посмотрела и вздохнула в деревне и тачи особенно после официального объявления помолвки с ханой нодзука явно думал не о сборе информации собственно после помолвки перевела его из анбу в обычное подразделение джанинов так что удивляться не стоит да он очень сильно изменился и мы даже подозревали контроль но это не подтвердилось кроме того поздравляют и остался самым юным гением среди джанинов он не захотел показывать свои таланты раньше а научиться применять практически без перерыва десятку техника ранга и при этом перемещаться нося неофициальный титул мастера печатей было бы сложно даже тебе то есть вы опасаетесь что в стране железо его возьмут под контроль но они же пообещали нам приоритетную торговлю цунаде скривилась да это сделает деревню сильнее да это обогатит некоторые кланы но рисковать собой из-за этой сделки будут не они а эти еще дети это не честно да и можешь уже свалить к своей невесте об миссии подумаешь через неделю явно обрадованный тачи буркнул иначе не скажешь при этом уже складывая ряд печатей будет сделано и буквально исчез в дыму оказавшись дома первым делом Нарут оказался погребен под младшей сестрой которая была сильно расстроена что он в последнее время с ней не играет мгновенно пообещав что поиграет с ней сегодня Узумаки попросил ей слезть с него все же он искренне был рад этому светлому созданию и поиграть с ней мог со спокойной душой уже после дела поэтому не став тянуть время с неприятным разговором отправился к родителям на кухню да есть еще один момент очень неприятный момент который пришел только сейчас ему в голову а что если они научили уже этой печати того прежнего Наруто как мне объяснить свою забывчивость а не как если судить по тому что я видел в его комнате он просто не мог забыть печать если они удивятся что я забыл печать это будет очень непросто но иначе нельзя может они просто не рассказали о такой печати и в таком случае получение ее каким-то левым путем привлечет намного больше внимания и настороженности поэтому вперед за стратегической информацией мам пап я хотел вас предупредить и попросить Хакаги выдала нашей команде миссию по дружескому жесту для улучшения отношений между страной и железо и нашей деревней так не очень хорошая реакция мама сильно напряглась а отец начал багроветь но тут уж как говорится сказал слово говорит второе они попросили сделать молодым самураям печать хранилища нет 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 и нет я не позволю тебе согласиться на эту миссию мама буквально кипела гневом впрочем как и отец очень интересно и непонятно эх не успел я с ними поговорить хотя думаю это мне ничего бы не дало невозможно за пару разговоров получить столько же информации как за 12 лет жизни рядом с этими людьми и это еще не раз мне аукнется в будущем как например сейчас я уже взял эту миссию как и остальные члены команды поэтому и снова меня перебили только на этот раз отец очень сильно разозленный отец ты сейчас пойдешь и откажешься от миссии а если ты что-то сейчас еще скажешь про остальных членов команды то я сам тебя туда отнесу потому что рисковать будешь в этой миссии только ты рисковать а значит эта печать не так безопасна для накладывающего ее как большинство других скорее всего это одна из запретных печатей которые требуют что-либо взамен чаще всего здоровья или силу но иногда такие печати требуют жизни выплаты за свое действие и если это такая печать то вероятность того что ей учили ребенка очень мала и это единственное хорошее в этом разговоре папа мама прошу расскажите мне о печати хранилище и позвольте мне самому решать какой риск допустим а какой нет потому что все миссии в ранга или ранга связаны с риском я уж не говорю о крайне опасных миссиях шранга поэтому прошу расскажите что такого страшного в печати родители переглянулись на их лицах появились улыбки и это особенно страшно смотрелось если учитывать что буквально секунд 10 назад они были в ярости ой ой дело не в печати дело не столько в печати хотя она тоже небезопасна а в самой деревне клинков и стране железа ты знаешь что только узумаки могут ставить печати хранилище и сколько раньше и думаю теперь они платят за нанесение этих печатей без которых они уступают по силе одинаковыми с ними по рангам шиноби и что они готовы предпринять чтобы заполучить узумки они что намекают на то что меня могут попытаться оставить в стране железо насильно бред это будет не насильно они попытаются уговорить меня соблазнить и подкупить остаться там добровольно однако родители вы что совсем не знаете не знают после того что я выкинул в тот злополучный день экзаменов они не знают что я еще могу выкинуть и опасаются что я например поведусь на красивую девушку и быть может несколько минут назад я бы с ними согласился но отказаться иметь официальный путь узаконенного стремительного взросления когда я уже просто чувствую как стремительно растут день ото дня да ни за что а если я вам пообещаю что никаким уговором подкупом не поддамся и прямо сейчас сюда в кухню поставлю метку полета бога грома для безопасности от удержания силой вы дадите мне знание печати и позволение увидеть место которое возвеличилось благодаря союза сузумаки снова быстро переглядывание между родителями только сейчас изумленное породило слабый но такой обнадеживающий сигнал мы научим тебя этой печати а ты постарайся быть как можно осторожнее ух а теперь бегом от серьезных разговоров играть с сестренкой о ками почему этот раздолбайши не гамини извлек душу наруто из этого мира при читании огромного больше всего смахивающего на гигантского осьминога с головы быка монстра были прерваны совсем не тактичным мяуканьем от таби который прижали хвост очередные врата восьми триграм упавшая куда-то с неба вот уже практически пять дней здесь в глубинах подсознания девять биджу сдерживали очень искусного мастера печатей который к их огромной радости кроме печати больше не умел ничего и если первые три дня они буквально гоняли его без всяких для себя последствий то теперь им приходилось постоянно то уворачиваться от падающих с неба врат то по полчаса стоять на месте скованными цепями к счастью больше чем трехкратно за час этот паршивец не мог призвать цепи Курама которому сейчас досталась минута отдыха вял размышлял как окончательно сковать или вовсе уничтожить этого мелкого наруто и это было нужно в первую очередь их наруто чтобы они не встретились никогда а все из-за того что этот малец сильно озабоченный а уж при слиянии или того хуже при формировании второй личности что очень вероятно произойдет при встрече будет очень и очень большой шанс того что наруто непоправимо измениться а он только начал сиять как прежде сбросив с себя всю эту пыль и грязь под названием политика и Курама не позволит мелкому паршивцу испортить этот свет своим желание похоти тем более что из-за нового тела и так идет повышение его либидо примерно на 200% а у него оно было не усохшим а вполне нормальным ну а теперь кроме того что нужно иметь несколько женщин он не знал что своему носителю посоветовать дельного и если учитывать характер наруто то на любовниц или просто на случайных девушек он не согласится для него это очень дорого в психическом и духовном смысле уговорить же просто терпеть соперниц нескольких девушек будет ой как непросто а если учитывать редкие приступы неконтролируемого желания которые накатывают на наруто из этого мальца и то что во время этих приступов он скорее всего пойдет по девушкам увеличивать проблему в этой сфере для своего истинного носителя Курама не желал вихрь лисьего пламени налетевший на Кураму ветер снес с него часть пламени разгоняясь устремился на как раз собирающегося использовать цепи узумуки теперь же он стремительно сгорал и восстанавливался все же это был его внутренний мир и пока он не зыблем навредить ему очень сложно а навредить так чтобы этого не заметил их наруто и вовсе невозможно вот и приходится теперь круглосуточно заниматься с этим мелким надеясь на то что у него закончится духовная энергия его можно будет запечатать в самом темном и дальнем углу подсознания направленная на девушку клинок дрожал вроде бы эта миниатюрная девушка с отличной фигуркой с кроткими темными волосами а также с равниной вместо груди не могла никого напугать но горящая в ей глазах пентаграмма вечного мангики шарингана изменяла дело на все 180 градусов а если учитывать еще и два деревянных хвоста извивающихся словно это змея то становиться совершенно понятно почему ей противник дрожит начать поединок и как только неизвестный скрывающийся в тени голосом властным но тихим старческим произнес эти слова девушка устремилась вперед резко поймав взгляд противника она застила его остановиться чтобы всю следующую минуту просто забавляться с ним располосовывая его до крови хвостами а затем когда гендюцу спадет обвить его шеей мокрыми от крови хвостами и послать им сигнал о раскрытии две огромные ели которыми были хвосты распрямляясь просто разорвали беднягу на части ну бабушка ты видишь мне эти слабаки не противники прошу дай мне попутешествовать по миру а то я кроме этой долины не видела ничего ты сама между прочим всегда-всегда говорила ограниченность ослабляет или ты хочешь видеть меня слабой бабушка как ты можешь девушка очень хотела покинуть остров на котором находилась долина и который она несмотря на запрет исследовала практически полностью поэтому сейчас по ей щечкам катились слезы обиды как будто она на самом деле уличила свою бабушку в обмане и недобрых намерениях вот только это могло пройти против отца сына бабушки и против ей холодной снаружи но на самом деле доброй мамы одной из последних представителей клана но не против бабушки замолчи ты еще не готова и я тебе сейчас покажу почему приведите пленного несколько стражей со стеклянными глазами и цепочкой команд вместо мозгов ушли куда-то вглубь пещеры которая была одним из четырех мест долины где девочка еще ни разу не была кстати стражи она уже давно не боялась ведь достаточно было включить шаринган и они готовы выполнить любую команду все же не зря мамы их когда бабушка не видит называла одурманенными у них действительно своих мозгов не было но тут ее мысли были прерваны появлением стражей тащущих кагото точнее тащущих пленника бабушки это был крепкий мужчина с черными волосами от которого веял тонкий аромат курительной смеси девочка его хорошо знала ей отец был заядлым курильщиком а еще у него на голове была повязка с как его называла мама протектором деревни неужели это шиноби она представляла их более внушительными раз некоторых из них боится даже бабушка тем временем пленника вытолкнули на площадку и кинули ему два то ли ножа то ли кинжала он сразу же кинулся их поднимать а поднимая еще и успел оглядеться и мгновенно сориентировался похоже разглядев кровь и кусочки тела прошлого слабака вот только повел он себя неправильно катон пепельное облако и начал выдувать пепел прямо из-за рта ого это ниндюцу неужели но тут облако заверши перед человеком вдруг рвануло к ней расширяясь расширяясь и ей пришлось использовать холосты чтобы выйти из этого облака в котором у неизвестного но сразу видно опасного противника были преимущества кац облако пепла взорвалось огнем стремительно расширившись чтобы не пострадать от ударной волны девочку выставила деревянный щит просто раскрыв свои холосты и тут же была откинута бабушкой в сторону в место где она стояла до этого вошел по самую рукоятку один из тех ножей что бросили пленнику девочка в полном шоке посмотрела сначала на нож затем на проделанную им аккуратную дыру через ветви сразу двух многолетних елей и на тело трех стражей по ту сторону ей щита а также выбитые двери перегородки единственный проход на трибун арены неужели этот шиноби настолько силен что смог сделать сразу столько дел девушка была испугана впервые на ее памяти кто-то еще кроме родных чуть не убил ей в поединке все ее надежды на то что она очень сильна рухнули мгновенно так же как миг спустя левая стена арены вместе с трибунами просто рухнула сгорая в черном пламени ну как поняла что ты еще не готова а ведь это был лишь джанин не каги который лишь немногим уступает мне или какаанаки и ей вообще не уступают и пускай ты можешь справиться практически с любым генином и чунином но вот бойцы уже с ранг току бицу джанин и джанин тебе пока будут не по зубам и не только из-за силы а банально из-за опыта боев а уж встреча тебе и каги можно считать предрешена изначально не в твою пользу девочка сутулилась а ведь она действительно надеялась уговорить бабушку не расстраивайся внучка ты еще повидаешь мир и я уверена что уже очень скоро ведь ты учха а значит достигнешь уровня намного превосходящего сейчас увиденного тобой очень быстро и слезы радости и огорчения истинные слезы учха лили хлынули на свободу а кира почему девушка заливаясь слезами смотрела на того кого со вчерашнего дня когда он ответил на ей признание согласием считала своим парнем и которого она сегодня встретила гуляющим и целующимся с другой девушкой он только сейчас после окрика заметил ей суюки что ты тут делаешь тебя же сегодня вызывал сегу на миссию а да на миссию конечно теперь это многое объясняет хоть суюки ни разу не видела а кира с другими девушками все в деревне считали его бабником ее подруга наговаривала на него говорила что он соблазнил ей надо не забыть сходить извиниться перед ней за то что не поверила вчера ей словам и высмеяла как завистницу илгунью ведь она одна из самых лучших самураев своего потока очень часто бывала на заданиях и миссиях если бы сегодня сегун не предложил ей исполнение очень деликатного задания и она уверенная что у нее есть парень не отказалась от него она бы также сегодня ушла на задание и о кире бы снова все прокатило ведь она вела ему развернувшись не говоря больше ни слова девушка убежала от того кто разбил ей вдребезги сердце как и почему она пришла к своей подруге с которой вчера разругалась в пух и прах она бы и сама не ответила она лишь помнила как на коленях извинялась перед ней и они вместе проклинали о киру затем была темнота утром девушка обнаружила себя на кровати со своей подругой пьяными из кучи валяющихся рядом пустых бутылок медари проснись тебе принесли приказ явиться к сегуну сегодня пытаясь разбудить лучшую подругу что у нее получалось суюки решилась и хоть ясно было что ни медари за такой поголовки не погладит другой выход для ее подруги был еще хуже поэтому одевшись девушка сама пошла во дворец сегуна нынешний третий сегун сидящий за половинкой круглого стола как требовала традиция в полной церемониальной брони с удивлением уставился на вошедшую девушку к нему очень редко приходили без серьезного повода а вроде со вчерашнего дня ничего ужасного не происходило суюки у тебя у тебя случилось что-то плохое небольшая запинка была вызвана донесшимся до него запахом алкоголя что яснее ясно высказала у одной из лучших бойцов страны что-то случилось господин Медари не сможет к вам сегодня прийти поэтому прошу выдать эмиссию мне у сегуна буквально челюсть отпала такое он слышал впервые в жизни никто и никогда не просил чужие миссии именно шоком от такого он потом для себя объяснял дальнейшее это твоя вчерашняя миссия по соблазнению но ты уже от нее отказалась так девушка глупо улыбнувшись сказала слово блеемене приведший разум сегуна назад в деловой лад я ее беру тот из-за кого я вчера отказалась оказался полным в общем это не особо важно сейчас я готова соблазнить этого мальчишку поэтому прошу дайте мне это задание молчание и одобрительный взгляд сегуна были ответом на эту речь она получила очередную миссию сегодня у меня знаменательный день сегодня я снова увижу свою команду и впервые увижу самурая в сопровождении хотя кто кого будет на самом деле сопровождать всем вокруг ясно и понятно но самое главное я снова отправляюсь в свою первую серьезную миссию да не звучит вчера я таки смог домучить эту чертову печать даже печать восьми тригом это была более легкая в изучении чем это настолько запутанная печать пространства эстазита я если честно еще ни разу не видел по моим подсчетам эта печать выполняла функции чистки оружия покрытия лезвия ядом заточки еще 27 различных функций для ухода и усиления оружия фактически это не только печать хранилища это еще и печать мастерская поэтому она действительно была сложной даже для меня но не это меня удивило а тайком подслушанный разговор родителей когда я с сестренкой играл в прятки мол я явно о чем-то левом на обучении думаю раз так честно говоря после подобного начинаешь сильно сожалеть об упущенной возможности заполучить память того кто ушел на мое место хотя может такой возможности никогда и не было но в данный момент времени моя жадность искренне верила в ее существование и вот так изо всех сил стараясь побороть жадность и выучить печать при этом каждый день уделяя сестренке по два с половиной часа на игры я прожил неделю до миссии собрав все вещи в небольшие свитки которые расположил по всему телу я отправился к воротам по дороге как обычно я вначале встретил кибо а затем аю их поведение на некоторое время поставило меня в тупик они поприветствовав друг друга переглянувшись и вздохнув подошли ко мне и взяли меня под руки девочки вы чего не надо бояться я никуда не сбега вы можете отпустить меня они снова переглянулись на этот раз с улыбкой и показав мне свои очаровательные язычки прижались ко мне с двух сторон и потянули к воротам с деревни до самых ворот я все пытался убедить их отстать от меня пока выйди к воротам не увидел как разом скучнее большая часть лиц сопровождения и лишь у их главного которого можно сразу отличить по клинку оно посветлело кстати его клинок в моем мире был больше всего известен как один из семи клинков тумана кубики рябача прям совпадение миров моя первая миссия за стенами конохи и я опять встречаю этот клинок тумана вот только тогда он был в руках у моего противника а сейчас а сейчас посмотрим что будет от окисления лиц при демонстрации хорошего камня расположение моих товарищей по команде мне очень не понравилось и тут появилась сенси шедшая от резиденции Хакаги и одетая снова в свой полный наряд искусительницы у хмурой половины отряда расцвели лица а у некоторых даже засияли до того момента пока сенси нарочно медленно и плавно передвигаясь не приблизилась ко мне и поцеловала меня в губы ох сладко но вот разум изменившееся настроение в отряде меня окончательно убедило на все время пути включить паранойю на всю мощь а то от вон той троице судя по виду самых молодых парней в отряде а жажда моей крови сквозит а вот промелькнувшую лучистую улыбку на лице главы отряда надо будет позже хорошенько обдумать и вопросы к моим напарницам по команде практически исчезли зато появились к сенсию явно участвующей в том что они сейчас продемонстрировали самым активным образом но я сомневаюсь что это были только ее мысли мнится мне рука цунаде над всем этим представлением а уж когда немного отстранившись от меня сенсия одними губами произнесла молчи улыбайся обо всем поговорим потом милое начало миссии мне даже стало интересно а чем она закончится общей постелью или что более вероятно кулаком в нос а может просто пощечиной главное чтобы она не закончилась кровью особенно нашей кровью вы готовы тогда выступаем путь в деревню клинков не близкий что же моя первая миссия в этом мире началась первая неделя пути пролетела как-то незаметно отряд шел по территории стран огня любая банда разбойников подумала бы что он очень хорошо вооружен еще бы им так не думать стоило отряду только отдалиться от конохи так что она перестала быть видна как все самураи активировав печати оказались в своей полной броне как минимум с двумя клинками в ножнах и каким нибудь древковым оружием в руках и если у большинства клинки представляли собой классическую пару катаной вакидзасе и лишь у некоторых менялся второй клинок при неизменной катании то вот видов древкового оружия было множество начиная от косы посохов заканчивая нагинатами и цельнометаллическими пиками а уж про размер и форму жал обычных копий говорить нечего ни одного похожего из 12 копий в отряде не было поэтому шли шиноби можно сказать в окружении вооруженных и бронированных самураев судя по знаком анка что семь раз сигналила куда-то в кроны деревьев многие даже подумали что канаховцы в плену и предложили помощь в спасении и до Наруто их не видел а все из-за странного желания битжу побыть еще немного в глубине его подсознания и если честно он начал сомневаться в том какой сюрприз они ему готовят когда он пять дней назад заявился во внутренний мир ему навстречу вышел шукаку анимато таби с которой он уже привык общаться как с самой общительной из битжу и никурама причем выглядел он очень сильно потрепанным и уставшим Наруто особенно сильно насторожила его оговорка мне надо спешить иначе та тварь отдохнет про какую тварь он там долгой медитации к тому же Наруто практически ноль в сенсорике без битжу и теперь благодаря их непонятным махинациям он практически ослеп в чувстве чакры и даже сильную чакру способен разглядеть не применяя другие органы чувств разве что с расстояния десяти шагов вот что значит забросить навык на долгие десятилетия Наруто стал слишком полагаться на возможности битжу а их нужно будет раздать получается что если я найду подходящих для них носителей раньше своей старости то сражаться буду уже без них так что чувствуй радость ты нашел проблему раньше чем она всплыла во всей своей красе и можешь безопасно ее нивелировать а на то чтобы восстановить мои пятьсот метров без режима отшельника понадобятся долгие годы к битжу когда будет свободное время на медитацию я все же наведуюсь и пускай я испорчу им сюрприз зато вдоволь полюбуюсь на их обалдение ведь они не знают о том что я могу спускаться в подсознание правда были плюсы от пониженной чувствительности наруто когда отряд покинул страну огня и вошел в страну горячих источников девчонки захотели посетить одни из самых знаменитых источников рядом с которыми как раз пролегал путь ни Узумаки ни командир самураев совершенно точно не замечали стертый след на пролегающей рядом с источниками дороги потому что в отличие от одного молодого самурая который попытался указать на то что еще вчера проложенный для нас путь огибал город с источниками с юга и уводил немного западнее того пути который нанесен на карту сейчас они представляли чем это обернется особенно глядя на опасно сузившиеся глаза гневные взгляды девочек которые они бросали на любого кто откроет рот быстро переглянувшись с капитаном Наруто сделав несколько шагов назад сел и прямо на земле разложил набор для игры в шоге который постоянно носил с собой этот странный самурай они приятно скоротали сорок минут руганье девчонок на заподозрившего неладное после устроенной девушками любая кто может более получаса выносить мозг головомойки на бедного самурая было жалко смотреть белый как снег с рисущимися руками и постоянно повторяющий что ошибся как результат Наруто с туго завязанными глазами сейчас сидел в одном бассейне с девушками а его теневые клоны охраняли периметр всего онси на всяких разных личностей наподобие тройки самураев которые теперь явно возвели узумаки в ранг личного врага а он же их все готовы замуровал в земле без возможности двигаться и все эх не оценили мой подвиг зато оценили силу глядя на других и теперь на прямой бой я могу не рассчитывать кстати о других вот с ними и особо не церемонился юный помощник управляющий получил за поход кустами в сторону такой удобной явно с любовью приготовленной дырки в стене онсина печать малого паралича печать молчания одна спадет через три часа другая через трое суток пара неизвестна на что рассчитывающих толстячков зашедших прямо в раздевалку получила по десятку ударов ослабленной в одной плите ослаблена то она была но вот нежная кожа этих двоих все равно не выдержала и лопалась после каждого удара ту же печать молчания на трое суток и была выкинута в сад камней приходить в себя залезший на дерево с биноклем паренек даже что-то кажется успевшим видеть получил печать паники разбитый нос и бинокль даже пальцем его не тронул сам с дерева упал и умчавшийся сверкая пятками в сторону мужских купалин был и самыми легко отделавшимся и самым удачливым из всех а вот дальше пошли явно непростые извращенцы тройка явных генинов деревни скрытых источников была поймана плывущими по желобам с холодной водой выловив этих водоплавающих промораживающими воду техниками футана после чего вытопив их из-за льда с помощью небольших но точно выверенных техник огня а заодно разблокировав желоб наруто наложил на каждого по печати парализации печати молчания печати сна приклеив колбу каждого по взрывной печати просто позвал их сенсия который надо отдать ему должное прекрасно понял намерение узумуки просто забрал своих учеников потом был такой же явный мурай не из отряда правда тихо пилищей стенку со стороны горы и если бы не обезьяна свалившая одному из теневых клонов камень на голову из-за чего пришлось посылать двоих клонов на склон горы и одного на замену выбывшему у него бы все получилось а так со склона горы его быстро увидели и спеленали райтоном потому что печать парализации этот тип проигнорировал а вот сеть из райтона нет быстро обработав на скорую руку его многочисленные ожоги и запустив на мгновение остановившееся сердце народ отнес его к другим самураям которые надо сказать были вовсе не рады такой ноши затем народ и своим улучшенным курам и обонянием почувствовал что-то в небе и не задумываясь долго запустил туда шквал ветра итог двое сбитых планеристов изнукининов и техники ветра летящие вслед еще одному типу на планере вакуумные пули буря ветреных лезвий крушащие порывы морозный ветер узумки использовал все свои самые дальнобойные техники нишранга чтобы сбить этого неизвестного потому что нукинины практически не вызывали у него сочувствия тех двоих что он все же сбил пришлось прикончить без малейшей жалости а третий все же ушел не хотел наруто своими действиями отвлекать девчонок от отдыха вот он зараза и воспользовался этим затем был подкоп уже чунины и вы тех наруто просто ковром молнии накрыл и крикнув опять же их учителю стоящему на этот раз в боевой стойке напротив капитана отряда самураев о том что у его подчиненных в лучшем случае три минуты а затем у них закончится воздух узумаки развеял половину клонов все же сегодня он достаточно сильно напрягся но стоило только его расслабившемуся лицу попасться на глаза девчонок как он тут же схлопотал чем-то по голове не подсматривай извращенец вот сначала сами зовут собой а теперь хотя из их начальной шутки сейчас у них и выбората особенного нету ведь все думают что это команда а мой личный гарем выданный мне за какие-то заслуги и если они начнут сейчас вести себя заискивающий перед другими парнями или отстраняться от меня другие долго раздумывать не будут и просто воспользуются этим ну или попытаются но так или иначе намечающийся союз развалится поэтому сейчас Наруто спал с ними в одной палатке крепко-накрепко связанный причем в этом обоих девчонок поддержала и слегка краснеющая сенсей и теперь всякий раз утро все равно начинается по одной и той же схеме Наруто просыпается в объятиях двух красавиц третьей лежащей на нем единственный кто в итоге не сердит на него утром это щенок Кибутайчи зато сколько внимания ему уделяют утром практически все самураи буквально каждую складочку одежды осмотрят обнюхают не хуже псов и с перекошенным лицами расстроенные удалятся а довольные кешара отсолитуют чашкой чая и пробормочат что-то вроде пожелания выносливости и соответственно в такие места как открытые горячие источники гарем и его хозяин обязаны были идти вместе но на Наруто чего им злиться они сами в этом виноваты хотя Анка рассказала на первом привале что это делается из-за опасений пятой хакаги мол непривыкшие кого-либо слушаться самурая ранга особенно молодые попытаются соблазнить незамужних кунаичи а Наруто выступает стеной между ними и самураями и вовсе это не репетиции и прелюдии перед действиями в деревне клинков вот так и пролетели еще две недели пути до страны железа которая встретила отряд сильнейшим снегопадом в постоянных перепалках с самурами и получениями нагоняв от девчонок за не слишком достойное по их мнению поведение как же я был счастлив в виде этот снегопад в кунахе тем временем разгорался самый настоящий бунт откуда-то узнавший о том что команда номер 10 ушла на серьезную миссию все остальные команды тоже потребовали себе необычные миссии кое-как держав на протяжении двух недель настоящую осаду от молодых генинов пятая наконец сдалась я собрала вас здесь в моем кабинете чтобы выразить мое неудовольствие вами вы на протяжении двух недель мешали нормальной работе резиденции Хакаги и мне лично так что надеюсь вы готовы понести за это наказание три полные команды стоявшие перед ней напряглись особенно сильно заволновался Сакурай Харуна ну это объяснимо он единственный здесь не клан и вышиноби в то время как остальные как раз ими являются поэтому наказание не страшаться просто боятся того что будет дома с ними за такое команда номер семь отправляется на миссию вне деревни Киноха о как сразу разгорелись глазки и если у седьмых от радости то у остальных от зависти а Сакурай так прям расцвел ну ничего сейчас я немного притушу эти чувства цель заданий помочь в уборке урожая храма огня все ни радости ни зависти только осознание что и за стенами Канохи могут быть очень скучные задания а вот так вам и надо не будете устраивать не пойми что команда номер девять отравляется к порту пламени цель миссия помощи рыбакам в выполнении поставки рыбы для Канохи вот и вы мои самые большие дебоширы команда номер пять Хьюго Ханаби Сарута Бекон Юки Хаку и их наставник Неруни Табиши единственный кстати говоря не клановый шенобель наставник имеющий в команде наследников зато имеющий звание мастер ловушек и очень сильного джанина хотя если бы не уничтожение корня он бы десять лет назад он бы не дожил до этого дня как впрочем и многие другие на лице Каги появилась тень да тогда Минато поступил правильно объявив дан за предателем деревни и начав вскрывать тайники и скрытые лаборатории корни а ведь лично она как впрочем и многие другие сомневалась в этом решении и какое счастье что не сомневался сам на Микадзе продолжал действовать без своих лабораторий отрезан от казарм корни из детского приюта где жили кандидаты в корень Данзе проявил достаточно смекалки и выдумки чтобы выжить захваченная тюрьма выпущенные заключенные предатели среди джанинов как результат в могиле гниет только его рука а сам он скрылся в неизвестном направлении и как многие думают наградил своего врага этим страшным ядом который только частично удалось выявить и обезопасить жизнь теперь бывшего четвертого хакаги а вот дальше при разборе архивов начался самый мрак при виде которого все неистово вознесли хвалы за мудрость их хакаги такого даже от законченных маньяков вроде последователей Джошина никто не ожидал а тут эксперименты над людьми над детьми узаконенные изнасилования направленные на распространение вражды внутри деревни издевательства над обычными людьми и все это только вершина которая отзывалась на имя Кенаха в других местах было еще хуже там корень не считался ни с чем как всегда пришедшая в гнев из этого ублюдка Данза Цунади взглянула на последнюю оставшуюся в кабинете команду все остальные от ее вспышки гнева просто смотали миссия помощь в строительстве приюта для сирот около городка Терин эти исчезли и на конец то можно пропустить стаканчик друга за избавление тех людей от лап Данза напросились а я вам говорила что если будете доставать пятую она вас накажет вы хоть знаете сколько рыбаки не успели но ловить из-за слишком затянувшейся весенней погоды это на неделе ловли обычными средствами или использованием суета на особым образом и специальными техниками вы это можете а ну признавайтесь у кого из вас совершенно неожиданно обнаружился вторичный элемент воды молчите а может вы рады что вам теперь придется меньше уделять внимание тренировкам так я вас обрадую мы будем тренироваться в пути вместо обеда и не надо мне тут рветь Чоуджи ты меня не переубедишь сами напросились гневная речь Курина все больше и больше напоминала удавку стягивающуюся вокруг их шеи это был престиж кланов расположение родителей мнение о них самих наконец юный наследник Нара все это отлично понимал он понимал что они в отличие от двух наиболее рьяно старающихся получить миссию в Никонахе команд легко отделались ведь помощь деревни это помощь деревни даже если она оказывается в виде помощи еще кому-то а значит они не упадут в престижи как другие команды нет в открытую все будут приветствовать такие начинания но вот за закрытыми дверями Шакамару бросил виноватый взгляд на Инна что единственная спокойно отнеслась к отправлению команды номер 10 на миссию и которую он уговорил не отрываться от остальных наследников и немного побузить на эту тему а значит он ее подставил поэтому когда Курина отпустил их собираться на выпрошенную миссию он подошел извиниться слушай Инна ты извини за такую подставу но зато у нас теперь появится больше возможностей подружиться с другими наследниками а вот у команды народ и с этим будут проблемы правда лично с тобой думаю у него таких проблем не будет хотя учитывая в какой кампании он проходит эту миссию проблема может возникнуть называется ревностью или я не прав и наметнула на меня убийственный взгляд и развернувшись ушла да да я прекрасно знаю что ты примерно со второго года обучения в академии влюбилась в наруто и если честно всегда думал что этот вечно пытающийся подглядеть за переодеванием девчонок но не способны даже переселить себя и заговорить с ними при разговоре один на один этот вечно незамечающий твоих взглядов и улыбок человек заставит тебе действовать первый но вот то что он выкинул после сдачи экзамена заставляет задуматься а реально ли он тугодум или для него проходит по категории сестры на которую соответственно нельзя обращать внимание пожалуй надо сыграть с ним в шоге наверное будет интересно раз он так долго смог маскироваться под мало что понимающего дурачка и обязательно надо будет выяснить зачем это ему было нужно так неспешно размышляя и обдумывая свои дальнейшие действия Шакамару добрался до особняка родителей в клановом квартале где его отец и дядя за неспешной игрой в шоге вели такой же неспешный разговор поздоровавшись со всеми Шакамару уже собирался уйти на кухню чего-нибудь пожевать как его остановил голос отца останься разговор будет и для тебя интересным а поесть принесет мама так ведь любимая выглянувшая с кухни мать очень сильно удивила сына на такое ленивое пожелание отца только кивнув и полностью подтвердив тем самым мнение отца о важности происходящего разговора ты очень удачно пришел сын речь пойдет о том кого мы выберем тебе в невесты о собственном выборе прости за это придется забыть положение клана нестабильное если мы его не укрепим с помощью твоего брака точнее союза что он принесет наш клан перестанет быть великим новость была огромной словно гора и так же подобно рухнувшей горе раздавила шикамару под собой он конечно пока не думал о выборе невесты но вот интересные ему девушки у него на примете уже были а теперь прощай ветер свободы и выбора да здравствует суровая необходимость и главным критерием выбора его невесты будет не красота ум и характер а сила клана шикамару сейчас очень сильно пожалел что не пошел вслед за инна объясняя почему он и решил подразнить так бы он не попал на этот разговор тогда предлагаю начать шантра разузнал примерное желание кланов деревни и союзников к женихам для своих дочерей а также обновил информацию о самих кланах поэтому рассказывать в основном будет он прошу начинай уважительный кивок с обеих сторон и началось движение фишек вашоги занявших начальные позиции для новые игры начнем с кланов основателей клан синджу будущая наследница которую официально объявят в этом году синджу сейчас состоит в команде номер 10 как надеются многие члены клана сблизиться с наруто узумаки уйдет в его клан взамен дав обещание отдать одного из возможных сыновей в главную ветвь рода с чем это связано точно неизвестно но обычные члены клана практически уверены что в этом виноват сам наруто мол он ее соблазнил клан находится на очередной волне подъема больше подходящих по возрасту и положению девушек в клане нет ну надо же а наруто то нас на расхват прям всех влюбил в себя и наверняка ему приходится выбирать себе невесту только из тех на кого он сам укажет завидую сильно клан учхо дочь главы клана учхо саски сейчас состоит в команде номер семь проявляет очень активные признаки влюбленности в хьюго ноджи для родителей показывает заинтересованность в изумке наруто к которому питает непонятные но явно не светлые чувства скорее она его придушить готова родители будут рады выдать ей за кого угодно кроме хьюго клан начинает терять свое положение укрепление основ клана действий данзо фугаку не может восстановить численность клана для надежного функционирования полиции им либо придется поделиться полномочиями и допустить в полицию канухи другие кланы либо они и окончательно развалят подходящих по возрасту и положению девушек в клане больше нет о каме только не она пускай у остальных кланов все окажется получше лишь бы не это отмороженное это пускай наруто или ноджи забирают я им если что даже помогу ее связать и до храма подкинуть лишь бы не она была моей невестой затем великие кланы наш не подходит слишком близкое родство все улыбнулись на эту плоскую шутку клан обурами дочь главы клана сестры близнец наследника клана шина обурами ша обурами сейчас состоит в команде номер шесть у меня есть сильные подозрения в том что ее нам не выдаду насколько я понимаю там идет какая-то непонятная возня по взаимному обмену невест с каким-то кланом низко нохи клан стабилен других кандидаток нет ух пронесло я было уж начал думать что и саски не так плоха жить с девушкой в которой гнездятся жуки фу отвратительно пожалуй хуже этого может прийти столько девушкам выданным за обурами клана ниц зука официальная наследница сейчас состоит в команде номер 10 мне не совсем понятное поведение с наруто узумаки возможно влюблена в него возможно ненавидит его дочь старейшины клана сайну зука сейчас состоит в команде номер 3 питала нежные чувства к сакураю харуна но видя его поведение ухаживание за саски учхой а также его отношение к обычным девушкам ненаследницам кланов перегорело чувствами к нему клан может положительно за союз с нами они сейчас имеют небольшую положительную тенденцию в развитии огромную перспективу в виде брака наследника клана учхо со старшей дочерью главы клана до прошлого года носившей звание наследницы клана хану инидзука так и тут наруто выплыл неужели я оказался прав и он не просто тормоз а очень расчетливый игрок притворяющийся тормозом о как мне завидно но предложим не кто-нибудь пойти по его стопам я не задумываясь отказался для такой ежедневной работы я слишком ленив и кстати а ведь сая симпатичная такая блондиночка входит в число тех кто мне был интересен пап инидзука лучше всего подойдет сая единственную наследницу из клана пока не родится мальчик уцуны никто не выпустит и сая лучше оба взрослых как и зашедшая с подносом полный миды мама улыбнулись и переглянулись между собой да можете смеяться но мне нравятся блондинки вот кушай и прошу быть более настойчив а то эти интриганы додумаются сосватать тебя за когото вроде митяруми или анкомитараши просто потому что это выгодней и мама ушла оставив надувшихся мужчин нара и если шика надулся из-за суждения мамы о том что он мало встревает в простое перечисление фактов то из-за чего надулись отец дядей никто не понял ладно значит из-за нитзука предпочтитель не сая учтем дальше клан яманука наследница клана яманука сейчас состоит в команде номер девять думаю ой и товарищу мы больше узнаем информация да вот только она вам скорее всего не понравится а была не была расскажу всю правду а то потом проблем не берешься если не и выберу хотя и жаль но она меня иначе точно никогда бы не смогла простить не думаю что это будет хороший выбор она по уши влюблена в изумки наруто и уже давно все задумались в неправильном направлении как показали дальнейшие слова слушай а может все же включить в этот список не только тех кто старше его всего на один год ага а может еще и включить тех кто его еще младше чем на год не дури эй о чем вы вообще говорите думаете что я совсем не смогу найти невесту примерно своего возраста вот уж дудки если понадобится я и у любого узумки отобью я бы не был столь критичен да наруто сердцеед еще тот но даже он не будет встречаться с ними со всеми хотя бы потому что это опасно а вот насчет его честности пока не разберусь в нем лучше ничего не могу сказать насчет этого а то оказалось что он намного сложнее чем я его представлял и видел его так же как другие в общем поскольку этот брак все равно будет не по любви то просто так сбрасывать со счетов всех девушек влюбленных в наруто нельзя да и плюс к этому вы забываете что не все девушки влюблены в него но вот заставил их задуматься и это хорошо потому что иначе они снова могли подумать об бычхо вот пожалуй то против кого я точно буду против в качестве невесты ну и против обурами двигаемся дальше клан яманука пропускаем моего нынешнем положении так все знаем переходим к клану акимича младшая дочь старейшины клана сара акимич учится на последнем курсе академии выпуск через год и тут судя по всему нам повезло ярких отношений нет но судя под обытым нам сведениям шакамару подпадает под ее критерия парня клан стабилен но есть несколько негативных подвижек которые могут в будущем замедлить клан против брака выступать не будут скорее даже наоборот конечно не мой идеал девушки но у нее хотя бы характер нормальный поэтому сильно возражать против этого выбора я если что не буду клан хьюго наследница клана ханаби хьюго сейчас находится в команде номер пять не имеет никаких отношений с парнями просто насколько я понимаю у нее на это нет времени она младше всех других в выпуске клан стремительно развивается но быстрый взгляд на шакамару и шикако он не знает о том что мне все рассказали о младшей ветви о кланах хьюго интересно он знает и думаю вполне понимает почему этот клан всегда стоит одной ногой на грани провала давай дальше клан сарутэби наследница временно глава клана эти сарутэби на год старше шикамару однако в академии шинаби вообще не училась не знаю что случилось с этим известным ходоком осумой но пока у него нет детей нам ее не видать дочь старейшим клана хонак сарутэби учится на последнем курсе академии выпуск через год клан постепенно все больше и больше уходит в чистую экономику очень мало тех кто отдает своих детей учиться в академию шинаби это как плюс так и минус для клана значит это правда неприятно будет если это так клан сарутэби всегда был сильным кланом в нем было много иренинов и мастеров поддержки и если они перестанут их давать канохе будет не слишком приятно служить при этом малые кланы самым первым можно назвать клану зумаки но в нем дочь главы клана еще слишком мала такая же ситуация у кланов хатаки юхи мареки курама и обратная ситуация в кланах хмитараши уихара шимура кедо и наибу из малых кланов только в клане кахару есть дочь подходящего возраста дочь главы клана микахару учится на последнем курсе академии выпуск через год клан потихоньку развивается но она единственный член клана учащийся в академии остальные ушли с головой в ткани практически еще немного и этот клан можно будет переводить в торговые кланы канохи да дядя понимает всю полезность этих кланов но все равно их не признает ровнее даже малым кланом впрочем так поступает большинство шиноби и да если у сакуры выйдет каким-то чудом добиться звания джанина его клан мгновенно станет официально малым кланом канохи а это очень большая выгода собственно только из-за этой выгоды наверное клан кахару и остается малым кланом думаю этого пока хватит к союзникам перейдем если ни одни из переговоров не удадутся а теперь сын прошу составь список тех кому мы отправим людей сначала на разговор о это довели мне или вы уже все решили а теперь только проверяете меня хоть разница и небольшая на первый взгляд на самом деле она огромная для этих понятий и мне бы очень хотелось бы узнать что это именно первый вариант первыми кому стоит направить людей будут инидзука и говорить не о кибе они даже зеркаться не стоят вторыми акимич третьими хьюго четвертыми кахару пятыми яманука шестыми сенджу седьмыми учха восьмыми абурами но перед тем как идти к последним двум давайте соберемся и обсудим уже прошедшие разговоры и если что то и союзные кланы тихий смех был ответом и предположение вышедшей из кухни мамы которая увидев поднос с нетронутой едой улыбнулась неужели тебе так ненавистны эти два последних клана или только данные их представительницы о на такие вопросы даже думать не надо хорошо кучха имею претензии только к данной представительнице а вот абурами там действительно больше к самому клану мне просто противно даже думать что в моей жене будут сотни жуков все взрослые понимающие переглянулись между собой предлагаю так и поступить а еще совсем исключить абурами из списка кандидатов а вот это отличная новость хоть что-то хорошее за весь вечер квартал учха давно уже не знал таких разборок поэтому все абсолютно все гордые надменные учха даже не прислушиваясь к крикам плачу из-за стен особняка главы клана где происходил процесс воспитания нерадивой дочери нет мало того что ты строишь глазки побочной ветви хьюга так ты еще подобно какому-то харуна носишься под окнами резиденции хакаги и требуешь миссии за пределами деревни когда ваша команда полностью не слажена шлеп шлеп тихий плача обиды за то что ее наказывают как маленькую девочку ремнем пупапе был практически не слышен по крайней мере саски очень надеялась на это потому что иначе она никогда бы не решилась больше посмотреть в глаза другим членам клана ну чего молчишь или думаешь что твои ответы которыми ты мысленно убеждаешь себя в правильности своих поступков мне не известны сначала узнай все подробности потом обдумай а затем только решай именно этому я тебя учил именно этим мы отличаемся от ветвей очаха мадары для которых важно только хочешь ты этого или нет мы больше не такие саски удивленно подняла свое заплаканное личико на отца разве очах мадара не одна из прародительниц клана очаха тяжелый вздох взгляд очень ей знакомый взгляд говорящий как же объяснить этой дурочке сложную вещь так чтобы она поняла ей всегда очень обижал этот взгляд ты права вот только под конец своей жизни она отделилась от клана по неизвестной для нас причине и образовала свою новую ветвь клана иногда на миссиях мы встречаем этих не побоюсь так выразиться ублюдков и при встрече мы видели как и почему они поступают да они сильнее среднего члена клана да у большинства к твоему возрасту уже виден мангики или три томы но они не ценят своей жизни и каждый миг они живут как последний без сожаления убивают предают грабят и насилуют и давай закончим на этом тему про нашу побочную ветвь я хотел сказать тебе вовсе не это я хотел спросить узнавала ли ты смысл миссии команды номер десять саски поморщилась конечно он считает я дурой раз задает такой элементарный вопрос да они сопровождают отряд паломников в страну железа так отец очень громко рассмеялся и что такого смешного интересно она сказала значит ты не узнала ни кто были эти паломники ни дальнейшая миссия команды номер десять ни почему именно не отправились хочешь расскажу где ты так ошиблась что мне пришлось тебя как в детстве воспитывать но за это ты сходишь скажем на три свидания с мальчиками на которых тебе укажу я саски хотел это знать но плата плата пугало ведь это точно будет не маджи а идти на свидание с другим пугало но в конце концов любопытство победило страх да я хочу паломники которых сопровождают команда номер десять это тридцать оранговых самураев под командованием одного из немногих самураев шаранга как думаешь кто кого будет защищать если что-то случится авторы миссии десятой команды точнее узумаки наруто будет нанесением четырех сотен печатей на тело молодых самураев в деревне клинков а почему они а как много ты знаешь узумаки шиноби а ведь только узумаки благодаря своей крови могут такое количество средних печати поставить в течение месяца правда и для них это будет очень нелегко а вот всех остальных это просто убьет поэтому я уверен что эти же паломники пойдут с ними назад а затем после того как передадут их обратно в деревню отправиться никого не боясь назад одни у Саски по мере речи отца все больше и больше отпадала челюсть такого она не слышала от Сакуры который собственно и добыл сведения о том что команда Наруто ушла на миссию и это при том что эти сведения полностью разворачивались ситуацией на 180 градусов вот теперь ей стало понятно почему и отец и пятый на них так наехали они вели себя как некоторые из бесклановых шиноби которые кричат что могут провести миссии по захвату и доставке в деревни вражеских шиноби инукининов намного лучше учхо и требуют чтобы им выдавали такие миссии кричат и ничем больше кроме крика не могут это подтвердить прости я действительно повела себя как дурочка такого больше не будет я я запомню о Мадаре и о том как я ошиблась отец внимательно посмотрел на нее надеюсь но ты сходишь на три свидания с теми на кого я тебе укажу а то хьюга из побочной ветви это кошмар но вот что им всем сдалась эта ветвь клана чем они хуже других зачем вы приказали нанять шиноби горячих источников если для проверки использовали наших генинов тоже ответ мужского голоса был груб и плохо разборчив но теневой клон прислонившийся к тонкой стенке пытался расслышать каждое слово говоривших для массовости и для выявления их охраны кстати обратил внимание что только этот мальчишка и старик Кеш растерегли тех и что как только начнется настоящая драка остальные быстро подтянутся есть еще особенности такие как ловушки или ты думаешь они пойдут обратно другим путем знаешь ты всегда был очень коварен но в этот раз ты превзошел сам себя тебя скажите а зачем нам нужен узумаки полукровка узумаки ты хотела сказать да много для чего например как ту девчонку его можно будет продать одной из морских вскрытых деревень там они очень ценятся или запросить выкупу Канохи или уже лезут за него а еще так что он очень для многого сгодится и ты не боишься связываться с Акацуки они ведь провозгласили что залет все земли кровью в том числе и земли страны камня так что война с ними ивы ты реально так что скорее всего они просто образуют еще одну деревню а эти последователи Джаншины и все как видишь они практически наверняка не будут воевать с нами так что успокойся хорошо тогда я пойду спать и если кто-нибудь опять попытался прикинувшись пьяным и случайно ошибется комнатой так что спокойной ночи стерва неужели она еще девственница разбережет себя так а кто я насколько я понял она такая с момента побега Дейдары так что осторожней с ней а то ведь действительно вскроет как свинку на завтраке так что не лез бы ты к нашей леди и тут что-то ударило клона по голове последней его мыслью перед развеиванием было то что эти неудачники все равно смогли сохранить часть очень важной информации при себе Карин удивленно огляделась выделенные ее комнаты совсем не подходили на тюремные скорее на самые обычные в первой комнате бежевые стены прекрасно отсвечивали деревянный резной стол диван судя по всему из кожи и два кресла а также четыре стеллажа с книгами а во второй еще два стеллажа набитые книгами одна спальная кровать кресло и журнальный столик а в углу примастился настоящий зеркальный столик третьей комнатой был шкаф с одеждой и тремя большими зеркалами очень большой шкаф и в каждой комнате на потолке светило от трех до пяти лампочек единственное что выделялось из образа обычной квартиры это отсутствие окон но если вспомнить что до сюда не шли полчаса по каким-то ледяным тоннелям за стенками которых была явно морская вода их здесь и не должно быть в отличие от маленьких решеток над потолком в каждой комнате вентиляции ведущая непонятно куда да отсюда не сбежишь почитаем так любезно оставленные мне книги тогда и заодно подождем может объяснят для чего меня у и вы купили явно ведь не за тем чтобы просто была так что думай Карин думай что им нужно от тебя но на ум лезли только воспоминания о том как ей похитили из деревни травы как долго потом над ней издевались обсуждая как и чем она в том или ином месте будет заниматься после того как они ей продадут и единственное за что она была благодарна тому уроду что возглавлял похитивших ей это за то что он остановил попытку ей осквернения сказав что так она стоит дороже а затем была ей продажа в кровавый туман который оказался вовсе не таким уж и кровавым она видела улыбки на лицах проходящих мимо людей и слышала как они обсуждают что именно надо будет изменить в правилах деревни после смены Мизукаги да и сама теру Мимей пятая Мизукаги показалась ей не столь страшной сколь расчетливой она внимательно оглядела и велела одному из немногих выживших и провести в подводную крепость вот так она и оказалась здесь в тюрьме совсем не выглядевшей как тюрьма вдруг в дверь ведущую в небольшую прихожую полностью заполненную водой постучались неужели этот имя что-то забыл или еще кто-то может пройтись под водой но пока она думала кто это может быть дверь сама открылась и внутрь зашел паренек возможно ей ровесник по крайней мере не больше ей ростом он был со светлыми волосами и яркими нежно-фиолетового цвета глазами привет а тебя за что здесь спрятали а о чем это он и вообще кто он такой я скажи сначала кто ты а затем уж задавай вопросы мне получилось немного нервно но кто бы ни нервничал когда его сначала похищают потом продают в славящийся своей жестокости скрытый туман давно уже не именуемый иначе как кровавый а затем сойдет в подводную тюрьму и к ней приходит какой-то непонятный паренек а прости мою невежливость я и горы бывших четвертой мизукаги ныне наверное считаясь мертвым но как видишь я вполне жив перешедшая к власти теруми на самом деле добрая девушка когда она узнала что всем в основном заправляли старейшины кланов имейкагуя она не стала меня убивать только спрятала здесь так что вот теперь рассказывай ты у карина отпала челюсть перед ней стоял тот кто получив титул мизукаги в восемь лет тот кто долгие пять лет водил тиранию в управление скрытой деревней тот кого иногда называли кровавым зеркалом души деревни тумана я но ты ты не убьешь меня прошу не убивай меня нервы карина окончательно сдали и ее сознание начало меркнуть слишком много впечатлений слишком много мыслей она уже не видела как и гуру подхватил ей падающее тело и внимательно рассмотрев ее облегченно вздохнул отнес и уложил на кровать а затем покинул комнату так же как и пришел выдавив своим контролем элементы воду из прихожей и пошел в еще две комнаты бывшие в водной крепе в одной из них обитал он сам в другой последний из выживших кагуя который был здесь так же самым старшим и единственным как потом оказалось кто зал для чего пятая мизукаги собрала их здесь деревня клинков с одной стороны не отличалась от города самураев страны железа на месте которого она располагалась с другой вместо невысоких двухэтажных каменных домиков выселись огромные здания такие же небольшие окна как и раньше теперь были посажены раза в два чаще на одном этаже кузни легко определяемые по столбам дыма тут присутствовали вот только вместо небольших каменных домиков с огромной печкой это были целые комплексы зданий а труб было всего пять но зато каких высотой как семиэтажный дом а шириной наверное с хороший домик в деревнях стран огня и сделаны они явно были без применения глины кроме того деревня ничуть не уступала а то и превосходила в размерах город самураев другого мира а еще на улицах повсюду были видны электрические фонари добро пожаловать в деревню клинков все это великолепие было построено благодарю союзу самураев и шиноби зизуивы ты узумуки наруто видишь идиныш шедевров сотворенных твоими предшественниками из клана узумуки будь достоин их наследия сказавший все это кеширо был явно доволен тем что на достаточно большой срок избавился от нас все же его достали пикировки между шиноби и молодыми самураями то воины как бы случайно увидев какую-то тень используют техники обсыпают наруто листьями или обливают водой скром деревьев куда попадали их техники то он чисто случайно забудет печать парализации или молчание или связывание или глухоты в общем кеширт искренне радовался когда передавал команду шиноби молодой девушке их провожатой хотя по коротким но недовольным взглядом на всех трех девушек опять стоящих рядом с узумаки она надеялась стать не только провожатой почему я не думаю что это обычные взгляды красивой девушки на новеньких красивых девушек мата таби да потому что из всех троих реальная соперница ей только одна анка а вот остальные две девушки не соперничающие с ней за внимание парней или здесь все парни как те что нас сопровождали и она реально видит и в кибеса и соперниц черт с этими самурами все мозги на бекрень свернешь а так и не узнаешь что у них в голове так что ладно пока думаем что она нормальная девчонка эм как там я вспомнил суюки ну и как прикажете такого соблазнять он прибыл под руки с двумя красивыми девчушками а рядом постоянно бросая на него недовольные взгляды стояла еще одна молодая девушка и того три влюбленных в него девушки и как мне полной неудачницы в таких делах соблазнить его пока суюки решила просто понаблюдать за ним вдруг что-то поймет и это ей поможет кроме того а плохо было бы прочитать отчет учителя кешера об пути сюда вот только сперва он подготовит его для сегуна а еще раньше по своей привычке уйдет на два часа отмокать в источники это означает что отчет раньше завтрашнего дня она не увидит неплохо было бы посоветоваться с подругой об этой ситуации и выработать стратегию а на все это нужно время а его как раз может и не быть вот как засядет этот паренек делать печати и не отвлечешь его ведь тогда но чтобы см его рабочее место тоже нужно время время а почему бы и нет они ведь действительно гости нашей деревни и см им наши достопримечательности будет вполне уместно главное затянуть все это до вечера чтобы только завтра см рабочее место где он будет наносить на живых людей печати брр одна только мысль об этом и дрожь возникает во всем теле особенно как подумаю что придется проходить подобные мальчишки я помню как старый мастер печати из ивы которого сегун до этого года приглашал в деревню раз в два месяца наносил на меня эту печать а потом его еле откачали от сердечного приступа случившегося сразу после окончания процедуры а паренек собирался поставить их четыре сотни так что сначала мы осмотрим достопримечательности а затем решим что делать сначала суюки повела их к нижним воротам вид огромного озева пещеры искусно обработанного каменотесами под естественной вызвал огромную восторг у всей группы а когда она рассказала что это выход к основным производственным цехам деревни первым как ни странно отреагировал на это Наруто быстро развернувшись и посмотрев на оставшиеся за спиной трубы из которых валил дым столбом мальчишка перевел взгляд на вход в пещерный комплекс и застонал вот тогда спокойная девушка Джанины начала оглядываться повторяя маневр Наруто посмотрела на него затем снова огляделась и до нее дошло это хорошо было видно по ее расширяющимся глазам начавшемуся учащаться дыханию да и производство деревни клинков тянется под всей деревней прячась в сети пещерных комплексов и подобного производства не просто нет ни у кого из великих деревень а просто и не может быть ни одна деревня кроме деревни клинков не добывает столько железа меди и других металлов и минералов и не выплавляет столько чугуна и стали это абсолютное преимущество затем были музей мечей дворец сагуна ювелирный рынок верхние врата снежная башня зал церемониальных дуэлей стальная полоса препятствий цветочный магазин ледяных растений и колокол железа а так же храм железа и если девочек заинтересовал больше ювелирный рынок да так что они к полному восторгу суюки там ненадолго и потерялись правда так же быстро и нашлись к ей огорчению то вот реакция наставницы на музей мечей и зал церемониальных дуэлей была немного неправильной как будто она хотела кого-то немедленно вызвать туда но у нее это бы не получилось а вот реакция народа на снежную башню и цветочный магазин ледяных растений была на удивление слаба да он поразился имя но не до глубины души как например тем же колоколом железа или стальной полосой препятствий а тот же дворец цигуна верхние ворота с храмом железа его и вовсе не тронули так прошел день она показала и дала им выбрать из семи ресторанов пивных и баров где можно поесть вкусное без приключений в позднее время затем привела их в выделенные им квартиры с ехидством отметив что наруто поселили на этаж ниже других гостей из конохи и пожелав спокойной ночи ушла к своей лучшей подруге так и не заметив что хитро выученный блондин оставил в ей тени своего клона наруто едва передвигая ноги упал не раздеваясь на кровать перешедшие знаний полчаса назад от теневого клона направленного за командой призывы очень утомили срочно развеянный один из клонов наблюдателей в конохе тоже не добавил радости мыслим да и день прошел нелегко в начале новость о том что деревни клинков обладают таким чудовищным потенциалом по выплавке добыче и обработке любых металлов а ведь например третья мировая война шиноби началась за меньший кусок кстати по времени эта война совпадает со второй мировой здесь затем была достаточно увлекательной экскурсии по всей деревне девчонки просто улетели от вида ювелирного рынка страницы нет деревни клинков а ведь была еще и цветочная лавка так у зумки любимых ледяных цветов это был наш схинатый цветок я постоянно дарил их ей после того как приезжал из страны железа где проходили собрания каги альянса эх взять купить их что ли да подарить маме с сестренкой я думаю они будут рады на такой редкости а кроме этого были также малозаметные прощупывания почвы на тему кто мы такие от нашей провожатой интересно даже стало кто она на самом деле и рассказали ли ей о том кто мы как результат подвешенный в ей тень теневый клон ох не устану я хвалить эту технику скрытия для теневых клонов придуманную шакомару техника заставляет теневого клона превратиться обратно в тень сохраняя все функции полноценного теневого клона очень удобная для шпионажа техника хотя с такими провожатами они совершенно не нужны судя по взгляду анка когда она поняла что имеет в виду суюки она не знала об этом а значит значит а чего это я парюсь о деревне я больше не хакаги и становиться им снова нет уж увольте это мерзкая работенка с крохами свободного времени и ненормированной зарплаты обязанностями все что ты не успел перекинуть на чужие плечи все это придется выполнять себе так что попробуем себя в роли главы клана пускай пока и малого но я уверен все еще впереди а пока рассортируем к воспоминанию клонов начнем пожалуй с того кого послал за шина бивы через десять минут я понял разобрал то что клон посчитал не особо нужным проданная девушка у зумуки уж не карин ли всплыла так внезапно приводится ловить этих людоловов и выживьем и допрашивать их с пристрастием думаю момент их нападения подойдет для этой цели идеально ну а теперь будем смотреть фрагменты памяти другого клона и смотреть очень даже пристально поскольку главной мыслью этого клона при развеивании было то что меня хотят женить зал собрания совета клонов конохи выглядел как огромная овальная форма помещение с кучей дверок по двум сторонам и двумя огромными дверьми посредине длинный стол с удобными подушечками для сидения на полу обычно на нем еще размещались папочки с описанием проектов или краткой сводкой того что должен рассказывать или согласовать совет кланов на потолке было устроено нечто напоминающее поле для шоги из специально выращенных первым хакаги балок на которых часто если требовалось сидели бойцы анбу сейчас их тут не было уж больно щепетельный вопрос для кланов рассматривал совет зато около потолка в тени балки с удобством притаился клон наруто внизу собрались главы их заместители практически всех кланов все одеты очень нарядно все являются сильнейшими джанинами многих можно поставить на один уровень скаги вроде бы обычное собрание совета кланов если не прислушиваться к их разговору точнее предмету разговора он поцеловал и мою дочь тоже если он выйдет за вашу дочь как моя сможет вернуть себе доброе имя в этом случае в то время как ваша извините меня за прямоту ответа дочь явно без ума от некого хьюга вы не уточняли фугаку может это и не первый поцелуй был у вставшего напротив главы клана ямана каучиха в глазах разгорелся мангеки шеренгом и так уже приводивший своей надменностью и презрением к другим многих в ярость глава учиха встретил взгляд полной ярости и обещание обязательно вспомнить это когда-нибудь иначе был взбешен тем что тот у кого самого дочь чуть ли не в открытую бегает за другим парнем обвинил в отсутствии невинности его дочь моя дочь была невинна до этого прискорбного случая во всех смыслах а твоя доченька как я уже сказал может обойтись этим наследником нары не мешаться той кто действительно была невинна до этого случая все и подумалось клону фугаку точно подписал себе а то и всему клонучхо вражду с головой яманука слишком тяжелое слово он сказал слишком в своей гордыне зарвался все хватит думаю сейчас нам всем надо успокоиться и выпить чаю у многих здесь присутствующих слишком много взражений и требований по одному и тому же вопросу поэтому я предлагаю сейчас разойтись всем и снова собраться уже с упорядоченными требованиями и мыслями и не будем прибегать к необоснованным оскорблениям за которые вполне потом можно и поплатиться фугаку и да это угроза моя личная как крестная яманука которую вы оскорбили поэтому подумайте о том чтобы моя угроза не переросла в требование или даже ультиматум а сейчас идем пить чай встав пятая хакаги а также глава клан синджу пригласила кушану мать того из-за кого сегодня был весь этот внеплановый совет пройти за ней и наичи увели тацу миши как в отдельный кабинет шизуне же пригласила главу клана кимичи попить с ней чаю да и все остальные видя такую картину быстро разобравшись на группы отправились пить чаю вести переговоры в узком кругу клана особенно сильно удивила сцена того как фугаку буквально затаскивает внутрь одной из отдельных кабинок специально для таких чайпитий арочимару все так любопытно но вот призвать еще клонов точно не выйдет он и так уже практически три недели здесь отдыхает в тенях и клон решил рискнуть собрав свою оставшуюся чакру он создал теневые пути звука именно так по крайней мере назвала их темари с которой шикамару создал их и которые у него чуть ли не на коленях вымаливал наруто в конце концов она была обменена на две техники футана улучшенную бурю ветреных лезвий и защитный тайфун доставшиеся темари которая через год после этого снова родила своему мужу девочку после чего первый советник хакаги установил целую систему обмена техниками между их клонами с минимальным перерывом в два года но пока клон вспоминал как оригиналу досталась эта техника она закончила свое формирование и он начал слушать сразу с десяток разговоров эта техника была уникальна также тем что можно было запоминать этот десяток разговоров одновременно а затем осмысливая его понимать о чем шел этот разговор вот и сейчас в голову клоны начали записываться сразу с десяток разговоров которых он посчитал наиболее важными знаешь кушана другого выбора ты и не остается ты должна выбрать ту кто станет женой твоего сына а иначе они точно подерутся пускай это для многих из них мифическая невинность девушки и вовсе не нужна многим но вот отступить и отдать даже такой пустяк другому клану этого они позволить не могут клановая гордость чтоб ей поэтому предлагаю помощь в этом нелегком деле ты как согласна грустный сдох со стороны кушаны а у меня есть выбор ты ведь все правильно сказала многие теперь не отступят просто из гордости тот же фугаку я прекрасно знаю о том что насчет саски существовала договоренность о браке с сыном одного из старейшим клана но этот старик после инцидента сам пришел и потребовал выдать саски за этого в общем я не буду тебе пересказывать все что мне рассказала Микото только то что и раньше шатавшиеся кресла главы клана под фугаку теперь и вовсе скачет и его от снятия спасает только то что клан разделился на три части сторонников и тачи поддерживающих шису и тех кто захотел видеть своим главой старого маразматика уда поэтому он ни за что не отступит для него это вопрос власти молчание затем цунади явно пытаясь вывести свою можно сказать воспитанницу из мрачного состояния начала бодрым тоном рассказывать о наличии других кандидаток послушай но ведь есть не только учха посмотри на милую девочку или вспомни о моей племяннице или о скромнице ханаби это было зря смешок со стороны мамы определено вчера к нам приходил хиаши он не может не требовать женитьбу наруто на его ханаби но при этом предупредил из клана его девочка не уйдет или бы мы отказываем им выплачивая немаленькую такую сумму в виде морального ущерба а также позволяем примерному сверстнику моего сына вызвать его на поединок и провести его либо моего сына возьмут в клан хьюга ты сама понимаешь в качестве кого у цунади перехватило дыхание от такой наглости мало того что он не отказывается от этого дурацкого брака из-за одного поцелуя так он еще и угрожает другому клану нет ему нужна компенсация от узунки а вовсе не их наследник что он просит в качестве уплаты еще один вздох со стороны кушины свиток с обучением сорока средних печатей и тридцать тысяч взрывных печатей у цунади казалось пропал голос и на его место пришел клубок гадюк или она брала уроки у арачимару иначе объяснить такое яростное шипение было нельзя этот кушина нам уже скоро выходить надо будет иначе могут воспринять разговор как сговор между нами поэтому слушай внимательно никаких учиха никаких выбирай сама из нравящихся тебе и твоему сыну девушек а уж я попытаюсь вас защитить спасибо цунади после чего обе женщины вышли из комнаты для чайпитий так следующий разговор обрабатываем разговор фугаку и арачимару и зачем глава клана больше не глава завтра с меня снимут эту нашу а вот кому она достанется непонятно у меня есть только один шанс помочь этачи стать следующим главой клана и не допустить этого приспешника мадары к власти выдать собственную дочь за этого извращенца наруто будь он проклят усмешкой со стороны арачимару я бы не был столь уверен в его ненормальности ты ведь мало читал когда пришел благодаря микоту к власти в клане а уже уничтоженных кланах или находящихся на грани уничтожения клан у зумаки славен сваеву индюцу об этом все знают а вот о том что в клане у каждого мужчины было по несколько девушек знает очень мало людей а все из-за преобладания янчакры в их телах именно от этого кстати говоря и происходит их выносливость и регенерации но минусом по крайней мере среди известных нам служит повышенная потенция у мужчин у зумаки настолько повышенная что одна единственная девушка просто не сможет с ними справиться поэтому я не думаю что показавший свою хитрость и талант к маскировке наследник клана находящегося на грани уничтожения бегал пьяный по деревне и целовал просто красивых девушек среди которых случайно оказались практически все его сверстницы наследницы члена семьи глав кланов и при этом успешно отбивался от Анбу подумай об этом если у него мозги были настолько ослеплены алкоголем как он говорит как он мог применять техники которые выносили исключительно бойцов Анбу мешающих ему или о том почему из всех взрослых девушек которых он поцеловал одна только шезуне с которой он так дружин может что-то требовать а остальные даже на попытку совратить их для измены не могут пожаловаться потому что ни одна подумай ни одна из девушек которых он поцеловал не имеет даже длительных отношений с одним парнем не говоря уж о мужьях а теперь вишенка на торт существует закон на кланах находящихся на грани уничтожения о том что они имеют право на гарем до семи девушек могут стать официальными женами такого наследника или главы клана правда две из них обязательно должны быть из не клановых девушек а вот остальные пять могут быть кем угодно и знаешь кто был последним до этого инцидента кто запрашивал действует ли этот закон сейчас или нет скрип зубов фугаку можно было услышать наверное даже вне зданиями резиденции я убью этого мерзавца да как он посмел манипулировать мной и моей дочерью судя по возне попытавшийся выскочить из комнаты для чая фугаку был остановлен змеем и как же мне подгадил прошлый владелец этого тела со своим любопытством теперь ведь любой имеет те же сведения что предоставил фугаку арыч сделает такие же выводы как и словаками бывшая глава клана очхо о том что мол я манипулируем и заставляю выдать их любимых дочек за себя наглый поклеп как клон могу заявить прямо и честно мы тогда были точно не в себе постой убивать не выход ты же мгновенно наживешь себе кучу врагов которые так просто тебе умереть не дадут тут надо действовать тоньше и первым действием объявив о законе заставить всех принять твою дочь как одну из кандидаток в жены для этого мелкого интригана а затем яд или еще что-нибудь и твоя проблема решена и никто не может выдать что-либо против тебя молчание что ты хочешь за это анкомитараши больше ничего хмык и даже легкое хихиканье со стороны фугаку ну ну смейся пока зубы целы я вам со злодеем арачимару это еще припомню и наверное ой как скоро припомню особенно в свете новой информации не повезет арачимару ухахаха согласен а теперь выходим так следующий разговор ставим на понимание и наичи татсуна шикако ну и зачем вы притащили меня сюда я вполне мог побыть там один и например окончательно добиться ухода этого взорвавшегося очиха с совета он же как и хиаши ничего дельного и направленного ни на их выгоду не предложит так что пускай валит отсюда дневная речь и наичи явно показала что отныне они с фугаку враги и если быстро клан не поменяет главу то новый враг появится и у всего клана очиха тише друг тише могу тебя обрадовать если ты успокоишься как впрочем и тебя татсуна точнее даже не совсем так именно вам я собирался рассказать об этом и попросить кое-что взамен но тут как видите надо так же спасать союзника в общем поискав кое-какие документы по своим делам я случайно наткнулся на один старый еще с основания канухи закон закон на кланах находящихся на грани уничтожения этот закон что теперь обязателен для изучения почему все про него вдруг вспомнили по этому закону у наследника или главы клана находящегося на грани уничтожения может быть до семи официальных жен две из которых правда должны быть не клановыми но думаю договориться о пяти местах вместо одного того будет намного легче а если это предложишь ты татсуна то сможешь уговорить совет отдать твой младшей дочери одно из этих мест и пожалуйста не надо говорить о том что в клаве не останется наследников в конце концов тебе ведь можно поздравить с беременностью тишина настолько полная после этих слов наступила что было слышно как у иначе отпала челюсть как откуда ты знаешь даже в моем клаве об этом пока знают только старейшины легкой хмыкой нет иначе такой же легкий смех от шикоко давай я расскажу незначительную деталь нашей техники когда одна тень отображает несколько человек сразу нам не труднее взять под контроль а я как мастер кейки генка и нашего клана постоянно ощущаю тени вокруг себя и с легкостью могу сказать когда женщина перестает быть одна в своей тени так что для нас определить белеменность ничуть не труднее чем вам взять след покровавые цепочки теперь два хмыка и ответ с легким недоумением тационы и почему ты решил раскрыть этот секрет нам ну во-первых это не секрет а незначительная деталь а во-вторых я хочу у тебя попросить посодействовать в брачном договоре между моим сыном и дочерью старейшины саин саину зука у когото из двоих присутствующих при этом глав кланов отвалилась челюсть однако надо пойти посмотреть календарь может я пропустил заявление о начале месяца брачных договоров и предложений со свадьбами хм смешно как будто там такое напишу и зачем вам нужен союз с нашим кланом о мне вот тоже интересно поскольку я точно уверен что в это время у клана нара никаких проблем не было мы потеряли влияние на торговые корпорации ошибутся берер из-за весенних штормов были просрочены все контракты с дайами страны огня и конохой со страной волны когтя полностью сорваны поставки в страну демоны и луны из-за действий шина беккумы мы потеряли практически половину наших караванов в страну железо сейчас мы на грани разорения любой толчок в сторону пропасти любой отобранный контракт или предложивший более низкую цену клан конохи на сделку и клан нара перестанет быть великим кланом к нашей радости такое состояние продлиться только до осени но ты сама понимаешь вы нужны нам сейчас как гарант иначе те же саруты без радости упустят часть прибыли чтобы еще более сильно пошатнуть состояние нашего клана конечно потом мы снова станем великим кланом но за это время потом ах да закон о том что состояние клана можно менять не чаще раза в год о состоянии таких как бы кто не думал целых пять десятки себе удалось erstmal плохое защищение не скажем 2 мини все и все そう он так сейчас пол и многие 50 шиноби уровней Джаннина выше. Клан-Иснователь Богатая Группа Шиноби с Кейки и Генкой, в которой присутствуют более сотни шиноби уровней Джаннина выше, и как минимум один шиноби уровней выше Каги. И по каждому состоянию клана, в Канохе, да и не только в ней, даются определенные бонусы. И чем более значим твой клан, тем больше бонусов он получит. Я поспособствую этому договору. Но я не обещаю, что это вытянет. Нам больше вашего обещания не нужно. Мы не беспомощные Харуна. Мы Нара. И я искренне надеюсь на то, что наш с вами будущий союз продлится столько же, сколько будут слышны наши имена, а то и больше. Возникла недолгая пауза. Хорошо, а как ты полагаешь сделать так, чтобы моя дочь оказалась в этом гареме? Я прямо так и увидел, как на лице Шикаку появляется лисья улыбка. Ты думаешь, что только из-за количества мест подлина Руто идет такая борьба? Спешу тебя в этом разубедить или дополнить твои выводы. Ни Хьюга, ни Курама он и вовсе не нужен. Им нужна плата за оскорбление от клана Узумуки. Кланы Сарутаби, Акимичи и Абурами вовсе не обрадуются усилению. Кланы Узумуки всеми силами выступят против этого требования. Кланы Хатаки и Митараши из союзников мгновенно уйдут в нейтралы, ибо такое запрещают их традиции. Так что без поддержки этот закон только всплывет и все. Но вот если его поддержат сразу несколько кланов точно будут за такое решение вопроса. Я уверен в тебе, пятый, в самих Узумуки в Тацане, а также, как бы тебя это не раздражало, Фугаку. Как видишь, это всего четыре претендентки. Причем, одна из них изначально твоя дочь. И если даже Хиоши Ачигато смирить свою гордыню и согласиться на это предложение, то их будет всего пять, поскольку уж Табичи Курама ни за что не согласится на такое. Его клан именно из-за того, что у основателя было несколько жен, и развалился. Поэтому, даже если он вдруг захочет в этом поучаствовать, в его клане никто не пойдет за ним. Не беспокойся, твоя дочь точно будет вместе с любимым человеком. Теперь настала очередь Тацаны похихикивать на Данаичи. Я понял, думаю, тогда нам следует выходить и озвучивать наши требования и провести этот случай согласно закону. Следующий разговор. Шизуни глава клана и бури. Пожалуйста, Ками. Пускай хоть в нем этот дурацкий закон не упоминается. Отец, прошу тебя, прими участие в этом споре. Решается вся же судьба твоей дочери, пускай ушедшей из клана, но дочери. Я и опрошу тебя об этом. Ого. Так ваша зона у нас тоже клановая. Не знал. А уж тем более не подозревал, что она была дочерью главы клана и ушла из клана. Главное в твоей че, Шизуне, это то, что ты покинула клан и я теперь не вправе ни о чем за тебя договариваться. А уж дочь ты мне или нет, это к законам не относится. Я не могу просить за тебя. По крайней мере, пока ты не вернешься в клан. А ты знаешь, что дорога тебе туда открыта всегда и я признаю, что тогда погорячился, доверившись советникам. Я еще раз клянусь тебе, я понятия не имел, что из себя представляет тот человек. Но и ты погорячилась с выходом из клана. Мы ведь все хотели тебе лучшего, чтобы ты поскорее забыл того Синджу. А вместо благодарности хотя, после такого хотя бы понимания того, почему мы так поступили. Ты, именно ты, уходишь из клана, и становишься фактически на побегушках у Цунади. Разумеется, я был тогда в гневе. Я и сейчас на тебя сержусь, но это мне не помешало бы выступить за тебя на совете. Даже если это просто смешно. Шизуне, он младше тебя больше, чем на пять лет. За него борются юные девушки, которые наверняка привлекут его внимание намного больше тебя. Он, скорее всего, тогда действительно действовал по пьяни, и не испытывает к тебе никаких особых чувств. Скажи, зачем тебе это тогда? С одной стороны, я глубоко поддерживаю позицию отца Шизуне, с другой, я раздосадован этим. Ну, кого мне обманывать-то теперь? В молодости, в том мире, из-за Сакуры я бы точно ушел из деревни. Именно Шизуне с бабулей удержали меня после создания Альянса, за что я был им безмерно благодарен. А ведь тогда я искренне раздумывал вместе с Химатой отправиться восстанавливать УЗА. Именно она вытащила бы меня из глубокой депрессии, когда умерла Химата. И мне ей ужасно не хватало в последние годы в том мире. В общем, особые чувства у меня к ней были. Как к старшей сестре. Так что нет, я поддерживаю тебя, старик, на все сто процентов. Потому что остальные собираются использовать его для своих целей. Я же, если выберут меня, попозже, не доведя до свадьбы, отпущу его. Я действительно знаю, что он не испытывает ко мне никаких особых чувств, зато испытываю я. Он повторяет для меня Синджу. Да, он повторяет. Да, он только замена, но он мой. Прошу, папа, я завтра же вернусь в клан. Молчание. Ты понимаешь, что тебе будет очень больно? Да. Тогда ты сегодня же возвращаешься в клан, сразу после моего обращения к совету, независимо от того, какое решение на нем примут. Хорошо, отец. Спасибо. Надеюсь, ты, старик, рассчитываешь на отрицательный ответ, а иначе мне придется твою довольную морду побить. А ты еще чего вздумал? Мне только шизуни не хватало в этом гареме. Кстати, надо будет обрадовать Кураму, что теперь у меня будут невесты, а не невеста, как он того и хотел. Так, слушаем дальше. Разговор Ракимича, об урами Хьюга. Слушай, Хиаши, ты и правда, если выберут твою дочь, отдашь ей в другой клан? Конечно. Нет. Пускай этот узумки становится частью клана Хьюга, а наоборот не будет. Хюм, тогда скажи, а зачем такое упорство? Ну же, гад, признайся, что тебе нужны только наши знания. Вот кого из родственников Хинута я искренне не любил, так это тебя, старик. Именно поэтому и Химовари запретил изучать техники вашего Бьякогана. Уж больно мне не нравились ваши со старейшинами взгляды на нее. А тут ситуация ничуть не изменилась. Ради чести клана, конечно. Но давайте оставим лучше эту тему. Скажи, Шира, как там наш проект развивается? О, что-то я не припоминаю никаких общих проектов между кланами Хьюга и Абурами. А значит, что это что-то местная информация, о чем мне совершенно не повредит, поскольку вечно полагаться на знания другого мира, сильно отличающегося от этого, очень вредно. Проект развивается хорошо. Но я хочу выразить признательность другу Чичджу за помощь в проекте его. Без питательных пилюль Акимичи сдохли бы все жуки наши заняты этим. Но возникли сложности в проекте. О чем лучше всего известно тебе, Хиаши, должно быть, ведь твои соклановцы охраняют нас там. Проблемы, Хиаши? На самом деле и не совсем, пока скорее только признак проблем. На острове сильно повысилась деятельность мукининов, которые не являются проблемой для моих бойцов. Но вот наверняка заявившиеся за ними вслед команды из других деревеньями могут стать. Откладывать этот проект больше нельзя, с каждым разом шанс того, что туннели найдут чужие, только возрастает. А ведь мы подобрались, наверное, ближе всех к легендарным сокровищницам Узумуки. Отступать сейчас может быть очень опасно. Сокровищницы Узумуки? Это не те ли, что расположены на острове Водоворота? И если так вот гад, так он пытался обокрасть мой клан? И эти пустомели, Абурами и Акимичи, помогают ему. Куда только скатывается этот мир? Хорошо тогда, но все равно неспокойно мне. Перебросить я решил туда еще на сколько своих бойцов. Правильное решение. И, еще немного поболтав о делах, и эти вышли. Так, слушать ли мне следующий разговор, или оставить на потом, а сейчас прослушать начавшийся совет? Наверное, второе будет более уместным в данной ситуации. Таким образом, мы получаем пять девушек, которые смогут стать ему женами и обелить честь своих кланов. Но я хочу попросить обязательно учесть то, что моя младшая дочь будет одной из этих невест. Пояснять свои причины данного решения я считаю излишним. Ого, Ата Цун очень круто берет. Даже стало немного интересно, кто как выскажется на данное заявление. Я поддерживаю решение и требования главы клана Инудзука, а также прошу выделить одно из оставшихся мест для моей дочери. А вот и Инаичи сказал свое веское слово. Я поддерживаю решение и требования главы клана Инудзука. Шикако. Отрабатывает брачный договор сына. Я подтверждаю наличие такого закона среди законов Канахана Гакури. И я поддерживаю решение и требования главы клана Инудзука, а также прошу выделить одно из оставшихся мест для моей дочери. И я рад, что такой закон нашелся для выхода из данной ситуации. Фугаку. Даже не знаю, как к нему относиться. Вроде неплохой человек, семью свою любит, но ради власти мгновенно пошел на подлость в этом мире. А в том и вовсе на предательство. В общем, для меня крайне мутный тип. Я поддерживаю решения и требования глав кланов Инудзука, Нара и Учха. А также предлагаю клану Синджу, а точнее, племяннице нынешней реглавы клана Айсинджу, одно из мест гарема моего сына. Мама. Ты очень быстро справилась с потрясением и сообразила быстрее пятой, как и официально подключить к данному выходу из всех трудных ситуаций с моей невольной женитьбой. Ты молодец, мама. И пускай ты все же не сразу смогла справиться с тем, во что превращается моя семья, я согласна с просьбой Кушины Узумуки. И теперь хотела бы услышать мнение других сторон конфликта нейтральных кланов. Глядя на то, как скривился Хиаши, у Наруто потеплело на сердце. Ну же, отказывайся от претензий ко мне. Но первым успел высказаться глава клана Курама. Я отказываюсь от брачного договора с наследником клана Узумуки, но за оскорбление моей дочери я требую официальных извинений от лица Наруто Узумуки. У Кушины на лице появился оскал, а взгляд продолжал сверлить дырку в Хиаши. А что это глава клана и бури знаками пытается спросить у Шизуне? Не мешайте добивать проигравшего. Я отказываюсь от брачного договора с наследником клана Узумуки, но за оскорбление моей дочери я требую официальных извинений от лица клана Узумуки. Ух, Хиаши ты сам загнал себя в ловушку. Подожди ты с высказыванием дай закончить свою речь главе Тируми, ты бы смог официально что-то требовать от мамы клана, а так я и отец принесем тебе извинения и все, хотя для многих это немало. Я поддерживаю решение о том, что клан Узумуки можно назвать кланом на грани уничтожения и согласен подтвердить брачный контракт от лица моей дочери Шизуне и бури. А Хиаши ты улыбается. Подумал, что самый умный и последний мышь что-то требующих от Узумуки придется отдавать свою дочь на последнее вакантное место в гарем для клановых. А он, мол, такой умный, отбил свою дочь от этого мерзавца Узумуки, сорвавшего его план по получению кучи новых печатей. И ой, плохо дело. Чакра закончилась, пуф. Вот я попал. А ведь мне еще обязательно в сучи двух не клановых девушек для точного появления моего генома у будущих моих детей. Ой. Как же мне выбраться из этой ситуации-то, а тебе надо из нее выбираться? Разве не ты говорил Курами о том, что если девушки будут согласны, а они согласны? Хоть на этот брачный контракт кто-нибудь из них согласен? Шизуне. И, возможно, Инна. Насчет первой не уверен насчет мотива и поступка, но принимается. А вот вторая она ведь влюблена в другого меня. Да и сам я не люблю ее и... Веди себя с ней, как с Хина ты первое время, да и со всеми остальными так же поступи, и под конец твоей жизни ты снова будешь уверен в том, что любишь их. И ведь даже обманом это нельзя будет назвать, ты действительно полюбишь их. Гад, ты Сонгаку, самый настоящий ползучий гад. Пришел и все стремления к возможности освободиться от узбрака разрушил. Хотя спасибо. Ни за что, Наруто. Я просто ускорил то, что неизменно случилось бы, а также уменьшил на много количества слез, пролитых твоими женами из-за твоего поведения. Подумай об этом, Наруто. На много, но не на совсем. Ох и гаджеты все же. Но и за это тебе спасибо, я подумаю об этом. А также о еще двоих не клановых женах, которые обязаны у меня быть по условиям этого закона. Но это будет только завтра, а сейчас спать. Голова трещит, словно с похмелья. Пока Наруто рассортировал воспоминания клонов и осознавал, что он себе сделал тем срывом, в Канухе проходил еще один совет. Только на нем не было высказано ни одного закона Канухи, на нем никогда не присутствовал ни один из глав кланов, проживающих в Канухе. Совет этот, правда, редко появлялся в Канухе. Чаще всего он устраивался в облаке или тумане, но теперь все поменялось. В тумане у членов этого совета остались в живых только враги. Облако сейчас как раз очередной раз пыталось прополоть себя от лиан этого совета, поэтому там они собраться так же не могли. Последние действия совета в песках были настолько масштабными, что привлекать внимание к ним своим присутствием было бы излишне. В Камне случилось несчастье из-за устроенного непокорным Дейдар и Дебоша все здания в деревне, принадлежащие совету, были либо разрушены, либо узнаны и отобраны по велению Цучикаги. Поэтому совет собрался в самом молодом из всех своих залов собраний в зале, расположенном в Канухе. К нам пришел запрос о помощи некой организации Акацуки. Они упорно собирают нукининов и остатки чудовищ. Их цель, насколько я смог понять, сделать нового темного бога из их лидера, Зитсу. Нам это будет даже в помощь. Он собирался значительно прорядить население всего мира Шиноби. После него мы легко сможем нанести удар по ослабленным странам и захватить власть в них. Это сейчас не важно, помогать мы им не будем. Успеет что-либо сделать до нашего вторжения молодцы. Нет, значит, нет. Закутанный в черный плащ с глубоким капюшоном, опущенным до самых глаз, впрочем, как и у всех здесь присутствующих, член совета перевел свой взгляд и, как и требовала традиция, указал пальцем на того, к кому обращался. Как дела у Туманного флота? Подойдет к прибрежным архипелагам через 4-5 месяцев. Нам, как и местным, помешали затянувшиеся весенние штормы. Неизвестный руководитель совета перевел свой палец дальше. Почему случился провал с кланами Юмию Акацуки? И есть ли у вас запасные базы у прибрежных архипелагов? Провал произошел из-за взорвавшегося Куратора. Он подумал, что другие кланы Туман ослабли достаточно для переворота и их уничтожения, и он ошибся, и заплатил за свою ошибку кровью. Запасных баз не было предусмотрено, но наметки по ним есть. Лучше всего будет расположить их в стране Демона, на наибольшем удалении от Тумана, но так, чтобы флоту не пришлось удлинять свой маршрут. Палец переместился дальше. Почему произошла утечка информации о новых верных нам в облаке? Кто виноват? К нам в ряды новичков проникла шпионка, некая Югитония. Она, побывав на нескольких собраниях новичков, выдала информацию Райкаги. В результате все новички в облаке и часть уже сложившихся последователей были потеряны. Пока никакие действия для возмездия ей за содеянное без лишних потерь осуществить невозможно. Плохо. Пошлите ночной отряд за ней. Она должна заплатить за содеянное. И снова Палец перемещается. Почему случился провал с вербовкой? Мы не рассчитали его жестокость. Он отказался убивать свою невесту, а вместо этого нанес удар по нам. К счастью, потери в людях минимальны. А вот склады продовольствия и оружия очень жаль. И мы рассчитываем, что со дня на день в камне начнутся тотальные проверки. Поэтому часть людей, которых мы не должны потерять ни в коем случае, мы эвакуируем оттуда в течение недели. Палец перешел к следующему члену Совета. Как так получилось, что наследник Узумаки сбросил с себя ваш ошейник, и теперь свободно пользуется ниндзюцу? Вам напомнить, как во время Первой мировой войны этот клан в одиночку вынес все три флота вторжения? Нет? Тогда у вас эти самые 4-5 месяцев до прихода флота, чтобы убить его. Затем, почему в последние 10 лет у вас падает и падает прирост новых последователей? И наконец, когда вы достанете нам действующие глаза Учиха в высшей форме своего развития? Как получилось Узумаки снять ошейник мы выясняем. Насчет убийства можно ли будет задействовать отряд лунного демона? Вы так уверены, что обычного отряда не хватит? Да. Он в одиночку за полдня раскидал чуть более 30 анбу. Его не стоит недооценивать. Хорошо. Можете. Насчет новичков сначала нам мешал Намигдзю. Но его кто-то отравил на нашу удачу. А теперь все больше и больше нам мешает Цунади. Она постепенно принимает управление деревней. Глаза постараемся в ближайшие 3 месяца достать и отправить в нашу лабораторию в стране травы. Хорошо, но тогда лучше уж будет направить сразу во временные лагери в стране демонов. Думаю, к тому времени они уже будут готовы, ведь так? Да. Будут готовы. Да. Понятно. Направим в страну демонов. Глава Совета сел обратно в каменное кресло. Тогда действуйте. Все во славу Империи Солнца. Во славу Солнца. На следующий день первым делом в Шинобе оповестились о времени приема пищи, которое строго определено. Наруто всегда удивляло отношение к провизии в стране железа. Нет, ему было известно о том, что две трети всех запасов пищи страна покупает, но в той же стране снега это не мешает людям есть тогда, когда они хотят, и столько, сколько могут себе позволить, в то время как в стране железа размер порции практически повсеместно одинаков. Кстати, только теперь обратил внимание на то, что самураи во время походов едят нормально. Любые порции съедаются полностью, и в любое время. Тоже любопытное отступление от норм, или это просто какие-то традиции, или правила? Так что сам столовый зал не вызвал у Наруто большого любопытства. А вот на лица девчонок ему посмотреть было очень забавно. В начале, когда они зашли в огромный столовый зал, где уже сидели десятки тысяч людей, их лица вытянулись в изумление. Затем, когда процессия дошла до выделенного столика и они увидели утреннюю порцию, их глаза застыли в недоверии. Затем, когда они, сев, поняли, что не ошиблись, и перед ними стоит огромная порция ромена, рядом лежит большой кусок жареной рыбы и тарелка риса, их глаза наполнились ужасом. Ведь анка каждого предупредила, что есть надо, что дают, ибо другого нет. И съесть надо все, иначе ты обидишь своим поведением хозяев. Так что теперь девочки с ужасом оглядывали непривычно огромно для себя порции. Плюсом ко всему идет огромная кружка зеленого чая, который даже Наруто пил маленькими глоточками, пережидая, пока во рту пройдет горечь после каждого глотка. И третий раз их глаза наполнились настоящей паникой, когда они увидели, как едят жители деревни Клинка, может, так едят и все остальные жители страны железа этого мира, но вот там, откуда пришел Наруто, такого ужаса не было. Беляя большие суповые ложки, все ели ими. Не палочками. Очень быстро ели. Честно говоря, даже Узумаки был в шоке от такого ничуть не меньше всех остальных. Ну, возможно, за исключением анка. Затем проводница, как все же оказалось, соблазнительница, повела шинобина на тренировочной площадке, где они минут 10 наблюдали за упражнениями самураев. Очень приличными, надо сказать, упражнениями на таджюцу. Самураи этого мира больше похожи на вооруженных холодным оружием Майта Гайи и Рокали. Такая же манера боя, никаких техник или их самый минимум, и таджюцу высочайшего уровня. После просмотра девчонок отправили знакомиться с их наставниками, а Наруто отправили в специальные комнаты, где, собственно, и должны были проходить в дальнейшем постановки печати, и куда он попросил сразу же привезти одного из тех, кому нужно поставить печать. Привели, причем быстро. Вот так для Узумаки Наруто начались полгода печатей. Сегодня я поставил последнюю четырехсотую печать. Прошло ровно шесть с половиной месяцев с момента начала работы мной по постановке печатей. Каждый день я ежедневно ставил две-три таких печати, на каждую у меня уходило по часу. А затем я несся в специально отведенную для этого комнату и пожирал, иначе не скажешь, еда где-то на полтора-два килограмма. И никто, глядя на меня, ничего против не говорил. Я достиг своего внешнего вида в шестнадцать лет в том мире. Ну, почти. По неизвестной для меня причине у меня ударными темпами отрасли волосы, а поскольку стричь их после каждого наложения печати было муторно, я стал ходить с длинным пучком волос. А вот ногти я подстригал обязательно, как минимум один раз в половину суток, а то чаще. В общем, теперь никто, глядя на меня, не мог мне дать меньше пятнадцати лет. Что меня очень радовало. Как и растущие мышцы. А то иногда за время нахождения в этом детском теле меня заносило. Порванные от перенапряжения связки, растянутые сухожилия, внутренние гематомы – вот результат обычных ошибок с контролем силы. Все же у меня просто гигантское количество чакры. Хотя, имея девять живых батарей к этой самой чакры, чего я еще ожидал? И в данном случае это скорее вредно, чем полезно. Теперь, и в более взрослом теле, у меня будет намного больше шансов избежать всех этих случайных травм. Но самое главное – это то, как на меня теперь смотрят девушки. Если мои сокомандницы смотрят непонимающе и изумленно, то вот во взгляде Анка начинает гореть не просто заинтересованность, но и желание. Хотя и понять можно. В конце концов, пользуясь тем, что у нее намного более острое зрение на всякие телодвижения и более острый слух, замечающий любые мелочи в голосе собеседника, я все время путешествий после того горячего источника, можно сказать, гипнотизировал ей своим голосом и движениями. Благодаря небольшой помощи на миг выглянувшего из подсознания Курамы, я немного изменил под это воздействие голосом своей голосовой связки. Как результат до деревни Клинков на меня бросали все более сожалеющие взгляды. На моих спутниц завистливые. Но тут стоило ей увидеть мое резко повзрослевшее тело, и здравый смысл окончательно помахал ей рукой. Благодаря моим теневым клонам я не давал ей возможности отдохнуть и сбросить вызываемое мной напряжение, а кроме этого я постоянно голосом и движениями оказывал ей внимание. А ведь тогда, сразу после моего назначения Хакаги, когда все думали, что у меня не будет времени развивать и придумывать новые техники, я здорово рисковал, придумывая это тонкое гиндюцу, выполняемое в виде ниндюцу и с помощью биджу. Мой запах, мой голос и мое движение. Все это настраивается на определенного человека и позволяет медленно манипулировать его чувствами. Тогда я просто хотел утереть этому задавок и саски нос. Я и не использовал никогда больше этот прием. Кроме того раза, во время демонстрации. Но в данном случае, эта техника была использована. Я вызывал желание, симпатию и то, что называют влюбленностью, но не любовью. Так что скоро Анка сдастся. И сама придет ко мне. Кто-то может сказать? И не стыдно тебе так обманывать девушку? Но во-первых, она одна из немногих, в ком я сейчас вижу девушку, а не ребенка. А значит, ей чувственно будут небезответными. Во-вторых, мне ей жаль. Просто жаль то, что она, как и та, влюбилась в этого змея Рачимару. Она больше никому по-настоящему не смогла открыть свое сердце. Она, так любя детей, могла воспитывать чужих. В-третьих, это начнет подрыв самозваного гарема. В-четвертых, она за время путешествия действительно запала мне в сердце. Я и такой никогда в том мире не знал, да и не была она там такой. Какая она веселая и смешливая, какой живой и светлой она может быть сейчас. И я не позволю этой змеяке испортить ее жизнь. А ты, случаем, сам в нее не влюбился? Кто знает, Курама. Кто знает, но я совсем не выражаю. Мне понравилось быть примерным семьянином, а гарем для меня это нечто новое, неизвестно. И вполне возможно, даже нехорошее. Так что пока я эту идею отложу в темный ящик. Ага, в темный ящик ты лучше поведай мне, что это у тебя на поясе в отдельном свитке болтается. Никогда ведь раньше так как ай-либо оружие ты не отделял. Хм, скоро узнаешь. Вот сейчас ты и узнаешь, что пропустил. О мастерах оружия, обучающих меня здесь. Об этой настырной суюке, которая трижды чуть не оказывалась у меня в кровати. Об шалостях Кебы и Аи, которые для меня теперь как младшие сестренки. Об одном уроде, приревновавшем суюке ко мне. О коварно-соблазнительных предложениях Сигуна. О печатях, которые я развил до нового уровня. О том, как я месяц назад сбросил весь накопившийся стресс и похоть. О том, что творится на землях водоворота и о том, кого мои тени там видели. О том, что мы будем делать после возвращения в Канаху или не возвращения, но только после того, как ты расскажешь, чем вы занимаетесь у меня в подсознании. И учти, завтра у меня будет весь день свободен, и я с легкостью смогу спуститься в подсознании и сам все проверить. Так что говори честно. Я, как и ты, не могу врать так, чтобы другой об этом не узнал. Поэтому, Наруто может, не стоит. Тебе это не нужно. Поверь мне. Курама, позволь мне решать, что мне нужно, а что нет. Рассказывай. Тогда готовься. Эта информация тебе не понравится намного, намного больше, чем Прокебу. Ее можно смело сравнить с информацией Ахинатия. Ты помнишь, что было после? Это опасно для меня сейчас? Нет. Это будет опасно в будущем, но не сейчас. Тогда давай подождем, пока я не разберусь тут с кое-чем, с этим разговором, но ты дал слово. Ты мне все расскажешь. А теперь будешь слушать то, что вы пропустили с этим закрытием в подсознании или нет? Конечно, рассказывай и начни, пожалуй, с истории о соблазнительных речах Сигуна. Хм. Как хочешь. Хотя я думал, ты больше заинтересуешься печатями. Ха. Поверь, мне пока печати довольны. Я их уже, если честно, видеть не могу. Хмм. Ладно, слушай. Через неделю непрерывных постановок печати, обжираловки легкого флирта Санка и Союки по вечерам, а также изматывающих тренировок с моей командой. Так как для меня еще не подобрали личного тренера. Меня пригласили во дворец Сигуна. Быстро пройдя в классический дворец императора я расположился, как попросил дядечка, сидящий за столом в окружении трех секретов охраны, у самой двери в кабинет Сигуна. «Черт, а это удобно!» Подумал я тогда. И почему у меня были только советники, а вот такой должности не было? Подождав пять минут и увидев, как дворяне страны железа покидают кабинет, я, наконец, был удостоен встречи с Сигуном. Войдя, я слегка удивился. По виду обычный кабинет Каги скрытой деревни, а вовсе не могущественного Сигуна. У любого из правящих стран и медаями даже бывал столовый малый зал, куда обычным гостям вход воспрещен, не говоря уж об их рабочих кабинетах, которые выглядят намного шикарнее, чем этот кабинет. А вот сам Сигун, своим телом очень напоминающий о медведе или нынешних райкаге, системой чакры и аурой был с другими даями очень схож практически полным ей отсутствием и незаметностью. Однако это, судя по тому, что я о нем слышал, не мешало Сигуну оставаться очень изворотливым и хитрым политиком. Я рад видеть тебя, представитель и наследник великого клана Узумаки, здесь в месте, где следы величия твоего клана сияют так же ярко, как и при наивысшем величии твоего клана. Знай, здесь ты всегда можешь рассчитывать на поддержку и защиту. Но я хотел поговорить не об этом, а об одном одолжении. Видишь ли, у нас очень большие проблемы с откачкой подземных вот обычными путями. Раньше нам в этом помогали печати, поставленные представителями твоего клана. Однако вчера они перестали работать и я сразу же вспомнил о тебе. Я знаю о том, что в задании, которое вы приняли, нет ни единого даже намека на это, но я прошу, попытайтесь их починить, а за это мы выполним вам бесплатно одно из оружий вашего клана на ваш выбор. Сказал Сигун. Я тогда впервые нахмурился. Оружие моего клана, что это, хоть кто-нибудь подсказал бы? В старом мире никакого особенного оружия у Зумнаки не было. О проместных я еще слишком много и не знаю, чтобы делать какие-либо выводы. Значит, выбираем оружие наугад. А может, тогда выбрать такое, которое подошло бы именно мне? Так, я Силенда, пожалуй, уже специализируюсь на ближней дистанции боя и на дальней. На среднюю я практически не перехожу, мгновенно либо сближаюсь, либо наоборот, разрываю дистанцию. Хм. Это получается, мой стиль боя идеально дополнит оружие, которое можно использовать на средней дистанции. Ну и какое у нас оружие действует на таком расстоянии? Копия, цепи, пожалуй, еще сюда можно отнести тяжелые молотые клинки, наподобие знаменитых семи мечей тумана. Но интересно, в этом мире это название существует? И если да, то какие это мечи? Хм. Я могу призывать цепи из-за своей принадлежности к определенной линии крови у зумаки, а значит цепи, как, впрочем, и клинки отпадают. Итак, молот или копье? С одной стороны, копье имеет более большой радиус атаки и возможность использовать различные приемы, с другой, для него нужно две руки, хотя и для молота с длиной и ручкой, которая только подходит для средней дистанции, они нужны обе. Но молот намного более серьезное оружие в сражении с Шиноби, я не раз видел боевые молоты в рядах армии и Зывы во время Четвертой Мировой, а все из-за огромного урона, который он наносит единственным ударом. Но мне ведь не обязательно иметь оружие как главную силу на средней дистанции. Мне оно нужно только для того, чтобы вырваться со средней дистанции и навязать врагам свои правила. А значит, копье выгоднее. Пускай ему сложнее будет обучиться, но зато я смогу нормально себя чувствовать на средней дистанции. Я выбираю копье? Сказал, я, и, судя по начавшим выпучиваться глазам Сагуна, не угадал, и такое оружие у Зумаки не делали. А может и не ошибся, просто это считается очень специфическим оружием. Но лучше так, чем сознаваться в том, что я ничего не знаю о великом оружии своего же клана. Да собственно историю этого клана у Зумаки я до сих пор не знаю. Если в той реальности объединением альянса скрытых деревень с целью уничтожения УЗУ послужила монополия печатями и более десятка собранных свитков призыва, а также неимоверное богатство деревни, то тут все было непонятно. Да, скрытая деревня водоворота здесь была возможно даже богаче, чем в той реальности, да у них была монополия на печати и куча призывов. Но в этой реальности у Зумаки оставались официально нейтральными, они подкрывали магазины печати во всех селениях Шиноби. И то же самое и было с призывами, хватать денег заплатить за призыв установленную цену, и тебя без вопросов допускают до заключения. Кроме того, они вели активную внешнюю политику, благодаря чему у них в союзниках была не только Канаха, но и другие скрытые древние. Так что с чем была связана причина такого ополчения на деревню моего клана, я не знаю. Хорошо, дело твое. Мы предоставим тебе ветреное копье УЗУ Муки. Но тогда у меня имеется к тебе одна просьба. Даже не могу сразу подобрать формулировку «ты не мог бы узнать, что творится в стране водоворота». А то нам поступают странные сведения, что его контролирует один из кланов Канахи. А ведь это полное нарушение пактов Сарутаби и полное пренебрежение твоим кланам даже не пренебрежение, а целенаправленное давление со стороны Хакаги и Канахи. И на твоем месте я бы использовал все свои возможности для помощи своему клану, а не всей деревне. Найгран и небрежно сказал Сигун. Вскоре к Сигуну пришли другие посетители и со мной вежливо попрошались. А еще через час мне в комнату доставили два предмета. Копье УЗУ Муки и шкатулку, в которой находились документы, подтверждающие предательство Конахи и союзного договора с УЗУ и участием многих кланов Канахи в той самой атаке. Наруто быстро достал ветреное копье УЗУ Муки, сейчас в сложенном виде напоминающий экзотический вид то ли недоделанного топора, то ли переделанного шестопера. Быстрый посыл воздушной чакры в оружие и легкий поворот превращает уродливую дубину в немного странное и короткое копье. Странность заключается в двух лезвиях, лишь чуть уступающих лезвию наконечника копья в длине и расположенных по бокам головки копья. Интересное оружие. Усиливает свой удар чакрой сразу двух элементов – воздух и молния. Ты тренировался с ним? О, да, я тренировался. Точнее, со мной тренировались. Трое самураев копейщиков и двое, предпочитающих молот. По три часа в день. Утром занятие с копьем в полной форме, вечером в сложенной. И так на протяжении нескольких месяцев. Так что да, я много тренировался и научился им блееменей пользоваться. Это, бесспорно, хорошо, но ты все равно сбиваешь меня с темы. Что ты решил по поводу предоставленной тебе сигуном информации? Давай обсудим это позже. А сейчас я расскажу, как я сорвался и пошел в обитель красных фонарей. Не удивлен? Я думал, ты сильно удивишься такой новости. Я же говорил тебе, твое тело сейчас переживает искусственный рост организма. Не удивительно, что при таких выбросах гормонов ты слетел с катушек. Я удивлен тем, что такое случилось лишь дважды. А так все в порядке моих мыслей. Лучше расскажи, что ты придумал на тему Канохи. Ведь, в отличие от меня, у тебя было время подумать над теми документами. Итак, что ты собрался делать? Наруто вздохнул. Курами явно не понравится мысль, пришедшая Кузумаке в голову, но другой, похоже, не было. Я хочу покинуть Каноху. Пока не решил, куда уйду в конечном итоге. Но вот как уйду уже решил. Ты помнишь тех обнаруженных нами работорговцев в Шанабис-камне? Я позаимствую их идею, ну, о нападении по ходу нашего возвращения. Причем нападение будет произведено силами клонов на основе ваших прошлых дженчурики. Я прошу вас помочь мне с этим. Нападающие обязательно должны с многочисленной клановой и кейкигинкой для запутывания поисков. А затем я думаю вдоволь свободно попутешествовать по миру, пока меня будут спасать, преследуя тень, разумеется. Все же окончательно рвать отношения с моей родной деревней я не намерен. Наруто был уверен, что у Курамы отпала челюсть. Сколько раз в детстве он, смотря на унижение дженчурики, терпел чувство несправедливости и предлагал с помощью ненавязчивых мыслей и желаний покинуть деревню. Но Наруто всегда отказывался от такого. Он вырос, понял, что не всегда надо делать, что можешь. А как тогда с Анко? И остальными? С родителями? Ты ведь их только обрел. Эх, Курама. Ты даже не представляешь, как было трудно решиться такое, особенно для меня, что был главой этой деревни и сиротой. Но так надо. Меня скорее убьют, чем допустят для своих дочерей эти старые интриганы. Это на совете, улыбаясь перед лицами друг друга, они могли поспорить о том, кто из их дочерей за меня выйдет. Выдержав из зданий Хакаги, они первым делом побегут заказывать убийц. Поэтому мне жизненно важно куда-нибудь скрыться. Ведь одно дело быть единственной женой перспективного главы малого клана, и совсем другой входить в гарем наследника главы малого клана. Хотя бы еще на полгода мне нужно скрыться. Это обезопасит и меня, и этих девочек, и моих родителей. Ты ведь, наверное, даже не подумал, что всегда примается надеспособный на обман и мошенничество. Но вспомни остров в том мире, и скажи, чем отличается кардинально эта ситуация от той? Не можешь? Вот то-то оно. Нас снова прятали под видом учебы и заданий подальше от убийц. И даже приставили охрану моим родителям. Так что эти полгода я занимался тем же, чем собираюсь заниматься теперь и прятаться от некоторых коноховцев. И если получится сделать то, что я задумал, возможно, часть из вас обретет новых дженчурики, а я восстановлю деревню и водовороты и перейду вместе с другими узумаки туда, где мы будем жить в мире и гармонии с другими деревнями. Ну, как замысел? Идеалист. Каким был таким и остался. Хотя последняя часть была шуткой. Ага. Сейчас я достаточно разбираюсь в мире, чтобы не воображать возрождение целой деревни Ашиноби без борьбы за ресурсы и тому подобное. Обычное выживание и развитие. Нда. Как же тебя подкосили те уроки экономики и политики. А ведь был таким добряком и идеалистом. Хм. Наверное, все люди в детстве такие. И, наверное, даже мы, биджу, были такими, раз ненавидели все человечество без разбора за проступки только некоторых. А кстати, какие кланы приняли участие в уничтожении твоего клана? Учха, Хьюга, Абурами и Сарута Беуча в стволе в полном составе. У них даже доказательства были живые доказательства в виде наложниц Узумуки. Также были одиночки от Нара, Яманука и Акимичи Санидзука и малыми кланами. Всего два клана из Канохи никого не просто не отпустили, закрыв глаза на их уход, а даже не знали о такой несправедливости и дали покровительство выжившим после той бойни Синджу и Намикадзе. Все остальные кланы так или иначе знали роль Канохи в той трагедии. Так что только об одном прошу, Ко, не заставляй меня менять свои решения насчет отдельной деревни и просто ухода из Канохи. Ты что, я всеми лапами за уход из этой змеиной ямы. Так что когда понадобятся клоны джинчурики, ты только свистни, и я скоординирую братьев. Конечно, лучше было бы это змеиное логово и вовсе уничтожить, но раз не хочешь, значит, не буду даже упоминать. И знаешь, Наруто, ты достаточно уже окреп для этой информации. В общем, сейчас заходи полноценно во внутренний мир, а затем в глубины подсознания. Я покажу, что мы там скрываем. Хмыкнув, Наруто привычно нырнул внутрь себя, а затем напряг все силы души последовал на обычный у всех запертый уровень глубин подсознания, или, как его многие ирьянины называют, бессознательное. Благодаря связи со всеми биджу, Узумуки смог проходить на этот уровень своего внутреннего мира. В прошлом только благодаря этому месту он не остановился в развитии как Шиноби, заняв пост Хакаги, ведь здесь он мог самостоятельно для своего духа менять поток времени, ускоряя мышление или наоборот. А значит, небольшой перерыв в пять минут во время работы мог растянуться до пяти часов экспериментов и изучения техник других джинчурики. Так что как выглядит уровень глубин подсознания, Наруто знал прекрасно. И увидеть в нем огромные врата восьми тригам, придавившие Сайкена, а также уворачивающегося от бомб биджу маленького Наруто этого мира было для него шоком. А еще большим шоком стало то, что произошло после того, как они встретились взглядами. Весь мир вокруг поплыл и стал колыхаться, словно бахрома платка, то разрываясь, то склеиваясь. И в моменты таких разломов в эти щели, идущие в самом сознании, можно было увидеть, как меняются, сливаются или отвергаются мысли, воспоминания, желания и чувства. Наруто взрослого словно обрушили чистый водопад эмоций. Даже когда он впервые с Курамой открыл возможность эмпатии, было по-другому. Там явно показано разделение, мысли и чувства разделялись на свои и чужие, причем очень ярко и прямо, здесь такого не было. Здесь было слияние. Тихо. Безмятежно. Ждать так утомляет. Мне никогда не нравилось ждать добычу. Мне намного больше нравится плавать среди теней. Хотя, не совсем верно. Мне нравится плавать. Не важно, в воде, тени или земле. Главное, чтобы было ощущение плавания. А вот обычное ожидание добычи убивает меня. Но тут уж ничего не поделаешь, если я не буду убивать выбранные за меня цели, мне не дадут теневых кристаллов, а без них я никогда больше не смогу плавать в тенях. И хоть здесь, на континенте Шинобе, благодаря ставшему моим новым кумиром Шинобе Камне я выучил технику плавания в земле, ощущения плавания в тенях совершенно иные. Поэтому я и не бросаю отряд теней, хотя с моими умениями я уже давно мог уйти из него, поселившись где-нибудь в стране водопадов или рек, жить в свое удовольствие. Без убийств красивых девушек. Без постоянных лишений в жизни. Без постоянных угроз пробуждений. А, называется, помени нелюбимое задание и тут же получаешь сигнал об его выполнении. Подготовив арбалит и окунув болт в яд, прицеливаюсь. Смотря в небольшом проеме с формированным кристаллом, словно в лунку во льду, я приготовился к выстрелу и начал отслеживать край глаза движения остальных 20 бойцов отряда, а также отвлекаться на стремительные движения тройки тактиков и обоих медиков, которые, тем временем, наоборот опустились еще ниже в тень по сравнению с нами, зависшими у самой ее кромки. Так все самые важные члены отряда затихли в глубине и теперь, о, как быстро! Черт! Да нашу цель сегодня просто красавица. Длинные белоснежные волосы, заплетенные в косу, чарующие темные глаза – вот на что сразу обращаешь внимание. Только потом переводишь взгляд на аппетитную фигурку с небольшой, но очень упругой и подтянутой грудью. Истинная красавица! Как же я, глядя на такие жертвы, ненавижу свое руководство и не предать. Но цель есть цель, и жалость и сомнения во время охоты неприемлемы. Поэтому наводим арбалет и стреляем. Со стороны это выглядит жутко. Появившиеся прямо из тени болты арбалетов, летящие в спокойно шедшую по своей родной деревне девушку. И, хоть ветераны отряда говорили всегда перед нападением окроплять ядом еще и кинжалы, так как первый залп болтов может пройти мимо цели и нужно будет добивание кинжалами и техниками, но никто ни разу еще не видел, чтобы все 20 болтов промазали по цели. Поэтому большинство воинов отряда даже не расчехлили клинки. Эта блондинка была чертовски быстрая и имела реакцию монстра. Так как у тени был не просто не смазан ядом клинок, а даже застегнут хлястик, он сильно замешкался с появлением из тени, наверное, только поэтому остался даже не ранен, когда в переулке заблестели вспышки белого света. Трое практически выбравшихся из тени войны рухнули в нее обратно, сотрясаемый электрическим током. А все выскочившие полностью были мертвы. Это был полный и бескомпромиссный разгром отряда теней. 16 воинов убиты целью такого не простят. И в этот момент я решил уйти из отряда теней, ибо наказание за такой провал будет очень суровым. Поэтому, не обращая внимания на жесты и сигналы, передаваемые тактиками, я со всей скоростью поплыл с территории деревни Облака. Единственная мысль не о том, что это, скорее всего, мое последнее плавание в тенях, было о том, что несмотря ни на что я рад, что такая красавица выжила. Впервые эти пляжи увидели такое столпотворение. Сотни небольших лодочек, снующих от больших кораблей к берегу и обратно, ежеминутно доставляли на берег сотни людей и сотни килограммов груза. В во вторжении империи солнце прибыл в страну демонов. Небольшая армия страны, попытавшаяся, согласно приказам жрицы, помешать высадке, была стремительно разбита и теперь отходила к столице страны. А наиболее разумные из военных уже, наплевав на слова жрицы, упаковывали ей вещи и готовились вывести главное достояние стран демонов, среди которых, собственно, и была сама жрица, а также отправляли многочисленные послания во все деревни Шинобе и страны этого континента. Война снова пришла в мир Шинобе. Деревня горела. Сотни домов, тысячи тел невинных исчезали в огне. Деревня, скрытая в траве, была уничтожена одной единственной атакой этой бесчестной организации Акацуки. Не надейтесь на прощение, грибные ублюдки. Вы еще заплатите за это. Немногие выжившие из селения сейчас тоской смотрели на свои объятые пламенем дома, до самого последнего момента не замечали ничего вокруг. До момента, пока не стало поздно. Заплатим? За что? За то, что убили ваших защитников и сожгли вашу деревню? Или за то, что сейчас вы все умрете? Стоящее за их спинами белочеверное чудище, лишь отдаленно смахивающее на человека, и сейчас с любопытством ждущего ответа на свой вопрос, было мгновенно атаковано всеми выжившими. Даже обычные граждане пытались убить того, кто привел беду в их маленький мирок. Вот только мгновенно скрывшись в дереве монстр неожиданно появился прямо посреди их группы и начал снова убивать. Сегодня ему досталось так много негативной энергии, что его разум опьянел. И сейчас это был не циничный и изворотливый зецу, а просто обладающий человеческой хитростью монстр. Смотрящий на все это со стороны Хидден покачал головой. «Тебе никогда не стать темным богом, такой как ты, может только прислуживать Джошину, но никогда даже близко не приблизиться к нему». Позади Хиддена послышались шаги, и нагло уверенный голос произнес «Сегодня у Акацуки превосходный день!» «Столько богатств и наложность были добыты сегодня, что я уверен уже завтра, прослышав об этом, в организацию вступят сотни других нукининов и разбойников, и многие из них могут случайно вместо зецу приносить жертвы Джошину. И разумеется он об этом», — Хидден вздохнул. «Ну вот, очередной придурок поприбал. И почему они все уверены, что зецу, даже если сравниться никогда с темным богом, является дураком, для него загадка? Если бы он поступил так, как ему советовали эти гения, интриг, он бы проснулся на следующий же день в неизвестном месте без тела. Зецу если занедотягивает до темного бога, то самую малость. Никогда еще он не видел боли изысканного в шпионаже, интригах, обмане, запугивании и тайных убийствах существа. А его манера — бой с толпой? Да это же самая настоящая молитва песня. Так что, даже несмотря на все недовольства Хиддена по поводу вопли и зецу о божественности, никто не сможет сподвигнуть его на предательство. Уже как минимум второй десяток раз его пытаются склонить к измене. Поэтому, чтобы не отвлекал, Хидден наносит быстрый удар косой за спину, и этот неизвестный наглец умирает. Ха-ха-ха. Как кровожадно. Ты просто прелесть. Может скажешь, Лапочка, зачем мы перебрались с такого удобного острова на краю континента в самый его центр, объявляя при этом в открытую о войне со всеми странами? Неужели вы желаете всем нам смерти? Появившаяся за его спиной принцесса ночного народа раздражала. Так и хотелось принести ей в жертву своему истинному Богу. Но нельзя. Не сейчас. Ты не поймешь. Иди лучше. Для тебя это будет самое оно. Ведь ты истинная. Фу. Как грубо. Не хочу с тобой больше говорить. Ушла сверкая улыбкой. Самое настоящее. Так что она и правда не поймет, что, пока происходит очередное вторжение Империи и Солнца, всем прибрежным и морским странам наплевать будет на них их деятельность, если они не будут их задевать. А значит, это наилучший шанс, чтобы истребить людей в материковых странах. И да прольются реки крови, и да падут десятки тысяч душ во имиджа шина. А после этого можно будет убить как эту, так и самого Зицу. Черт. Как же лениво идти куда-то. И чего это Сакура и потребовалось идти куда-то на пару слов с ним, а не рассказать ему все у дверей его дома? Как же лениво тащиться вслед за ним ради его глупых амбиции. Слушай, Шакамару, ты ведь слышал о том, что почти все красавицы нашего потока обещаны этому слабаку Наруто. Тебя это не задевает? Хм, так вот в чем дело? Ууу, сколько и лень. Да. И нет, меня это не волнует. Харуна определено не понравился этот ответ. Он явно рассчитывал на нечто другое. И ты согласен ему так просто уступить наших девчонок? Даже на... А... А... Понятно. Вот на что он рассчитывал. Так и хочется высказать ему, как же он ошибается, но лень в пустую сотрясать воздух. Этого барана не переубедить. И что ты хочешь от меня? Скажи это уже и давай разойдемся. Сейчас в саду такая удобная тень лежит, так и хочется лечь и смотреть в небо, думая о вечности. Ух! Хватит спать, лентяй. У тебя девушка уводит, а ты дрыхнешь. Вот я хочу, чтобы ты помог мне разработать план, как можно позорить Наруто, когда он вернется в деревню так, что за него никогда никто не хотел бы отдавать своих дочерей. Поможешь? Это ведь и для тебя выгодно. Ты сможешь, мерзко, не завоевать девушек и их родителей, а опозорить конкурента. Как же это мерзко и как это хорошо показывает истинную натуру этого парня и всего его клана. Отказываюсь. Мне слишком лениво заниматься такой мелочью. Да и если попадемся, вовек сами не отмоемся. Поэтому я пас. Ищи себе других помощников. И, не оглядываясь на застывшего столбом Сакуре, Шикамару ушел. Пожалуй, стоит отложить дневной сон и сейчас навестить иные Чиджи, рассказать им о плане Сакуре. И если сперва это нужно для того, чтобы она меня не убила, когда узнает о плане от других, то вот Чиджи надо предупредить для того, чтобы Хару на своим подвешенным язычком торговца не уболтал его поучаствовать в этом мерзком плане. Эх, а ведь завтра еще и его невеста приезжает и отдохнуть совершенно не дадут. Как же лень становится тащиться после таких мыслей к друзьям, но нужно. Задумавшийся Нара совершенно не обратил внимания на окончательные слова пришедшего в себя Сакуре. Что же, ты сам это выбрал. Так что не кричи потом о том, что я тебе не говорил и не предлагал. Сам будешь виноват, что твоя инна будет моей. Как и все остальные не обращающие на меня внимания клановые детки. Именно тогда я буду смеяться над вами, а вы будете изображать идиотов. Перед Наруто проносилась целая жизнь. Причем, большую часть воспоминаний он знал, так как это были его воспоминания. Но некоторые-некоторые никак не могли быть его воспоминаниями. Это были воспоминания местного Наруто Узумуки. Скажи, разве это честно? Ты прожил целую жизнь. Ты был Хакаги. У тебя были близкие друзья. У тебя была семья и дети. Так почем ты решил захватить меня? У меня были только родители и сестренка. Все остальные глумились надо мной, потому что я слабак, но об этом ты лучше меня знаешь. Я видел все издевательства над тобой, но ты же смог. Ты добился своего, ты завоевал их уважение. Так почему ты не даешь мне попробовать сделать то же самое? Появившийся прямо напротив Наруто паренек был практически полной его копией в 12 лет. Оранжевые костюмы, светлые волосы, голубые глаза и фигуры — все было в точности как у него. Но были отличия. Самым заметным было отсутствие полосок на щеках и печати на руках. В остальном перед взрослым Наруто зависла недовольная им его детская копия. Наверное, Ко был прав, что хранил это от меня в секрете. Несколько месяцев назад я бы после такой речи, не раздумывая сильно, отдал бы ему его тело и умер бы с улыбкой на лице. Но теперь-теперь у меня нет на это права. А ты уверен? Я, как бы надо мной не издевались, лишенный даже малейшей опоры и поддержки, никогда не пытался покончить жизнь самоубийством. У меня не было такого таланта к печати, как у тебя. Никогда. А ты, вместо того, чтобы гордиться этим, что сделал? Пошел топиться. У меня была влюбленная в меня Хината, и я женился на ней и под конец жизни даже был искренне счастлив и любил ей больше жизни. А у тебя? Ты хоть обратил свое внимание на Нана? Или у тебя перед глазами была только Микото? И вообще, серьезно? Ты влюбился в женщину, имеющую двоих детей, младшей из которых твоя ровесница. В лучшую подругу своей матери. Неудивительно, что ты даже не попытался. И тут, кажется, у Мелкого наконец-то сформировались аргументы против. Или взагорали гордость и осторожность. А у тебя была Сакура. Так, тяжелый вздох. Как бы мне этого не хотелось, но умирать или жить с раздвоением личности мне неохота. Прости меня, мальчик, за этот невинный обман, но он необходим. Вот именно, Сакура. Моя ровесница, с которой в итоге у нас все было. Ты сам это должен был видеть в моих воспоминаниях. Когда она за два дня до объявления о свадьбе с Саски пришла ко мне и оплатила за всю доброту, что я сделал у тебя же даже шанс и нет ни на что подобное. Да, тогда я был наиболее всего близок к тебе. Неудачнику, у которого отняли то, что было у него самым ценным. Но с этим мне помогли мои друзья справиться. А тебе не помогут, потому что у тебя нет друзей. Ты жалкий неудачник, которого презирают одноклассники и считают жалким любимая женщина. Единственные, кто тебя жалел и помогал, единственная причина, почему тебя все еще держали в Академии, это твоя семья. Но на них тебе наплевать. Ты их не считал семьей, ведь они все жалели тебя. И ты считаешь, что сможешь добиться того же, что и я. А ты видел последние воспоминания. Воспоминания о том, что я делал, и о том, кем тебя считают. Милки Наруто задрожал, а затем, весь сжавшись, кивнул. Он действительно не обратил внимания на то, что это было лишь гендюцу. А на самом деле тогда впервые у меня это было с Химатой. Но нельзя ему прийти в себя, нужно его додавить. И ты сможешь без Биджу уладить эту ситуацию. А они ведь никогда не будут твоими. И сколько ты протянешь, вернувшись в Канаху? Кто тебя раньше убьет, Арачимару, Фугаку или девочки, которых отдают за тебя, не спросив их мнения? Или ты думаешь, что они вот так просто согласятся с решениями главкланов? Или ты решишь воспользоваться моими знаниями и сбежишь? И что будешь делать дальше? Без поддержки Биджу тебе да и мне тоже не выжить в этом мире, где узумаки ценятся на вес золота и используются как расходный материал для вскрытия лабиринта узум. Тебя похитят сразу же, как узнают. Так что прошу, исчезни, и не мешай мне заботиться о твоей семье. Паренек еще больше задрожал. Прости, но я должен от тебя избавиться сейчас. Ведь другого шанса у меня не будет никогда. Я обязательно сделаю для тебя хорошую могилу и буду помнить о тебе всегда. Поэтому прошу, уйди и успокойся. Почему, ну почему ты вылез тогда? Я бы спокойно мог утонуть, и меня больше ничего бы не беспокоило. Ни меня, ни родителей, которые страдают от моения, но ты вылез. И твои демоны день и зао дня гоняли меня по этой грибаной пустыне. И скажи ему спасибо за это, теперь, видя насколько я могуч, я не уйду. Прости. Стремительно подойдя к пареньку, Наруто обнял его. Прости за то, что помешал твоему выбору. Прости за то, что обнадежил. Прости, но ты так силен только в этом мире, в твоем собственном мире, где каждый словно маленький камень, и с легкостью может противостоять любым демонам. Прости. Мальчишка, уже и так еле сдерживающие слезы, зарыдал и тихо прошептал, позаботиться о моей семье. Рассыпался снопом маленьких искорок. И почему у меня опять вместо ощущения победы во рту вкус полыня? Скорее, обезьяновые глаза дая. Если упустите жрицу, нам всем голову снесут, а затем еще и трупы поимеют. Так что бегите живее. Отдельный отряд Империи Солнца уже два дня преследовал жрицу демонов по территории Страна Огня, и опасность встретить патруль Шинобе увеличивалась уже не с днями, а с часами. Поэтому лидер отряда как можно только подбадривал своих бойцов для сохранения заданного темпая. Судя по следам, которые читал скачущий впереди звери бойц, они начали сокращать разрыв между отрядами. Похоже, противники выдохлись. Наконец-то. Честно говоря, лидер уже глубоко уважал этих стражей. Сначала поучаствовать в прибрежном сражении с авангардом флота вторжения, затем, оторвавшись от преследователей, сделать рывок к столице страны демонов, вывести оттуда жрицу демонов, которая теоретически и формально является лидером страны, перебраться с ней через море, и два дня после этого сохранять скорость бегущих Шинобе. Это надо быть стальным как снаружи, так и внутри. Его отряд, направленный адмиралами еще до начала высадки в обход у острова с целью участия в блокаде острова вместе с еще несколькими кораблями, только смог что не отставать от них на протяжении всей этой гонки. А ведь его бойцы долго отдыхали на корабле в отличие от этих, и не были обременены лишними вещами и людьми. Так что потихоньку лидер начал отдавать переказы готовности к бою. Идущие впереди люди не из тех, кто просто сдается. Они наверняка попытаются сорвать преследование, и словно в ответ на его мысли, во все еще бежавших впереди зверобойцов посыпались куная. А затем с веток высоченных деревьев, которые никто не мог вырастить, кроме Синджу, спрыгнули три фигуры. Двое одетые в вырве глазно-зеленые трико и паренек в белом халате. Лидер не сразу осознал, что это и есть шина Беконохи, и не успел вовремя отдать приказ об ее в полный контакт без сохранения снаряжения. И этим провалил всю миссию. Взвившийся вихрь на месте паренька в халате, разбросавший тройку подступивших к нему бойцов, стал первым признаком недооценки противника. Вторым и фактически ставшим роковым признаком для отряда стали вырывающиеся пары из тел двойки зеленых. На них никто не обратил внимания, ведь к ним прыгнули зверобойцы. Они попытались сосредоточиться на пареньке, которого кто-то прикрывал метательным оружием с деревьев. Когда мимо них пронеслось на огромной скорости вопящее, пока не врезалось в ствол дерева тело зверобойца. А затем им в спину ударил настоящий монстр, от которого исходил желтый пар. И то, что никто не отдал команду к отступлению, стало окончательной ошибкой. Лидер отряда лишь успел заметить валяющегося рядом с оставшимися шестью зверобойцами тела второго облаченного в зеленое, и понять, что монстр, наверное, именно из-за этого так свирепствует, а затем добрались и до него. Выскочивший откуда-то из листва икуны и был отражен клинками, а вот остановить запущенный и управляемый леской сирикен у него уже не вышло. И лидер отряда Империи Солнца, начавший очередной побег со своего материка, упал на чужую землю с перерезанным горлом. В водах около страны тумана кипело сражение. Сотни кораблей Империи Солнца, поставленных в заслон против возможной атаки Шиноби кровавого тумана, не утерпели и пошли в атаку. И сейчас прямо над подводной тюрьмой кумы шло морское сражение. Егора, выдавивший воду из прохода, и сделавший ледяную стену для защиты и возможности ходить внутри тюрьмы не только себе сразу после того, как в тюрьме появилась Карен, сейчас обеспокоенно вглядывался в это своеобразное окно. Алхимия и механика, а также своеобразные техники на основе добываемых только на цветочном континенте кристаллов делали их очень сильными противниками. И сейчас, смотря на огромные чаны выливаемых в воду зелий для защиты кораблей от водных техник, и на непрестранно палящих из механических орудий алхимическими снарядами на огромное расстояние кораблей Империи, он понимал, что это вторжение будет сильно отличаться от прошлых. Никогда раньше у солнечников не было такого оружия. Да, у них были зелья, развивающие техники вблизи. Но вот оружие, способного соперничать с техниками, а плюсы из рангов, у них раньше никогда не было. И его появление внушало ужас. Особенно теперь, когда многие старые кланы либо ослабли, либо и вовсе были уничтожены. Ведь многие раньше великие техники кикигинка прерывались со смертью своих последних носителей, которые, даже зная о такой возможности, продолжали хранить о них секреты и не опускались до пересадки генома или занятий любовью с женщинами ради потомства. Так, например, исчез клан Хараяму в облаке. Двое братьев, последних представителей этого клана, потеряли своих жен в путешествии, и, оставшись одни, не захотели больше иметь ни с кем отношений, а стали упиваться сражениями, и в конце концов умерли в бою. И примеров подобного очень много. Оказавшись у власти в деревне, Егора сделалась по-настоящему важных дел самостоятельно только два. Первый официально разрешил брать мастерам своих учеников в свой клан и открыл миру глаза на ситуацию с кланами. При постоянной угрозе с цветочного континента, наплевать на полное исчезновение конкурентов ни один клан не мог себе позволить. И, насколько знал Егора, во множестве скрытых деревень положение малых кланов улучшилось, а многие впервые за долгое время приняли деревни. Кроме того, возникло даже несколько новых скрытых деревень. Все это очень радовало Егору. Собственно, даже эта тюрьма была вызвана этими же обстоятельствами. Их сохранили здесь для того, чтобы они могли восстановить их кланы потом. По крайней мере, именно так он думал до того, как сюда поместили Карен. И хоть она происходила так же из практически уничтоженного клана Узумаки, но она была девушкой, а значит ей придется он не хотел даже думать об этом. Просто не хотел, и вместо этого думал о мотивах нынешней Мизукаги. И многое не понимал. Но сейчас он практически не думал об этом, все его мысли занимало вторжение Империи Солнца. И морской бой, идущий у него над головой. Десятки шинобитумана посылали сотни водных драконов во вражеские корабли. Но какого-то особенного эффекта это не вызывало. Ведь стоило дракону больше нескольких секунд проскользить по покрытой зельем воде, как он разрушался. А те драконы, которые летели, взрывались от попадания малых алхимических снарядов, выпускаемые стоящими на палубе кораблей солдатами Империи с малым и механическим оружием, по своим действиям напоминающим арбалеты. В результате только те драконы, которые чередовали скольжение и полет в воздухе, достигали кораблей. Но достигая, они сносили десятки солдат с палубы и наносили повреждения корпусом кораблей. Кроме драконов в корабле летели сотни водных ядер и тысячи взрывстегов, большая часть которых не долетала до кораблей и просто-напросто взрывалась в воде, а некоторые и вовсе тонули в ней. Были также десятки других техник, которые одиночным иглами врезались во врага, но их было настолько немного, и они были настолько разнообразны, что было сразу и не сообразить, кто и чем запускал во врага. Особенно, когда ежесекундно шины перемещались, укрывались заводными стенами и ныряли в море. Ведь враги не только отстреливали техники, но и стреляли ним самим. Огромные фонтаны воды и алхимического яда возникали на месте попадания снарядов-сметателей на кораблях, хороняя под собой в себе десятки шиноби сразу. Небольшие снаряды, которые выпускали солдаты Империи, попадая по человеку пробивали его насквозь. Потери шиноби уже исчислялись сотнями. Вдруг Егору привлек звук во шагов за спиной. Подошедшая Карин с тревогой взглянула на творящийся сверху кошмар. Черт! Ничего не понятно! Егора удивленно уставился на нее, а затем сообразил, что она не сенсор тумана. Это они, способные чувствовать воду, могли, смотря из-под воды, видеть горизонтальное изображение, а не вертикальное. Для нее весь вид боя состоял только из разводов в алхимии в воде и темных днищ кораблей, а также тонущих тел умерших. Что-либо сделать Егора не успел. Часть стены растаяла, и в нее вошел шиноби с геномом льда, из Юми. Мизукаги просит вас, господин Егора, принять участие в битве. Пожалуйста, создайте айсберги под кораблями солнечников и потопите их. Только у вас хватит чакры на настолько долговечные и крепкие льдины, которые смогут прорваться сквозь эту заразу, что они разливают вокруг своих кораблей. Быстро протараторив эту фразу, еще не успевший почувствовать большой крови шиноби взволнованно уставился не на того, кому это все только что рассказал, отслеживая его реакцию, а на сражение, идущее над их головами. Егора, даже не особо раздумывая, шагнул тем временем к ледяной стене и техникой выдавил огромный пузырь льда. Также ни на миг не задумываясь и не останавливаясь, зайдя внутрь пузыря, Егора отправился воевать. Отойдя от тюрьмы на километр, он решил, что этого хватит. Сейчас он находился под левым крылом вражеского флота. Хитон, полярный айсберг. Появившийся огромный голубый блок льда, по размерам, правда, больше напоминающий Егору, стремительно устремился к поверхности. Айсберг буквально прорвался через клякс узелий, распространяющихся около кораблей, и врубился в днище одного из крайних кораблей крыла. А затем, за каких-то 7 секунд, растаял. Однако силы удара хватило не только на пробитие корпуса, но и даже на поднятие самого корабля. Так что когда айсберг растаял, это не спасло корабль, который мало того, что оказался с начетверть снесенным корпусом, но и, рухнув спуск и небольшой, но высоты, раскололся. Огонь с соседних кораблей на мгновение замер, а затем в воду полетели целые бочки этой заразы, прерывающие и останавливающие техники на основе чакры. Егору ухмыльнулся. Хитон, полярные торосы. Несколько сотен различных по размеру кусков льда от 20 до 35 метров в высоту и ширину, появившиеся на глубине моря, устремились к поверхности. Наруто смотрел на проходящих мимо самураев с тревогой. Наблюдающий за ним Курам это явно видел. После того путешествия в глубины подсознания и слияния с местным Наруто, он так и не говорил с ними. Только едва кивнул головой, показал жестом, что все хорошо, ушел из внутреннего мира и за эти два дня больше в нем не появлялся. Он был занят приготовлениями к отбытию из деревни Каленков. Поэтому Биджу могли только смотреть и гадать об изменениях в Наруто. А то, что изменения были и были обширными, говорила изменения внутреннего мира. Рядом с гигантским каменным лесом, чем-то напоминающим обитель деревни Облака, в котором постоянно сверкали молнии, выросли деревья Сакура. Практически целый сад цветущих деревьев. В небесах, кроме постоянных ветров, появились маленькие танцующие тайфуны. Но самое главное во многих местах появились цветы. Вроде самые обычные цветы, каких много можно встретить на лесных полянках Канохи, вот только их никогда раньше не было у Наруто. Ведь они появились со счастливыми детскими воспоминаниями. Изменилось множество мелких деталей. В общем, любой из Биджу, взглянув на внутренний мир, мог с уверенностью сказать о том, что нынешний Наруто кардинально изменится. Снова. И тут по телу Курамы прошла волна. Точно такая же волна прошла и по телам остальных Биджу. Все они вздыбили шерсть. И насторожились. Ведь источник волны был им прекрасно знаком. Настолько хорошо, что они, узнав, что в этом мире его не может быть, чуть ли не выли от радости. И вот сейчас они все, сначала пережив искренний шок от осознания своей ошибки, готовились к бою. Но волна прошла и больше не повторялась, оставив Биджу в растерянности и недоумении. Что это было? Как он может быть в этом мире? И что делать дальше? Нет, конечно, это хорошо, что они оказались такими понимающими и оставили меня в покое на целую неделю. Но теперь-то они мне нужны. Пришло время моего ненастоящего похищения. Мы уже достаточно отдалились от деревни Каленков. И я хочу, наконец, начать эту авантюру. Вот только Биджу не откликаются. Наверное, придется лезть во внутренний мир и сам ему их расспрашивать. Однако делать этого не пришлось. Пришло ощущение готовности, и Наруто быстро, даже особо не заботясь о размышлениях, создал теневых клонов, а затем по связи, что образуется при создании, отправил в них Биджу. Ну вот. Восемь полноценных подделок готовы. Фактически две полные команды Шиноби. Отлично. Вот теперь посмотрим, насколько удачной будет игра. Кивнув и попрощавшись с уже знающими план действий двойниками, Узумуки направился назад в лагерь, где снова поругался, пошутился с командицами и лег спать. На следующий день была намечена первая полностью подставная битва Наруто. Вот только он не знал тогда о многом. Вечер. Вот-вот на лагерь нападут клоны, а Наруто тем временем целуется Санка, и сам задается вопросом, как так получилось? Ну как могла привести невинная шутка о том, что у нее, наверное, полно парней, к слезам и рассказу о тваре рачем року с покоенью ее за палаткой и этим поцелуем? Не забудь о том, что до этого ты целых полгода ее соблазнял. Так что все логично и закономерно. И вообще, заканчивая уже, все уже заняли свои позиции и готовы к атаке. Голос Курамы, раздавшийся в голове Наруто, был подобен ведру холодной воды. Поскольку вот в таком положении Узумуки уж точно никто не заподозрил бы в атаке на лагерь, не прекращая целоваться с этой поистине несчастной девушкой, он мысленно приказал начать нападение. Три, две, одной огромной шармагмы ударяют вместо расположения часового, которым сегодня оказался один из нескольких ненавистных Наруто-самураев. И эта ненависть возникла вовсе не из-за его постоянного флирта с девушками, а из-за прочитанного досья на него. Три изнасилования, причем одной из жертв этого урода стала маленькая девочка, семь ограблений клиента здания. Истинный мусор мира Шиноби, который совсем не жалко принести в жертву для достоверности плана. Вскочившая мгновенно при взрыве шаранка, увидев, что произвело такой шум, мгновенно закричала нападение. Шиноби-камни. Самураи, выскакивающие из спальников, оказались отличными мишенями для брушившегося на них ледяного дождя. Больше сантиметров по двадцать каждые сосульки подобно стрелам поражали юношей. Однако какого-либо сильного вреда эта атака не принесла, было лишь несколько легко раненых. Многие самураи сумели отбить стрелы своим оружием, а некоторые и вовсе закрылись от них щитами, направив оружие на землю в ожидании атаки из-под земли. Это ожидание оправдалось, вот только результат был не в пользу самураев. Десяток уворачивающихся от ледяных стрел юношей мгновенно провалились в большие волчьи ямы, которые тут же сжались вокруг их тел, в точности повторяя их. Эти уже не вылезут. Увернувшись от пролетевшего мимо копья, Наруто в полном гневе уставился на молодого еще самурая, только перед выходом из деревни, получившим ранг. И вот этот тип сейчас, пытаясь отразить ледяную стрелу, просто выкинул свое копье, да еще так удачно, что чуть не пришиб из умоки и снял отцепенение санка. Все же самураи этого мира были кем-то вроде Майтагая. И сейчас, двигаясь просто за счет своих мускулов и чакры, они смогли остановить действительно сильную атаку, занявшую всего по времени 3 секунды. Только выдающиеся мастеры Тадзюцу способны остановить этих парней в ближнем бою, а вот дальней бою тут-то и возникают проблемы. Ох, что-то я засмотрелся, нужно действовать, пока меня не посчитали кем-нибудь вроде Труса. Быстро составив одну весьма мощную технику, Наруто начал этот фарс, Катон, Великое Огненное Уничтожение. Огромная стена пламени понеслась в сторону леса. Вот только эта мощнейшая атака, выходящая в пол силы и очень медленно, могла сжечь только деревья. Ее применение и сектор атаки были заранее оговорены склонами, потому они своевременно ушли оттуда. Наруто полностью проигнорировал взрыв в той стороне, несвойственный этой технике, и, просто отвернувшись, занялся другим делом. И тут ему пришло воспоминание клона и Сингаку. Этот чертов мечник совсем озверел. Я против него даже волну лавы использовал, чтобы отогнать, а он ее просто разрубил и продолжил атаку. Все, что я в него запускал магмушеры, каменные пули, да даже лес копий. Он все это разрушает своим мечом. И плевать он хотел на мою жажду крови, для него я был желанной сосиской, которую обязательно надо разрезать, прежде чем сесть. Прости, я его не смог удержать, не убивая или не слишком стараясь убить. Плохо. Я думал, ты его еще как минимум на пять минут задержишь. Ладно, тогда против него направим мастера Гиндюцу, сняв его с обработки моей команды. Ими же займусь я. Эх, так не хотел даже в такой ситуации бить в спину своим друзьям, но тут уж ничего не поделаешь. Стремительно прыжок, и Наруто оказывается среди пятерки самураев и кибы. Сейчас они на него не обращают никакого внимания из-за электроогненных мышей Маттеби. Оказавшись примерно в центре группы, Наруто мгновенно раскидал печать ядовитого дыма, что приведут всех вдохнувших его ко сну. Поскольку еще в прошлом мире эти печати были разработаны с горой для подарка, примирение с деревней и дождя для узумаки, это было напоминанием о канон. Эта печать получилась действительно стоящей, даже сейчас, получив огромный массив знаний о печатях от местного Наруто, Наруто-оригинал видел ее необычность построения и потенциал. Насчет необычности построения печати это огромный плюс для затеи. Сейчас глубоко вдыхаем, и использую-ка я как можно больше чакры напоследок, однако вдохнуть сонный газ он не успел, так как увидел страшную картину, навсегда попавшую в его картотеку моментов, о которых хочется забыть. Веер лучей, вылетевший с места, по которому Наруто прошелся огненным уничтожением, крамсает тело людей. С десяток самураев разум попали под этот неожиданный удар, как и клоны с трехвостой и семихвостой манка. Буквально разорвав призванными ветрами весь появившийся из печати дым, Узумуки направился к Анка, успев сформировать технику Чидари в руке и выстрелить ею туда, откуда пришел удар, и где виднелись силуэт людей. Распавшаяся на десяток маленьких шаровых молний, техника ударила по площади, но Наруто уже было наплевать на это. Все его внимание приковала страшная рана Анка. Луч не только пробил плечо на вылет, оставив отверстие размером с большой палец, но по дороге пережил ключицу, кучу вен и артерий, и, если бы не температура, что буквально сожгла плоть, Анка бы уже истекла бы кровью. Она сейчас находилась без сознания от болевого шока. Как помочь при таком ранении, Наруто даже не представлял. Но делать что-либо надо как можно быстрее. Наруто! Что с Анка Сен-Сей? Займись врагами, я попытаюсь вылечить ей. Рухнувшая на колени рядом с раненой, Айя мгновенно распорядилась, кому и что делать, и, даже не пытаясь что-либо еще услышать, задействовала одну из клановых техник. Она ведь уже имеет ранг Ильини на третьей степени. Так что оставим все ей и пойдем убивать этих недоумков, нарушивших мой план и подвергших опасности моих девушек. О! Уже твоих! Актато, Курама, Помолчи, Лучше помоги мне. Я собираюсь применить множественное клонирование, и дождем из Расенсурикинов накрыть всю область возможного нахождения врага, но если там его не окажется или он будет не весь, одолжи мне свой большой покров и приготовься к бомбе Биджу. Хорошо. Сосредоточившись, Наруто призвал практически две сотни клонов с запасом чакры на один Расенсурикин и начал выполнять технику сжатого тайфуна. Тем же самым были заняты остальные две сотни клонов. Всего три секунды, и от толпы Наруто отделились две сотни небесно-глубых вращающихся дисков, опередив тем самым веер лучей, ударившей по этой толпе клонов, на целую секунду. Наруто едва успел поставить покров Биджу равный трем хвостам, когда эти лучи добрались до него. Стоило им коснуться покрова, как Курама, используя замедление времени внутреннего мира, проанализировал их и дополнительно нарастил покров Биджу до семи хвостов, так как увидел, как край аурной чакры проминается под этой невозможной атакой чистым светом. Наруто, осторожней. Тот, кто использует геном света, может не только делать подобные лучи, но и скрываться в них даже для прошлого меня не были неприятными противниками, так что в том мире я полностью их уничтожил, чтобы не мешали. А здесь они, оказывается, живы может, «Исправим это». Словно ответом на его вопрос прозвучали сотни взрывов тайфуна. Огромные площади лесов и холмов вокруг стоянки отряда мгновенно превратились в огромный бушующий ураган. Уцелеть там, при всей ядовитости глчакры, было абсолютно невозможно. Однако, опровергая это самоуверенное утверждение, из бушующего ветра вылетело два луча, которые вдруг, рассыпавшись яркими искрами, превратились в двоих мужчин, которые мгновенно послали целые столбы света во всех, кто находился поблизости. Соприкасаясь с чем-либо, эти столбы буквально выжигали это. Для них не было разницы, человек, одеяло, камень или земля. Все превращалось в стекло и пепел. Выпущенная на рут и волна воды, соприкоснувшись со столбами, превратилась в пар за какие-то мгновения. Но этот пар помог скрыть то, что Узумаки готовил для следующей атаки. Полностью используя покров лиса уже в форме девятихвостого лиса, Джин Чуурики снова атаковал. Успев поймать момент удивления у этой двойки, он примял одного лапой, а второго, поймав пастью, перекусил. После этого Наруто принял свой старый облик и с удивлением обнаружил у себя во внутреннем мире восьмерку Биджу без восьмихвостого. Оглядевшись, Узумаки увидел его в весьма странной ситуации. Рядом с ним крутился и Лои Самура трое из обычных в лучшем мече нашего отряда, Самура и Шранга Кешара, а также трое истинных нападавших. Причем все основной целью взяли именно моего клона, а друг с другом обменивались ударами только при случае. Интересно, но надо помочь Самураям. Наруто не мог оставить Анка одну. Да, Курама, сентиментально, я знаю. Но я просто не могу поступить иначе. И не надо говорить об Кибиае, а не только девчонке, которые не смогут бороться против таких, как эти световые. И вообще, лучше подумай, зачем им нападать на нас? Цепи чакры, выпущенные Наруто из рук, пробили двоих врагов и втянулись обратно. Нда. Радует уже то, что они отозвались. В прошлом мире я смог так их вызывать только к 30, а нормально надолго оставлять научился к 50. Так что проснувшаяся несколько недель назад способность меня сильно обрадовала. Клон, тем временем, все правильно поняв, уже вовсю отрывался, от погони Кешара убегал через сотворенный мной бурелом. А другой Самурая тем временем преследовал убегающего врага. Очень удачно все сложилось. Побежав за Самураем, Наруто на ходу сформировал и кинул вперед технику земляной ловушки. И этот не пойми, кто попал в нее, чтобы в следующее мгновение уйти погружением еще глубже под землю и начать перемещаться под ней. Молния, которую Узумаки выпустил в землю, на него точно никак не повлияли. Что, и у вас ушел? Вот же. Слышь, помоги мне вытащить парней из грязи. Затем окажем помощь тем, кому еще можно оказать. Через час Наруто, приведя в сознание Кебу и других самураев, уснувших с ней, вместе с самураями, и вытащенными из грязевых ловушек, хранили тело тех, кого формально должны были охранять. Из пяти десятков самураев, отправившихся с нами из клинка, три десятка было убито, еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Самый тяжелый сломал копчик, самый легкий отделался сломанной кистью руки. Радостной новостью сегодня оказался заниженный уровень мастерства Ирининауаю, которая смогла, используя стихию дерева, не только залечить плечо анка, но и практически вылечить всех пострадавших самураев. Так что на следующий день мы ушли со стоянки все вместе, а не разделившись. За это время Узумаки выяснил огромное количество новой информации. Например, о том, что Восьмихвостый покрыл всех нападавших на него световиков чернилами, лишив их на время способностей. А вот почему Биджу атаковали самурая, не знал и сам Восьмихвостый. Также оказалось, что клан Сидзен в полном составе предал все деревни и Шиноби отплыл на цветочный континент, где стал вассалом Империи Солнца. Собственно, именно в этот день Наруто впервые услышал о цветочном континенте и Империи Солнца. А также о том, что раз в 50-100 лет оттуда приплывает огромный флот и пытался захватить материк Шиноби. И что, как говорят, новое вторжение солнечников произойдет в ближайший год-два. Узнал о том, что соседний континент называется цветочным, потому что у него есть 10 полуостровов, расположенных словно лепестки у цветка, причем каждый полуостров превышает центральную часть практически в 4 раза. И о катаклизмах, происходящих там каждое столетие, и о том, что очередной катаклизм там произойдет со дня на день. Также Узумаки с удивлением снова услышал об Акацуке. Если раньше он думал, что Акацуки собирают нукининов и скупают рабов, то теперь слухи об этой организации ходили самые разные. Например о том, что они собираются атаковать малые деревни Шиноби для создания новой большой скрытой деревни, о том, что они приносят кровавые жертвы, о чудовищах, подчиняющихся им, и еще много разных. Но самый главный слух остался неизменным, управляет Акацуки Зитсу. Голыбы льда, весом за десятки килограмм, вспарывали море, словно дельфины, выпрыгивали из воды и рушились назад, в воду, или падали на отступающие корабли Империи Солнца. Уже 40 кораблей их флота затонуло от ударов огромных айсбергов. Но типа так и наконец-то сменился, чакра у того, кто создавал эти айсберги, закончилась. Пережить этот ледяной обстрел для оставшихся кораблей было бы легко, если бы не помощь других Шиноби Тумана. Применение техник, казалось, утроилось, а в бой вступила сама Мизукаги. Ей огромные лавовые шары, прочерчивая поверхность моря огромными паровыми шлейфами, врезались в корабли Империи и вызывали огромные пожары. Уже восьмой корабль полностью вышел из боя, пораженный ей атакой. Вот только топить ей удалось лишь три корабля, остальные пять, пускай уже и не вели огонь из своих механических метателей, но и тонуть не собирались. Пожары на них потихоньку тушились командой, а вот воины не отдыхали, продолжая выливать в воду содержимое своих бочек с алхимией и стрелять во все техники, подлетающие к их кораблям. Вдруг от одного из кораблей отделились несколько планеров и быстро полетели в сторону Мизукаги. За ними с еще шести кораблей стартовали такие же планеры. Быстро приближаясь от ей, подобные своими очертаниями и расцветкой морским коршунам, планеры вызывали сильные опасения. Так что нет ничего удивительного в куче техник, понесшихся им навстречу. Огромное разнообразие, с которым никто так просто совладать не сможет. И те, кто управляли планерами, прекрасно осознавали это, и даже не пытались увернуться. Они превратились в яркие лучи света и устремились к группе Шиноби, охраняющих Мейтируми. В битву вступили войны клана Сейдзан. Поравнявшись с водой они, под гром столкнувшихся планеров и техник, превращались в людей, вызывали из своих рук свои знаменитые столбы света, носящие название «световые мечи», и атаковали охрану Мизукаги. Отбивая клинками все, от сурикинов до техник, уворачиваясь от массовых техник и посылая их в сторону своих противников веероконцентрированных лучей света, они практически прорвались к терме. Вот только рядом с ней, словно вышагнув из ей тени, появились двое. Маленький, с коротким и тонким клинком, юноша в очках, и здоровый, похожий на бандита-мужчина в бинтах, со странно выглядевшим мечом, больше напоминающим свиток печати, чем меч. И эти двое остановили своих противников. Юноша, оказавшийся подобным ветру по своей ловкости и скорости, уклоняясь от всех лучей света и световых клинков, рубил и колол своих противников. Маленький Чоуджир вырос. Мужчина же, наоборот, шел прямо, с удивительным мастерством подставляя под все, что пыталось его атаковать, обратную сторону клинка, напоминающую боковину свиткой обшитую металлом, по которому скользили отталкивающие печати, тем самым защищаясь, и рубил острым клинком, по которому клались после каждого удара все новые и новые взрыв тяги всех своих противников, при каждом ударе просто взрывая врагов. Признанный мечник тумана за зубом Мучи дорвался до битвы. Они разметали атакующие порыв предателей Шиноби, позволили им ей восстановиться после очередного огромного лавового шара и атаковать целым роем огненных шаров в величине с небольшой иконой, что вызвало настоящий переполох среди вражеских Шиноби и позволило оставшейся в живых охране и находящимся поблизости Шиноби туман окружить их. Вот только все из оставшихся в живых к тому времени противников, подпрыгнув и кувыркнувшись, превратились в лучи света и устремились в сторону берега. Увидев это, все Шиноби, находящиеся как на побережье, так и на воде, обрушили свои техники настоящим дождем на представителей одного из самых ненавистных кланов на материке Шиноби. На тех, кто предал и продался Империи Солнца, в стране, где официально Шиноби не признаются за людей. На тех, кого сейчас именуют ассасинами на службе Империи, и кто презирает ничуть не отличающихся от них, по сути, Шиноби. И Шиноби платили им той же монетой презрением и желанием смерти. Однако в этот раз ненависть сыграла на руку врагам. Сосредоточив огонь на пытающихся сбежать представителей клана Сидзин, Шиноби упустили отступающий флот Империи Солнца, который признал поражение в этой битве. Егора, лежащий и наблюдающий за битвой с сильнейшим чакрой истощением в подводной тюрьме на коленях у Карин вздохнул. В его душе царили двойственные чувства, ведь он даже не знал, что его больше радует сейчас. Постепенное признание деревни и тихое возвращение к живым, или вот такое тихое лежание на коленях понравившейся ему девушке после удачного участия в бою. Он не мог разобраться в своих чувствах, и решил в результате пока просто плюнуть на эти размышления и насладиться коленеме девушки, с которой впервые за долгое время мог просто ни о чем поговорить и расслабиться. Дейдара смотрел на развалины водопада и гадал, что на самом деле понадобилось Акацуки здесь. После грандиозного предательства разведывательной сети Империи Солнца, ему поставили ультиматум, либо он три года не появляется в деревне, выполняя за ей пределами миссию в статусе Нукинина, либо его садят в тюрьму на семь лет за самодеятельность и причиненные деревни разрушения. Поскольку дома его ждала молодая беременная жена, сразу ясно, какой путь он выберет, вот чиновники над ним и поиздевались. Задание — войти в Акацуки и узнать все об этой организации, легким не назовешь, но оно хоть выполнимо. Задание — войти в Акацуки, создав внутренний раскол, развалить, практически невыполнимо. Особенно теперь, когда они захватили плацдарм в Пускай-Ямалой, но действующей деревне, скрытой в водопаде. «Эй, ты кто?» Говори отзыв, но, прошу тебя, ошибись. Сами Хода проголодалась. У Дейдара расширились глаза в удивление, когда он, обернувшись, увидел, кто его спрашивает. Киса Мехашигаки. Один из опаснейших нокенинов тумана, предавший свою команду и несколько команд в союзной деревне смерти за клинок. Хладнокровный убийца. Самый опасный маньяк из ныне живущих. И худший вариант для попытки контакта с организацией Акацуки для него. Даже не став ему ничего говорить, поскольку все равно не знал правильного отзыва, Дейдара кинул несколько взрывающихся пауков, которые были буквально сметены тот же миг сами Ходой. Улыбки, появившиеся на лице кисами, могла позавидовать любая акула. Отскакивая и кидая взрывающиеся буквально спустя секунду после отрыва от ладони бомбы, Дейдара едва успевал уклоняться от размахивающего своим мечом кисами. Стремительно формируя при каждом шаге мины, Дейдара не переставая кричать об искусстве, отвлекая тем самым противника и разбрасывая большие бомбы, кидал маленьких паучков, которые потихоньку скапливались на одежде человека-акулы. Резко отпрыгнув с помощью взрыва у ног и одновременно с этим активируя все заготовки, Дейдара практически поверил в победу, слыша десятки взрывов в той области, где находился акулоподобный. Потому, когда взрывела вода, хлынув от этого устрашающего меча во все стороны потоком, сравнимым с гигантским водоворотом, он был страшно разочарован, и решил, раз не получается убить этого типа, скрыться от него. Слепив и увеличив своей глиняной техникой птицу, Дейдара запрыгнул на нее, после чего, взлетев и сбросив, наверное, под сотню тяжелых бомб объемного взрыва, чтобы этот псих победе не так радовался, улетел от ныне главного оплота Кацуки, чтобы попробовать завербоваться и начать раскол этой преступной организации в другом месте. Иначе он совсем не скоро увидит свою красавицу-жену. Ну, красотка, вот теперь ты меня завела. Эй, голова! Я знаю, что ты там, среди деревьев. Позволь отправиться на свободную охоту, уж больно эта красотка задела меня. Так сильно задела, что, пока не скормлю и я сами ходи, не смогу спать. Появившаяся среди деревьев тень с воротником их огромных корней кивнула, а ветер донес слово «Действуй!» Только по пути проверь оборону дождя и конохи. Одна из этих деревень станет нашей следующей целью. Так что проверяй тщательней. Собравшийся уже бежать после распада воды, которую он призвал, кисами запнулся. А разве не песок наша следующая цель? Зачем было тогда посылать всех этих монстров туда? Тень сделала малопонятные жесты и исчезла, а ветер донес ей последнее слово «Дай кисами!» «Для резни во славу меня, конечно!» Датон, песчаная волна. Огромная волна песка захлестнула большого, наверное, десятиметрового в высоту песчаного скорпиона с головой змея вместо жала на хвосте. Однако на шинобе, вызвавшего волну песка, мгновенно напал трехголовый пес и разорвал его, так как он и сирикены, кинутые шиноби для отвлечения и возможности побега, отскочили от его бронированных глаз и нисколько не смогли задержать. Разорвав врага на клочки, пес, уже наметивший следующую жертву в виде бегущего старика, державшего на руках маленького ребенка, собрался уже прыгнуть, как был сметен штормовым порывом ветра и порезанным на сотни маленьких частей. Завершив движение веера, уже немолодая женщина выпустила волну жаров, пытающийся подкрасться к ней двухголовую змею, и сушив ее, развернувшись, продолжила идти в сторону здания Казикоги. Вчера утром к деревне, скрытой в песках, подошла огромная орда монстров и сходу атаковала. Однако преломить многометровые стены поселения они не смогли. Всех летающих монстров уничтожали пользователи ветра, а карабкающихся по стене в легкую и без вреда сбрасывали кукольники. Но, к огромной радости многих, даже тогда Казикоги не довелся ощущению легкой победы и выслал всех имеющихся птиц на поиски шиноби песка, находящихся вне деревни, и назначил им сбор в недалеких холмах от поселения. Теперь собравшиеся там шиноби под предводительством покуры, дочери расправившейся с псом женщины, атаковали южный проход. По приблизительной оценке там собралось около трех сотен шиноби, и они вполне могли помочь прорвать проход. Первый день битвы с этими тварями проходил спокойно. Шиноби песка с легкостью выдержали их натиск, и при наступлении ночной тьмы немногие поняли, что ситуация изменилась. Оказывается, эти твари не просто так перли нескончаемым потоком на стены и в проходы поселения не считаясь с потерями, они не давали заметить подкоп. Огромные бронированные черви, пробивая верхний слой почвы и разрушая здание, прорвали оборону поселения. Десятки проходов. Сотни, если не тысячи монстров и попавших внутрь. Это была самая ужасная ночь за все время существования деревни. Если бы не дети Казикаги, она могла стать для деревни и последней. Юный Гара, начавший без приказа эвакуацию жителей в район водоносных источников, наиболее защищенный район поселения, прикрывавший их своими техниками на основе песка, и конкура, организовавший отряды кукольников так, что они, все еще удерживая стены, начали помогать с монстрами внутри поселений. Вот истинные герои этой битвы. И пускай Казикаги со старейшинами в одиночку сейчас удерживают район чиновников и прикрывают общее отступление к южным вратам, возглавляемые, кстати, Гара и конкура. Они не сыграли решающей роли в этой драме. И сейчас женщина, по возрасту уже вполне подходящий под титул старейшины, а по силам лишь слегка уступающей Казикаги, шла с тяжелым разговором к нему. Датон, каменный лес. Выросший лес из каменных пик мгновенно пронзил бегущего козла с головы тигра, а заодно пробирающегося по стенке хамелеона с огромным хоботом, усеянным зубами вместо языка. Послав с десяток кунаев с привязанными взрывтигами в сторону летающая полужнищина полужука. Женщина обдумывала предстоящий разговор. С одной стороны, она собиралась предложить поистине гениальное решение для проблемы с чудищами, с другой это, бесспорно, потребует жизни как ей, так и старейшины Казикаги. А на такой трудно согласиться, какие бы выгоды не сулил результат. Поэтому Мия и волновалась. Сперва стоит им, думаю, рассказать о ситуации в целом. Около половины жителей селения сейчас собрались под руководством детей Казикаги прорываться из деревни через южные ворота. Как сообщили собравшиеся снаружи Шиноби, за стенами практически уже не осталось чудовищ. С ними идет весь состав школы Шиноби. Ученики и учители. Еще где-то около четверти жителей разбросаны по всему селению. Под руководством оставшихся в живых членов Совета Джанинов, за исключением отрядов бурь, пользователи гигантскими вирами, и кукольников, которые обеспечивают защиту уже собранной части населения, собираются присоединиться к прорыву. И около четверти от всего населения деревни уже упало от этого бедствия. Стремительно крутанув веером и разорвав тем самым подбирающихся к ней жаб с головами летучих мышей, а затем вакуумной пулей буквально разметав голову ползучей по стене ящерицы с шестью ногами, она, наконец, увидела площадь перед зданием Казикаги. Практически дошла, а с навыходящего разговора у нее все еще не получалось. То, что это, скорее всего, орда монстров и чудищ, собранная организацией Акацуки, лично у нее сомнений не было. А значит, даже если они перебьют всех этих монстров, придут Нукини на Акацуки и добьют их ослабленных битвой. Поэтому и нужно, Кая. Очень хорошо, что я вас нашел, Казикаги приказывает прибыть к нему. Не знаю, что он этим хотел сказать, но он просит вас захватить Бикини-жары. Хм. Бикини-стоп. Он же так обозвал мое одеяние для специальных ритуалов, которые позволяют обрушить нашу силу на целые регионы. Так он пришел к тем же выводам. Ух, как же это облегчает дело. Вот поэтому я отказалась даже от борьбы за пост Казикаги. Не люблю всех этих разговоров и уговоров. Но не мое это. Ускорившись, ведь больше не надо думать, как их убедить пойти на фактически самоубийство, она за минуту достигла здания Казикаги, забравшись на крышу, увидела фигуры двоих старейшин и Казикаги. Кая. Ты не спешила сколько тебе понадобится времени на ритуал жар вулкана? Кая мгновение хмурилась в недоумении. Почему жар вулкана? А затем до нее дошло. Не этот ритуал. Я хотела, чтобы вы помогли мне в другом ритуале. Совершенно другом. Ну, понимаете, этот ритуал не так мощен и для него нельзя сделать исключение. А еще он меньше, но больше. И вот поэтому я хотела бы сделать Казикаги, поморщившись, переглянулся с повторившими его мимику старейшинами. Кая, тебе уже скоро пойдет четвертый десяток, а свои мысли ты формируешь все так же плохо. Так, слушай. Я говорю. Ты киваешь, если я прав, и объясняешь, если не прав. Пойдет. Энергичный кивок. Здорово, общаюсь словно с выпускником школы ГМ. В общем, тебе не нравится этот ритуал и ты предлагаешь другой? Очень энергичные кивки и волна жара, иссушившая пролетающего рядом жука с головой слона, были ответом. Хм. Этот ритуал более силен и распространяется на большую площадь. Кивок. Но для него требуется больше времени и сил. Кивок и вакуумные пули в показавшейся головы кобры. Хорошо, еще что-либо важное есть? Он не тронет людей. И займет всю площадь поселения и вокруг нее на день ходьбы. Но для него нужно несколько жизней. Нас четверых должно хватить. Старейшины вздрогнули от ее слов, затем вздрогнули еще раз от слов Казикоги. Делай. Через полчаса вся территория селения утонула в невероятной жаре, которая за секунду убивала всех монстров, при этом не трогая людей, а на крыше здания Казикоги на пол рухнули четыре тела. Около южного прохода упала на колени и разревелась девушка, повторяя лишь одно слово, мама. Черт! Они что, сговорились, уже четвертое нападение? Я так точно не смогу уйти, придется тогда как-то выкручиваться из ситуации с девчонками. Быстро выстрелив десятком вакуумных пули поубавив нападавших наполовину, Наруто сел отдохнуть. В ближайшие полчаса они точно никуда отсюда не уйдут. Он спокойно перевел взгляд на возбужденных Кебуяю, которые во все глаза смотрели на устроенный кешер танец клинка. С них его глаза соскользнули на сидящую Анка, которая, не обратив особенного внимания на нападение, сейчас во всю разрабатывала травмированную руку. Ая совершила настоящее чудо, полностью восстановила мышцы и заменила кость деревом, так что Анка сейчас оставалась лишь снова заставить мышцы нормально и лишь изредка ей с Наруто удавалось перекинуться парой слов или поцелуем. Да, Узумаки даже начал задумываться о том, чтобы обломать всех и взять в своей жене Анка, а не каких-то девчонок. Да ты в нее самым натуральным образом влюбился. Признай это наконец и заканчивай с этим бредом. И вообще я, конечно, всеми лапами за побег из конухи, но сейчас считаю, что стоит в ней появится. Мне кажется очень странными все эти нападения, особенно два последних. Это же самые обычные бандиты, а не вражеские шиноби или еще кто. Да даже то второе нападение кажется верхом здравомыслия по сравнению с этим Наруто хмыкнул. Ну да, то нападение, случившееся на следующий день после фальшивой стычки, было хоть минимально организовано. Четыре команды из камня. те чунинами хотя бы имели минимум шансов на успех. Атака с трех сторон из-под земли в том числе была организована хорошо. Вот только они не приняли в расчет меня. Всех четверых, которые тихонько двигались к нам в земле, я накрыл Чедорийко. Левую команду сдул Рассен Сюрикен. А правая попалась на звуковые синбоны, точнее, в Гендюцсу, создаваемое имя. Кеширо к тому времени разделался с тройкой подчиненных Джанина, и активно наступал на раненого противника. Вакуумная пуля в голову этого последнего противника завершила нападение. Затем экспресс допрос правой команды. Пока он велся, Узумаки все не мог нарадоваться сам себе, что все же выучал Гендюцу. Эх, какая жалость. Это вообще единственная Гендюцу, которая пригодна для боя меня. Кстати, допрос показал, что я волновался напрасно. Это была просто охотничья команда Нукининов за рабами, которые только притворялись Шиноби камни на этой территории. А вот третье и четвертое нападения были поистине глупыми. Обычные бандиты численностью 50 и 20 человек, стремительно кувыркнувшись, Наруто послал волну Янчикра и приготовился полностью. Однако вместо обито, чью пространственную технику он почувствовал поблизости, из тени появился полностью ошарашенный мужчина. Настолько ошарашенный, что не успел ничего сделать, когда Узумки подскочил к нему и поставил сразу же набор печатей. Подавление, связывание, слепота, паралич, страх, болтливость и взрыв тег. Как же он был удивлен и обрадован, когда получил знания местного народа в сфере печатей. Это сколько возможностей открывается при наличии несчесть. Тем временем шок у пленника, кажется, прошел. И появилась возможность с ним поговорить. Ты кто? И что здесь делал? Пленник сначала упрямо сжал губы, затем, изменившись в лице, прикусил их, и, наконец, не выдержав действия печатей, начал говорить. Яшин Юсема, житель цветочного континента. Бывший убийца из отряда теней, дезертировавший из отряда после неудачной миссии. Пробираюсь страну водопада для того, чтобы, осев какой-либо деревне, жить покойной жизнью до тех пор, пока начавшееся вторжение не дойдет туда. У Наруто чуть челюсть не отпала. Он только недавно, после нападения этих цветлячков, задумывался о том, чтобы побольше разузнать о цветочном континенте. И вот у него в руках живой представитель данного материка. Удача. Большая удача. Узумаки определено не отстанет от него, пока не выпытает всю важную информацию. Мне все же нужно будет вернуться в Канаху. Эти его слова начали вторжение слова Самураев о том, что в ближайшее время случится очередное вторжение. Все это дело пока мой побег от моих собственных проблем невозможным. Если началась война, мое дело защитить как минимум мою семью и команду, как максимум всех моих знакомых. Тогда Наруто еще не знал, что это желание защитить всех уже никогда не сможет быть осуществлено. Когда-то наш народ помог великому мудрецу шести путей, Реку Досинину. В обмен на нашу помощь он обещал отдать нам великий континент. Однако, когда пришло время выполнить обещание, Реку Досинин, злобно смеясь, отправил в полет свой наполненный тьмой посох с десятью кольцами на нем и сказал, что ныне там, где ударится этот посох, вырастет целый континент, и именно его он нашему народу дарит в уплату своего долга. Многих наших старейшин тогда возмутили его слова. Ведь он обещал отдать нам именно великий континент, если мы поможем ему в битве с его матерью богиней-короликом. Но он сказал, чтобы мы довольствовались только тем, что заслужили, и велел своим верным Шинобе и своим ужасным сыновьям Асури и Индри вышвырнуть нас великого континента. Все с радостью принялись за дело. И если Асура, все же следуя воле Отца, построил для нашего народа корабли, усадив нас на них, отправил на поиски нашего континента, то часть нашего народа, который должен был выгонять Индра, была просто уничтожена. Мы никогда не забудем залитого кровью наших братьев и сестер побережья, что медленно отдалялось от нас, пока мы плыли в неизвестность. Три долгих месяца отчаяния и тревог пришлось пережить моему народу, чтобы достичь цветочного континента. Только тогда большая часть нашего народа перестала считать Рикуда Синина и его сына полными предателями, не держащими своего слова, и посчитала только хитрецами, выбирающими, что лучше себе. А вот злость к Индре уж тогда была огромной. И в будущем только увеличилась. Семьдесят лет мой народ беспрепятственно исследовал этот материк. Многие тогда даже стали говорить, что Рикуда полностью выполнил свою часть сделки. В это время строились города и деревни. Рождались новые дети, которые уже не знали о великом материке и ничего. Жизнь торжествовала. На цветочном материке тогда не было ни монстров, ни чудовищ, ни волонхауса. Он был словно благословлен богами. Это были времена расцвета моего народа. И мы тогда совершили самую большую глупость из всех. Мы отправили корабль с извинениями для Рикуда и Асуры. После этого мир и благополучие для нас продлились лишь еще сто лет. А затем к берегам нашего материка причалили корабли и шиноби. Это были люди Асуры, проигравшего сражение с Индрой, и вынужденного скрываться, чтобы залечить раны. От него мы узнали, что уже десять лет как умер старик Рикуда, и что Индра совсем обезумел от злобы и тьмы. Мы тогда сначала с добрым приняли людей Асуры. Но они этого не восприняли, требуя все больше и больше выпивки, еды, и наших женщин, пока их предводитель был Балин. Они показали всю прелесть Шиноби, как истинных учеников и детей проклятого Индры. Тогда только приход в сознание Асуры и его миролюбивые речи остановили мой народ от смертоубийства. Тогда благородный Асура увел своих людей назад на их материк. Но последний свой подарок хитрец Асура успел сделать. Он высадил на нашем континенте тогда еще не опасные леса, и отпустил на волю сотни созданных им зверей. Поскольку они тогда не сильно отличались от обычных растений и животных материка, никого это не напугало и не обеспокоило. Как выяснилось потом зря. Через три года со стороны Великого Материка прибыл одинокий корабль, на котором на наш материк впервые пришла чума. Двадцать лет мы пытались пережить ее первую вспышку. Потом наши ученые и лекари, объединившись в первой гильдии, смогли создать лекарства от нее. Но тем не менее, сотни до сих пор погибаю при эпидемиях, ведь многие просто не успевают получить это лекарство. А еще через семь лет после окончания первой эпидемии на наш материк прибыл Андрая и принес с собой ураганы, катастрофы и смерть. Многие тогда пытались его остановить и поговорить с ним. Единственным ответом им было «Не мешайтесь, мошки, забирать мне отцовское наследие, и вы, возможно, выживете, когда я верну этот материк в отцовский посох». После чего, прорвавшись в самый центр материка, что-то делал. Никто не знает, что он там делал, так как не осталось живых никого из тех, кто отправились помешать ему. Однако он не смог сделать того, что хотел и, раненый, бежал с нашего континента. Его пролившаяся кровь стала ядом, который отравил всех зверей и растений, оставленные его младшим братом. Они стали меняться, они стали напудать и уничтожать все живое. На нашем континенте, только было начавшим оправляться от чумы, снова наступили темные времена. Триста лет мы пытались сами уничтожить все, что угрожало нам, но ядовитые и опасные леса даже стали разрастаться. А количество животных, ставших монстрами, все не уменьшались. И тогда совет старейшин, приняв название империум солнечного цветка, в честь единственного цветка, из местных, который никто из монстров-творений и братьев не мог уничтожить. Везде, где бы он ни цвел, монстры уходили, и не приходили туда, пока он не увенит. Единственным недостатком этого цветка была его излишняя капризность, он не хотел расти там, где его садили. Если же посадить два цветка на самой границе другого цветка, то только на следующий год было можно садить от них цветы дальше. С помощью этих цветков можно огородить монстров, и тихонько, без крайних рисков, уничтожать их. Именно отказ от этого плана привел старейшин на тот совет, где они постановили пригласить Шиноби на уничтожение монстров. Было послано множество кораблей для их доставки, и тонны золота для их покупки. В результате семь кланов согласились взяться за эту работу. Приехав на цветочный континент, они первое время действительно выполняли свою работу. Но уже через семь лет два клана, вернув треть они не думали, что работа окажется такой долгой, и то, что наши обычаи полностью отличаются от их. Это были честные Шиноби. А вот оставшиеся пять кланов стали требовать сначала возможность покупать наших девушек. Тогда еще очень много оставалось недоделанным и недобитым. Империум солнечного цветка согласился на это. Так в наших городах появились кварталы красных фонарей, и наши женщины стали продавать себя. Еще черед двадцать лет пят, уже никак не способные покинуть наш материк кланы Шиноби подняли восстание против Империума солнечного цветка. В ходе боев практически полностью уничтоженные монстры и чудовища снова подняли головы, началось новое противостояние с ними. В ходе этого восстания Шиноби были полностью уничтожены. А Империум солнечного цветка сменил свое название на Империю солнечного цветка. Через год после этого на континент прибыло сразу несколько посольств от образовавшихся стран теперь переименованного материка получившего название Материк Шиноби. Были установлены торговые отношения и даже налажена связь между материками с помощью достижений ученых Империи солнечного цветка. Кроме того, в этом же году были окончательно добиты все опасные монстры, и встретить монстра того или иного вида на континенте стало практически невозможно. Мир. Наступила эпоха мира и благополучия. Мой народ стремительно развивался и уже не испытывал ни капли зависти или огорчения, что нам достался этот материк. Эта эпоха длилась две сотни лет. А закончили Ешиноби. Несколько одиночек или, как у вас их называют, Нукининов, проникли в то самое место, где что-то делал Эндра. И тогда впервые появились волны хаоса. Они придавали монстрам силы и вызывали стихийные бедствия, сводили с ума обычных животных и людей. Они несли хаос, за что и получили свое название. Именно тогда гениальный человек предложил отправлять зараженных волной чрезвычайно агрессивных людей и животных в набеги на так много проблем доставившие им континент шиноби. Ведь, в конечном счете, именно они должны были владеть этим континентом. Так была сформирована первая волна вторжения. А умный человек, ставший очень популярным, вел несколько догматов. Первый и самый важный догмат, шиноби должны быть уничтожены. Ведь какими бы хорошими шиноби ни были, они принесут только горе. Второй догмат, все жители цветочного континента равны в своих правах свода законов. Достаточно трех главных. За воровство, прелюбодеяние и халатность отрубания рук. За измену убийства и насилия смерть. За достойную службу награда. Догматы, расписывающие все основные моменты законов для жизни граждан империи солнечного цветка, были, по ошибке, записаны как догматы империи солнца. В то же время, поскольку все признавали, что руководить армиями должен кто-то империя, который своей властью собрал огромные войска и флот со всего материка. А затем был первый великий поход, закончившийся полным уничтожением флота и колоний спустя три года после высадки на побережье острова. За эти три года, ранее разрозненные кланы Шиноби объединились в деревни и скинули захватчиков море сначала с побережья, а затем и с островов. В ходе этих боев первый император был убит. На его место пришел мирный второй император. В отличие от первого императора, он дал равные права зверолюдин к людям, так как они все были жителями цветочного континента. Создал огромные школы и академии, в том числе и школу тень. Принял сбежавшие от деспотии скрытых деревень клана Шиноби. Собственно, именно для них и была построена школа тень. Кроме того, именно он придумал прозвище «Ассасины» для Шиноби, ставших полноценными жителями империи. Не было ни одной волны хаоса, как говорят, при его правлении. Он жил мирной и достойной жизнью, и умер в своей постели, во сне, от старости. После его смерти третий император пытался вести мирную политику и возобновить отношения со странами Шиноби, но те его подло убили. Этого ставший на вторжение на континент Шиноби. Пятнадцать лет шла война между континентами. А ведь в самом начале вторжение получило еще и помощь духов в виде начавшейся Первой мировой войны Шиноби. Несколько кланов, в том числе и клан Свет, перешли на сторону империи и Солнце стали числиться ассасинами. Но вторжение провалилось. Передавшие империю кланы, почти ставшие ассасинами, показали свою истинную натуру. Они заблокировали армию империи, а затем потопили все корабли подходящего к армиям подкрепления. Эти три кланы Узумаки и Миджуга. Четвертый император после поражения не смирился, и каждые пять-семь лет собирал очередной флот вторжения. Через семьдесят лет он передал пост главы государства пятому императору. Император посмотрел на раскинувшееся предприятие, на постоянно как удаленный источник сброса этих волн и теперь каждые девять-одиннадцать лет континенту Шинаби приплывали корабли вторжения из империи солнца. Данная волна будет четвертой волной и за время правления пятого императора. Первые монстры из рожденных асуры зверей, в которых попал Ятандры, очень часто не убивали женщин попавших им в лапы, а насиловали их. Многие женщины после этого беременели и рождали не людей, но и не зверей. Сперва их всех уничтожали, считая, что это выродки. Но как-то так получилось, что однажды одна из таких матерей не убила своих детей, а вырастила их. Выросшие дети не сильно отличались от людей. У них были звериные уши и иное строение кистей рук и носа, а еще они были чудовищно сильны и быстры, во многом превосходя обычных людей. Но на этом все различия и в чувствах. Они защищали свою семью от монстров и однажды спасли от смерти проезжающих путников. Путники были очень удивлены видом своих спасателей, и не смогли утаить это при следующих посещениях таверн. Постепенно многие узнали об этой семье. Некоторые люди попытались уничтожить их, другие же, наоборот, помогли им. Несколько лет семья путешествовала по континенту, пока не забралась дом и начали жить. Постепенно рядом с ними стали селиться другие семьи, в чем составе были полулюди полузвери. Постепенно на этом месте возник большой город, в котором жили уже не только семьи со зверолюдьми и пришедшие одиночки зверолюди, а также самые настоящие семьи, состоящие полностью из зверлюдей. Когда шла зачистка континента от монстров силами Шиноби, зверлюдям очень повезло на них наткнулся один из двух благородных кланов Шиноби. Они не стали их уничтожать, как монстров, а сообщили о них в Ампириум. Целые месяцы в Ампириуме решали судьбу зверолюдей. Было оговорено множество возражений и одобрений, сломано тысячи копий фраз в словесных сражениях, перераспределены тысячи золотых монет, используемых для подкупа. Но итог за которую они будут отвечать. И только в восьмой лепесток после этого Шиноби не заходили для охоты. Точнее, так должно было быть. Многим Шиноби понравились милые девушки зверлюдей, и они устроили настоящую охоту на них. Зверлюдин пришлось буквально воевать на два фронта. С одной стороны уничтожать монстров, с другой отражать нападение Шиноби. Но они справились. Сначала исчезли практически благородные Шиноби, которые старались всего лишь уговорить или купить зверлюдей, затем взбунтовались и другие Шиноби, для которых разложить лесочки пойманную девушку и поразвлечься с ней, после чего увезти с собой на своей земле, было в порядке вещей. И зверолюди смогли не только выйти и оказать помощь остальным жителям уже империи солнечного цветка, но и отомстить и спасти всех, кто еще был жив в рабстве у Шиноби. В той битве только их неожиданный удар в спину позволил имперцам выиграть сражение, а также обеспечил подтверждение свободы равных прав для зверлюдей, которые даже на недолгое время полностью сменили Шиноби в деле очистки континента от монстров и чудищ до той поры, пока Шиноби не пробудили источник хаоса. Так назвали зверолюди место, где должен расположился посох реку Досинина. Ведь именно там зарождались волны хаоса. Эти волны вначале стали настоящим бичом для зверлюдей. Сотнями они сходили с ума и начинали испытывать агрессию. Тысячам становилось плохо. Но с каждой следующей волной количество сошедших с ума все уменьшалось. Словно из них исчезло то, что влияло на них. И тут началась война по захвату континента Шиноби. Многие сотни нет, тысячи воинов в том числе и зверолюди отправились на завоевание. А затем была горечь первого поражения. Тысячи узнали о смерти близких, на всем континенте был траур. На трон взошел другой император, который ратвал за мир, который провозгласил первые догматы. Долгие годы мира и процветания были наградой за это великое поражение. Постепенно горечь и печаль притупились, но не утихли до конца. Старый император умер, а на его место взошел новый. что они сами собрались в новый поход на материк Шеноби. Новый император полностью поддержал их и создал новый флот вторжения. После этого на цветочный континент опустились сумерки, бесконечные поражения, постоянная гонка вооружения и тактик, геномов и дисциплин. Все это не добавляло радости простым жителям континента, особенно зверлюдям, которых стали все чаще забирать в армию. Император умер, да здравствует новый император. Так думали многие, услышав о внезапной смерти во сне нынешнего императора. Новый император не отменил создание флота для очередного вторжения, но приказал увеличить его, а также провести полную модернизацию оборудования и дополнительное обучение армии. А затем после долгой подготовки к вторжению, очередной флот империи отправился в плавание. Организации «Темная роза» появилась как тайное отделение империи солнечного цветка после провала первого вторжения для организации шпионажа и тайных диверсий. Многие считали великого императора излишне добрым. Возможно, так оно и было, когда дело касалось его мирных подданных, но вот его враги могли увидеть и его темную сторону. Проанализировав причины первого поражения и выявив одной из главных причин отсутствия сведений о кланах Шиноби, а также местности и рельефа континента Шиноби, он создал эту организацию. Вначале только для разведки местности и рельефа, но когда учителями в организацию вошли ассасины, все немного поменялось. Шпионаж и мелкие диверсии для более выгодных переговоров, как внутри империи солнца, так и за ее пределами, вошли в сферу деятельности данной организации. Организация компромата и саботажа, и манипулирование враждующими сторонами, стравливание тех, кого надо ослабить, и удержание на грани тех, чье падение навредит империи. Именно агенты Темной Розы помогли сформировать альянс против врагов империи, клану Зумаки, начало по этому делу было положено кем-то другим не имя. Гражданская война в тумане, восстание кланов в водопаде и дожде, бунт бесклановых в песке и облаке, отравление четвертого Хакаги Канохи и общая поддержка Корнианбу, что, собственно, и привело к его обнаружению и уничтожению. Тайная поддержка работорговцев и бандитов. Очень многое было сделано для нынешнего вторжения именно этой организации. Для этих целей Темная Роза специально сформировала отряд Тени и отряд Лунного Демона, отряд Громовой Птицы и отряд Раздора. Отряд Теней, мой бывший отряд, занимался тайными убийствами и шпионажем. Мы, с помощью особых кристаллов, ныряли в тени и свободно там плавали, как в воде. Это было нашей особенностью и преимуществом. Ведь до тебя никто не мог достать нас принудительной оттеней. Отряд Лунного Демона, полностью состоящий из ассасинов Сидзан. Используя свой геном света, они становились идеальными открытыми убийцами и диверсантами. За это их и больше всего ненавидели. Отряд Громовой Птицы специальный отряд лучших боевых алхимиков Империи, которые своими ядами могли как развязать язык любому попавшему им в руки, так и заставить его навсегда замолчать. Отличительной особенностью было алхимическое оружие, так называемые палки Грома. Отряд Раздора был сформирован из специальных ассасинов, могущих влиять на разум. Они стравливали различных людей между собой или, наоборот, мирили. Но главной особенностью бойцов отряда было подчинение врагов в бою и использование их, как марионеток. Причем большую часть времени они проводили на континенте Шинобе, как, к их счастью, дома им делать было нечего. И это единственное, что мирило большинство людей в этих отрядах с их действиями. Кроме того, как говорят, есть еще один отряд, который, в отличие от всех остальных, как раз работает в основном на цветочном континенте. Этот отряд называют по-разному змея, крысы, черная вдова и множество других не менее нелицеприятных кличек. Однако если этот отряд и правда существует, то он был создан после третьего императора, во время правления четвертого. И да, сейчас во всей организации «Темные розы» всего один приказ обеспечить любой ценой ты и некоторые твои друзья из Канохи попали в список, как гений и опасные личности, а значит, подлежите уничтожению. И да, твоя мать тоже в этом списке. Так что на твоем месте, вместо моего допроса я бы поспешил в Каноху. Ха, бац! Бац! Мы выходим. Я закончил, и нам надо спешить. Я получил очень интересные и важные сведения. Как же утомляет неизвестность и ожидание пускай они смирно ожидают новостей, это сильно ничего не меняет. После допроса пленника мы всей толпой ломанулись вперед по дороге. Ох, как же я хотел уже тогда так бежать. Но, во-первых, как я мог бросить раненых одних? Во-вторых, из самураев только трое по их словам могли так бежать по деревьям, как результат меня не отпускали одного. Тем более, что слова этого человека могли быть ловушкой. Пускай я и признавал только-только обретенной маме это не мешало. И как результат я доволновался до такого, что бежу пришлось впрыснуть мне в небольшие трещинки на сердце и раздраженную нервную систему свою чакру для повышенной регенерации. Когда до Канохи оставался день пути таким способом как у нас сейчас по верхним путям нас встретил отряд Анбу. Четыре полные команды бойцов Анбу ждали нас, для того, чтобы одна команда заменила нас в охране, а три других отправились с нами в Каноху, охраняя нас вместо самураев. Когда я поинтересовался, с чем такая забота связана, я получил обеспокоившие меня новости в ответ от командира отряда. В Канохе был совершен ряд саботажей и покушений на убийство. Причем некоторые из них оказались удачными. Был выявлен заговор против деревни и сеть шпионов цветочного континента. А также был выявлен список целей на убийство. Именно сверяясь с ним, для моей защиты от возможного нападения был отправлен этот отряд. Более подробно этот мудак говорить отказался. Поэтому сейчас у меня в голове мелькали различные мысли именно из-за этого тугодума. Я сейчас, вместе с двумя командами Анбу и моей командой, а также обнимый самураев, оставив на попечение остальным Анбу раненых и неспособных так передвигаться самураев, бежал в сторону Канохи. Быстро отступая от обстреливаемого этими новым оружием солнечников берега, шинами облака могли только хмуриться, глядя на удаляющиеся последние лодки с врагами-предателями. Выявленные остатки темной розы смогли не только прорваться из кумы и дойти до побережья, где их оказывается ждало три корабля империи и солнца, но и уйти на них. Райкаге это сильно не понравится. Сказавший это молодой парень только два дня назад получивший звание Джанина был очень расстроен. Он и так и так был бы в гневе, этим удалось убить его брата Киллер Би и ранить самую. Так что нам без разницы за них бы попало, сейчас просто попадет больше. Кроме того от отряда Югита до сих пор нет вестей, а ведь она уже как на неделю отправилась в погоню за тем наглым отрядом, который как оказалось только сымитировал остатки отряда темной розы. Очередной взрыв алхимической бомбы оторвал их от размышлений о судьбе хитрой и прекрасной стервочке Югитания. А комиссума проклянит это их новое оружие. Несколько бойцов едва выживших в бой не развернувшись у острова Черепахи вчера первыми принесли в ком известие, как о новом оружии солнечников, так и о смерти родного брата Райкаги Киллер Би. В результате бешенства Райкаги открыл огромную новость. Остатки отряда за которым погнулась Югита прихватив практически два десятка джанинов кумы с собой был фальшивкой. Настоящий отряд темной розы остался в облаке скрывался в подземном убежище под зданием Каги. И когда в ярости крушащих все вокруг Райкаги выпрыгнул во двор и ударившись о земли вместо того чтобы остаться там провалился под нее. Только тогда остатки отряда тени бежали вот теперь садились на ожидающие их корабли. Видя все это шиноби прямо чувствовали как же им влетит от Райкаги за этот провал. Бух! 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 Раздавшиеся в противоположной стороне от берега взрывы мгновенно привлекли к себе внимание но было уже поздно. Ударившие по пригорку гигантские шары огня мгновенно взорвавшись высвободили просто огромное количество огня который если из них сжег людей мгновенно но опалил их легкие и выжег глаза сжег кожу и нанес еще сотни различных повреждений. Слабаки! Смотри дочка как ведут себя истинные очхо! Катон! Великие огненные драконы! Два огромных пламенных дракона появившихся из рта вышедшего из тени мужчины извиваясь полетели с огромной скоростью к кораблям империи и солнце. Однако поразить их не смогли распавшись на полпути от многочисленных попаданий алхимическими пулями. Ха-ха-ха! Ты лишь выставил себя дураком из уно прошу тебя не повторяй такое при нашей девочке больше. А то у нее может сложиться мнение что и отец ни к чем на слабак. А матерасу огромное и страшное в своей противоестественности черное пламя запылало на море пускай непонятно как, но эти солнечники могли его тушить своей алхимией, но его банально было слишком много. Все три корабля империи сгорели в черном пламени. Бабушка, ты великолепна! Но почему ты тогда так же не сожгла те подошедшие к нашему острову корабли? Старая убийца поджала губы. Ей очень не хотелось говорить своей любимой внучке о том, что она просто испугалась применять этот навык на таком количестве подготовленных к встрече с пламенем мучих кораблей. Она в отличие от многих из ее клана прекрасно видела, что идущие к ним корабли постоянно обливали чем-то, как теперь стало понятно алхимия и способная противостоять даже ей черному пламени. Тогда не зная этого она своей многолетней интуиции поняла, ей в этом бою не победить. И она сбежала, точно так же, как сбежала в конце битвы против братьев Синджу. Так же, как сбежала от своего любимого, когда он пошел против устоев клана и был убит старейшинами. Так же, как сбежала от своего клана, когда они отказались устраивать резню Синджу во имя мести, а наоборот подержали их и напали на нее. Если бы я уничтожил этот флот, то на наш остров обратили бы многие внимание. Уничтожение нескольких кораблей, когда рядом находится находился отряд Шеноби облака никого не удивит. А вот исчезновение целого флота, около практически безлюдного острова совсем другое дело. Такое не пропустит ни одна из сторон. А как я тебе говорила, если они накинутся толпой, девочка вздохнув продолжила, то даже мы не сможем спастись. Но ведь ты можешь подчинить их этой своей техникой цукиеми. Почему тогда даже ты боишься толпы? Губы старухи задрожали в ей память и вновь всплыли осколки самых страшных и кошмаров о том, как она противостоит двум братьям, о том, как они ее захватывают в плен и о том, что никто никогда не узнает от нее, как они заставили ее подписать договор о вступлении ей клана в Канаху. И о том, как она сама через год топила своего ребенка как две капли воды похожего на них. Нет, это все в прошлом. Этих тварей уже в живых нету. Но их детища Канаха все еще стоит, как впрочем существует и сам их клан. Но ничего ей недолго осталось ожидать. Скоро, очень скоро она сможет отомстить. Внученька бояться неплохо, плохо забывать и не отвечать на свои страхи. Запомни это, никто из тех, кто смог тебя напугать не должен остаться без ответа, иначе они сначала повторят это, а затем затем сделают намного больнее и неприятней. Девочка, внимательно посмотрев на свою посеревшую бабушку кивнула. Она понимала. Тем временем из их спин показалось множество предыдущих людей несущих о своих спинах огромные рюкзаки. По большей части это были куклы, сделанные с помощью гинджуцу бабушкой и родителями, но среди них попадались наказанные представители клана. Бабушка, тогда ты можешь сказать, куда мы идем? Девочка уже несколько раз задающая этот вопрос даже не ожидала ответа на свой вопрос, поэтому когда он прозвучал была страшно удивлена. Скрытую деревню дождя. Там мы на некоторое время задержимся. А потом посмотрим, может присоединимся к Акацуке, а может останемся там. В общем увидим. Стремительно вбежав в ворота Канохи, я устремился сразу же в сторону моего дома. Не обратив ни малейшего внимания на вопиющее нарушением законов в виде попытки какого-то и манука перехватить контроль над моим телом. Для меня самым важным сейчас было как можно быстрее добраться до дому. Потом я уж разберусь с этим возможно, если вспомню. К моему огромному увлечению открыла мне дверь мама. А дальше по коридору виднелась сестренка. От моего сердца на мгновение отлегло пока я не увидел грустный глаз мамы и плачущей личко сестренки. Что с отцом? Удивление мелькнувшее сначала в глазах матери сменилось пониманием, а затем в них появилось очень сложное чувство. Наруто! Как же ты повзрослел извини! Это я должна была отправиться по она подумала, что я так повзрослел из-за последствий печатей. И теперь извиняется мама. Нет, подожди сейчас не время для такого, сейчас намного важнее узнать, что с отцом и почему они выглядят такими расстроенными. Подожди мам! Скажи сперва, что с отцом и почему вы грустите? И наконец расскажите мне, что происходи в деревне, что за мной послали целый отряд Анбу. Прервавшиеся извинения за то, что она не поехала сама ставить печати, на мгновение заставили мое сердце остановиться. Ведь это невозможно, правда? Чтобы только обрететь отца и его тут же потерять? С отцом все в порядке? Да, на нас совершили покушение сначала ты зайдешь и мы вместе покушаем или ты сюда прибежал даже не заходя к Хакаге? При последних словах мама смотрела мне за спину. Быстро обернувшись, я увидел мою команду в полном составе подошедшую к дому. Здравствуйте, тетя Кушина. У вас все хорошо? Первая решила поприветствовать мою маму как пускай и дальней, но все же родственнице Ай, а заодно и спросить то, что наверняка в последние дни беспокоило не только меня. Как только эта мысль проскользнула у меня в голове, я мгновенно уставился на слегка покрасневшую анко. Вот черт переживай за вновь обретенную семью, я практически не уделял ей внимания в последние несколько дней. А ведь после прихода в сознание, после ранения, она наверняка была расстроена и ей требовалось намного больше, чем тот вечер разговоров, который я устроил два дня назад, когда больше не смог выдерживать ей депрессию и тьму в глазах. Но я слишком был занят своими переживаниями и только теперь, когда убедился, что с моей семьей все в порядке, я смог немножко отвлечься. За это мне стало очень стыдно. Таок. Кажется, предстоит не только с нашей стороны серьезный разговор. И думаю, вам сейчас стоит сходить к Хакаге и доложиться о выполнении миссии. Не так ли, Сенсей? Лицо мамы изменилось на какое-то мрачное и теперь она очень тяжелым взглядом сверлила спину, отнувши после ее слов и побежавши к зданию Хакаге наставницы нашей команды. Наруто, у нас действительно состоится тяжелый разговор. Поэтому прошу тебя не делай сегодня никаких глупостей и сразу после визита к Цунади возвращайся домой. Улыбка, невольно показавшаяся на моем лице от такой домашней заботы абсолютно не соответствовала ситуации. Хорошо, мама. Как же приятно произносить это слово. В прошлом я часто об этом мечтал, а сейчас я могу свободно его говорить. Слушай меня наконец. О, кажись докричался. Быстро ныряй во внутренний мир и спасай этого несчастного яманука. А то ты, конечно, извини, но от слияния с третьим разумом у тебя окончательно крыша поедет. Да, даже сейчас ты едва-едва анализируешь и соображаешь. Как результат ты не услышал большую часть разговора своей матери и своей команды, а также того, что Анбу все еще рядом с тобой и сейчас настойчиво просит твою Анка увезти тебя в резиденцию Хакаги. А? Яманука? Что это так во внутренний мир? Живо. Оказавшись во внутреннем мире я словно очнулся от Гиндюцу. Многое из того, что я думал в последние три часа, стало понятным. Разговор с мамой и сестрой, короткий рассказ о здоровье отца и моем стремительном взрослении. Рассказ под возмущение писк всей моей команды о кое-каких эпизодах с ними, вот я попал. Теперь же мне наверняка, как минимум не отвертеться от кандидатуры этих двух вертихвостоков жены. Их злобное, иначе не скажешь. Переглядывание, причем на Анка возмущенно смотрели все, в том числе и команды Анбу, вторая команда из слов Биджу отправилась к дознавателям прихватив тушку Ямануки и пытающегося ей унести Сакурая. Мои абсолютно невнятные и полубезумные ответы, в здравом уме никогда бы такого не рассказал. О моих предпочтениях и знаниях и тому подобное. Ого! А ты не рассказывал об этом эпизоде с ночевкой в одной кровати с Кибой. Неужели не понравилось? Скривившись от этого ехидного глазками татамы. Из-за ваших подколок и не рассказывал тогда, а теперь где этот Яманука? Лучше уж как можно быстрее избавиться от него, для того, чтобы больше таких утечек информации не было. И наконец, перестать мечтать и вспомнить, что ты один из сильнейших шина биконтинента. А то уже достали всякие неожиданности и неприятности. Стоп! Это ведь мой внутренний мир? Так! А значит, я могу просто вместо поисков притянуть этого нарушителя к себе. Начав желать этого, в тот же миг как понял, что способен на эту возможность, я добился практически мгновенного отклика. Передо мной появился дрожащий паренек примерно 11-12 лет. Извини. Я не хотел этого. Меня Сакурая заставил. Он увидел, как я через глаза птицы подсматривал за купальнями, когда там мылись хими нескольких кланов, в том числе и Ханочиха. Ты лучше всех должен понять меня. Я не готов к тому, чтобы жениться на них и уж тем более меня этими скорее убил бы, чем подпустил к своей молодой жене. Так что прошу тебя, сжалься надо мной. Я не виновен в этом. Прости меня. И тем более я ничего из твоей памяти не понял и не видел. Уверяю тебя совсем ничего. Мальчишка сильно дрожал и постоянно рыскал глазами, словно ища выход отсюда. Мне даже на мгновение его стало жаль. Но небольшие, не больше волоса, ленты света постоянно вырывающиеся из его спины не оставили мне другого выбора. Бомба биджу. Рассенсюрикен. Бомба биджу. Несколько криков практически слились в один. И попавшему от безысходности пареньку скотящийся из глаз слезой прилетело десять очень сильных техник. Которые буквально разорвали его на множество кусочков, которые потом собрались в единый серебристый образ, который осуждающий посмотрев на меня и увидев мой едва видимый кивок загадал свое самое сильное последнее желание, не заставляя наплакать. Позаботься о ней, мысленно прокляв Сакуре, которому я обязательно набью морду возможно даже ногами. Я вышел из внутреннего мира, и тут же окружающая обстановка несколько изменилась. Мы все находились не у нас дома, а в кабинете Хакаги. И кроме уже перечисленных из моей команды и команды Анбу, а также полной семьи Узумаки здесь находилась пятая Хакаги и ее помощница. И все молча переглядывались. Причем переглядывались по-разному, на Кагото были направлены изучающие взгляды, на Кагото просто завистливые, а бедная Анка опять достались взгляды презрения и ненависти, но вот что ей так не везет-то. Прошу не обижать ее. Я сам начал наши отношения и не она меня соблазнила, а я ее обратил называть цену себя внимание. Правда вот взгляды большинства в виде жалостливых и просто интересующихся мол, ну что он еще скажет, радости мне не добавили. Да, это я ее соблазнил. И не надо так на меня смотреть родители прошу, давайте об этом поговорим дома. В кругу семьи. И я хочу сразу уточнить кроме моей команды в полном составе семьи на этом обсуждении я бы хотел видеть только иные шизуку. Все остальные ваши кандидатки в мои невесты могут идти лесом. Я их не приму. А все утверждения обе счастье от кланов просто разорву. Пускай утрутся Вирой, которую я обязательно выплачу за нанесенные оскорбления, и забудут об этой моей оплошности. Их же дочери скажут нам. Спасибо. И уважаемые Хакаги прошу вас больше не стоит относиться ко мне как к ребенку и если у вас есть какие-либо претензии по нарушению и подслушиванию секретного заседания, которое кроме меня слушали наверное еще шпионов десять, то прошу, вы скажите это все мне и спросите за это с меня а не с моего клана и семьи. А теперь я хотел бы все же услышать причины повышенной боеготовности деревни и о покушениях, которые упоминали Анбу. У всех по мере моей речи лица изменялись недоверенно полное оболдение и шок. Не знаю, кто бы в итоге первым пришел в себя, если бы им дали достаточно времени для этого, но нам времени не дали. Ворвавшиеся в кабинет Дуэнбу полностью переключили все внимание присутствующих в кабинете людей принесенными новостями. В камере умер, не приходя в себя Еши Яманука. Пришли новости из скрытой деревни водопада. Ее захватили и вырезали Акацуки. Миг тишины и словно прорыв дамбы. Что ты такое говоришь? Я не могу поверить в это, мой сын не способен на такое. Как умер? Кто следил за его камерой? Быстро усилить охрану допросной и где сейчас Сакуре усилить поиски того человека. Акацуки вырезали скрытую деревню. Может быть они как-то связаны с темной розой? Причем тут и на и тем более Шезуне? Неужели ты и с ними целовался и обнимался? Предатель! Как ты узнал об этом собрании и смог проникнуть на него? Что значит ты меня соблазнил? Ты пришел в себя братик? Как хорошо! Гав! Гав! Помолчи! Я тоже рада тому, что Наруто пришел в себя, но я же не кричу об этом. Все эти крики перемешались между собой, и не на тренированному уху было очень сложно их воспринять как полноценную речь. Однако Анбу и Ая смогли полноценно уловить каждый фрагмент разговора. Вот только наши действия коренным образом отличались. Если прибежавшие Анбу услышав команду Цунады, мгновенно скрылись в дверях, то я наоборот самым наглым образом пройдя вперед обнял и поцеловал Шезуне. После чего спокойно развернувшись к ярко Алой и ровным голосом ответил «Как видишь, и я тоже не обделил своим вниманием». После чего разжав объятия, отступил на шаг назад. Замершая до этого действие в шоке Шезуне прийдя в себя и взвизгнув отпрыгнула к самой стене кабинета от меня. Я же тем временем подошел к Анке и повторил только что совершенное действие с ней. Но в отличие от Шезуне получив и ответный поцелуй. «Хватит! Ты сказал, о том, что дома об этом поговорим. Так выполняй. И до разговора прошу воздержись от всякого разврата, а не то не посмотри, что так вымахал и лечь над метелью. Ты понял? Вспоминая, что даже Курама боялся гнева моей мамы стоит быстро кивать и соглашаться. Да, мама. Я все понял. И не надо на меня с такой жалость смотреть, вон уши Камару мамы и того строже, а никто его не жалеет. Так мне все же хоть кто-нибудь расскажет, что произошло в Канохе. Вопрос прозвучавший в казалось уже успокоившись атмосфере снова сделал ей напряженной. Хакагира не собравшаяся уходить с сил обратно в кресло. Все это, а также вроде бы мелочи, наподобие сцепившихся ручек сестренки показали, что произошло любое нечто очень неприятное. Наруто, в деревне произошел ряд саботажей. В частности подорвали вашу лавку печатей, к огромной удаче, ни твой отец, ни Кушина тогда в ней не находились. Кроме того пострадали практически все остальные частные оружейные и медицинские лавки и магазины деревни, и не всем владельцам повезло так же как твоим родителям. Некоторые погибли. Например родители Тентин. Вы ведь знакомы с ней? Вот проклятие. Мне сразу же вспомнилась залепившая мне пощечину грустная девчонка с двумя забавными шарообразными косичками, в моем мире ставшая мастером оружия и с великолепием прошедшая четвертую мировую войну, после чего ставшая владелицей и управляющей оружейного магазина и женой Кибы. Да, знаю. Сожалею ей. Интересно. Они явно не хотят о чем-то мне рассказывать. То, что знают все в этой комнате кроме меня. И скорее всего это никак не связано с атакой на деревню, или связано косвенно. А вот со мной связано. Кроме того было совершено три убийства и девять попыток убийства. Мертва старейшина у Катани. Доказан заговор Фугаку Учиху и группы его приближенных против Канохи. Сейчас проводятся допросами Като удачного прорыва кстати и погиб лидер клана Ямана Кайнаичи. Отец упомянутый вами Ина. Хм. Что-то у меня не выстраивается цепочка. Они явно говорят правду, но как-то порционно, словно проверяя что-то. Нет, не хватает информации. Да, я упомянула она, так как в отличие от многих других выбранных мне в невест и девушек она точно влюблена в меня. Поэтому вы узнав о заговоре дали время и возможности Фугаку подготовиться к прорыву и отходы. И кто входит в команды охоты посланные за ним? Мама со вздохом села на диван рядом с отцом и сестренкой. А затем впервые с момента моего вращения заговорил отец. Фугаку уже был готов к прорыву. Правда он планировал не сам прорываться, а предоставить оборудование и припасы бойцам темной розы. Но благодаря самоотверженности Шисуючиху мы узнали о его предательстве. И он был вынужден прорываться уже сам. Он успел собрать всех кого сумел, в том числе и воинов темной розы скорее всего из отряда раздора и учеников Арачимару которые предали Канаху вместе с ним самим. Именно благодаря этим боевикам он прорвался и сейчас уходи в страну демонов навстречу флоту вторжения. И мы не преследуем его. Как я понимаю это происходит по двум причинам. Ставшим одной. Акацуки. При этом он очень выразительно посмотрел на пятую. Которая вздохнув продолжила рассказывать причину очень странного милосердия к предателям. Вчера вечером прибыло сообщение из Суны на нее напали орды монстров. В разыгравшемся сражении они потеряли очень многих кроме того они определили что за нападением стояли Акацуки. Как результат они решили разделить свои войска на три группы. Одна будет защищать побережье страны ветра от вторжения империи и солнца о котором ты уже должен был слышать. Это их прямая обязанность с одной стороны с другой мы все понимаем что может случиться если они не удержат фронт против солнечников поэтому уже долгое время между пяти великим деревнями Шиноби а также множеством прибрежных и морских селений Шиноби существует договор в этом по договору только в этом не в охране деревни и зачистке близлежащих территорий от ушедших от резни монстров чем занята вторая группа войск Суны не в противостоянии Сакацуки чем будет заниматься третья группа войск небольшой вздох повторили все взрослые в комнате мне же сообразившему что происходит захотелось выругаться однако есть подозрение сейчас после уничтожения деревни водопада превратившиеся практически в утверждение что они в союзе с как минимум темной розой а то и всей империи и солнце а значит нам придется так же выделить часть войск на их уничтожение и помощь от камня пока они не уничтожены ждать не приходится поэтому посылать вместо укрепленных фортов и стратегических мест большую группу Шиноби мы не можем себе позволить поэтому нам остается только надеяться на то что его заметят недалеко от укрепленной границы вот так черт не увидеть пятую мировую войну Шиноби именно это было одним из моих желаний отравиться в то мое путешествие закончившееся моей смертью и мне казалось я ее никогда больше не увижу ведь насколько я за это время разобрался между деревнями Шиноби более ровные и спокойные отношения чем в моем мире вот только я упустил причину этого доброго отношения и вот новая мировая война стоит прямо передо мной и что ты бывший сильнейший Шиноби будешь делать теперь когда тебе уже без разницы на свою родную деревню когда опасность угрожает не всем а только тем кто будет сражаться и стоп отмотая весь разговор немного назад что именно сказал ворвавшийся в кабинет Хакаги Анбу что деревня водопада полностью вырезана но там ведь так это надо уточнить скажите вы тут говорили о уничтожении водопада акацуки убили всех Шиноби гнев отразившийся на лицах у всех находящихся в комнате уже сказал не ответ на мой вопрос однако и подтверждение этой страшной догадки не помешает уж слишком это страшная догадка они вырезали всех кого нашли из деревни спаслись единицы то же самое было когда-то из деревни водоворота поэтому велика вероятность того что тот кто руководит акацуки сейчас является либо сумасшедшим шиноби атаковавшим когда-то деревню узу либо одним из немногих выживших который от боли утраты сошел с ума и начал мстить всем подряд поэтому я считаю что тебе и твоей семье следует остаться в деревне и продолжать поддерживать фронт печь хм она права но я уже все решил нет да вы правы лучше будет если мама и мои мои невесты останутся в деревне и будет постигать искусство моего клана так как я не хотел бы чтобы тот кто будет носить фамилию узумаки совершенно ничего не понимал в печатях кроме того любые печати будут очень полезны на линии фронта но я не останусь в деревне я хочу чтобы меня включили в отряд собирающийся уничтожить акацуки я много читал и слышал о том как уничтожили мою деревню и я не позволю никому кем бы они не были творить такое именно поэтому прошу вас включить меня в отряд собирающийся на их уничтожение вы можете протестировать меня я не уступлю ни одному из джанинов ни в силах ни в искусности поэтому я совершенно не буду мешать отряду тишина переглядывание и сопение вот и все что сейчас было слышно но вот их глаза о воистину глаза это зеркало души и сейчас в них абсолютно не было нужных мне чувств удивление страх непонимание и осуждение были мелькали озабоченность и тревога изредка появлялось чувство злости но не было понимания и одобрения ни капельки наруто это плохая идея мягкое возражение поступившее от пятой было мгновенно перебито мамой ты не отправишься на войну даже быть положение канахи тяжелым мастер печати намного более важен для нее нахождением здесь в деревне а не очередной боевик на опасной я должен вы не справитесь с зитцу так просто для этого нужен либо сильный очхо либо мастер печати а ведь кроме зитцу там полные других опасных типов так что придется мне уговаривать вас точнее угрожать мам я так или иначе приму участие в битве саканцуки если вы не включите меня в состав отряда то я просто убегу и поскольку найти меня прервал смех мамы и папы а также улыбка на лице хакаги ты нашел способ противостоять печати оков зумуки или ты забыл об этих цепях так я тебе их быстро напомню ищ вздумал угрожать побегом опять а а точно три года назад когда папу отравили я пытался сбежать из дома в поисках лекарства о котором где-то услышал и тогда кушан найдя меня через час после побега сковал меня на сутки цепями им чакры хм а затем две недели обучила меня и по ее утверждением из этих цепей вырваться без посторонней помощи невозможно жаль конечно будет открывать эту карту сейчас но противостоять цепям узумаки без этого нельзя грубой силой я порву их курама ребята прошу выпустите свою силу в виде ауры только сестренку не заденьте она такое может и не выдержать и тут же от меня во все стороны повалил настоящий поток нет вихрь чакры закруживаясь как торнадо аура чакра все уплотнялось и увеличивалось я только что миновал порог уровня чакры равному каги или однохвостым мой личный предел добавим энергию однохвостого лица присутствующих из удивленных переходя в изумленные энергии двухвостой на лицах появляется тревога добавляем резкой энергию трехвостого и четырехвостого около моего тела появляется покров чакры у всех присутствующих слетает контроль эмоций и в изумлении открываются челюсти энергия пятихвостого и шестихвостого в комнате стоит душно моя аура практически подавляет всех и все в радиусе 10 метров у всех взрослых в глазах ужас у младших крайне изумление ведь очередное повышение обошло их стороной как обходила сестру со временем повышения до моего предела ведь такое давление это не шутка и оно могло навредить им это у старших было защита благодаря своей чакре не у них энергия семихвостого и восьмихвостого и чтобы и мое тело не пострадало энергии девятихвостого как противовес у старших начали лопаться капилляры в принципе это очень хороший показатель для них ведь так стоять с минимальными повреждениями под воздействием энергии всех девяти биджул без противовеса я просто не могу это задействовать а значит участвуют в этом давлении все девять биджул могут только сильные шиноби все слабаки лишились бы сознания а не шиноби не знаю но по уверениям хвостатых они бы очень сильно пострадали ну как мам я смогу порвать грубой силой цепи кушана с расширенными глазами едва двинула головой обозначай кивок и я начал рассеивать напряжение полностью весь путь усиления в обратном порядке да долго но я до сих пор помню как меня откачивала сакура после того единственного раза когда я после разговора скурой цучи сбросил всю эту энергию разум остановка сердца лопнувшие капилляры по всему телу в том числе и в голове едва не привели меня в могилу так что этот фокус я ни за что не буду применять значит решено я иду с отрядом шиноби находясь под их наблюдением и охраной на охоту за кацуки немного пришедшие с себя взрослые спешно затыкали свои кровоточащие носы глядели на меня в полном ужасе сын наруто как ты получил такую силу ох а вот и неприятные вопросы а я так надеялся что вы не успеете прийти в себя и выразив согласие отпустите меня не знаю пап я после того провала в академии глядел на луну и вдруг почувствовал ей а не знаю как объяснить я словно не жил до этого словно все время часть меня находилась полностью не могу объяснить даже сейчас а тогда вообще было плохо но извините что раньше вам не сказал я просто не знал как это сказать как выразиться как объяснить что то что я делал было проверкой это было словно буря копившаяся очень долгое время вдруг слетела и ударила бах я смотрю не на в общем не на а на девушек в целом бах и те техники что у меня не выходили выходит идеально даже те которые были помечены в свитках отца как особо сложные и опасные отец извини но я всегда любил покопаться в твоем кабинете не только чтобы пораскрашивать а в основном чтобы прочесть очередной свиток с техниками умината задергался глаз а рука начала судорожно дергать ремень на штанах извини конечно это не все правда точнее я местный забираясь к тебе в кабинет никогда не изучал свитки с техниками а просто рисовал в них за что не единожды был отруган и наказан я однако предпочел не замечать этого а продолжать говорить упускать такую возможность легализовать свои возможности не стоит ну а если соломинка уже сломала верблюду хребет еще одна ему не навредит бах и я вспомнил бабушку мита как она учила меня рукопашному бою и тактике сражений бах и я словно прозрел стал замечать то что раньше казалось мне либо незначительным либо что я не понимал но как такой с виду бред я мог вам сказать я же понимаю как невероятно это звучит так что я и молчал но теперь я могу стать этим джокером как в картах я уничтожу тех кто вылезает всех от мала до велика ради своих целей прошу вас позвольте мне это молчание очень страшное молчание опять бросаем и понимающие взгляды да похоже перестарался меня приняли за сумасшедшего жаль а так хорошо мы включим тебя в состав отряда а теперь ты и девочки могут быть свободными я бы советовала тебе сходить навестить и на я уже задумавшись о том как лучше всего будет сбежать от анбу когда они придут за мной только кивнул на это вышел вместе с сестренкой кибой саю после того как анбу доложили что наруто с девочками покинул здание хакаги все невольно вздохнули почему ты не сказала ему о том что сказала наичи перед смертью вздохнув синджу бросила взгляд на дверь и еще раз вздохнула минато ты не думал о том что узав что в три года в него заложили более 40 психических закладок а также обработали одной из тайных техник хива он может как минимум порвать все отношения с кланами яманока учхо хива а ты вообще пойдет их всех убивать а ведь учитывая его силу черт да он может уничтожить половину канохи и мне вот интересно о каких таких занятиях он говорил когда узума кемита умерла за годы его рождения кушана красноволосая красавица мать увядшая после этого разговора с резко повзрослевшим сыном вздрогнула при упоминании своей бабушки что не укрылось от глаз пятой хакаги ну дело в том что бабушка оставила старый свиток с неизвестной мне печатью который был активирован в детстве наруто им самим на нем самым тогда мы думали что все обошлось и это был просто недоработан печать но если предположить постепенно голос кровавый хана бюро утих а все оставшиеся в кабинете задумались каждый о своем хм а вот неинтересно почему тогда с него это все спало мината хватит меня пихать дай мне высказаться так мината тебе об этом что-то ведь известно тогда после этого происшествия ты не был сильно удивлен изменением произошедшим в нашем сыне и ты даже убеждал меня в том что это именно наш сын что тебе известно говори немедленно иначе точно изобью как тех болванов смеющихся над моими волосами мината да и шизуни сунадой вздрогнули от такой перспективы всего миг понадобился прошлому хакаги чтобы принять положительное решение тогда за день до провала наруто на экзаменах мы встретили фукасаку он сначала долго вглядывался в наруто а затем отозвав меня в сторону рассказал мне то же самое что и наичи а затем пообещал к следующему дню все подготовить к избавлению этой гадости из наруто так что лично я ему верю полностью а все эти тайны и тому подобно помнишь тот вечер кушина ты тогда ушла говорить с мекотой я ушел на встречу с фукасакой где он мне рассказал о эффективном завершении ритуала и об двух активировавшихся ментальных закладках поэтому как он сказал возможно как всякие странности так и попытки самоубийства или еще что-то похожее и то что я должен отнестись ко всему этому с понимания именно поэтому я и убеждал тебя в нормальности наруто и в том что это у него всего лишь переходный возраст все были поражены словами минато но больше всех была поражена нет даже шокирована кушина ты знал и ничего ничего мне не сказал почему минато на эту гневную триаду только вдохнув признал то что хотел бы сохранить в секрете особенно он не хотел это говорить уже злобно пыхтевши кушине ты не сдержанно скажи я тебе об этой ситуации ты бы побежав квартал яниманок и устроила там бы фирменный раздор и после этого кто бы помог нашему сыну когда ситуация повторилась бы милая я вовсе не думал о том что ты недостой это знать просто ты слишком агрессивна когда дело касается наших детей именно поэтому я и нанял шису для расследования но разумеется что на такой результат я не ожидал так что хватит минато я думаю вам скучно девочками пора идти на семейный совет думаю вам его лучше начать пока народ не вернулся от ямана к сыну или без нее и я обещаю что займусь эти делом со всей силой в конце концов такая сила словно бомба бомба вот черт они планировали его использовать при тех саботажах ладно идите а мне теперь придется сильно поломать голову как над составом отряда так и над всем остальным сегодня выдался очень насыщенный день а я не люблю насыщенные дни так что мне нужно всего сто грамм да сто грамм и да не рассказывайте ему пока смерть урок или других пускай немного придет в себя ему ведь тоже нелегко подходил наруто к дому и на очень расстроенных чувствах банальный нервный срыв случившийся с ним в кабинете чакры наверняка будет ему еще очень долго вспоминаться а это заявление о сборе его гарема это же бред ни скибой ни сай ни тем более сшизуни у меня не такие отношения отношения ямана к разуму и чувства курама это не я клянусь кагузи ага это не он насколько я понимаю это взбунтовалась та часть твоего подсознания которая тебе досталась от местного наруто из-за атаки на твой разум она на какое-то время смогла продавить твои наши барьеры и высказала свое желание так что теперь боюсь тебе нужно по-настоящему опасаться мастеров гендюца они становятся твоими самыми опасными врагами спасибо за объяснение мата тебе но если ты так в этом хорошо разбираешься не подскажешь выход из сложившейся ситуации знаешь мне хватит ианка о ками знал бы я в прошлом мире что анка такая в детстве была арачимару ведь в том мире намного раньше ушел из деревни а это очень на нее повлияло гадство я начинаю ненавидеть канаху хотя нет поговорим об этом потом когда уничтожим этих маньяков акацуки а сейчас действительно стоит навестить ино тем более что вот и дверь распахнувшаяся дверь и вылетевшие из нее цветочные вазы чуть не застали узумаки врасплох убирайтесь я никого не хочу из вас видеть я не стану наруто это ты как ты изменился извини это я не тебе говорила просто просто ино появившаяся в дверном проеме с еще одной вазой в руках сначала в гневе кричала наруто а затем непонятно как опознав очень сильно изменившегося наруто извинившись зарыдала да это не повидавшая все и вся матерая интриганка Инна Яманука из моего мира это все еще маленькая девочка Инна которая только недавно потеряла отца ничего я слышал что случилось как твоя мама мама вопрос очень удивил девочку и ненадолго полностью переключил ее с темы отца она в порядке наверное я ее не видела с вечера мама и Инна умчилась вглубь дома крикнув только чтобы наруто проходил что же воспользуемся ее несостоявшимся приглашением ты уверен в этом да они действуют не вместе с империей но пока способы достижения их целей совпадают и еще два дня назад мы увидели сражение мальчишки с отрядом из империи с отрядом убийцы склана Сидзан и он победил мальчишку был из Шина Беконохи хватит сейчас на кинаху мало надежды после ослабления песка им придется выделить очень много сил на борьбу с солнечниками так что серьезно помочь против Акацуки они нам не смогут поэтому советую тебе составлять планы наступления на Акацуки без включения активной помощи листа песка скорее всего они пошлют такие же силы как и облако которое решило выдвинуть всего один отряд в сто шиноби против них а главным в нем поставили Югитани только недавно получившую звание специального Джанина это как ты понимаешь лишь немного отвлечет их внимание и все я вас понял Цучи Каги учту и переработаю все планы что там с Дейдарой он провалил внедрение в главные силы Акацуки и сейчас пытался пристроиться к их второстепенному лагерю расположенному недалеко от новой скрытой деревни звука хм если у него не получится внедриться он должен уничтожить этот лагерь и закончить данную миссию но это ему скажешь только после получения его отчета о провале внедрения понял и да направь Куроцучи как наблюдатели в Канаху для присоединения и согласования к отряду выгадываемому ими против Акацуки выломав дверь в комнату матери Наруто вытащил в усмерть пьяную женщину которая тихо плакала над старыми альбомами в результате уже через мгновение плачущих женщин было двое оставив Наруто вместе с ее мамой поплакать над их горым Наруто и приставленные к нему в качестве сопровождения Анбу удалились из дома Узумаки решил ничего не говорить пока и на семейном собрании у нее и так много проблем Наруто ты знаешь а меня теперь тянет к ней она становится идеальным сосудом с полностью подходящим мне типом чакры системой так что может ты переселишь меня к ней Наруто ты не забыл что это одно из условий твоего вознаграждения ты не можешь просто отказать ей в этом знаю но это неправильно я помню что теперь вы не будете вредить своим носителям но вот как они сами это воспримут в нашем мире это была великая честь стать джинчурики а в этом о вас не знают и и хорошо Наруто успокойся ты ведь совсем не против нашего расставания тебе просто страшно что за мной последуют другие и тебе не хватит сил сделать то что ты задумал но не бойся мы всегда поддержим тебя всегда мата тебе ты самая понимающая и красивая из всех биджу эй я и хватит потом поговорите сейчас же тебя будут убивать за твой гарем вернувшись к реальности Наруто невольно сглотнул оказывается он уже добрался до домика у Зумаки и теперь его буквально просверливали взглядом сразу семь жен девушек и особая ярость исходила откушенной ее дочери ну что герой любовник хочешь поговорить а может сначала расскажешь своей маме как ты вдруг воспылал такой затей и как подбирал кандидаток ками и что мне говорить извините меня у меня крыша немного поехала и я подался своей похоти так чего доброго поверят и решат поправить крышу в нужную им сторону воспылал после того случая с Джирай я узнал что он оказывается был писателем и прочитал его книги в них столько всего интересного описывалось а также о гаремых вод все больше и больше сжимаясь и тише говоря под яростным взглядом кушаные фигуры за ее спиной Наруто окончательно заткнулся нет ну как у нее чей рост сантиметров на 10 ниже моего получается так подавлять по-моему я тебе говорила что Джирай плохой учителен человек а ты значит читаешь его книги и следуешь его наставления все больше не могу это выдержать стремительно сложив технику бога грома Наруто пере что почему она не сработала о какой шустрый думаешь твой отец ни разу не пытался так же сбежать от наших разговоров так что будем отвечать или сразу можно приступать к наказанию мао мао теперь пока кое-кто лежит излечивается от заслуженного наказания я хотела бы поговорить с вами анкосеинси та явно вздрогнув выдержала гневный взгляд от кушаные и остальных девушек кстати Минато остался с сыном мол приглядеть за ним надо и сейчас в комнате дома находились исключительно девушки вся команда Наруто без него самого Шизуне и Кушана с Микатой и дочерью я понимаю нет не понимаю я не соблазняла его это скорее не важно да вы Кушана сэн правы я поступаю плохо любя своего ученика но мне на это уже наплевать он единственный смог рассмотреть меня не ученицу Арчимару о которой какие только извращенные слухи не ходят а меня вы понимаете меня и как бы вы не были против я не отпущу его ни за что судя по выдоху Анка выговорилась и гордо подняв голову теперь смотрела на реакцию слушателей знаешь Анка я да и не только я считала тебя падшей женщиной но проверив кое-что я была удивлена очень сильно удивлена и теперь я не считаю тебя шлюхой так почему ты пытаешься это доказать мне с помощью Наруто он еще юн и на него судя по всему оказали очень сильное тлетворное влияние я могу поверить что это он сделал первый шаг в ваших отношениях но он еще слишком юн да ему стали выбирать гарем по закону о наследнике клана находящегося на грани уничтожения но я не знаю я не хочу тебя принимать но я вижу ваши отношения я не знаю как поступать в данной ситуации на миг все замолчали а затем все были очень сильно удивлены тихой речью аи я не люблю вас сенсей зато что Наруто постоянно заигрывает с вами зато что у вас намного более привлекательная фигура зато зато что вы влюбились в мальчика которого я люблю но вы всегда по-доброму относились к нам даже когда поняли что мы стали соперницами даже когда вам было плохо и стыдно после первой ночи с ним вы всегда учили нас на совесть именно вы а не Наруто разобрались с приставаниями к нам тех самураев именно вы обучали нас нинзюццу пока он занимался печатями именно вы краснее словно помидора просвещали нас что может быть если Наруто сорвется на наши провокации и чем это может грозить в первую очередь нам я не хочу этого говорить но я вас уже несколько месяцев считаю сестрой и я не буду против того чтобы разделить Наруто с вами дико покраснев до самых корней волос а отвернулась от застывшей соляным столбика манка и тут пискнула все еще сверкающие злыми глазами на микотокеба знаете я тоже не против мне приказали еще в академии найти мальчика который мне понравится соблазнить и сделать с ним это и то в общем не о том речь а о том что у меня возникла уникальная возможность остаться не на одну ночь с любимым человеком но взамен я должна делить его с разными девушками и лично я его с намного большим удовольствием разделю сайи и анкасенси чем с вашей дочерью микота вздрогнула опустив голову прошептала если она еще жива нет если она жива то значит выбрала сторону своего отца все немного престижно замерли а затем переглянувшись и кинув взгляд на стену за которой лежал в отключке Наруто кивнули я так понимаю что основные наши вопросы друг к другу мы отложим на потом теперь кто что думает что решение Наруто погонять армию инукининов и преступников Акацуки проснувшись Наруто обнаружил свою голову на маминых коленях а ей руки и еще чьи-то спокойно перебирали его волосы знаешь мы не хотим чтобы ты уходил на войну но тебя после той демонстрации все равно отправят на один из фронтов поэтому мы согласны с твоим походом против Акацуки но вот ни Ая ни Кеба не готовы к такому поэтому слушай и даже не пытайся возражать ты отправишься в отряде Канухи для помощи и весуни в подавление Акацуки в команде Санка Шизуни и Микото иначе я клянусь Ками я запечатаю тебя в свиток и оставлю в нем на время всей войны негромкий голос Кушина буквально взбодрил Наруто когда отправляемся внимательный взгляд матери заставил Наруто вспомнить слухи ходившая по деревне о том что в деревне есть всего три женщины которых должны бояться все она мать Шикамару и Цунадисинджу вспомнив это Узумак и Младший сел обратно завтра выход отряда назначен на утро и да только попробуй не попрощаться с Инна и Тентин скибой ай ты попрощаешься сегодня за семейным ужином и вообще почему у тебя из близких друзей твоего возраста есть только приятели девушки займявшись с ответом Наруто предложил пройтись прогуляться по деревне раз завтра он опять надолго покидает канаху утром я во все глаза смотрел на этот беспредел они что хотят чтобы каждый мужчина в отряде переметнулся к врагам чтобы получить возможность захватить их в плен и побаловаться с ними иного оправдания кроме совсем фантастического они хотят соблазнить меня я для таких нарядов не находил только третий день как официальная вдова и мать лидера клана очиха микото вырядилась сверху откровенно короткая черная юбка кружевные чулки синий топ поверх которого накинут укороченный пиджачок с символом очиха на спине перчатки без пальцев и хитай повиска на горло помощница хакаги вырядилась не лучше даже намного хуже укороченное черное кимоно с эмблемой стран огня доходящее до колен никаких рукавов хитай на руке кожаные сапожки до колен пристойно если бы не два но очень глубокая декольте заретошированная прозрачной сеточкой два разреза по бокам которые показывали перевязок для ножей и еще кое-что черное и красное и я даже не хочу об этом думать потому что это неправильно резко отвернувшись от этих извращенок которые мерзко захихикали за моей спиной я стал рассматривать остальную часть отряда три полных команды смешанных из нара яманук и акимича две полноценные четверки и нидзука со своими питомцами пятерка бурами двадцать бесклановых шиноби плюс наша тройка и должна быть еще тройка стратегов и рейнеров тогда будет полный рейд шиноби 17 троек количество способное эффективно передвигаться устраивать лагерь и атаковать группу противника о вот кажется подходит и недостающие тройка хьюго и дану это невозможно как будто неизвестный мне до сих пор его товарищ умеющий вытягивать чакру и тентин как она оказалась здесь почему с ними что случилось с командой гая что ты тут делаешь и это она мне задает этот вопрос что ты здесь делаешь о кажется наш маленький гений и тут нашел себе подружку у тебя совесть вообще есть кобель резко развернувшись канан бросил руку с кунаями три метательных ножа промелькнули у лица улыбнувшегося Акацуки который так с улыбкой и упал с перерезанным листком бумаги горлом который попросту не заметил из-за кунаев Аканан продолжила свой путь к огромному облаку яда который распространял босс Саламандр вызванный и отцом сражение шло по всему селению дождя неожиданная атака Акацуки практически удалась сраженными ему Риннинганами селения скрытого в дожде наверное уже бы не существовало как бы ей хотелось чтобы Яхик овладел всеми шестью путями Риннигана но он едва начал только понимать второй путь и как итог смог остановить только первую волну состоявшую из монстров и жреца Джашины с косой именно этот жрец и убил в итоге Яхика правда и сам не пережил этот прием чему кажется был очень сильно удивлен но огорчаться или радоваться этому факту да даже просто понять как она к этому относится у нее времени не оказалось вторая волна изнукининов и бандитов возглавляемые крайне странным шином без масками на спине начала атаку селении распавшись на бумажке и буквально пропустив через себя три водных пули Канан собралась в воздухе отрастив себе крылья за ригами полетела в сторону отца к моменту атаки второй волны на окрае населения подоспели сильнейшие бойцы дождя и отец каги деревни хан за саламандр который сошелся в клинче с этим странным типом умеющим разделиться и владеющим всеми пятью стихиями вдруг облако яда начала сжиматься и Канан закричала ей отец стоял пронзенный рукой из молнии этого ублюдка тысячи маленьких птичек спикировали на две фигуры о чем-то шепчущие друг другу этот молниевый тип пытался что-то сделать но его буквально стерли в порошок фигурки из наждачной бумаги второму тому у кого больше не было масок за спиной фигурки нанесли несколько сотен ран которые если судить по плите с которой тот начал отступать ему не понравились вдруг сверкнула молния и позади этого типа показалась блондинка в форме джанин облака враг из атакованного незнакомца хлынул фонтан крови а девушка обронила что-то на землю тихо если можешь передай всем своим мы не враги акацуки признан отдельным корпусом империи солнца и наш отряд направлен на борьбу с ними скажи это и всем своим подчиненным дочь ханзо саламандра это возможно спасет пару жизней гневно взглянув на блондинку канан отправила тысячи оригами во все стороны а затем присела около отца спрошу канан стань хорошая я люблю тебя моя доченька папа папа блондинка огляделась судя по выражению лица картина ее не радовала слушай потом можешь меня удоверить но оторвись ты от этого трупа наконец трупа оглянись вокруг ваши бойцы начинают выдыхаться а у противника вон там за озером готовится к нападению третья волна немедленно бери командование на себя а не закатывая истерики по любимому папочки начинай эвакуировать гражданских библиотеки каги и кланов селений мой отряд прикроет отход мы полностью очистили восточный берег поведи людей туда а после разверни в сторону канухи откуда должен двигаться еще один отряд для борьбы с этой падаль или можешь рискнуть и пойти в сторону камня оттуда двигается целая армия мы уничтожим их блондинка неожиданно гневно сверкнув глазами помчалась в самую гущу сражения канан же на миг выбитая из своего отчаяния это и чьё сформировала новый текст уже начавших возвращаться птичках оригами и разослала их по новой после чего всклипнув и посмотрев на тело отца упаковала его в бумагу и понеслась к резиденции Каги эта чертова блондинка была права если у нападавших есть еще и третья волна селению не выстоять получая десятки и сотни сообщений от шиноби и обычных граждан и столько же отправляя им в ответ она умудрялась во время бега по городу расправляться с попадающимися навстречу противниками оказавшись в резиденции Каги она мгновенно взяла все три свитка у Зумаки что отец хранил у себя в кабинете и повесила себе за спину к ним добавился свиток призыва саламандры ножны с редким клинком от кузнеца что когда-то изготовил сами ходу открыв шкафы с документами о шинобеселении для появившихся в здании двух бойцов из отряда личной охраны отца который он направил на защиту гражданского сектора селения и который теперь должен был не только утащить часть секретной документации но и прикрыть гражданских превакуаций минуту понаблюдав за панорамой селения из окна канана решительно развеяла по всей резиденции оставшиеся у нее при себе оригами и ловушки и направилась домой зайдя в дом и чисто машинально ответив на десяток вопросов она спокойно перешагнула через конвульсивно дергающихся убийц поджидающих ее за дверью и направилась в свою мастерскую где сложила все до чего дотянулись руки в один из свитков и значительно усилившись от пополнения коллекции оригами затем собрав все мало-мальски стоящие она вышла на улицу все западное побережье было во вспышках молния льда пламени там сейчас подошедший на помощь отряд из облака вовсе рубился с приближающимся прямо по воде врагам третья волна нападения уже близко переведя взгляд на восточную часть селения канан увидела что гражданских уже переправили и теперь эвакуируют шины без небоеспособных и некоторое имущество кланов сколько же времени нужно для успешного отступления много очень-очень много резко развернувшись она направилась к западному побережью селений это ей люди ей их и защищать смотря в такие же как у нее глаза Саски не могла отделаться от мысли о неправильности этого всего все в порядке твоя подружка внученька такая же учиха как и мы все даже больше могу сказать она твоя родственница полине мадары пускай он был трусом мой дедушка не был трусом был уж поверь мне мой старший сын был истинным трусом и подкаблучником как лег в постель с этой подстилкой так и стал трусом вы не смеете обижать моих дедушку и бабушку а иначе смерть найдет вас ха-ха какая милая смелая девочка а вот твои родители совсем не смелые как и старший брат заткнись слушай Саски невольно прикусила язык от жажды крови что пошла от древной старухи как было легко подружиться с Лилей так же тяжело было со старухой она ей просто бесила так вот я прекрасно знаю что твоя семья сейчас развалилась твой отец как самая последняя сучка лег под империю солнца что для меня признак крайней глупости и тупости твоя мать и брат не решившись уйти из Канохи когда у них была такая возможность для меня слишком трусливы так что из всего клана очахов Канохи я пожалуй могу признать за родственницу лишь тебя одну а теперь Лилия береги свою новую сестренку иди представь ей родителям ладошка подруги увлекла ее от старой общипанной выдры ух пронесло спасибо Ками ты чего чего ты злила бабушку и кричала на нее в ответ бабушка из-за меньшей убивала а тут кажется она действительно приняла тебя как члена семьи иначе боюсь мы бы с тобой уже не разговаривали твоя бабушка тсс умоляю не надо больше разговоров о бабушке пошли лучше я представляю тебя родителям сестренка через 10 минут к большому удивлению Саски она действительно не воспринимала Лилию иначе как свою сестренку ей родители хоть и вызывали в отличие от этой в область старой чувства семьи были все же скорее тетей и дядей а вот она была сестрой скажите почему это почему Мадара Учиха считает что моя семья развалилась родители Лилии переглянулись а затем кивнули друг другу и начали говорить слышат такое неприятно но это намного больше похоже на твою семью чем злобная болтовня этой старухи отец действительно любит интриговать и очень плохо относится к ответственности за свои же интриги да и с мамой они уже очень долгое время живут в разных комнатах намного более интересной информации о том что отца поддерживают многие из клана и это заодно позволяет понять почему отец рискнул всем понять маму труднее почему она ушла из клана и стала свободной кунаичи почему сейчас живет и у зумаки зато с братом все понятно молодая жена вот и все объяснение его нежеланию никуда ехать или скрываться от агентов канухи и вот тут во всей своей красе вставал вопрос отца и вместе с ними пытаться вернуть славу клану Учиха в империи и солнце или идти к матери и брату восстанавливать благополучие клана Учиха в канухе остаться здесь с прабабкой и другой ветвью родни а также с лилией выбрав что-то одно она мгновенно откажется от остальных родственников и других путей но почему все так сложно искусство это взрыв сильнейшая ударная волна специальной бомбы Дейдар и смело спешащих на стены укреплений бойцов Акацуки полноценная атака на второй по значимости лагеря Акацуки началась десятки джанинов и вы решительно послав над головами сражающихся генинов целые волка мне были вознаграждены за свое терпение сотнями погибших и раненых врагов мгновенно вся оборона Акацуки рухнула немногие опытные муки генины оставшиеся в лагере видя это просто развернулись и побежали из лагеря прямо под удар старика Анаки Дейдар с немалой долей зависти посмотрел на огромное облако пепла пыли и сильнейшую ударную волну что устроил старик всего одной техникой и вздохнув повторил искусство это взрыв о это не как наш неуловимый шпион вот уж не думала что ты такой Дейдар оставил свою молодую жену одну скучать а сам отправился на мгновение замерив Дейдар кинулся к жене и обняв ее начал целовать попусти безумец остановись ага как же отпустит он и может быть потом а сейчас нужно наверстать все что он не получил из этого тупого задания может вы потерпите до деревня показав неприличный жест давшему мудрый совет Джанину Дейдар все же решил сменить место на другое более походящее на кровать Дейдар Ками за что ну вот что этому старику анаке от него теперь то надо да сучи коги старик ехидно их оглядел с исключительно мерзкой улыбкой выдал ты назначаешься на пост руководителя восточного фронта твое задание встретиться с отрядами канухи облака недалеко от деревни дождяя объединившись со всеми тремя отрядами наступать на водопад гад он же обещал дать месяц два отдыха после этого задания да к обязанностям приступишь завтра в полдень после завершения кампании будешь находиться в отпуске до тех пор пока твоему ребенку не стукнет три года о деньгах я позабочусь так что на этот счет можешь не переживать пустота в голове пустота и почему его эта мысль как безумно радует так и пугает дейдара чтоб тебя твари подземные полюбили быстро ищи место где мы можем уединиться иначе я клянусь тебе что если ты сегодня не выполнишь свой супружеский долг то послезавтра после того как проплачусь я займусь созданием тебе огромных ветвистых оленей хргов оторванный от зоны словами своей милой жены один из сильнейших джанинов его просто подхватил ей и унес подальше в лес где он знал есть одна чудесная полянка около ручья на которой очень удобно лежать неожиданно оглянувшись на своих теперь уже многочисленных подданных новая предводительница стая улыбнулась вот и пример ей несравненно гениального ума она не повела их ни в этот отвратительный лагерь что разбили людишки ни на завоевании деревни дождя завоевание скорее первого победа они положили практически всю армию под стенами этой проклятой деревни ну и что что победа за ними кто это будет удерживать кто развивать некому нет ей не по пути с этим я смотрю ты все же убил ее резко развернувшись она попыталась всадить хитиновый клинок в стоящего рядом человечка со странным напоминающим дерево запахом вот только и саму пронзили 10 похожих на витки отростков вокруг головы этого во всех пониманиях урода ой извини кажется я тебя убил но мне нужны твои подданные и я перемещение между телами было резким и очень неприятным она сознала почему этот способ оказался в запретных свитках он тратил саму сути жизни для перемещения во времени и пространстве но лучше уж так чем действительно умереть увидев рядом с собой опешившего солдата клана новая королева велела собрать солдат и уничтожить шины без запахом дерева проникшего в ей опочевальню после того как солдат убежал исполнять приказ королева успокоилась и задумалась то как эта тварь проникла сюда нет самым важным фактором в ей решении должно служить удобство всего клана а тот посланник был очень убедителен вот только она потребует сначала переезд в империю а только потом оставшиеся покрывать бег отход солдат и кланов начнут подрывную деятельность да так будет правильно неделя марша не прошла даром взаимодействие между отрядами увеличилось слаженность возросла а территория стран огня избавилась от девяти банд снукининами а я примбрился с постоянным присутствием моих сакомандиц и тентин скобута которые почему-то вдруг проникли с интересом развлечения им вот как это называется постоянные остроты и похабные шуточки типа случайного прикосновения грудью или бедром попытки случайно поцеловать меня и как финал три три попытки залезть в мою спальню голыми и если скобута благодаря беджу я разобрался ей оказывается до ужаса было скучно и она так развлекается то с другими все непонятно чего они добиваются зачем но это сейчас не особо важно вчера произошла встреча с отрядами беженцев из дождя акацуки атаковали эту скрытую деревню и штурмом очень кровавым штурмом взяли и сейчас мы со всей возможной скоростью неслись на помощь остатком армии шиноби дождя вместе с очень вовремя подошедшими к ним отрядами из облака которые где-то впереди сражались этой падаль и выигрывали как можно больше времени для отступления гражданских и судя по звукам боя мы очень скоро достигнем этой кровавой линии сражений огромные языки лугов вклинившихся в сплошной лес что попадались нам все чаще и чаще по мере удаления от стран огня оказались последним препятствием на нашем пути на опушке другой рощи противоположной той откуда мы выскочили сражались десятки шиноби среди них очень заметным ориентиром на тему кто с кем бьется были то формирующиеся крылья из бумажек то буквально развеивающаяся девушка канан значит там акацуки сражаются с последними бойцами дождя леди канан ксо все немного усложняется наруто ты ведь знаешь печати барьеров кивнув на вопрос оказавшегося поблизости начальника группы я уже собирался отправиться пленить эту девушку оригами как последовал абсолютно неожиданный приказ ты должен помочь ей защитить ей цель ясна ксо как обычная простая цель защитить единственную выжившую дочь каги дождя может быть настолько неясной я даже с шагу сбился канан в этом мире дочь хан за саламандра а это не слишком ли крутое различие хотя это ладно она сражается с акацуки но тогда еще раз оглядев сражение я вздохнул и ускорился никакой драки на пределе возможностей как он привык с акацуки из его мира этот отряд акацуки канан уже практически полностью уничтожила и тут из леса ударили молнии ударили по акацуки ками это вообще нечестно я стал замедляться пока не подбежал к начавшим проводить первую помощь шиноби дождя выводящим из леса усталым шиноби облака кнах а и годы не прошло как вы вспомнили о своих обязательствах это просто чудо какое-то или вас покусали славящие со своей порядочностью узумаки я узумаки на миг все взгляды скрестились на мне после чего все снова занялись своими делами а всего на миг смутившаяся канан стремительно развернувшись пошла помогать раненым туда же направился все наши медики а через час меня вызвали на совет командиров как главную ударную силу пришло сообщение от разведчиков лагеря акацуки в деревне рисовых полей уничтожен силами шиноби значит у них остается только водопад раз они ушли из дождя получается предлагаю атаковать их немедленно нельзя чтобы они отошли пополнив бегущими нукиниными войска пошли в атаку по новой на мгновение все перевели взгляды на карту после чего разом вздохнув приняли решение в будущем это сражение назовут звездной атакой а все из-за того что пять различных отрядов шиноби атаковали водопад с пяти сторон причем некоторые из этих отрядах не знали об трех других отрядах а некоторые и вовсе обо всех со стороны непосредственно гигантского водопада давшего название этой деревне атаковали бывшие жители и шиноби водопада возглавляемые обычной девочкой даже не ставший шиноби фу с северной части леса окружающего поселения атаковал отряд суны под предводительством темари с северо центральной части леса атаковал отряд идущих по пути Мадары с ней самой во главе с юго центральной части леса атаковал объединение отряд Канохи Дождя и Облака возглавляла его Канан а с южной части леса стремительно атаковала армии под предводительством Дейдары тем временем в центре который занимала деревня водопада происходило нечто странное войско Акацуки разделившись на три части начали сражаться друг с другом одна из них возглавляемая Кокудзу стала стремительно прорываться из южных окраин деревни в северные другая расположенная в основном в центральных кварталах и возглавляемая окончательно свихнувшимся хиданом просто резала всех кто попадется под руку во имя Джошина северная группировка возглавляемая мгновенно появившимся Зитсу пыталась вырезать вторую и заставить вернуться на свои места первых вот с такой примерной ситуацией все и столкнулись в предместиях огонь аматеросу воздушные торнадо и куклы сунновцев водные драконы и ледяные хвосты буквально спускающихся верхом по водопаду Шиноби а также мелькающий призрак Амзицу на северной окраине деревни взрывы огонь и пепел техники камня и молния огромные полутени полушиноби они еще много кто смещались южный окраин деревни вглубь неудержимая атака камня же казалось неослабла в центре сошлись жрецы Джошины и теневые клоны узумаки которых поддерживали все остальные шиноби объединенных отрядов а сам узумаки уже трижды чуть был не зарезан хиддоном как ты его чувствующим тьфу на тебя бомба биджу огромный взрыв буквально разносит на маленькие кусочки этого бессмертного который побеждал своих противников только потому что был бессмертным а так ни скорости ни реакции у него не было после этого инцидента я бегу за этим ублюдком обито скрывающимся вид четверых больших сусана и одного огромного начавших методично уничтожать все что окажется поблизости от них заставил меня немного изменить цель миг и по явно уже разрушающимся городу несется огромный девятихвост и лис с хвостов которого срываются восемь бомб биджу семь воронок накрывают собой меньшую четверку и полностью уничтожают одного самого мелкого сусана а все из-за того что гигантские сусана успевают как-то разрубить восьмую бомбу биджу но тем не менее урон им нанесен значительный фактически вся мелочь незащищенная сусана должна там помирить да и сами доспехи должны получить очень значительные повреждения и действительно после развивания дыма из четверки остается только один сусана начинающая потихоньку отступать явно прикрывая отход выживших она меня начинает надвигается гигантский сусана чем-то неуловимым схожий стоп в этом же мире мадара была девушкой а значит ее сусана по определению должно иметь отличие поняв с кем я сражаюсь я не стал больше медлить и использовав чакры цепи для того чтобы остановить и задержать его на одном месте вдохнув начал готовить огромную бомбу биджу я не успел чуть-чуть слишком быстро эта старуха вырвалась из цепи в результате взрыв получился слишком близко ко мне я на несколько минут потерял сознание когда исчезла гигантская сусана и огромный девятихвостый лис битва набрала обороты теперь неподавляемые огромным давлением этих монстров шины без новыми силами устремились в бой группировка Акацуки под руководством Кокудзо застрявшая была в северной части деревни решительно прорывалась через огромный котлован оставшийся на месте сусана и рассыпалась по близлежащим лесам уходя в сторону ивы страны медведей малыми группами чтобы затаившись на десятилетие восстать в огне феникса а остатки учиха потерпев сокрушительное поражение и потеряв своего лидера наверняка решат кардинально изменить свою жизнь и переселиться на цветочный континент группировка выживших бойцов водопада тем временем полностью осозав кто и где находится объединилась с отрядом Суны после чего они зажали остатки группировки Зитсу которая окончательно развеялась когда заметила пропажу своего лидера а появившаяся армия блондинистых клонов окончательно подорвала их сопротивление так заканчивается официальная история Акацуки полным разгромом этой самой страшной и беспощадной организации что когда-либо знал мир Шиноби Зитсу смотрел как последнее нужно для разблокировки его матери капли силы падают воображаемые песочные часы ну же ну же да что это смотря как открылись двери хранилища Узу Зитсу радостно было вскричал пока не увидел пустое помещение на потолке которого был расположен свиток влетев внутрь Зитсу внимательно смотрелся ведь может такое быть что Узумаки спрятали его маму под своими печатями ничего пусто пусто запрокинув голову для крика Зитсу задохнулся свиток который он изначально принял за декорацию был исписан печатями использовав стихию дерева он поднялся до потолка и начал буквально разрывать одну за другой печати на свитке пока не получил пожалуй самый древний свиток в мире рекуда это ты написал зачем углубившись в изучение свитка Зитсу чуть не проморгал как начали закрываться двери хранилища но он заметил и буквально выскочил из последней ловушки клана Узумаки смеясь так вот что это было ловушка как же я рад что смог сформировать тот альянс против вас и уничтожить вас практически полностью ублюдки рекуда ненавижу я ведь все равно найду свою маму все равно посмотрев снова на свиток Зитсу вдруг замер к нему пришла идея резко развернув свиток он пустил по нему ту чакру что когда-то украл у наследника на Микадзе свиток засветился и выбросил вверх цветок в центре которого была единственная тычинка неуловимо напоминающий посох твой посох но нет все не может быть так просто но уже все понявшие и ошалевшие это сознание своей ошибки Зитсу попятился от свитка именно поэтому когда цветок превратился в воронку он смог удержаться пускай ценой своей левой руки вот как значит моя цель на этом ложном континенте отличное решение рекуда действительно отличное вот только я его разгадал и теперь мой путь лежит на цветочный континент разобравшись с Акацуки объединение сил Шиноби наплевав на бегство некоторых недобитков направились на фронт войны с империей солнца слишком там накалилась обстановка силы имперцев смогли практически полностью блокировать все побережье материка Шиноби о некоторых местах даже начать высаживать десанты одновременно полностью блокировав осадить деревню скрытую в тумане во время этого движения группе Наруто добавились его обычные члены команды в результате многочисленные шутки подколки и попытки его соблазнения достигли такого пика что на пятый день марша он невольно сбежал к Дейдаре где напившись что-то творил всю ночь еще утром обнаружился в палатке с голыми Канан и Фу причем никакие следы на их телах не позволяли трактовать как-то иначе данное событие что мгновенно привело к новому витку скандалов между его девушками которым похоже и для них неожиданно добавились эти две свободолюбивые девушки но самое прискорбное во всем этом случае было то что ни одна из проведших ночь с Наруто девушек вчера сразу после не применили нужные дюцу и плюсом словно назло другим девушкам Наруто они не могли принять нужные противозачаточные таблетки просто потому что их еще в первый день после отхода от побоища в водопаде уничтожил точнее уничтожили Кунаичи из объединенного отряда на следующее утро после той ночи все это вызвало такой эффект что Наруто предпочел скрыться от ответственности и разборок своих девушек в длительном разведреде который был направлен в страну водоворота через две недели прорвавшись сквозь оказавшийся очень плотными береговой заслон солнечников Наруто прибыл в остатки скрытой деревни водоворота где буквально посреди площади находят подтверждение идеи биджу о том куда в этом мире дели энергию Джуби оказывается цветочный континент был создан из нее целый континент был создан из того что было изначально в этом мире девяткой биджу и соизмерим с девяткой биджу которая находится в животе у Наруто тогда же выслушав у полностью ошалевших от радости биджу о том что при таком подходе они спокойно главное безопасно смогут жить на этом континенте даже Маттеби до этого времени не раз уже пытавшись убедить Наруто перенести его на радостно прыгал от возможной свободы немного подумав и обговорив ситуацию они решили действовать как в четвертой мировой войне создав более трех тысяч клонов он разделив их на десять отрядов возглавил каждый из отрядов полный определенный чакры биджу двойник Наруто после чего вся эта армия пришла в наступление первый отряд во главе с Шукаку атаковал силы империи и солнца которые блокировали побережье страны ветра мощнейшими песчаными бурями над водой становящиеся настоящими штормами смерти особенно при поддержке трех сотен расисурикинов и других воздушных и водных техник от теневых клонов буквально за сутки полностью потопили все до единого корабли врага следующие пять суток отряд прочесывал побережье захватывая военнопленных и уничтожая выбирающихся на берег немногочисленных выживших воинов империи потери отряда составили 279 клонов и 27 случайно убитых штормами шинобесуны но не заметил их однохвостый сенсор долгое время работающий из-под палки на них же и прекрасно знающий их чакру но не заметил второй отряд с Мататаби направился к побережью стран облака вот только встретил он своих противников около пересечения границ огня и облака дальнейшие сражения независимые наблюдатели из рыбаков описывали как огненный синий ветер что напал на флот врага а затем разделившийся на завихрение странного голубоватого воздуха превратился в один из страшнейших тайфунов что когда-либо случался в этих местах и длился на протяжении двух дней не позволяя немногим выжившим выбраться на берег а вот наруто узнал об этом происшествии от появившейся в его подсознании недовольной мокрой огненной кошки которая буквально рычала от злости во время операции она погибла и погубила весь отряд всего в одном сражении третий отряд во главе с особо направился в страну демонов используя одного за другим клонов несущих метки для техники полета бога грома отряд добрался до острова за полдня потерял всего семь клонов там они устроили партизанскую войну на пять дней уж слишком много оказалось врагов на острове на пятый день к ним подошли остатки отрядов Саики и самого Наруто после чего они наконец смогли зачистить остров четвертый отряд с Сонгаку направился на разблокировку деревни скрытой в тумане лихим налетом он прорвал морскую блокаду деревни но неожиданно подошедшая к врагу подкрепление полная истощенность шина бетумана которые отбили уже семь штурмов вынудила остатки отряда в размере пятерки теневых клонов и двойника Сонгаку запереться в деревне после чего им пришлось вызвать на помощь отряд возглавляемый Наруто когда на второй день этой операции блокаду опять прорвали они смогли поддержать наступление правда при этом полностью оказались уничтожены а также в этом прорыве было развеяно две сотни теневых клонов из отряда Наруто в потере можно было занести то что не успевший вовремя слинять из деревни Наруто был затискан пятой мизукаги и усажен на объявленный пир проводимый в целях поддержания моральных сил уже практически сдавшейся деревни утром после пира Наруто обнаружил у себя в кровати и еще одну неизвестную ему по прошлой Наруто стремительно уйдя заменой к дальнейшему ощущениям клону самым наглым образом удрал от девушек клятвенно при этом пообещав себе что больше капли спиртного в рот не возьмет наверное на этом бы и закончилось знакомство Наруто с местной деревней тумана но пробегая мимо одного практически полностью разрушена переулков как ему изначально показалось в безлюдном квартале он услышал знакомые голоса заинтересованный он притормозил было но поняв что знакомым голосом оказался голос Карин рванул оттуда с удвоенной силой и уже не слышал как Егуру поставил Карин условий раз они оказались раскрыты то он вернется как Шиноби только если она станет его женой как не слышал ей положительный и хитрого смеха Кагуры у которого план по восстановлению его деревни как великой начал обретать плоти кости кстати сегодня к полному болдению Наруто наступал четвертый день с начала этой операции 5-й отряд возглавляем Какуа направленный для морского прикрытия отряда Маттеби после ее уничтожения был вынужден сам начать разблокировку побережья стран облака в результате ему пришлось изрядно повозиться с кораблями империя но маскируя рифы и создавая их же иллюзия в открытых водах он все же смог полностью разблокировать побережье только часть кораблей объединившись во флот отступила уноси на своих кораблях остатки клан Учхо 6-й отряд во главе Сайкен был направлен для поддержки тумана и атаки по другому флангу блокады но встретив в море целый флот солнечников спешащий от захваченной страны демонов был практически полностью уничтожен в маневренном сражении продержавшемся 4 дня это случилось только из-за приказа Сайкена клоном отдыхать на обломках кораблей на пятый день они прорвались к острову страны демонов где остатки отряда были полностью уничтожены при штурме столицы 7-й отряд под покровом Чамии тем временем снял блокаду и небольшие очаги оккупации в стране волн причем для этого ему потребовалось всего 3 дня на 4-й он перешел к такому же действию но уже в стране луны и к огромному удивлению всех остальных хвостатых и Наруто оказался единственным отрядом где не было потерь при том что поставленная задача была выполнена полностью 8-й отряд полноценно охотился на морских просторах благодаря Гюке два дня а затем заблудился пробродил четверо суток пока оставшиеся у солнечников корабли точнее это были корабли Учхо и заплутал отряд Гюки в их массовые иллюзии проплывали мимо него 9-й отряд с Курамой во главе направился к побережью страны огня для снятия блокады с этого участка что же он и снял попутно уничтожив огненными ветрами значительный кусок прибрежных лесов всего недели потребовалось им для того чтобы полностью уничтожить всю армию вторжения а вот дальше начались трудности во-первых во время одного из боев на острове демонов скоро снова ставшим страной демонов Наруто встретился с остатками бежавшего из Канахи клана очхо и лично с Фугаку во время боя тот поливал грязью как все семейство узунки так и оставшихся в Канахи очхо и сучку мадару которая слишком увлеклась исполнением своей мечты об вечном цуки во-вторых заинтересовавшись бредом Фугаку и вспомнив об очхо в водопаде Наруто провел небольшое расследование и узнал о поисках мадару остатков биджу которые она считала находятся в стране водоворота а ключ к нему оставшихся в живых членов клана которые не жили в Канахи вместе с другими членами клана узумуки именно в их поиске она и отправилась в траву дождь и водопад и тут Наруто вспомнил о ближайшем свитке посреди руин водоворота это воспоминание предало его мыслям определенные направления которое полностью подтвердилось в дальнейшем в третьих произошел прорыв из-под воды в стране мороза стали выпрыгивать тысячи белых зитсу которые захватив объединение флотшин и остатки восточного флота вторжения поперлись в море точнее как понял Наруто на цветочный континент за остатками биджу картинка в мозгу Наруто сложилась зитсу снова всех обвел вокруг пальца и сейчас направляется на освобождение своей мамы снова взвыв Наруто начал готовиться к путешествию на цветочный континент в этот раз он предотвратит возрождение Кагуя сидя на совете Каги Цунади Кожи ощущала ультиматум либо она уничтожает Наруто Узумуки или выпинывает его из деревни либо все торговые соглашения с Конохой будут порваны а Наруто предоставит такие доказательства о вине Конохе в смерти его семьи что он лично пойдет убивать кстати с частью данных например о том что я для его отца готовила лично Рачимару по просьбе Дэнзо и Нару Шикаку она не была знакома а ведь есть и вполне известная ей информация об официальной травле Наруто устроенной двумя бывшими советниками в общем получив такую сборку она была уверена практически любой из знакомых ей Шиноби пошел бы вырезать всех причастных к такому и плевать хотел на судьбы непричастных я согласна деревни скрытые в листве изгонят из своих рядов Наруто Узумуки и его семью и предложат им возродить деревню водоворота смотря на развивающийся под ветром корабельный парус Наруто вздохнул в полной груди свежий морской воздух но кто бы мог подумать а ведь ему стало намного легче дышать когда его и его семью выгнали из конохи правда как выгнали сказали что не могут позволить настолько сильно Мушиноби прозябать в безвестности медленно достигая уже сейчас заслуженного уровня Каги после чего повелели восстановить деревню водоворота и выдали помощников фактически ссылку отправились остатки клана Учиха вместе с матерью Ханой и Кибой как утверждают сплетники в Канухе мать не захотела отпускать своих драгоценных дочерей одних в другую деревню почему-то ни у кого не возникло сомнений в том что Киба поедет с Наруто вот только кажется что просто кто-то решил увеличить свою власть и подсидел отныне бывшую главу клана Инидзука совершенно добровольно отправилась в изгнание семья Тентин Шизука и остальная часть команды Наруто вместе с Анко причем как говорили те же слухи Синджу устроила страшный скандал со своей тетей хотя по ее словам пятая Хакаги и наоборот благословила на это действие и очень сильно расстроила своим решением подчиниться требованиям Каги старейшин деревни правда полным шоком для всех оказалось то что Инна осталась в деревне и решилась на помолвку Снара в итоге народу собралось столько что его хватило на целый корабль который сейчас плыл на цветочный материк эта идея не принадлежала Наруто а была выдвинута матерью Кабуто выглядящая в точности как Арчимару во время второго этапа экзамена на Чунина в прошлом мире Наруто вообще когда женщина пришла с Кабуто в порт и просилась взять их с собой мол им больше там нечего делать и они хотят уехать у Наруто были мысли раскрыть Санина или она в этом мире реально девушка черт теперь даже он начал сомневаться но хорошенько все обдумав он согласился и теперь изредка наблюдал за прохаживающимся по Палу Бесанинам а уж когда они отплылись от берега и та выдвинула свою идею о цветочном континенте Наруто был готов их обеих расцеловать присоединив свой голос и мотивы к этой идее он смог всех убедить в нужности этого действия именно с этого началось их долгое плавание занявшее более двух месяцев если судить подымки на горизонте то скоро оно закончится а значит пора заканчивать вспоминать отказавшуюся от него и нахуй начинать готовиться к прорыву в самый центр враждебного им материка это оно это чакра десятихвостого отныне если ты не возражаешь мы поведем отряд в этом скоплении чакры принявший материальный облик от наших глаз ничего не сможет укрыться короткое восклицание Курамы обрадовало нарутою они не будут полностью слепы в этой миссии нет не миссия ведь эту задачу им никто не поставлял целью вот более правильное определение их деятельности я вижу берег крик Итачи заставил всех вскинуться ведь долгое ожидание наконец закончилось когда корабль подошел к берегу напряжение у команды и пассажиров можно было есть ложкой очередной скрип плавающих в воде обломков очередной мерзкий хлюп от попавшего под нос корабля мертвяка все это только добавляло в напряжение остроты почему они сражаются развита армия не была копией лидера Акацуки разве они не были на одной стороне удивлению в голосе и на лице как будто можно было только позавидовать никто из не умеющих чувствовать всю палитру эмоций а не только верхний слой поверил бы а так она явно чувствовала удовлетворение проделанным представлением и чувством выполненного долга да и Атар Чумару это это мужчина это мужчина ни в коем случае не забывай об этом и не поддавайся на его соблазнение пришла волна внутреннего удовлетворения и гордости за свою самую талантливую ученицу эта новая способность пробудившаяся у меня примерно на середине пути до континента оказалась очень полезнее в плане выявления всякой фальши в результате я точно знаю что ни Тентин ни Кабуто ни Арачимару ко мне чувств любви не испытывают да и разобраться в чувствах тех кто меня реально любит оказалось очень полезным например я смог в зародыши погасить конфликт между Анко и Микото которая к моему полному шоку действительно влюбилась в меня или она перенесла на меня скрытую любовь к отцу что надо признать более вероятно кто знает они могли что-то не поделить или вообще не сотрудничать по-настоящему а только подвигать в нужную сторону их атаки сказанные практически шепотом слова и разнеслись по всему кораблю давайте лучше подумаем сейчас о высадке оборудования и скрытого убежища однако мой монолог был прерван от очей или сначала проведем переговоры или драку с представителями у Чахмадары вон они на берегу уже заметили нас предлагаю идти на тот мыс они не успеют там поставить ловушки а от техник думаю мы сможем прикрыться посмотрев в сторону все еще мало различимого берега я снова подивился зрению представителей этого клана после чего создав с десяток клонов отправил их на полной скорости к месту где предположительно были у Чаха к полному шоку Итачи и Микото клонов не уничтожили сразу же а вполне мирно провели с ними переговоры по результатам которых мы сменили курс движения и расположились в укромной полуподземной бухте рядом с тремя оставшимися у Чаха кораблями а еще больше шок их ожидал когда встречать нас вышла Саски на следующий день сплавив небоеспособных членов нашего отряда отца Тентин например на остающихся у побережья Учхо при этом усилив свой отряд Шиноби на двух практически неотличимых друг от друга девочек мы отправились вглубь континента по следам прорвавшейся армии Зитсу за две недели пути случилось многое драки и засады от непосредственно жителей Эмперии сменялись долгими сражениями с возрожденными техникой до Тинси армия клонов белого Зитсу шла в полном окружении этих оживших покойников судя по следам которые читали Цунайкиба эта армия тащила что-то огромное с собой и именно поэтому Зитсу не мог просто переместиться к нужной ему точке только это позволяло нам не сильно отставать от бегущих без устали и сшибающих со своего пути любые препятствия солнечников с хода Зитсу но пожалуй самым главным было то что я смог договориться с Биджу насчет их дальнейшей судьбы и сейчас смотря на хвост армия Зитсу которая проходила сквозь все еще сопротивляющуюся прибрежную цитадель империя запирающая единственный перевал с этого лепестка в центральную часть континента я отчетливо понимал что так или иначе я попрощаюсь с девяткой голосов внутри меня так или иначе выйдя из транса связанного с потерей последних марионеток призванных техникой до Тинси Зитсу глубоко вздохнул мама я практически дошел взрыв раздавшийся из-за спины уже не отвлек его а вот вынырнувший из-под земли воин мрака в виде полуразумного насекомого мгновенно его атаковавший да откуда ты уничтожитель заплатишь за свой обман сотни воинов мрака вынырнувших из-под земли мгновенно бросились к нему с целью убить вот только его копия точнее копии белого Зитсу бросились им на перерез рубя и захватывая тело погибая под этими чудовищными поглощающими чакружевалами и ногами лезвиями полностью остановив атаку и передав информацию своему господину оказывается воины мрака вместе с новой королевой прибыли в империю солнца на две с половиной недели раньше и смогли договориться с императором об охране сердца континента в обмен на службу для жителей империи оказалось новостью что губительное влияние этого сердца никак не влияет на существ мрака и они согласились на эту сделку земля в самом центре империи навеки вечный обмен на самую близкую и крепкую как они думали охрану этого проклятого посоха хао думал оставить вас в покое но вы сами выбрали свою смерть так что теперь не вините меня я освобожу свою маму от плена чего бы мне это ни стоило раздавшийся за его спиной и быстро приближающиеся гудения заставило его отпрыгнуть в сторону по месту где он только что стоял прошлось черное пламя обернувшись зецу увидел три огромные фигуры прорывающиеся сквозь ряды его армии две из них были обычными скелетами сусана а вот третья была фигура огромного лиса с девятию хвостами что за резко подпрыгнув зецу использовал один из своих козырей макутан однако начавшие было расти на его месте огромные деревья были мгновенно сожжены влетевшим в них небольшим черным шариком шариком с очень знакомой энергетикой который отделился от этого огромного лиса десятихвостый но это же невозможно узумуки твари так вы не просто заточили маму уроды убью убью вас всех до единого не прощу то что вы сделали с мамой буквально превращаясь в огромное дерево едва не растворяясь в чудовищной злобе на насильников и зуверов посмевших такое сотворить зецу атаковал бомба своего родственника сметая корнями ближайших тварей мрака пускай обжигаясь об их ужасное свойство вытягивать чакру он направил сотни ветвей на увернувшегося лиса неожиданно ударившие с лисей хвостов восемь бомб заставили его в эти боли а неожиданно появившиеся твари несущие отпечаток энергии его мамы окончательно помутили разум как они осмелились пытать и насиловать его маму о других вариантах появления у него братьев и сестер он даже не мог и придумать его мама самая лучшая самая замечательная никогда бы не пошла на такое а если иначе ему тогда не зачем жить а значит в топку злости все эти пустые рассуждения и домыслы в топку страхи и опасения он победит и освободит свою мать уничтожил сотру в порошок по ветру развил ударившие его слева черное пламя несколько бомб справа все еще несущиеся по его корням твари мрака которые капли за каплей поглощали его чакру все они не остановили его ярости тысячи ветвей взвились в воздух и нескончаемым дождем копейных ударов обрушились вокруг твари раньше бывшие зецу на многие метры сметая обе фигуры сусанга убивая сотни тварей мрака обездвиживая иронию этих ублюдков которых он никогда не признает родней сотни корней взрывали землю камень и фундамент строений с целью сковать и уничтожить врагов последних осмысленных мыслей зецу и тем самым полностью сковывая девятку странных зверей с единой связью переведя уничтожающий злобный взгляд на этого девятихвостого лиса деревостраж стала готовить для атаки свою бомбу чтобы уничтожить ублюдка вдруг практически уже законченная бомба стала быстро уменьшиться в размере да и он сам почувствовал резкий отток сил резко развернувшись он выпустил практически успевшую сдуться бомбу подсасывающей его чакру королеве тварь и мрака однако стоило ему снова развернуться к этим хвостатым зверям как он получил девять бомб что своей объединенной мощью пробили его природную защиту и начали выжигать саму его суть попытавшись в отчаянии перевести энергетику из корней и ветвей в свое тело он вдруг понял то ощущение торжественной радости что перед своей смертью испытывали твари мрака энергии не было это их королева высосала ее полностью и тем самым победила и убила его бросив взгляд на место до которого оставалось пройти все гоничево он выдохнул последнее мама мама я иду к тебе и на край уже практически уничтоженного сознания мелькнула не его мысль я жду тебя уже целую вечность пойдем в этом мире ни меня ни тебя больше ничего не держит мой сын мама нам всем очень повезло и не говори Курама если бы не эта странная девушка что командовала жукоподобными он бы нас тер в порошок вот уж не думал что зицу может такое но теперь кажется все кончилось Наруто армия услышав крик Анка которой тут не должно было быть мы договорились что только самые защищенные в этом плане сестрички Учиха со своим Сусаной пойдут сюда а все остальные будут ждать на холме и наблюдать за битвой я заволновался а затем я перевел взгляд на холм где не должны были быть остальные и увидел начавшую забираться на него ряд за рядом армию империи солнца что же значит отдохнуть не удастся правда только что у меня в голове зародилась одна идея очень надеюсь что она выгорит иначе это место станет не только последним местом для Зицу но и для нас переговоры переговоры с солнечниками дались очень тяжело но в итоге они согласились пропустить нас попрощавшись с остающимися здесь биджул мы отправились назад в центре их силы на охране кагуры как сказали биджул они были нужнее хотя насколько я понял самым главным для них оказалось то что здесь практически не было людей здесь они могли спокойно материализоваться не теряя разум существовать убеждать им перцев в том что хвастоты не причинят им вреда не пришлось они оказывается как-то чувствовали все это время излучения которое выпускал посох а биджу сразу как только очутились здесь в центре своей силы полностью переключили всю эту изливаемую энергию на себя вот и вышло все так что нас не спроваживали а попытались оставить все же никто и никогда не хочет однажды отправить на войну своего сына брата отца дядю только лишь по причине того что они сойдут с ума поэтому почувствовав свой шанс разорвать этот круг несчастья они совершенно не желали его упускать а через три недели на берегу чужого континента я провозгласил как глава клана своими женами Анко Микото Саски Кибо Аю и Шизуко а также скрепил узами клятванов у Инпич их еще две да нельзя странные семьи первая была тройка Тентин Кабуто и Арачимару как она образовалась и как они официально объяснят появление детей у фактически однополой по документам семьи я не знаю и задумываться об этом не буду потому что мама мне уже объяснила их план заимев детей от меня образовать младшую ветвь клана я попытался Арачимару морду набить за такую подставу этих двух глубоко мне симпатичных девчонок но она он меня опередил при этом веско доказав что сейчас это именно она и в этом плане ей интересует противоположный а не свой пол пробравшись голышом в мою спальню откуда я спустя минуту убегал во всю прыть мне эти три как оказалось карьеристки совершенно не сдались и делать им детей я не намерен второй семьей оказались учха впустившая к себе цуми как мать с дочерью поделили это чем мне совершенно не интересно вот нисколечко и именно поэтому я удерживал свою мать от бедных явно смекнувших что им светило нова хучха и ловилась редко завистливые взгляды отца направленные то на меня то на итачи то на маму после чего всегда следовало легкое потирание затылка и тяжелый вздох после этого мы отправились назад на континент Шиноби за время нашего отсутствия составившие практически полгода в элементарных странах произошли на первый взгляд малозначимые но на мой очень важные события во-первых во главе селения скрытого в камне стал Дейдара и взявший второй женой внучку Казикаги как так получилось и почему этот гордый кунаичи согласилась на такое все теряются в догадках во-вторых Цунади ушла со всех постов с формулировкой отравилась в путешествии на поиски своей любви и мужа для своих детей а ей место на престоле Тьфу во главе Канохи занял Нара в-третьих селение скрытое в песке провело полную реорганизацию свода законов правил и установки фактически тем самым упразднив у себя все кланы и им подобные объединения теперь в основе всего у них как в камне была их деревня ах да нормы морали они очевидно тоже снизили так как Гаров взял в жены свою же сестру и ему за это ничего не было точнее его избрали в совет деревни ведь должность Каги Песка упразднили деревней теперь управляет совет 11 в-четвертых остатки шина без дождя травы и водопады разделились на три лагеря одни примкнули к песку другие к туману а вот третьи возглавляемые Канан и Фу перебрались в страну водоворота и официально присоединились к одноименной деревне правда увидел их кругленькие животики я не стал им ничего говорить кроме предложения войти в гарем и в-пятых Метя Руми также оказалась беременна но она уже объявила о своей помолвке с неким Чеджира вот такими новостями встретил нас родной континент дальнейшие четыре месяца слились для меня в один сплошной кошмар изначально допустив ошибку я открыто распечатал сокровищницы моего клана и моей деревни и был буквально завален угрозами и чуть не соблазнен резко назначенным к нам послом от облака еими кстати коруя как видно мою слабость к женскому пылу просчитали и главное что все это было напрасно единственным действительно ценным в сокровищнице из всего мусора оказали свитки узукаги и свиток призыва выбор да знаменитые сокровищницы оказались полны мусор тыслившей бумаги куч каменной пыли и огромных гор ржавчины эх знал бы Наруто что до силового пробития зицу барьеров хранили здесь было все по-другому бумага была запечатывающими свитками которые изготавливали из привозимой на остров чакропроводящей бумаги травы которые уже сами по себе стоили целое состояние пыль это рассыпавшиеся на нее драгоценные камни что стали накопителями энергии а ржавчина была залежами чакропроводящих металлов которые должны были сбрасывать энергию с накопителей в общем до налета зицу это действительно была одна из самых богатых сокровищниц во всех элементарных странах найденные в углу кучи серебра обрадовались как новому сошествию реку да с небес но это все было только цветочками ягодками стал сговор всех купцов побережья по увеличению цен на все буквально на все начиная с не очень деревни необходимого строительного камня и заканчивая жизненно важными продуктами питания единственный правдивый ответ который я услышал на такое бесчестие вы очень богаты так что не жадничайте затем было оползень очень очень странный оползень произошедший из-за пробития каменных пробок служивших стенами для высокогорных водных хранилищ устроенных еще прошлыми узумуки кто и зачем это сделал непонятно а вот то что это было сделано намеренно поняли все жители нового узу и как добивающий удар к нам приехали две каги с предложением подписать союзный а если внимательно читать его то больше походящий новосальный договор причем они практически дословно повторили свою речь изменив только момент должны надавить на жалость умы это был наш ребенок отцу наде отношение к деревне и они обе очень неприятно удивились узнав друг о друге после чего я свернул этот фарс предложив заключить тройственный союз во главе которого встанет моя деревня так как две великие деревни равны между собой и подчиняться другой великой деревне они не смогут обе женщины удалились очень недовольные но тут уж как говорится сами виноваты в общем меняйте месяц работы во главе ново формируемого селения вымотали очень сильно а ведь еще были проблемы внутри семьи точнее легкое недопонимание все мои девушки увидев животик канон и мы возжелали обзавестись такими же и поскольку без меня в этом деле было но никак не обойтись теперь я постоянно хотел спать так как даже моя выносливость не выдержала практически круглосуточного бодрствования на протяжении такого огромного промежутка времени поэтому когда меня затянуло в глубины подсознания я мог только застонать от нехорошего предчувствия ведь так со мной связывались лишь хвастатые находящиеся в других джинчурики неужели солнечники смогли как-то запечатать биджу и им теперь нужна моя помощь наруто ух получилось что случилось курама возникли мелкие проблемы нет нас не пленили все немного по-другому мы не выдерживаем напор этой энергии теперь я понимаю отца понимаю почему он разделил нас в нашем мире это даже не сравнить с энергией того девятихвостого с которым мы сражались в конце четвертой мировой остатки этого они росли в селе так же как росли мы сами в том мире теперь эта тварь энергию которого мы перехватили буквально заставляет нас захлебнуться энергией и вот тут Гюки пришла идея повторить маневр местного рекуда в общем через несколько часов мы начнем поднимать и формировать архипелаг посередине океана между континентами шиноби и цветочным континентом и мы хотим если ты не против чтобы этот архипелаг достался именно твоему клану медленно обдумав все что случилось за последние месяцы обдумав все что я мог сделать для эффективного функционирования своей деревни сейчас и что мог бы сделать без указов отчеготов последний месяц начавшего закручивать гайки дайми водоворота я глубоко вздохнул выдохнул и еще три раза повторив процедуру успокоения согласился отлично тогда смотри мы думаем сделать центральный остров в виде капли с узкой частью в сторону континента шиноби размерами примерно равными острову водоворота вокруг него будут девять небольших островов с большой высотой напоминающей наши морды не удержавшись я хихикнул даже просто ради этого момента курами следовало связаться с ним острова напоминающие морды хвостатых я определено хочу это увидеть весело значит тогда тебя порадует и вторая наша проблема у нас оказалось около 12 тысяч уже зараженных чей крол 10 хвостовый человек император хоть и получил от нас подтверждение что они не сойдут с ума все же решил не рисковать и выслать их на другой материк так что скоро к твоему архипелагу направятся новые поданные узукаги или ты теперь еще как-то называешься извини точно не помню уже наименование тени водоворота подавившись смехом я просто завис 12 тысяч человек 12 тысяч человек это же многие из них обычные крестьяне и ремесленники есть правда несколько семей алхимиков и так называемых рыцарей как называют местную городскую стражу но их стоп курама ты случаем не забыл что именно мы потопили а они не знаю кто именно уничтожил их флот для большинства жителей империи солнце флот вторжения по большей части флот смертников поэтому если они не получают от него известий они считают его утерянным навсегда а люди мертвыми это служба безопасности империи могут начать мутить воду так что думая плывя кстати связываться с тобой тогда будет вдвое проще так что удачного прибытия о котором ты мне сам сообщишь удачи быстро встав я пошел к своей большой семье в таком деле мне следует спросить их мнение через два месяца после того памятного разговора смотря на своих многочисленных клонов которые сейчас вовсю старались как можно быстрее возвести первый на этом архипелаге город я думал о том что все изменилось я как и в прошлом мире добился своей цели но вот эффект от этого почему-то получился совершенно разный там у меня началась депрессия от бессилия сломать круг ненависти из-за которой я не смог нормально воспитать своих детей и проглядел очередное предательство чхо а вот в этом у меня словно прибавилось сил словно я открыл еще одни очаг чакры в себе бросив торжественный взгляд на море я отчетливо увидел вдалеке мельтешение парусов кораблей приближающегося флота новых жителей пока безымянного архипелага наруто оглянувшись и увидев подходящих ко мне членов моего клана я снова развернулся к морю и показал им на приближающиеся корабли деревни скрытые в водовороте нет деревня клана узумаки будет непременно возрождена и знаете я безумно счастлив что снова открыл глаза именно в этом мире не что 제